Маджхима Никая, 43. Махавидала сутта. Большое собрание вопросов и ответов. Я слышал, что однажды Благословенный находился в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики, и тогда достопочтенный Маха Катхитта, выйдя во второй половине дня из своего уединенного пребывания, Обратился к достопочтенному Сарипутти, и по прибытии отправился к достопочтенному Сарипутти, и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями, а затем сел рядом. Мудрость И тогда он обратился к достопочтенному Сарипутти, друг, говорят так, человек со слабой мудростью, со слабой мудростью, до какой степени друг говорится, это человек со слабой мудростью? Он не распознает, он не распознает, так, друг, говорится о человеке со слабой мудростью. И что он не распознает? Он не распознает это страдание, он не распознает это причина страдания, он не распознает это прекращение страдания, он не распознает это путь, ведущий к прекращению страдания, он не распознает, он не распознает, так говорят о человеке со слабой мудростью. Сказав «Очень хорошо, друг, достопочтенный Маха Катхита», порадовавшись и согласившись с утверждением достопочтенного Сарипутты, задал ему следующий вопрос. «Распознает, распознает. Так говорится. До какой степени, друг, говорится, что человек распознает?» «Распознает, распознает. Так, друг, говорится о человеке, который распознает. И что он распознает? Он распознает это страдание. Он распознает это причина страдания. Он распознает это прекращение страдания. Он распознает это путь, ведущий к прекращению страдания. Распознает, распознает. Так говорится о человеке, который распознает. Сознание. 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 Так говорится. До какой степени, друг, говорится, что это сознание? Оно познает. Оно познает. Поэтому, друг, говорится, что это сознание. И что оно познает? Оно познает. Приятно. Оно познает. Бесполезно. Оно познает. Неприятно, небесполезно. Оно познает. Оно познает. Поэтому говорится, что это сознание. Распознавание и сознание, друг. Эти качества соединены или разъединены? Возможно ли, отделив одно от другого, провести разницу между ними? Распознавание и сознание соединены, а не разъединены, друг. Невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Что человек распознает, то он познает. Что он познает, то он распознает. Таким образом, эти качества соединены, а не разъединены. И невозможно, разъединив их одно от другого, провести разницу между ними. Распознавание и сознание, друг. Каково различие между этими качествами, которые соединены, а не разъединены? Распознавание и сознание, друг, из этих качеств, которые соединены, а не разъединены, распознавание следует развить, а сознание полностью постичь. Чувство 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 так говорят. До какой степени, друг, говорится, что это чувство? Оно чувствует Оно чувствует Поэтому, друг, говорится, что это чувство Восприятие Восприятие Так говорят До какой степени, друг, говорится, что это восприятие? Оно воспринимает Оно воспринимает Поэтому, друг, говорится, что это восприятие И что оно воспринимает? Оно воспринимает Голубое Оно воспринимает Желтое Оно воспринимает Красное Оно воспринимает Белое Оно воспринимает. Оно воспринимает. Поэтому говорится, что это восприятие. Чувство, восприятие, сознание. Друг эти качества соединены или разъединены? Возможно ли, отделив одно от другого, провести разницу между ними? Чувство, восприятие, сознание, друг, эти качества соединены, а не разъединены. Невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Что человек чувствует, то он воспринимает. Что он воспринимает, то он познает. Таким образом, эти качества соединены, а не разъединены. И невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Глаз мудрости Друг Можно познать, как бесконечное сознание. Основу отсутствия всего, можно познать, как «здесь ничего нет». Чем человек знает качество, которое можно знать? Качество, которое можно знать, человек знает глазом мудрости. В чем заключается цель мудрости? Цель мудрости заключается в прямом знании. Ее цель – полное постижение. Ее цель – отпускание. Правильные взгляды Друг Сколько существует условий для возникновения правильных взглядов? Друг Друг Есть два условия для возникновения правильных взглядов. Голос другого и должное внимание. Это два условия для возникновения правильных взглядов. И в сопровождении скольких факторов правильные взгляды принесут состояние освобожденного ума, как плод и результат, и состояние освобождения мудростью, как плод и результат. Вот случай, когда правильные взгляды сопровождаются нравственностью, изучением, обсуждением, спокойствием, прозрением. В сопровождении этих пяти факторов правильные взгляды принесут состояние освобожденного ума, как плод и результат, и состояние освобождения мудростью, как плод и результат. Становление Друг Друг Сколько всего видов становления? Друг Есть три вида становления. Становление в мире чувств. Становление в мире форм. Становление в бесформенном мире. И как осуществляется дальнейшее становление в будущем? Существа, охваченные невежеством и скованные жаждой, восторгаются то здесь, то там. Вот как осуществляется дальнейшее становление в будущем. И как не осуществляется дальнейшее становление в будущем? За счет угасания невежества, появления явного знания и прекращения жажды. Вот как не осуществляется дальнейшее становление в будущем. Первая джана Что такое, друг, первая джана? Вот, друг, монах, в достаточной мере оставивший чувственное удовольствие, оставивший неумелые качества, входит и пребывает в первой джане. Восторг и счастье, рожденные этим оставлением, сопровождаются направлением ума на объект и удержанием ума на объекте. Это называется первой джаной. И сколько факторов присутствует в первой джане? В первой джане присутствует пять факторов. Когда монах достиг пятифакторной первой джаны, то наличествует направление ума, удерживание ума, восторг, счастье и однонастроенность ума. Таким образом, в первой джане наличествует пять факторов. И сколько факторов отброшено в первой джане? И сколькими она наделена? Пять факторов отброшено в первой джане, и пятью она наделена. Когда монах достиг первой джаны, то чувственные желания отброшены, недоброжелательность отброшена, лень и апатия отброшены, неугомонность и беспокойство отброшены, сомнения отброшены. И там присутствует направленность ума, удержание ума, восторг, счастье и однонастроенность ума. Таким образом, в первой джане пять факторов отброшены, и пятью факторами она наделена. Пять опор. Друг. Есть вот эти пять опор, каждая из которых имеет свою область, отдельную сферу, и они не пересекаются, не накладываются друг на друга. Это опора глаз, опора уха, опора нос, опора язык, опора тела. И что у этих пяти опор, каждый из которых имеет свою область, отдельную сферу, которые не пересекаются и не накладываются друг на друга, имеется в качестве общего переживающего? Что испытывают все их область и сферы? Друг. 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 примеру, умный человек понимает значение сказанного. Представь себе горящую масляную лампу. Ее свечение можно увидеть в зависимости от пламени, а пламя можно увидеть в зависимости от свечения. Точно также жизненная сила наличествует за счет тепла, а тепло за счет жизненной силы. Формирователи жизненной силы. Друг, являются ли формирователи жизненной силы тем же самым, что и состояние наличия чувств? Или формирователи жизненной силы это одно, а состояние наличия чувств другое? Формирователи жизненной силы это не то же самое, что и состояние наличия чувств, друг. Если бы формирователи жизненной силы были тем же самым, что и состояние наличия чувств, то нельзя было бы распознать выход монаха из состояния прекращения чувствования и восприятия, а поскольку формирователи жизненной силы это одна вещь, а состояние наличия чувств другая, то можно распознать выход монаха из состояния прекращения чувствования и восприятия. Сколько качеств отсутствует в теле, которое оставлено и покинуто, как бесчувственное полено? Когда в этом теле отсутствуют эти три качества, жизненная сила, тепло и сознание, оно лежит оставленным и покинутым, как бесчувственное полено. В чем отличие между тем, кто мертв, чей срок вышел, и монахом, который достиг состояния прекращения чувствования и восприятия. В случае с мертвым, чей срок вышел, его телесные формирователи угасли и затихли, Его словесные формирователи угасли и затихли. Его умственные формирователи угасли и затихли. Его жизненная сила исчерпалась. Тепло ушло, и его способности рассеяны. А в случае с монахом, достигшим состояния прекращения чувствования и восприятия, его телесные формирователи угасли и затихли. Его словесные формирователи угасли и затихли. Его умственные формирователи угасли и затихли. Но его жизненная сила не исчерпана. Тепло не ушло, и его способности неимоверно четкие. В этом различие между тем, кто мертв, чей срок вышел, и монахом, который достиг состояния прекращения чувствования и восприятия. Состояние освобожденного ума Состояние освобожденного ума Друг, есть четыре условия для достижения неприятного, неболезненного состояния освобожденного ума Вот монах, оставляя счастье и страдательность, вместе с более ранним исчезновением восторга и беспокойства, входит и пребывает в четвертой джане, в чистейшей невозмутимости и осознанности, в неудовольствии и не боли Таковы четыре условия для достижения неприятного, неболезненного состояния освобожденного ума Сколько всего условий для достижения беспредметного состояния освобожденного ума? Есть два условия для достижения беспредметного состояния освобожденного ума Недостаток внимания, уделяемого всем объектам, и направление внимания, свойству отсутствия объектов Таковы два условия для достижения беспредметного состояния освобожденного ума И сколько всего условий для устойчивости беспредметного состояния освобожденного ума? Есть три условия для устойчивости беспредметного состояния освобожденного ума. Недостаток внимания, уделяемого всем объектам, и направление внимания свойству отсутствия объектов. И предшествующее волевое решение. Таковы три условия для устойчивости беспредметного состояния освобожденного ума. А сколько всего условий для выхода из беспредметного состояния освобожденного ума? Есть два условия для выхода из предметного состояния освобожденного ума. Направление внимания на все объекты и недостаток внимания, уделяемого свойству отсутствия объектов. Таковы два условия для выхода из беспредметного состояния освобожденного ума. Безграничное состояние освобожденного ума. Состояние освобожденного ума основы отсутствия всего, состояние освобожденного ума пустотности, беспредметное состояние освобожденного ума. Различны ли эти качества как в названии, так и в значении? Или же у них одно значение, но различаются лишь только названия? Безграничное состояние освобожденного ума, состояние освобожденного ума основы отсутствия всего, состояние освобожденного ума пустотности, Безпредметное состояние освобожденного ума. Есть способ объяснения, когда эти качества различны и в значении, и в названии. И есть способ объяснения, когда эти качества имеют одно значение, но различны в названии. И каков способ объяснения, когда эти качества различны и в значении, и в названии? Вот монах распространяет в первом направлении, как и во втором направлении. В третьем, четвертом, сознание, наполненное доброжелательностью. Он продолжает распространять такой ум вверх, вниз, вокруг и всюду, во всех отношениях, всецело охватывая мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, обширным, безграничным, лишенным недоброжелательности, свободным от неприязни. Он продолжает распространять в первом направлении, как и во втором направлении. В третьем, четвертом, сознание, наполненное состраданием, сознание, наполненное сорадованием. Он продолжает распространять в первом направлении, как и во втором направлении. В третьем, в четвертом, сознание, наполненное беспристрастностью. Он продолжает распространять такой ум вверх, вниз, вокруг и всюду, во всех отношениях, всецело охватывая мир умом, наполненным беспристрастностью, обильным, обширным, безграничным, лишенным недоброжелательности, свободным от неприязни. Это называется безграничным состоянием освобожденного ума. И что такое состояние освобожденного ума? Основа отсутствия всего? Вот монах, полностью выйдя за пределы основы бесконечности сознания, распознает. Здесь ничего нет. И входит, и пребывает в основе отсутствия всего. Это называется состоянием освобожденного ума, основы отсутствия всего. И что такое состояние освобожденного ума пустотности? Вот монах, уединившись в безлюдной местности, у подножия дерева или в пустом жилище созерцает. Это лишено самости или чего-либо присущего самости. Это называется состоянием освобожденного ума пустотности. И что такое беспредметное состояние освобожденного ума? Вот монах перестает обращать внимание на все предметы. Входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума. Это называется беспредметным состоянием освобожденного ума. Таков способ объяснения, когда эти качества различны, различны и в значении, и в названии. И каков способ объяснения, когда эти качества одинаковы, в значении, но различны только в названии? Страсть, друг, это создание ограничений. Отвращение, это создание ограничений. Невежество, это создание ограничений. В монахе, чьи загрязнения окончились, эти три корня порока были оставлены, уничтожены, сделаны подобно обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не способные возникнуть в будущем. Если говорить о безграничном состоянии освобожденного ума, то ничем не вызванное состояние освобожденного ума, лишено страсти, лишено отвращения, лишено невежества. Страсть, это сотворение объектов, отвращение, это сотворение объектов, невежество, это сотворение объектов, в монахе, чьи загрязнения окончились, эти три корня порока были оставлены, уничтожены, сделаны подобными обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не способные возникнуть в будущем. Если говорить о беспредметном состоянии освобожденного ума, то ничем не вызванное состояние освобожденного ума это наилучшее, и это ничем не вызванное состояние освобожденного ума лишено страсти, лишено отвращения, лишено невежества. Это, друг, способ объяснения, когда эти качества одинакового значения, но различны только в названии. Так сказал достопочтенный Сарипутта. Удовлетворенный достопочтенный Маха Катхита восхитился словами достопочтенного Сарипутты. Комментарии к сутте. Распознание и сознание, друг, из этих качеств, которые соединены, а не разъединены, распознавание следует развить, а сознание полностью постичь. Развлечение следует развить как часть четвертой благородной истины, пути практики, ведущей к окончанию страданий. Сознание следует полностью постичь как объект цепляния. И это часть первой благородной истины. Истины о страдании. Смотри Санюта Никая 56.11. Эти пять опор, опора глаз, опора уха, опора нос, опора язык, опора тела, продолжают наличествовать за счет жизненной силы. Жизненная сила, аауи, это сила, определяющая естественный срок жизни. Друг, являются ли формирователи жизненной силы тем же самым, что и состояние наличия чувств? Формирователи жизненной силы, это намерение продолжать жить. Будда вошел в Паранибану через три месяца после того, как прекратил формирователи жизненной силы. Смотри Дик Никая 16. Дик Никая 16. И каков способ объяснения, когда эти качества различны и в значении, и в названии? Вот монах распространяет в первом направлении, как и во втором направлении, и в третьем, и в четвертом. Первое направление – Восток. Вот монах, уединившись в безлюдной местности, у подножья дерева или в пустом жилище, созерцает. Это лишено самости или чего-либо присущего самости. Смотри Маджхима Никая 106. И что такое беспредметное состояние освобождения ума? Вот монах перестает обращать внимание на все предметы, входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума. Смотри Маджхима Никая 121. Махаведа Ласутта, Большое собрание вопросов и ответов. МН 43. Я слышал, что однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда Достопочтенный Махакоттхита, выйдя из затворничества во второй половине дня, отправился к Достопочтенному Сарипутте и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Мудрость. По мере того, как он сидел там, он сказал Достопочтенному Сарипутте, «Друг, человек со слабой мудростью, человек со слабой мудростью, так говорят». В каком смысле, друг, говорится, это человек со слабой мудростью? Он не различает, он не различает, вот как, друг, говорят о человеке со слабой мудростью. И что он не различает? Он не различает, это, страданий. Он не различает, это, причина страдания. Он не различает, это, прекращение страдания. Он не различает, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Он не различает, он не различает, вот как говорят о человеке со слабой мудростью. Сказав «очень хорошо», друг, достопочтенный Махакоттхита, порадовавшись и одобрив утверждение достопочтенного Сарепутты, задал ему следующий вопрос. Различает, различает, так говорят. В каком смысле, друг, говорится, что человек различает? Он различает, он различает, вот как, друг, говорят о человеке, который различает. И что он различает? Он различает, это, страданий. Он различает, это, причина страдания. Он различает, это, прекращение страдания. Он различает, это, путь, ведущий к прекращению страдания. Различает, различает, вот как говорят о человеке, который различает сознание. Сознание, сознание, так говорят. В каком смысле, друг, говорится, что это сознание? Оно познает, оно познает, поэтому, друг, говорится, что это сознание. И что оно познает? Оно познает, приятно. Оно познает, болезненно. Оно познает неприятно, неболезненно. Оно познает, оно познает, поэтому говорится, что это сознание. Мудрости сознания, друг, эти качества соединены или разъединены? Возможно ли, отделив одно от другого, провести разницу между ними? Мудрости сознания соединены, они разъединены, друг. Невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Что человек различает, то он познает. Что он познает, то он различает. Таким образом, эти качества соединены, они разъединены, и невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Мудрость и сознание, друг, каково различие между этими качествами, которые соединены, они разъединены? Мудрость и сознание, друг, что касается этих качеств, которые соединены, они разъединены, мудрость следует развить, а сознание, полностью постичь, один. Чувство. Чувство, чувство, так говорят. В каком смысле, друг, говорится, что это чувство? Оно чувствует, оно чувствует. Поэтому, друг, говорится, что это чувство. И что оно чувствует? Оно чувствует удовольствие. Оно чувствует боль. Оно чувствует не удовольствие, не боль. Оно чувствует, оно чувствует, поэтому говорится, что это чувство. Восприятие. Восприятие, восприятие, так говорят. В каком смысле, друг, говорится, что это восприятие? Оно воспринимает, оно воспринимает. Поэтому, друг, говорится, что это восприятие. И что оно воспринимает? Оно воспринимает голубое. Оно воспринимает желтое. Оно воспринимает красное. Оно воспринимает белое. Оно воспринимает, оно воспринимает, поэтому говорится, что это восприятие. Чувство, восприятие, сознание, друг, эти качества соединены или разъединены? Возможно ли, отделив одно от другого, провести разницу между ними? Чувство, восприятие, сознание, друг, эти качества соединены, они разъединены. Невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Что человек чувствует, то он воспринимает. Что он воспринимает, то он познает. Таким образом, эти качества соединены, они разъединены, и невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Чистое сознание и ума. Друг, что можно познать чистым сознанием ума, отделённым от пяти органов чувств? Друг, чистым сознанием ума, отделённым от пяти органов чувств, можно познать сферу безграничного пространства как безграничное пространство, сферу безграничного сознания можно познать как безграничное сознание, сферу отсутствия всего можно познать как здесь ничего нет. Чем человек знает, какое-либо, качество, которое ему можно знать. Качество, которое можно знать, человек знает глазом мудрости. И в чем заключается назначение мудрости? Назначение мудрости заключается в прямом знании, ее назначении, полное постижение, ее назначение, отбрасывание. Правильное воззрение. Друг, сколько всего условий для возникновения правильных воззрений? Друг, есть два условия для возникновения правильных воззрений, голос другого и мудрой внимании. Таковы два условия для возникновения правильных воззрений. И в сопровождении скольких факторов правильные воззрения имеют освобождение ума своим плодом и наградой, и освобождение мудростью своим плодом и наградой? В сопровождении пяти факторов правильные воззрения имеют освобождение ума своим плодом и наградой, и освобождение мудростью своим плодом и наградой. Вот правильные воззрения сопровождаются нравственностью, изучением, обсуждением, успокоением, прозрением. В сопровождении этих пяти факторов правильные воззрения имеют освобождение ума своим плодом и наградой, и освобождение мудростью своим плодом и наградой. Становление. Друг, сколько всего видов становления? Друг, есть три вида становления. Становление в мире чувств, становление в мире форм, становление в бесформенном мире. И как осуществляется дальнейшее становление в будущем? Существа, охваченные невежеством и скованной жаждой, наслаждаются то здесь, то там, вот как осуществляется дальнейшее становление в будущем. И как не осуществляется дальнейшее становление в будущем? За счет угасание и невежество, появление ясного знания, и прекращение жажды. Вот как не осуществляется дальнейшее становление в будущем. Первая джхана. Что такое, друг, первая джхана? Вот, друг, монах, полностью оставивший чувственное удовольствие, оставивший неумелые качества, входит и пребывает в первой джхане, восторг и удовольствие, рожденные этим, оставлением сопровождаются направлением ума, на объект, и удержанием ума, на объекте. Это называется первой джханой. И сколько факторов присутствует в первой джхане? В первой джхане присутствует пять факторов. Когда монах достиг пятифакторной первой джханы, то наличитвует направление ума, удержание ума, восторг, счастье, и однонаправленность ума. Вот каким образом в первой джхане наличитвует пять факторов. И сколько факторов отброшены в первой джхане, и сколькими она наделена? Пять факторов отброшены в первой джхане, и пятью она наделена. Когда монах достиг первой джханы, то чувственное желание отброшено, недоброжелательность отброшено, лень и апатия отброшены, неугомонность и сожаление отброшены, сомнение отброшено. И там присутствует направленность ума, удержание ума, восторг, счастье и однонаправленность ума. Таким образом, в первой джхане пять факторов отброшены, и пятью факторами она наделена. Пять чувств. Друг, есть вот эти пять качеств, каждая из которых имеет свою область, отдельную сферу, и они не переживают области и сферы друг друга. Это качества глаза, уха, носа, языка, тела. И что у этих пяти качеств, каждая из которых имеет свою область, отдельную сферу, которые не переживают области и сферы друг друга, имеется в качестве, их общего, судьи? Что испытывает, все, их области и сферы? Друг, эти пять качеств, каждая из которых имеет свою область, отдельную сферу, которые не переживают области и сферы друг друга, то есть, качество глаза, уха, носа, языка, тела, имеют сознание в качестве их общего судьи. Сознание – это то, что испытывает все их области и сферы. И что касается этих пяти качеств, качество глаза, уха, носа, языка, тела, за счет чего они продолжают наличествовать? Эти пять качеств, качество глаза, уха, носа, языка, тела, продолжают наличествовать за счет жизненной силы. Два. А жизненная сила продолжает наличествовать за счет чего? Жизненная сила продолжает наличествовать за счет тепла. А тепло продолжает наличествовать за счет чего? Тепло продолжает наличествовать за счет жизненной силы. Друг Сарипутта, как мы поняли, ты сказал так, жизненная сила продолжает наличествовать за счет тепла. И как мы поняли, ты сказал так, тепло продолжает наличествовать за счет жизненной силы. Как следует понимать эти утверждения? В этом случае, друг, я приведу тебе пример, поскольку бывает так, что благодаря примеру умный человек понимает значение сказанного. Представь себе горящую масляную лампу. Ее свечение можно увидеть в зависимости от пламени, а пламя можно увидеть в зависимости от свечения. Точно так же жизненная сила наличествует за счет тепла, а тепло – за счет жизненной силы. Формирователи жизненной силы. Друг, являются ли формирователи жизненной силы тем же самым, как и то, что можно почувствовать? Или формирователи жизненной силы – это одно, а то, что можно почувствовать – другое? Формирователи жизненной силы – это не то же самое, что и то, что можно почувствовать – друг. Если бы формирователи жизненной силы были бы тем же самым, что и то, что можно почувствовать, то нельзя было бы увидеть выход монаха из достижения прекращения восприятия чувствования. А поскольку формирователи жизненной силы – это одно, а то, что можно почувствовать, другое, то можно увидеть выход монаха из достижения прекращения восприятия чувствования, 3. Сколько качеств отсутствует в теле, которое оставлено и покинуто, точно бесчувственное полено. Когда в этом теле отсутствуют эти три качества, жизненная сила, тепло, и сознание, оно лежит оставленным и покинутым, точно бесчувственное полено. В чем отличие между тем, кто мертв, через срок вышел, и монахом, который достиг прекращения восприятия чувствования, в случае с мертвым, через срок вышел, его телесные формации угасли и утихли, его словесные формации угасли и утихли, его умственные формации угасли и утихли, его жизненная сила исчерпалась, тепло ушло, и его качества разрушены. А в случае с монахом, достигшим прекращения восприятия чувствования, его телесные формации угасли и утихли, его словесные формации угасли и утихли, его умственные формации угасли и утихли, но, его жизненная сила не исчерпана, тепло не ушло, и его способности неимоверно четки этом отличие между тем, кто мертв, через срок вышел, и монахом, который достиг прекращения восприятия чувствования. Виды освобождения ума. Друг, сколько всего условий для достижения неприятного неболезненного освобождения ума? Друг, есть четыре условия для достижения неприятного неболезненного освобождения ума. Вот монах, оставив удовольствие и боль, вместе с более ранним исчезновением радости и недовольства, входит и пребывает в четвертой джхане, в чистейшей невозмутимости и осознанности, в неудовольствии и не боли. Таковы четыре условия для достижения неприятного неболезненного состояния освобожденного ума. Четыре. Сколько всего условий для достижения беспредметного освобождения ума? Пять, есть два условия для достижения беспредметного освобождения ума, отсутствия внимания, уделяемого всем объектам, и уделение внимания свойству отсутствия объектов. Таковы два условия для достижения беспредметного освобождения ума. И сколько всего условий для устойчивости беспредметного освобождения ума? Есть три условия для устойчивости беспредметного освобождения ума. Недостаток внимания, уделяемого всем объектам, уделение внимания свойству отсутствия объектов, и предшествующие решений, пребывать в этом состоянии нужное время. Таковы три условия для устойчивости беспредметного состояния освобожденного ума. А сколько всего условий для выхода из беспредметного освобождения ума? Есть два условия для выхода из беспредметного освобождения ума, уделения внимания всем объектам и отсутствия внимания, уделяемого свойству отсутствия объектов. Таковы два условия для выхода из беспредметного освобождения ума. Безмерное освобождение ума, освобождение ума отсутствием всего, пустотное освобождение ума, беспредметное освобождение ума, различны ли эти качества как в обозначении, так и в сути, или же у них одна суть, но различается лишь только название? Безмерное освобождение ума, освобождение ума отсутствием всего, пустотное освобождение ума, беспредметное освобождение ума, есть способ объяснения, когда эти качества различны в сути, и в обозначении, и есть способ объяснения, когда эти качества имеют одну суть, но различны лишь названия. И каков способ объяснения, когда эти качества различны в сути, и в обозначении? Вот монах распространяет в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, четвертом, сознании, насыщенной доброжелательностью. Он продолжает распространять, такой ум, вверх, вниз, вокруг и во внутрь, себя, во всех отношениях, всецело охватывая мир умом, насыщенным доброжелательностью, обильным, обширным, безмерным, лишенным враждебности, свободным от недоброжелательности. Он продолжает распространять в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, четвертом, сознании, насыщенное состраданием, сознание, насыщенное сорадованием. Он продолжает распространять в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, четвертом, сознание, насыщенное невозмутимостью. Он продолжает распространять такой ум, вверх, вниз, вокруг его внутрь, себя, во всех отношениях, всецело охватывая мир умом, насыщенным невозмутимостью, обильным, обширным, безмерным, лишенным враждебности, свободным от недоброжелательности. Это называется безмерным освобождением ума. И что такое освобождение ума отсутствием всего? Вот монах с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Это называется освобождением ума отсутствием всего. И что такое пустотное освобождение ума? Вот монах, уйдя в безлюдную местность, к подножию дерева, в пустое жилище, рассуждает, это пустот я или чего-либо, присущего я. Это называется пустотным освобождением ума. И что такое беспредметное освобождение ума? Вот монах перестает уделять внимание всем объектам и входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума. Это называется беспредметным состоянием освобожденного ума от таков способ объяснения, когда эти качества различны в сути, и в обозначении. И каков способ объяснения, когда эти качества одинаковы в сути, но различны только в названии? Страсть, друг, это создание границ. Злость – это создание границ. Заблуждение – это создание границ. В монахе, чьи загрязнения окончились, эти три корня были отброшены, уничтожены, сделаны подобными обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не могут возникнуть в будущем. Если говорить о безмерном освобождении ума, то непровоцируемое освобождение ума считается самым наилучшим. И это непровоцируемое освобождение ума лишено страсти, лишено злости, лишено заблуждения. Страсть – это что-то. Злость – это что-то. Заблуждение – это что-то. В монахе, чьи загрязнения окончились, эти три корня были отброшены, уничтожены, сделаны подобными обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не могут возникнуть в будущем. Если говорить об освобождении ума отсутствием всего, то непровоцируемое освобождение ума считается самым наилучшим. И это непровоцируемое освобождение ума лишено страсти, лишено злости, лишено заблуждения. Страсть – это сотворение объектов. Злость – это сотворение объектов. Заблуждение – это сотворение объектов. В монахе, чьи загрязнения окончились, эти, три корня, были оставлены, уничтожены, сделаны подобными обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не могут возникнуть в будущем. Если говорить о беспредметном освобождении ума, то непровоцируемое освобождение ума считается самым наилучшим. И это непровоцируемое освобождение ума лишено страсти, лишено злости, лишено заблуждения. Таков, друг, способ объяснения, когда эти качества одинаковы в сути, но различны только в названии. Так сказал достопочтенный Сурепута. Удовлетворенный, достопочтенный Махакоттхита восхитился словами достопочтенного Сурепуты. 1. Распознавание следует развить как часть четвертой благородной истины, пути практики, ведущей к окончанию страданий. Сознание следует полностью постичь как объект цепляния, и это часть первой благородной истины, истины о страдании, смотри. 2. Жизненная сила, аю, это сила, определяющая, естественный, срок жизни. Комментарий соотносит ее с Дживи Тендрией. 3. Формирователи жизненной силы, это намерение продолжать жить. Будда вошел в Парени Бабану через три месяца после того, как остановил формирователи жизненной силы, смотри. Дэн 16. Согласно комментарию, они не могут быть тем, что можно почувствовать по той причине, что они необходимы для поддержания тела в том случае, когда монах входит в прекращение восприятия чувствования. 4. Примечание переводчика СВ, это объясняется в СН 48-40. Эти четыре качества, удовольствие, боль, радость, недовольство, это приятные и болезненные телесные и умственные чувства, каждое из которых устраняется при достижении соответствующей джханы, и все четыре целиком прекращены в четвертой. 5. А Нимитта Читва Самадхи. Комментарий поясняет, что предметы, а точнее их образы, Нимитта, это формы и прочие обусловленные вещи. Беспредметные, это не Бабана, так как не имеет в себе образов, Нимитт, обусловленных сансарных объектов. Человед Алла Сутта, Малое Собрание Вопросов и Ответов. МН 44. Содержание, Личность. Воззрение Я. Благородный Восьмеричный Путь. Сосредоточение. Формации. Прекращение восприятия чувствования. Чувства. Скрытые склонности. Обратная сторона. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в Бамбуковой Роще в Беличьем Святилище. И тогда мирянин Висакха отправился к монахине Дхаммадине, один, поклонился ей, сел рядом и спросил ее, Личность, Личность, так говорят, два. Что Благословенный называет Личностью? Друг Висакха, эти пять совокупностей, подверженные цеплянию, Благословенный называет Личностью, форма как совокупность, подверженное цеплянию, чувство как совокупность, подверженное цеплянию, восприятие как совокупность, подверженное цеплянию, формации, ума, как совокупность. подверженная цеплянию, сознание как совокупность, подверженная цеплянию. Эти пять совокупностей, подверженные цеплянию, благословенный называет личностью. Сказав «хорошо, достопочтенное», мирянин Висакха восхитился и порадовался словам монахини Дхаммадинны. Затем он задал ей следующий вопрос «возникновение личности, возникновение личности, так говорят. Что благословенный называет возникновением личности? Друг Висакха – жажда, которая приводит к новому существованию, сопровождаемая наслаждением и страстью, радостью в том и этом, то есть, жажда чувственных удовольствий, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Это благословенный называет возникновением личности. Достопочтенное – прекращение личности, прекращение личности, так говорят. Что благословенный называет прекращением личности? Друг Висакха – безостаточное угасание и прекращение, отбрасывание, оставление, отпускание и выбрасывание этой самой жажды. Это благословенный называет прекращением личности. Достопочтенная – путь практики, ведущий к прекращению личности, путь практики, ведущий к прекращению личности, так говорят. Что благословенный называет путем практики, который ведет к прекращению личности? Друг Висакха – это этот самый благородный восьмеричный путь, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Достопочтенное – это цепляние суть одной и то же, что и пять совокупностей, подверженные цеплянию, или же цепляние – это нечто отдельное от пяти совокупностей, подверженных цеплянию. Друг Висакха, цепляние не является тем же самым, что и пять совокупностей, подверженные цеплянию, но это и не есть нечто отдельное от пяти совокупностей, подверженных цеплянию. Желание и страсть по отношению к пяти совокупностям, подверженным цеплянию, вот где здесь цепляние. Воззрение Я. Достопочтенное, как возникает воззрение личности, три, вот, друг Висакха, не обученный заурядный человек, который не уважает благородных, который не умел и не обученный в их дхаме, который не уважает правдивых людей, который не умел и не обученный в их дхаме, считает, что материальная форма, это Я, или что Я владеет материальной формой, или что материальная форма находится внутри Я, или что Я находится в материальной форме. Он считает, что чувство, восприятие, формации, ума, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Вот как возникает воззрение личности. Достопочтенное, как воззрение личности не возникает? Вот, друг Висакха, хорошо обученный ученик благородных, тот, кто уважает благородных и кто умелый и обученный в их дхаме, который уважает правдивых людей, умелый и обученный в их дхаме, не считает, что материальная форма – это я, или что я находится в сознании. Вот как воззрение личности не возникает. Благородный восьмеричный путь. Достопочтенное, что такое благородный восьмеричный путь? Друг Висакха, это этот самый благородный восьмеричный путь, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Достопочтенное, благородный восьмеричный путь является обусловленным или необусловленным? Друг Висакха, благородный восьмеричный путь является обусловленным. Достопочтенное, три совокупности, пути практики, включены в благородный восьмеричный путь, или же благородный восьмеричный путь включен в три совокупности? Три совокупности не включены в благородный восьмеричный путь, друг Висакха, но благородный восьмеричный путь включен в три совокупности, пути практики, четыре. Правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, эти состояния включены в совокупность нравственности. Правильные усилия, правильная осознанность, правильные сосредоточения, эти состояния включены в совокупность сосредоточения. Правильные воззрения и правильные устремления, эти состояния включены в совокупность мудрости. Достопочтенное, что такое сосредоточение? Что является основой сосредоточения? Что является оснащением сосредоточения? Что является развитием сосредоточения? Единение ума, друг Висакха, является сосредоточением. Четыре основы осознанности являются основой сосредоточения. Пять. Четыре правильных старания являются оснащением сосредоточения. Повторение, развитие, взращивание этих самых состояний является в этом плане развитием сосредоточения. Достопочтенное, сколько есть формаций? Есть три формации, друг-висакха, телесная формация, словесная формация, умственная формация. Но, достопочтенное, что такое телесная формация, словесная формация, умственная формация? Вдох и выдох, друг-висакха, это телесная формация. Направление удержания ума, на объекте, это словесная формация. Восприятие чувства, это умственная формация. Но, достопочтенное, почему вдох и выдох, это телесная формация? Почему направление удержания ума, на объекте, это словесная формация? Почему восприятие чувства, это умственная формация? Друг ВИСАГХА, вдохи и выдохи телесны. Эти состояния связаны с телом. Вот почему вдох и выдох, это телесная формация. Вначале направив, ум к мысли, а затем, удержав, ум на мысли, человек начинает говорить. Вот почему направления удержания, ума, являются словесной формацией. Восприятие и чувства умственны. Эти состояния связаны с умом. Вот почему восприятие и чувства, это умственная формация. Достижение прекращения восприятия чувствования. Достопочтенное, как происходит достижение прекращения восприятия чувствования? Друг Висакха, когда монах достигает прекращения восприятия чувствования, мысль не приходит к нему, я достигну прекращения восприятия чувствования, или я достигаю прекращения восприятия чувствования, или я достиг прекращения восприятия чувствования. Вместо этого, то, как прежде был развит его ум, и приводит его к этому состоянию. Достопочтенное, когда монах достигает прекращения восприятия чувствования, какие состояния прекращаются в нем вначале? Телесная формация, словесная формация, или умственная формация? Друг Висакха, когда монах достигает прекращения восприятия чувствования, то вначале прекращается словесная формация, затем телесная формация, затем умственная формация. 6. Достопочтенная, как происходит выход из достижения прекращения восприятия чувствования? Друг Висакха, когда монах выходит из достижения прекращения восприятия чувствования, к нему не приходит мысль. Сейчас я выйду из достижения прекращения восприятия чувствования, или я выхожу из достижения прекращения восприятия чувствования, или я вышел из достижения прекращения восприятия чувствования. Вместо этого, то, как прежде был развит его ум, и приводит его к этому состоянию, 7. Достопочтенное, когда монах выходит из достижения прекращения восприятия чувствования, какие состояния возникают в начале, телесная формация, словесная формация, или умственная формация? Друг Висакха, когда монах выходит из достижения прекращения восприятия чувствования, то умственная формация возникает в начале, затем, телесная формация, затем, словесная формация. Достопочтенное, когда монах вышел с достижения прекращения восприятия чувствования, то сколько видов контакта касаются его? Друг Висакха, когда монах вышел с достижения прекращения восприятия чувствования, три контакта касаются его, пустотный контакт, беспредметный контакт, безжеланный контакт. 8. Достопочтенное, когда монах вышел с достижения прекращения восприятия чувствования, к чему склоняется его ум, к чему направляется, к чему устремляется? Друг Висакха, когда монах вышел с достижения прекращения восприятия чувствования, его ум склоняется к затворничеству, направляется к затворничеству, устремляется к затворничеству, 9. Достопочтенное, сколько есть видов чувств? Друг Висакха, есть три вида чувств, приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Но, что такое, достопочтенное, приятное чувство? Что такое болезненное чувство. Что такое неприятное и неболезненное чувство? Друг Висакха, все, что переживается телесно или умственно как приятное и доставляющее удовольствие, является приятным чувством. Все, что переживается телесно или умственно как болезненное и мучительное, является болезненным чувством. Все, что переживается телесно или умственно не как доставляющее удовольствие, не как мучительное, является неприятным и неболезненным чувством. Достопочтенное, что приятно и что болезненно в отношении приятного чувства. Что болезненно и что приятно в отношении болезненного чувства. Что приятно и что болезненно в отношении неприятного и неболезненного чувства. Друг Висакха, приятное чувство приятно, когда оно продолжается, и болезненно, когда оно изменяется. Болезненное чувство болезненно, когда оно продолжается, и приятно, когда оно изменяется. Неприятное и неболезненное чувство приятно, когда имеется знание, о нем, и болезненно, когда нет знания, о нем. Достопочтенная, какая скрытая склонность лежит в основе приятного чувства? Какая скрытая склонность лежит в основе болезненного чувства? Какая скрытая склонность лежит в основе неприятного и неболезненного чувства? Друг Висакха, скрытая склонность к жажде лежит в основе приятного чувства. Скрытая склонность к злобе лежит в основе болезненного чувства. Скрытая склонность к невежеству лежит в основе неприятного и неболезненного чувства. Достопочтенная, скрытая склонность к жажде лежит в основе любого приятного чувства. Скрытая склонность к злобе лежит в основе любого болезненного чувства. Скрытая склонность к невежеству лежит в основе любого неприятного и неболезненного чувства. Друг Висакха, скрытая склонность к жажде не лежит в основе любого приятного чувства. Скрытая склонность к злобе не лежит в основе любого болезненного чувства. Скрытая склонность к невежеству не лежит в основе любого неприятного неболезненного чувства. Достопочтенное, что следует отбросить в отношении приятного чувства? Что следует отбросить в отношении болезненного чувства? Что следует отбросить в отношении неприятного неболезненного чувства? Друг Висакха, скрытую склонность к жажде следует отбросить в отношении приятного чувства. Скрытую склонность к злобе следует отбросить в отношении болезненного чувства. Скрытую склонность к невежеству следует отбросить в отношении неприятного неболезненного чувства. Достопочтенное, скрытую склонность к жажде следует отбросить в отношении любого приятного чувства. Скрытую склонность к злобе следует отбросить в отношении любого болезненного чувства. Скрытую склонность к невежеству следует отбросить в отношении любого неприятного неболезненного чувства. Друг Висакха, скрытую склонность к жажде не следует отбрасывать в отношении любого приятного чувства. Скрытую склонность к злобе не следует отбрасывать в отношении любого болезненного чувства. Скрытую склонность к невежеству не следует отбрасывать в отношении любого неприятного и неболезненного чувства. Вот, друг Висакха, будучи отстранённым от чувственных удовольствий, отстранённым от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за, этой, отстранённости. Этим он отбрасывает жажду, и скрытая склонность к жажде не залегает в основе этого, 10. Вот монах рассуждает так, когда же я войду и буду пребывать в той сфере, в которую сейчас входит и в которой пребывают благородные? В том, кто порождает влечение к наивысшему освобождению, возникает грусть, имея это влечение в качестве условия. Этим он отбрасывает злобу, и скрытая склонность к злобе не залегает в основе этого, 11. Вот с оставлением удовольствия боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, монах входит и пребывает в четвёртой джхане, которая неприятна и неболезненна, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Этим он отбрасывает невежество, и скрытая склонность к невежеству не залегает в основе этого, 12. Достопочтенное, что является обратной стороной приятного чувства? Друг Висакха, болезненное чувство, обратная сторона приятного чувства. Что является обратной стороной болезненного чувства? Приятное чувство, обратная сторона болезненного чувства. Что является обратной стороной неприятного неболезненного чувства. Невежество – обратная сторона неприятного неболезненного чувства, 13. Что является обратной стороной невежества? Истинные знания – обратная сторона невежества. Что является обратной стороной истинного знания? Освобождение – обратная сторона истинного знания. Что является обратной стороной освобождения? Неббана – обратная сторона освобождения. Что является обратной стороной Ниббаны. Друг Висакха, ты слишком далеко зашёл в своём вопрошании, ты не смог уловить предел вопрошанию. Ведь святая жизнь, друг Висакха, основывается на Ниббане, завершается в Ниббане, заканчивается в Ниббане. Если желаешь, друг Висакха, отправляйся к Благословенному и спроси его о значении этого. Как Благословенный тебе объяснит, так тебе и следует это запомнить. И тогда мирянин Висакха, восхитившись и возродовавшись словам монахини Дхаммадинны, встал со своего сиденья и, поклонившись ей и обойдя её с правой стороны, ушёл к Благословенному. Поклонившись ему, он сел рядом и рассказал Благословенному обо всей беседе с монахиней Дхаммадинной. Когда он закончил, Благословенный сказал ему, «Монахиня Дхаммадинна мудра, Висакха, монахиня Дхаммадинна обладает великой мудростью. Если бы ты спросил меня о значении этого, то я бы объяснил тебе тем же самым способом, как это и объяснила монахиня Дхаммадинна. Таково значение этого и так тебе следует это запомнить». Так сказал Благословенный. Мирянин Висакха был доволен и восхитился словами Благословенного. Висакха был богатым торговцем из Раджагахи и невозвращающимся. Дхаммадинна, его бывшая жена, достигла раханства вскоре после вступления в Сангху. Будда провозгласил её лучшим учителем по Дхамме среди монахинь. Напали, Сакая. Напали, Сакаядикдхи. Это нравственность, сосредоточение, мудрость, сила, самадхи, панья. 5. Самадхи Нимитта. Согласно комментарию, речь идёт о Нимитте как условии, а не образе предмета. То есть четыре основы осознанности, Сатипаддхана, являются условием для сосредоточения. 6. Примечание переводчика СВ, согласно другим суттам канона, словесная формация прекращается целиком во второй джхане, телесная формация, в четвёртой джхане, а умственная формация, только при достижении и прекращении восприятия чувствования, не Радхасамапатти. 7. Согласно комментарию, монах должен заранее определить на какой срок он желает войти в это медитативное достижение. Когда установленное им время выйдет, то тогда автоматически выходит из этого состояния. 8. Примечание переводчика СВ, речь, очевидно, идёт о контакте с Нимбаной. Согласно комментарию, когда практикующий достигает Нимбаны, созерцая характеристику безличности, анатта, феноменах, то он постигает Нимбану вначале как пустотность. Если он созерцает характеристику непостоянства, анича, в феноменах, то он постигает Нимбану вначале как беспредметность. Если он созерцает характеристику страдательности, дугха, в феноменах, то он постигает Нимбану как безжелательность. 9. Согласно под комментарию, под затворничеством здесь понимается Нимбана. 10. Комментарий поясняет, что монах подавляет склонность к жажде и достигает первой джханы, а затем развивает прозрение, чтобы искоренить скрытую склонность к жажде, что осуществляется посредством пути невозвращения. Поскольку склонность к жажде подавлена первой джханой, сказано, что она не излегает в основе этого. 11. Комментарий поясняет, что под этой сферой, тогда ятана, понимается араханство. Подобная грусть называется грустью отречения в МН-137. Комментарий добавляет, что склонность к злобе не отбрасывается просто лишь из-за подобной грусти, но, основываясь на этой грусти, практикующий предпринимает усилия и искореняет скрытую склонность к злобе посредством пути невозвращения, то есть также через джхану. 12. Согласно комментарию, монах подавляет склонность к невежеству посредством четвертой джханы, а уничтожается скрытая склонность к невежеству посредством пути араханства. 13. Примечание переводчика С.В. По заметке достопочтенного Бодхи, это чувство утонченное и его с трудом можно распознать. Вот почему невежество является его обратной стороной. Но на мой взгляд, невежество связано с нейтральным чувством по причине его постоянного наличия. Болезненные и приятные чувства возникают редко, а нейтральные присутствуют у любого живого существа практически постоянно и непрерывно. Из-за этого появляется тенденция считать само свое существование, переживаемое посредством непрерывного нейтрального чувства, постоянным и неизменным, что и является невежеством. Чулатхама Самадана Сутта, Малая лекция об осуществлении вещей. МН 45. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савадь-Тхивроще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, «Монахи, учитель!» Ответили они. Благословенный сказал следующий, «Монахи, есть четыре способа осуществления вещей». Какие четыре? Есть способ осуществления вещей, который приятен в настоящем, но созревает в будущем как боль. Есть способ осуществления вещей, которые болезненны в настоящем, и созревают в будущем как боль. Есть способ осуществления вещей, которые болезненны в настоящем, но созревают в будущем как удовольствие. Есть способ осуществления вещей, который приятен в настоящем, и созревает в будущем как удовольствие. Приятное сейчас, болезненное потом. И каков, монахи, способ осуществления вещей, который приятен в настоящем, но созревает в будущем как боль? Монахи, есть некие жрецы и отшельники, чья доктрина и воззрение таковы, нет вреда в чувственных удовольствиях. Они проглатывают чувственные удовольствия и развлекаются с женщинами-странницами, которые носят волосы, собранные в пучок. Они говорят так, какое опасение в будущем видят эти почтенные жрецы и отшельники в чувственных удовольствиях, когда они говорят об оставлении чувственных удовольствий и предписывают полное понимание чувственных удовольствий. Приятно прикосновение нежной, мягкой и ласковой руки этой женщины-странницы. Таким образом, они проглатывают чувственные удовольствия и, сделав так, с распадом тела, после смерти, они возникают в состоянии лишения, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Там они переживают болезненные, раздирающие, пронзающие чувства. Они говорят так, вот какое опасение в будущем видели эти почтенные жрецы и отшельники в чувственных удовольствиях, когда говорили об оставлении чувственных удовольствий и предписывали полное понимание чувственных удовольствий. Ведь по причине чувственных удовольствий, из-за чувственных удовольствий, мы теперь переживаем болезненные, раздирающие, пронзающие чувства. Монахи, представьте, как если бы в последний месяц жаркого сезона раскрылся бы стручок ползучего растения малувы, и семя ползучего растения малувы упало бы к подножию солового дерева. И тогда божество, проживающее в этом дереве, пришло бы в ужас, смятение, испуг. Но друзья, этого, божества, его товарищи, родственники и родня, садовые божества, парковые божества, древесные божества, божества, живущие в лекарственных травах, траве, лесные властелины, собрались бы вместе и заверили бы то божество так, не бойся, почтенный, не бойся. Быть может, павлин склюет семя ползучего растения малувы, или дикое животное съест его, или лесной пожар спалит его, или лесорубы унесут его, или белые муравьи сожрут его, или, быть может, оно даже не всхожее. Но павлин не склевал это семя, дикое животное не съело его, лесной пожар не спалил его, лесорубы не унесли его, белые муравьи не сожрали его, и в действительности оно было всхожим. И тогда, намоченное дождем из дождевого облака, со временем семя проросло, и нежный, мягкий, ласковый усик ползучего растения малувы оплел это соловое дерево. Тогда божество, живущее в этом соловом дереве, подумало, какое опасение в будущем видели мои друзья и товарищи, когда они собрались вместе и заверяли меня. Приятно прикосновение этого нежного, мягкого, и ласкового усика ползучего растения малувы. И затем ползучие растения окутало соловое дерево, сделало над ним навес, сбросило повсюду вокруг него завесу, и раскололо основные ветви дерева. И тогда божество, которое жило в дереве, осознало, вот какое опасение в будущем видели они этом семени ползучего растения малувы. Из-за этого семени ползучего растения малувы я теперь переживаю болезненные, раздирающие, пронзающие чувства. Точно так же, монахи, есть некие жрецы и отшельники, чья доктрина и воззрение таковы, нет вреда в чувственных удовольствиях. Мы теперь переживаем болезненные, раздирающие, пронзающие чувства. Это называется способом осуществления вещей, который приятен в настоящем, но созревает в будущем как боль, один. Болезненные сейчас, болезненные потом. И каков, монахи, способ осуществления вещей, которые болезненны в настоящем, и созревают в будущем как боль? Вот, монахи, некий, аскет, ходит голым, отвергая условности, лижет свои руки, не идет, когда его зовут, не остается, когда его просят. Он не принимает пищу, поднесенную ему или специально приготовленную для него, не принимает приглашения на обед. Он не принимает ничего из горшка или чаша, через порог, через палку, через пестик, ступы. Он не принимает ничего от двух обедающих, вместе, людей, от беременной женщины, от кормящей женщины, от женщины среди мужчин. Он не принимает ничего с того места, где объявлена раздача еды, с того места, где сидит собака или где летают мухи. Он не принимает рыбу или мясо. Он не пьет спиртного, вина, или забродивших напитков. Он ограничивает себя одним домом, во время сбора подаяний, и одним небольшим кусочком пищи, или двумя домами и двумя небольшими кусочками, семью домами и семью небольшими кусочками пищи. Он ест только одну тарелку еды в день, две, семь тарелок еды в день. Он принимает пищу только один раз в день, один раз в два дня, один раз в семь дней, и так вплоть до двух недель. Он пребывает, следуя практике приема пищи в установленных промежутках. Он тот, кто ест только зелень, или проса, или дикий рис, или обрезки шкуры, или мох, или рисовую отрубе, или рисовую накипь, или кунжутную муку, или траву, или коровий навоз. Он живет на лесных коренях и фруктах. Он кормится упавшими фруктами. Он носит одежду из пеньки, из парусины, из савана, из выброшенных лохмотьев, из древесной коры, из шкур антилопы, из обрезков шкур антилопы, из трав и кусы, из материала из коры, из материала из стружек. Носит накидку, сделанную из волос головы, из шерсти животного, из совиных крыльев. Он выдергивает волосы и бороду, следует практике вырывания собственных волос и бороды. Он тот, кто постоянно стоит, отвергая сидение. Он тот, кто постоянно сидит, охватывая колени руками, он придается поддержанию сидения с охватыванием колени руками. Он тот, кто использует матрас с шипами. Он устраивает свою постель на матрасе с шипами. Он пребывает, следуя практике купания в воде три раза в день, в том числе вечером. Вот такими многочисленными способами он пребывает, осуществляя практику мучения и умерщвления тела. С распадом тела, после смерти, он возникает в состоянии лишения, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Это называется способом осуществления вещей, которые болезненны в настоящем, и созревают в будущем как боль. Болезненны сейчас, приятны и потом. И каков, монахи, способ осуществления вещей, которые болезненны в настоящем, но созревают в будущем как удовольствие? Вот, монахи, некий человек по природе имеет сильную жажду, он постоянно переживает боли уныни, рожденные жажды. Он по природе имеет сильную злобу, он постоянно переживает боли уныни, рожденные злобы. Он по природе имеет сильные заблуждения, он постоянно переживает боли уныни, рожденные заблуждения. Но все же в боли уныни, рыдая с лицом полным слез, он ведет совершенную чистую святую жизнь. С распадом тела, после смерти, он возникает в счастливом уделе, даже в небесном мире. Это называется способом осуществления вещей, которые болезненны в настоящем, но созревают в будущем как удовольствие. Приятное сейчас, приятное потом. И каков, монахи, способ осуществления вещей, который приятен в настоящем, и созревает в будущем как удовольствие? Вот, монахи, некий человек по природе не имеет сильной жажды, и он не переживает постоянно боли и уныния, рожденные из жажды. Он по природе не имеет сильной злобы, и он не переживает постоянно боли и уныния, рожденные из злобы. Он по природе не имеет сильного заблуждения, и он не переживает постоянно боли и уныния, рожденные из заблуждения. Будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, он входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, два, с распадом тела, после смерти, он возникает в счастливом уделе, даже в небесном мире. Это называется способом осуществления вещей, который приятный в настоящем, и созревает в будущем как удовольствие. Таковы, монахи, четыре способа осуществления вещей. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. Примечание переводчика СВ. Нужно заметить, что здесь речь идет не о мирянах, а именно о монашествующих, которых другие люди воспринимают как тех, кто соблюдает высшие обеты, нравственное поведение, и ведет целомудренную жизнь. В некоторых других суттах Будда упоминал, что даже если не буддийский монах или аскет не соблюдает целомудрия, то в этом случае он накапливает множество неблага и каммы. 2. Примечание переводчика СВ. Формулы Чхан раскрываются по обычной схеме, как, например, ВМН-8. Согласно АН-4, 162 и АН-4, 163, тот, у кого сильны загрязнения ума, практикует болезненный тип практики. Это подразумевает, что ему необходимо практиковать различные дополнительные подготовительные созерцания и медитации для устранения грубых загрязнений, например, созерцание трупов для уменьшения сильной жажды и т.д. и только после этого, возможно, он сможет достичь джхан и прямых знаний. У кого загрязнений мало, тот практикует приятный тип практики, т.е. практически сразу, быстро и без сложностей, добирается до джхан. Ему нет необходимости практиковать предварительные этапы пути или же различные дополнительные медитации и созерцания. Махатхама Самадана Сутта, Большая лекция об осуществлении вещей. МН-46. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, у большинства существ есть такая мечта, желание, влечение, если б только нежеланные, нежелательные, неприятные вещи уменьшились, а желанные, желаемые, приятные вещи увеличились. И все же несмотря на эту мечту, желание, влечение, нежеланные, нежелательные, неприятные вещи увеличиваются для них, а желанные, желаемые, приятные вещи уменьшаются. Монахи, как вы думаете, в чем причина этого? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный, сам, прояснил значение этих слов. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда, монахи, слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Да, учитель, ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, необученный заурядный человек, который не уважает благородных, который не умел и не обученный в их дхаме, который не уважает правдивых людей, который не умел и не обученный в их дхаме, не знает, какие вещи следует взращивать, а какие вещи не следует взращивать. Он не знает, чему не стоит следовать, а чему стоит следовать. Не зная этого, он взращивает вещи, которые не стоит взращивать, и не взращивает вещи, которые стоит взращивать. Он следует тому, чему не стоит следовать, и не следует тому, чему стоит следовать, один. Поскольку он делает так, нежеланные, нежелательные, неприятные вещи увеличиваются для него, а желанные, желаемые, приятные вещи уменьшаются. И почему? Потому что так оно происходит с тем, кто не видит. Хорошо обученный ученик благородных, тот, кто уважает благородных и кто умелый обученный в Вихдхаме, который уважает правдивых людей, умелый обученный в Вихдхаме, знает какие вещи следует взращивать, а какие вещи не следует взращивать. Поскольку он делает так, нежеланные, нежелательные, неприятные вещи уменьшаются для него, а желанные, желаемые, приятные вещи увеличиваются. И почему? Потому что так оно происходит с тем, кто видит. Монахи, есть четыре способа осуществления вещей. Какие четыре? Есть способ осуществления вещей, который приятен в настоящем, но созревает в будущем как боль. Есть способ осуществления вещей, которые болезнен и в настоящем, и созревает в будущем как боль. Есть способ осуществления вещей, которые болезнен и в настоящем, но созревает в будущем как удовольствие. Есть способ осуществления вещей, который приятен и в настоящем, и созревает в будущем как удовольствие. Невежественный человек-монахи, тот, кто невежественен, не зная этого способа осуществления вещей, которые болезненны в настоящем, и созревает в будущем как боль, не понимает в соответствии с действительностью, этот способ осуществления вещей болезненны в настоящем, и созревает в будущем как боль. Не зная этого, не понимая в соответствии с действительностью, невежественный человек взращивает его, не избегает его. Поскольку он делает так, нежеланные, нежелательные, неприятные вещи увеличиваются для него, а желанные, желаемые, приятные вещи уменьшаются. И почему? Потому что так оно происходит с тем, кто не видит. Монахи, тот, кто невежественен, не зная этого способа осуществления вещей, которые приятны в настоящем, но созревает в будущем как боль, не понимает в соответствии с действительностью, этот способ осуществления вещей приятен в настоящем, но созревает в будущем как боль. Не зная этого, не понимая в соответствии с действительностью, невежественный человек взращивает его, не избегает его. Поскольку он делает так. Монахи, тот, кто невежественен, не зная этого способа осуществления вещей, которые болезненны в настоящем, но созревают в будущем как удовольствие, не понимает в соответствии с действительностью, этот способ осуществления вещей болезненны в настоящем, но созревает в будущем как удовольствие. Не зная этого, не понимая в соответствии с действительностью, невежественный человек не взращивает его, но избегает его, поскольку он делает так. Монахи, тот, кто невежественен, не зная этого способа осуществления вещей, который приятный в настоящем, и созревает в будущем как удовольствие, не понимает в соответствии с действительностью, этот способ осуществления вещей приятен в настоящем, и созревает в будущем как удовольствие. Не зная этого, не понимая в соответствии с действительностью, невежественный человек не взращивает его, но избегает его. Поскольку он делает так, нежеланные, нежелательные, неприятные вещи увеличиваются для него, а желанные, желаемые, приятные вещи уменьшаются. И почему? Потому что так оно происходит с тем, кто не видит. Мудрый человек-монахи, тот, кто мудр, зная этот способ осуществления вещей, которые болезненны в настоящем и созревают в будущем как боль, понимает в соответствии с действительностью этот способ осуществления вещей болезненны в настоящем и созревает в будущем как боль. Зная это, понимая это в соответствии с действительностью, мудрый человек не взращивает его, но избегает его. Поскольку он делает так, нежеланные, нежелательные, неприятные вещи уменьшаются для него, а желанные, желаемые, приятные вещи увеличиваются. И почему? Потому что так оно происходит с тем, кто видит. Монахи, тот, кто мудр, знает этот способ осуществления вещей, который приятен в настоящем, но созревает в будущем как боль, понимает в соответствии с действительностью, этот способ осуществления вещей и приятен в настоящем, но созревает в будущем как боль. Зная это, понимая это в соответствии с действительностью, мудрый человек не взращивает его, но избегает его. Поскольку он делает так. Монахи, тот, кто мудр, знает этот способ осуществления вещей, которые болезненны в настоящем, но созревает в будущем как удовольствие, понимает в соответствии с действительностью, этот способ осуществления вещей болезненны в настоящем, но созревает в будущем как удовольствие. Зная это, понимая это в соответствии с действительностью, мудрый человек не избегает его, но взращивает его, поскольку он делает так. Монахи, тот, кто мудр, зная этот способ осуществления вещей, который приятен в настоящем, и созревает в будущем как удовольствие, понимает в соответствии с действительностью, этот способ осуществления вещей приятен в настоящем, и созревает в будущем как удовольствие. Зная это, понимая это в соответствии с действительностью, мудро человек не избегает его, но взращивает его. Поскольку он делает так, нежеланные, нежелательные, неприятные вещи уменьшаются для него, а желанные, желаемые, приятные вещи увеличиваются. И почему? Потому что так оно происходит с тем, кто видит. Четыре способа. И каков, монахи, способ осуществления вещей, которые болезненны в настоящем, и созревает в будущем как боль? Вот, монахи, некий человек в боли и унынии убивает живых существ, и он переживает боли и унынии, которые имеют убийство живых существ своим условиям. В боли и унынии он берет то, что ему не было дано, ведет себя неподобающе в чувственных удовольствиях, лжет, говорит злонамеренно, говорит грубо, болтает попусту, он алчный, имеет недоброжелательный ум, придерживается неправильных воззрений, и он переживает боли и унынии, которые имеют неправильные воззрения своим условиям. С распадом тела, после смерти, он возникает в состоянии лишения, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Это называется способом осуществления вещей, которые болезненны в настоящем, и созревают в будущем как боль. И каков, монахи, способ осуществления вещей, который приятен в настоящем, но созревает в будущем как боль? Вот, монахи, некий человек в удовольствии и радости убивает живых существ, и он переживает удовольствие и радость, которые имеют убийство живых существ своим условием. В удовольствие и радость он берет то, что ему не было дано, ведет себя неподобающе в чувственных удовольствиях, лжет, говорит злонамеренно, говорит грубо, болтает попусту, он алчный, имеет недоброжелательный ум, придерживается неправильных воззрений, и он переживает удовольствие и радость, которые имеют неправильное воззрение своим условием. С распадом тела, после смерти, он возникает в состоянии лишения, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Это называется способом осуществления вещей, который приятен в настоящем, но созревает в будущем как боль. И каков, монахи, способ осуществления вещей, которые болезненны в настоящем, но созревает в будущем как удовольствие? Вот, монахи, некий человек в боли и унынии воздерживается от убийства живых существ, и он переживает боли и унынии, которые имеют воздержание от убийства живых существ своим условием. В боли и унынии он воздерживается от взятия того, что не дано, от неподобающего поведения в чувственных удовольствиях, от лжи, от злонамеренных слов, от грубых слов, от пустой болтовни. Он не алчный, у него нет недоброжелательного ума, он придерживается правильных воззрений, и он переживает боли уныния, которые имеют правильные воззрения своим условиям. С распадом тела, после смерти, он возникает в счастливом уделе, даже в небесном мире. Это называется способом осуществления вещей, которые болезненны в настоящем, но созревает в будущем как удовольствие. И каков, монахи, способ осуществления вещей, который приятен в настоящем, и созревает в будущем как удовольствие? Вот, монахи, некий человек в удовольствии и радости воздерживается от убийства живых существ, и он переживает удовольствие и радость, которые имеют воздержание от убийства живых существ своим условиям. В удовольствии и радости он воздерживается от взятия того, что не дано, от неподобающего поведения в чувственных удовольствиях, от лжи, от злонамеренных слов, от грубых слов, от пустой болтовни, он не алчный, у него нет недоброжелательного ума, он придерживается правильных воззрений, и он переживает удовольствие и радость, которые имеют правильное воззрение своим условиям. С распадом тела, после смерти, он возникает в счастливом уделе, даже в небесном мире. Это называется способом осуществления вещей, который приятен в настоящем, и созревает в будущем как удовольствие. Примеры. Монахи, представьте как если бы горькую тыкву смешали с ядом, и пришел бы человек, который хотел бы жить и не хотел умирать, который хотел бы удовольствия и отвращался от боли. Ему бы сказали, почтенный, это горькая тыква, смешанная с ядом. Пей, если хочешь. Когда будешь пить, цвет, запах и вкус не придутся тебе по вкусу, а после того как выпьешь, ты повстречаешь смерть или смертельной муки. И он бы выпил это, не обдумав, и не оставил бы этого. По мере того как он пил, цвет, запах и вкус не пришлись ему по вкусу, а после того как он выпил, он повстречал смерть или смертельной муки. Это, я говорю вам, похоже на способ осуществления вещей, которые болезненны сейчас, и созревают в будущем как боль. Представьте бронзовую чашу с напитком, обладающим хорошим цветом, вкусом, и запахом, но смешанным с ядом, и пришел бы человек, который хотел бы жить и не хотел умирать, который хотел бы удовольствия и отвращался от боли. Ему бы сказали, почтенный, это бронзовая чаша с напитком, обладающим хорошим цветом, вкусом, и запахом, но смешанным с ядом. Пей, если хочешь. Когда будешь пить, цвет, запах, и вкус придутся тебе по вкусу, но после того как выпьешь, ты повстречаешь смерть или смертельной муки. И он бы выпил это, не обдумав, и не оставил бы этого. По мере того как он пил, цвет, запах, и вкус пришлись ему по вкусу, но после того как он выпил, он повстречал смерть или смертельной муки. Это, я говорю вам, похоже на способ осуществления вещей, который приятный сейчас, но созревает в будущем как боль. Представьте застоявшуюся мочу, смешанную с различными лекарствами, и пришел бы больной желтухой человек. Ему бы сказали, почтенный, это застоявшаяся моча, смешанная с лекарствами. Пей, если хочешь. Когда будешь пить, цвет, запах, и вкус не придутся тебе по вкусу, но после того как выпьешь, тебе станет хорошо. И после обдумывания он бы выпил это, и не оставил бы этого. По мере того как он пил, цвет, запах, и вкус не пришлись ему по вкусу, но после того как он выпил, ему стало хорошо. Это, я говорю вам, похоже на способ осуществления вещей, которые болезненные сейчас, но созревают в будущем как удовольствие. Представьте творог, мед, топленое масло, и миласу, смешанные вместе, и пришел бы больной дизентерия человек. Ему бы сказали, почтенный, это творог, мед, топленое масло, смешанные вместе. Пей, если хочешь. Когда будешь пить, цвет, запах, и вкус придутся тебе по вкусу, и после того как выпьешь, тебе станет хорошо. И после обдумывания он бы выпил это, и не оставил бы этого. По мере того как он пил, цвет, запах, и вкус пришлись ему по вкусу, и после того как он выпил, ему стало хорошо. Это, я говорю вам, похоже на способ осуществления вещей, который приятен сейчас, и созревает в будущем как удовольствие. Подобно тому, как осенью, в последнем месяце сезона дождей, когда небо чистое и безоблачное, восходящее над землей солнце рассеивает всю темноту пространства по мере того, как оно лучится, сверкает, и сияет, то точно так же способ осуществления вещей, который приятен сейчас, и созревает в будущем как удовольствие, рассеивает своим свечением, сверканием, сиянием любые другие доктрины любых заурядных жрецов и отшельников. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. Один, смотри. МН 114. Вимансака сутта, вопрошающий. МН 47. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, вопрошающий монах, который не знает как измерить чей-либо ум, должен осуществить изучение Татхагаты, чтобы выяснить, действительно ли он полностью просветленный, или нет. Учитель, наши учения укоренены в Благословенном, направляемы Благословенным, находит пристанище в Благословенном. Было бы хорошо, если бы Благословенный прояснил значение этих слов. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда, монахи, слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Да, учитель, ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, вопрошающий монах, который не знает, как измерить чей-либо ум, должен осуществить изучение Татхагаты в отношении двух видов состояний, то есть, состояний, познаваемых посредством глаза и посредством уха, так, нет ли в Татхагате каких-либо загрязненных состояний, познаваемых посредством глаза или посредством уха, или же они есть? Когда он изучает его, он узнает, в Татхагате нет каких-либо загрязненных состояний, познаваемых посредством глаза или посредством уха. Когда он узнает об этом, он изучает его далее, так, нет ли в Тадхагате каких-либо смешанных состояний, один, познаваемых посредством глаза или посредством уха, или же они есть. Когда он изучает его, он узнает, в Тадхагате нет каких-либо смешанных состояний, познаваемых посредством глаза или посредством уха. Когда он узнает об этом, он изучает его далее так, нет ли в Тадхагате чистых состояний, познаваемых посредством глаза или посредством уха, или же они есть. Когда он изучает его, он узнает, в Тадхагате есть чистые состояния, познаваемые посредством глаза или посредством уха. Когда он узнает об этом, он изучает его далее и так, достиг ли этот достопочтенный этого благого состояния лишь недавно, или же он достиг его давно. Когда он изучает его, он узнает, этот достопочтенный достиг этого благого состояния уже давно. Он не достиг его лишь недавно. Когда он узнает об этом, он изучает его далее и так, достиг ли этот достопочтенный славы, обрел ли он признание, так что в нем были бы опасности, связанные с признанием и славой. Ведь, монахи, покуда монах не достиг славы и не обрел признания, опасностей, связанных с признанием и славой, нет в нем. Но когда он достиг славы и обрел признаний, эти опасности есть в нем, два. Когда он изучает его, он узнает, этот достопочтенный достиг славы и обрел признаний, но опасностей, связанных с признанием и славой, нет в нем. Когда он узнает об этом, он изучает его далее и так, этот достопочтенный сдерживает себя без страха. или сдерживает себя из-за страха. Избегает ли он потакания чувственным удовольствием, поскольку с уничтожением жажды он не имеет жажды? Когда он изучает его, он узнает, этот достопочтенный сдерживает себя без страха, а не из-за страха, и он избегает потакания чувственным удовольствием, поскольку с уничтожением жажды он не имеет жажды. И теперь, монахи, если другие спросят этого монаха так, каковы доводы достопочтенного, каковы его свидетельства, что он утверждает так, Этот достопочтенный сдерживает себя без страха, а не из-за страха, и он избегает потакания чувственным удовольствием, поскольку с уничтожением жажды он не имеет жажды, то отвечая правдиво, этот монах должен ответить так, когда этот достопочтенный пребывает с Ангхи или в уединении, то хотя некоторые монахи ведут себя хорошо, некоторые ведут себя плохо, некоторые обучают группу других монахов, хотя в отношении некоторых можно увидеть, что они заинтересованы в материальных вещах, а некоторые не запятнаны материальными вещами, все равно этот достопочтенный никого не презирает из-за этого. И вот как я услышал и заучил из уст самого благословенного, я сдержан без страха, и не сдержан из-за страха, и я избегаю потакания чувственным удовольствием, поскольку с уничтожением жажды я не имею жажды. Монахи, Татхагату следует далее спросить об этом так, нет ли в Татхагате каких-либо загрязненных состояний, познаваемых посредством глаза или посредством уха, или же они есть? Татхагата ответит так, в Татхагате нет каких-либо загрязненных состояний, познаваемых посредством глаза или посредством уха. Если его спросят, нет ли в Татхагате каких-либо смешанных состояний, познаваемых посредством глаза или посредством уха, или же они есть? Татхагата ответит так, в Татхагате нет каких-либо смешанных состояний, познаваемых посредством глаза или посредством уха. Если его спросят, нет ли в Татхагате чистых состояний, познаваемых посредством глаза или посредством уха, или же они есть? Татхагата ответит так, в Татхагате есть чистые состояния, познаваемые посредством глаза или посредством уха. Это мои тропы, мое владение, но все же я не суотношу себя с ними. Монахи, ученик должен подойти к учителю, который говорит так, чтобы послушать Дхамму. Учитель учит его Дхамме с ее все более и более высокими уровнями, с ее все более и более утонченными уровнями, с ее темными яркими противоположностями. По мере того как учитель обучает Дхамме монаха так, посредством прямого знания и некоего учения в этой Дхамме, монах приходит к умозаключению в отношении и остальных учений. Он утверждает доверие к учителю так, благословенный, полностью просветленный, Дхамма хорошо провозглашена благословенным, Сангха практикуют хороший путь. И теперь, если другие спросят этого монаха так, каковы доводы достопочтенного, каковы его свидетельства, что он утверждает так, благословенный, полностью просветленный, Дхамма хорошо провозглашена благословенным, Сангха практикуют хороший путь. То отвечая правдиво, этот монах должен ответить так, вот, друзья, я подошел к благословенному, чтобы послушать Дхамму. Благословенный научил меня Дхамме с ее все более и более высокими уровнями, с ее все более сильными, с ее темными и яркими противоположностями. По мере того, как благословенный обучил меня Дхамме так, посредством прямого знания и некоего учения в этой Дхамме, я пришел к умозаключению в отношении, и остальных, учении. Я утвердил доверие к учителю так, благословенный, полностью просветленный, Дхамма хорошо провозглашена благословенным, Сангха практикуют хороший путь. Монахи, когда чья-либо вера была возвращена, укоренена, утверждена в отношении Татхагаты посредством этих доводов, терминов, фраз, то говорится, что его вера поддерживается доводами, укоренена в видении, прочно. Она неодолима каким-либо жрецам или отшельникам, или божеством, или марой, или брахмой, или кем бы то ни было в мире. 3. Вот каково, монахи, изучение Татхагаты в соответствии с Дхаммой, и вот как Татхагату тщательно изучают в соответствии с Дхаммой. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. Под смешанными состояниями, согласно подкомментарию, понимаются состояния того, кто старается практиковать чистое поведение, но не может поддерживать его постоянно, и иногда его поведения нечисты. 2. Согласно комментарию, речь идет о самомнении, надменности и т.д. Пока монах не достиг славы, он может быть тихим и спокойным, но когда стал знаменитым, то может вести себя неподобающе, нападая на других монахов, точно леопард. 3. Примечание переводчика СВ, такой верой в суттах характеризуется любой благородный ученик, начиная со вступившего в поток, сатапанна. Касамбила сутта, монахи из Касамби. МН 48. Содержание, ссора монахов из Касамби. Шесть достопамятных качеств. Семь сверхмерских знаний вступившего в поток. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Касамби в парке Кхаситы. И тогда монахи из Касамби начали ссориться и браниться, погрязлив пререканиях, нанося ранения друг другу остриями своих языков. Ни они сами не могли переубедить друг друга, ни другие не могли переубедить их. Ни они сами не могли договориться друг с другом, ни другие не могли договориться с ними. И тогда один монах отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и рассказал о происходящем. Тогда благословенный обратился к одному из монахов так, ну же, монах, иди и скажи от моего имени тем монахам, что учитель зовет их. Да, учитель, ответил он и отправился к тем монахам и сообщил им, учитель зовет вас, достопочтенные. Да, друг, ответили они и отправились к благословенному, поклонились ему, и сели рядом. Благословенный спросил их, монахи, правда ли, что вы начали ссориться и браниться, погрязлив пререканиях, нанося ранения друг другу остриями своих языков, и что ни вы сами не можете переубедить друг друга, ни другие не могут переубедить вас, ни вы сами не можете договориться друг с другом, ни другие не могут договориться с вами. Так оно, учитель. Монахи, как вы думаете? Когда вы начинаете ссориться и браниться, погрязаете в пререканиях, нанося ранения друг другу остриями своих языков, то поддерживаете ли вы в этом случае доброжелательность, выраженную посредством действия тела, речи и ума, как в частном порядке, так и прилюдно, по отношению к вашим товарищам по святой жизни. Нет, учитель. Итак, монахи, когда вы начинаете ссориться и браниться, то в этом случае вы не поддерживаете доброжелательности, выраженные посредством тела, речи и ума, как в частном порядке, так и прилюдно, по отношению к вашим товарищам по святой жизни. Глупцы, что же вы можете знать, что же вы можете видеть, когда вы начинаете ссориться и браниться, погрязаете в пререканиях, нанося ранения друг другу остриями своих языков, когда ни вы сами не можете переубедить друг друга, ни другие не могут переубедить вас, ни вы сами не можете договориться друг с другом, ни другие не могут договориться с вами. Глупцы, это приведет к вашему вреду и страданию на долгое время». Затем Благословенный обратился к монахам так, «Монахи, есть эти шесть принципов радуши, которые создают любовь и уважение, ведут к сплоченности, к отсутствию раздоров, к согласию, к единству». Какие шесть? 1. Вот монах поддерживает доброжелательность, выраженную посредством действия тела, как в частном порядке, так и прилюдно, по отношению к своим товарищам по святой жизни. Это принцип радуши, который создает любовь и уважение, ведет к сплоченности, к отсутствию раздоров, к согласию, к единству. 2. Далее, монах поддерживает доброжелательность, выраженную посредством действия речи, как в частном порядке, так и прилюдно, по отношению к своим товарищам по святой жизни». Это тоже принцип радуши, — к единству. Далее, монах поддерживает доброжелательность, выраженную посредством действия ума, как в частном порядке, так и прилюдно, по отношению к своим товарищам по святой жизни. Это тоже принцип радуши, — к единству. Далее, монах пользуется общими со своими нравственными товарищами по святой жизни вещами, не оставляя, только, за собой право их использования. Он делится с ними любыми обретениями, что соответствует Дхамме, и которые были добыты путем, в соответствующем Дхамме, включая даже содержимое его чаша, для сбора еды с подаянией. Это тоже принцип радуши, к единству. 5. Далее, монах пребывает, как в частном порядке, так и прилюдно, разделяя со своими товарищами по святой жизни те нравственные качества, что не разбиты, не разрушены, не запятнаны, освобождающие, восхваляемые мудрецами, непонятые ошибочно, ведущие к сосредоточению. Это тоже принцип радуши, к единству. 6. Далее, монах пребывает, как в частном порядке, так и прилюдно, разделяя со своими товарищами по святой жизни то воззрение, которое благородное и освобождающее, которое ведет того, кто практикует в соответствии с ним, к полному уничтожению страданий. Это тоже принцип радуши, который создает любовь и уважение, ведет к сплоченности, к отсутствию раздоров, к согласию, к единству. Таковы шесть принципов радуши, которые создают любовь и уважение, ведут к сплоченности, к отсутствию раздоров, к согласию, к единству. Сверхмерские знания вступившего в поток. Из этих шести принципов радуши о самом наивысшем, наиболее сплочающем, наиболее объединяющем, является это воззрение, благородное и освобождающее, которое ведет того, кто практикует в соответствии с ним, к полному уничтожению страданий. Подобно тому, как самый наивысший, наиболее сплочающий, наиболее объединяющий частью остроконечного дома будет самая его вершина, то точно так же, из этих шести принципов радуши о самом наивысшем, будет это воззрение. И каким образом это воззрение, благородное и освобождающее, ведет того, кто практикует в соответствии с ним, к полному уничтожению страданий? Один, вот монах, затворившись в лесу, или у подножья дерева, или в пустом жилище, размышляет так, если какая-либо охваченность, не отброшенная мной, которая могла бы так охватить мой ум, что я не смог бы знать и видеть вещи в соответствии с действительностью? Если монах охвачен чувственной жаждой, то его ум охвачен. Если он охвачен недоброжелательностью, то его ум охвачен. Если он охвачен ленью и апатией, то его ум охвачен. Если он охвачен неугомонностью и сожалением, то его ум охвачен. Если он охвачен сомнением, то его ум охвачен. Если монах погружен в рассуждение об этом мире, то его ум охвачен. Если монах погружен в рассуждения о следующем мире, то его ум охвачен. Если монах начинает ссориться и брониться, погрязает в пререканиях, нанося ранения другим острием своего языка, то его ум охвачен. Он понимает так, нет какой-либо охваченности, не отброшенной мной, которая могла бы охватить мой ум так, чтобы я не смог бы знать и видеть вещи в соответствии с действительностью. Мой ум хорошо предрасположен к пробуждению истины. Таково первое знание, обретенное им, которое благородное, сверхмирское, которого не имеют обычные заурядные люди. Далее, ученик благородных рассуждает так, когда я осуществляю, развиваю и взращиваю это воззрение, достигаю ли я сам внутреннего спокойствия, достигаю ли я сам утешения. Он понимает, когда я осуществляю, развиваю и взращиваю это воззрение, я достигаю внутреннего спокойствия, я достигаю утешения. Таково второе знание, обретенное им, которое благородное, сверхмирское, которого не имеют обычные заурядные люди. 3. Далее, ученик благородных рассуждает так, есть ли какие-либо иные жрецы и отшельники вне, учения Будды, которые имеют такое же воззрение, как и у меня? Он понимает, нет других жрецов и отшельников вне, учения Будды, которые бы имели такое же воззрение, как и у меня. Таково треть знаний, обретенное им, которое благородное, сверхмирское, которого не имеют обычные заурядные люди. 4. Далее, ученик благородных рассуждает так, обладаю ли я характером человека, имеющего правильные воззрения? И каков характер человека, имеющего правильные воззрения? Характер человека, имеющего правильные воззрения, таков, хотя он может совершить некоторые проступки, за свершение которых, вина и, предусмотрено исправление, тем не менее, он тут же сознается, раскрывает, рассказывает, о совершенном проступке, учителю или мудрым товарищам по святой жизни, и, сделав так, он сдерживает себя в будущем, от их очередного свершения. Подобно тому, как лежащий ничком младенец тут же отдернет руку или ногу от горячих углей, если дотроняться до них, то точно таков и характер человека, имеющего правильные воззрения. Он понимает, я обладаю характером человека, имеющего правильные воззрения. Таково четвертое знание, обретенное им, которое благородное, сверхмирское, которого не имеют обычные заурядные люди. 5. Далее, ученик благородных рассуждает так, обладаю ли я характером человека, имеющего правильные воззрения? И каков характер человека, имеющего правильные воззрения? Характер человека, имеющего правильные воззрения, таков, хотя он может быть занят разными делами, осуществляемыми ради, своих товарищей по святой жизни, все же, он уделяет большое внимание тренировке высшей нравственности, высшего ума, высшей мудрости. Подобно тому, как когда пасется корова с молодым теленком, она присматривает и за своим теленком, то точно таков и характер человека, имеющего правильные воззрения. Он понимает, я обладаю характером человека, имеющего правильные воззрения. Таково пятое знание, обретенное им, которое благородное, сверхмирское, которого не имеют обычные заурядные люди. 6. Далее, ученик благородных рассуждает так, обладаю ли я силой человека, имеющего правильные воззрения? И в чем состоит сила человека, имеющего правильные воззрения? Сила человека, имеющего правильные воззрения, такова, когда происходит обучение Дхамме Винае, которые были провозглашены Татхагатой, он заинтересован этом, направляет все свое внимание, к этому, вовлекается в это всем своим умом, охотно склоняет к Дхамме уха. Он понимает, я обладаю силой человека, имеющего правильные воззрения. Таково шестое знание, обретенное им, которое благородное, сверхмерское, которого не имеют обычные заурядные люди. 7. Далее, ученик благородных рассуждает так, обладаю ли я силой человека, имеющего правильные воззрения? И в чем состоит сила человека, имеющего правильные воззрения? Сила человека, имеющего правильные воззрения, такова, когда происходит обучение Дхамме Винае, что провозглашены Татхагатой, он черпает вдохновение в значении, черпает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Он понимает, я обладаю силой человека, имеющего правильные воззрения. Таково седьмое знание, обретенное им, которое благородное, сверхмирское, которого не имеют обычные заурядные люди. Когда ученик благородных наделен этими семью факторами, то, прежде, он хорошо стремился к характеру, что необходим для реализации плода вступления в поток. Когда ученик благородных наделен этими семью факторами, он обладает плодом вступления в поток. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. Брахмане Монтаника Сутта, Приглашение Брахмы. МН 49. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, однажды я проживал в Укаттхи в роще Субхаги у подножья царского солового дерева. И в то время пагубное воззрение возникло в Брахме Баке. Это постоянный, это неизменный, это вечный, это цельный, это не подвержено исчезновению. Ведь это здесь никто не рождается, не стареет, не умирает, не исчезает, не перерождается, и за пределами этого нет другого спасения, один. Я познал своим умом мысли в уме Брахмы Баке, и тогда, подобно тому, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул распрямленную, я исчез из-под царского солового дерева рощи Субхаги в Укаттхи и возник в том мире Брахмы. Брахма Бака увидел меня издаля и сказал, иди же, почтенный. Добро пожаловать, почтенный. Долгое время, почтенный, у тебя не было возможности прийти сюда. И вот, почтенный, это постоянный, это неизменный, это вечный, это цельный, это не подвержено исчезновению. Ведь это здесь ты не рождаешься, не стареешь, не умираешь, не исчезаешь, не перерождаешься, и за пределами этого нет другого спасения. Когда так было сказано, я сказал Брахме Баке, уважаемый Брахма Бака впал в невежество. Он впал в невежество в том смысле, что говорит о непостоянном как о постоянном, об изменчивом как о неизменном, о не вечном как о вечном, о не полном как о цельном, о том, что подвержено исчезновению, как о том, что не подвержено исчезновению, о том, где ты рождаешься, стареешь, умираешь, исчезаешь, перерождаешься, как о том, где ты не рождаешься, не перерождаешься. И когда есть другое спасение за пределами этого, он говорит, что нет другого спасения за пределами этого. И тогда злой Мара завладел умом одного из членов свиты Брахмы и сказал мне, «Монах, монах, не унижай его, не унижай его! Ведь этот Брахма, великий Брахма, повелитель, непревзойденный, с безошибочным видением, владыка, создатель и творец, высочайший провидец, господин, и отец тех, кто есть, и тех, кто когда-либо может быть. До тебя, в прежние времена, монах, в мире были жрецы и отшельники, которые порицали землю и отвращались от земли, два, которые порицали воду и отвращались от воды, которые порицали огонь и отвращались от огня, богов и отвращались от богов, которые порицали паджапати и отвращались от паджапати, которые порицали брахму и отвращались от брахмы, три. После распада тела, после смерти, когда их жизнь была окончена, они утвердились в низшем теле, четыре. До тебя, в прежние времена, монах, в мире были также, другие, жрецы и отшельники, которые восхваляли землю и наслаждались землёй, 5, которые восхваляли воду, огонь, воздух, восхваляли существа и наслаждались существами, которые восхваляли богов. Паджапати. Брахмы наслаждались Брахмой. После распада тела, после смерти, когда их жизнь была окончена, они утвердились в высшем теле, 6. Поэтому, монах, я говорю тебе следующее, убедись, почтенный, что поступаешь только так, как говорит Брахма. Никогда не перечи слово Брахмы. Если будешь перечить слово Брахмы, монах, то тогда, подобно тому, как человек палкой отгоняет богиню удачи, когда она приходит, или подобно тому, как человек, который не может опереться руками и ногами на землю, соскальзывает в глубокую пропасть, то точно так же случится и с тобой, монах. Убедись, почтенный, что поступаешь только так, как говорит Брахма. Никогда не перечи слово Брахмы. Разве не видишь ты сидящий здесь свит Брахмы? И таким образом злой Мара призвал в свидетели свиту Брахмы, 7. Когда так было сказано, я обратился к злому Маре, я знаю тебя, злой. Не думай, он не знает меня. Ты, Мара, злой, а Брахма и свита Брахмы и члены свиты Брахмы попали в твои руки, все они попали под твою власть. Ты, злой, думаешь, этот тоже попадет мне в руки, он тоже попадет под мою власть. Но я не попал в твои руки, злой, не попал под твою власть. Когда так было сказано, Брахма Бака обратился ко мне, почтенный, я говорю о постоянном как о постоянном, о неизменном как о неизменном, о вечном как о вечном о цельном как о цельном, о том что не подвержено исчезновению как о том, что не подвержено исчезновению, о том, где ты не рождаешься, не стареешь, не умираешь не исчезаешь, не перерождаешься как о том, где ты не рождаешься не перерождаешься, и когда нет другого спасения за пределами этого я говорю, что нет другого спасения за пределами этого До тебя, в прежние времена, монах, в мире были жрецы и отшельники, чья аскеза длилась столько, сколько длится вся твоя жизнь. Когда было другое спасение за пределами этого, они знали, что есть другое спасение за пределами этого. Когда не было другого спасения за пределами этого, они знали, что нет другого спасения за пределами этого. И, монах, я говорю тебе так, ты не найдешь какого-либо другого спасения за пределами этого, и со временем пожнешь только усталость и досаду. Если будешь держаться за землю, ты будешь рядом со мной, в моем владении, ведь я повелеваю и наказываю. Если ты будешь держаться за воду, огонь, воздух, существ, богов. Паджапати. Брахму, ты будешь рядом со мной, в моем владении, ведь я повелеваю и наказываю. И это я знаю, Брахма. Если я буду держаться за землю, я буду рядом с тобой, в твоем владении, ведь ты повелеваешь и наказываешь. Если я буду держаться за воду, огонь, воздух, существ, богов. Паджапати. Брахму, я буду рядом с тобой, в твоем владении, ведь ты повелеваешь и наказываешь. Более того, я понимаю твой охват и твое влияние так, у Брахмы Баки есть столько-то власти, столько-то могущества, столько-то влияния. И, почтенный, докуда же, как ты понимаешь, простирается мой охват мое влияние? Благословенный ответил, докуда свет луны и солнца достает. Сияй, освещая светом все вокруг над тысячи таких систем, таких миров владычество свое осуществляешь ты. И здесь ты знаешь тех, кто низок и высок, тех, кто имеет страсть или лишен ее, и это состояние знаешь ты, иное знаешь, и знаешь, как и приходят и уходят существа. Брахма, я понимаю твой охват и твое влияние так, у Брахмы Баки есть столько-то власти, столько-то могущества, столько-то влияния. Но, Брахма, есть три других тела, которых ты не знаешь и не видишь, но которые я знаю и вижу. Есть тело, которое называется лучезарным сиянием, в котором ты умер и, затем, переродился здесь, девять. Поскольку ты уже долгое время пребываешь здесь, в этом мире, твоя память о том, прежнем мире, стерлась, и поэтому ты не знаешь и не видишь этого, но я знаю и вижу это. Поэтому, Брахма, в отношении прямого знания я не нахожусь лишь на том же самом уровне, что и ты, так разве может быть так, чтобы я мог знать меньше? Напротив, я знаю больше тебя, десять. Есть тело, которое называется сверкающим великолепием. Есть тело, которое называется великим плодом. Ты не знаешь и не видишь этого, но я знаю и вижу это. Поэтому, Брахма, в отношении прямого знания я не нахожусь лишь на том же самом уровне, что и ты, так разве может быть так, чтобы я мог знать меньше? Напротив, я знаю больше тебя. Брахма, напрямую зная землю как землю, напрямую познав то, что не относится к земельности земли, я не заявлял, что являюсь землей, я не заявлял, что являюсь чем-то в земле, я не заявлял, что являюсь чем-то отдельным от земли, я не заявлял, что земля является моей. я не утверждал земли, одиннадцать. Поэтому, Брахма, в отношении прямого знания я не нахожусь лишь на том же самом уровне, что и ты, так разве может быть так, чтобы я мог знать меньше? Напротив, я знаю больше тебя. Брахма, напрямую познав воду как воду, огонь как огонь, воздух как воздух, существ как существ, богов как богов. Паджапати как Паджапати. Брахму как Брахму, богов лучезарного сияния как богов лучезарного сияния, богов сверкающего великолепия как богов сверкающего великолепия, богов великого плода как богов великого плода. Владыку как владыку. Все как все, и напрямую познав то, что не относится к всеобщности всего, я не заявлял, что являюсь всем, я не заявлял, что являюсь чем-то во всем, я не заявлял, что являюсь чем-то отдельным от всего, я не заявлял, что все является моим, я не утверждал всего двенадцать. Поэтому, Брахма, в отношении прямого знания я не нахожусь лишь на том же самом уровне, что и ты, так разве может быть так, чтобы я мог знать меньше? Напротив, я знаю больше тебя. Почтенный, если это не относится к всеобщности всего, так не выходит ли, что это для тебя бессодержательно и пусто? Благословенный, сознание не проявляющееся, безграничное, сияющее повсюду. Тринадцать, не относится к земельности земли, не относится к водянистости воды. Не относится к всеобщности всего. Брахма Бака, почтенный, я скроюсь от твоего взора. Благословенный, скройся от моего взора, если сможешь, Брахма. И тогда Брахма Бака, сказав, я скроюсь от взора отшельника Гатамы, я скроюсь от взора отшельника Гатамы, не смог скрыться от моего взора. И тогда я сказал, Брахма, я скроюсь от твоего взора. Скройся от моего взора, если сможешь, почтенный. И тогда я исполнил такое чудо посредством сверхъестественных сил, что Брахма, свита Брахмы, и члены свиты Брахмы могли слышать мой голос, но не могли видеть меня. И после того, как я скрылся от взора, я произнес эту строфу, в существовании увидев ужас, увидев, что оно придет к концу, не одобрял существование я любого, и не цеплялся к наслаждению я, четырнадцать. И тогда Брахма, свита Брахмы, члены свиты Брахмы были поражены и изумлены, и говорили, удивительно, почтенные, как поразительно, почтенные. Какая великая сила и могущество у отшельника Готамы. Прежде мы никогда не видели и не слышали о каком-либо жреце или отшельнике, который обладал бы такой великой силой и могуществом, как этот отшельник Готама, который ушел в бездомную жизнь из клана Сакьев. Готов, почтенный, хотя он живет в поколении, которое наслаждается существованием, получает наслаждение от существования, радуется существованию, он вырвал с корнем существования. И тогда злой Мара завладел умом одного из членов свиты Брахмы и сказал мне, почтенный, если это то, что ты знаешь, если это то, что ты открыл, то не стоит вести своих учеников, мирян, или тех, что ушли в бездомную жизнь. Не стоит обучать Дхаме своих учеников, мирян, или тех, что ушли в бездомную жизнь. Не сопереживай своим ученикам, мирянам, или тем, что ушли в бездомную жизнь. До тебя, в прежние времена, монах, в мире были жрецы и отшельники, которые заявляли о том, что они совершенные и полностью просветленные, и они вели, они обучали, они сопереживали своим ученикам, мирянам, или тем, что ушли в бездомную жизнь. После распада тела, после смерти, когда их жизнь была окончена, они утвердились в низшем теле. До тебя, в прежние времена, монах, в мире были жрецы и отшельники, которые заявляли о том, что они совершенные и полностью просветленные, и они не вели, они не обучали, они не сопереживали своим ученикам, мирянам, или тем, что ушли в бездомную жизнь. После распада тела, после смерти, когда их жизнь была окончена, они утвердились в высшем теле. Поэтому, монах, я говорю тебе так, убедись, почтенный, что ты пребываешь в бездействии, предаваясь приятному пребыванию здесь и сейчас. Лучше оставить это непровозглашенным, и поэтому, почтенный, не советуй кому бы то ни было еще, пятнадцать. Когда так было сказано, я обратился к злому Маре, я знаю тебя, злой. Не думай, он не знает меня. Ты, Мара, злой. Не желанием благополучия ты говоришь так, не желанием благополучия ты говоришь так. Ты думаешь так, злой, те, кого отшельник Гатама обучает Дхаме, спасутся из моей области. Те твои жрецы и отшельники, злой, которые заявляли, что являлись полностью просветленными, на самом деле, не были полностью просветленными. Но я, кто заявляет о том, что является полностью просветленным, являюсь, на самом деле, полностью просветленным. Если Татхагата обучает учеников Дхаме, то он таков, злой. Если Татхагата не обучает учеников Дхаме, то, то он таков, шестнадцать. Если Тадхагата ведёт учеников, то он таков, злой. Если Тадхагата не ведёт учеников, то он таков. И почему? Потому что Тадхагата отбросил пятна, которые загрязняют, ведут к новому существованию, ведут к беде, созревают в страдании, ведут к будущему рождению, старению, смерти. Он срубил их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не смогут возникнуть в будущем. Подобно тому, как пальма, верхушка которой отрезана, не сможет расти дальше, то точно так же Тадхагата отбросил пятна, которые загрязняют, не смогут возникнуть в будущем. И поскольку Мара не смог ничего ответить, и поскольку лекция началась с приглашения Брахмы, то эту лекцию назвали «Приглашение Брахмы». Один, согласно комментарию, Бака Брахма считал вечным как самого себя, так и тот мир, которым он управлял. Отрицание другого спасения означает отрицание существования более высоких миров, соответствующих джханам, а также путей, плодов, небаны, о которых он даже не знал. Два, комментарий поясняет, что они делали так, поскольку считали ее непостоянной, страдательной, безличностной. Три, по заметке достопочтенного Бодхи, эта сутта была рассказана Буддой в том же самом месте, где и МН-1, и явно имеет с ней прямые смысловые параллели, поэтому на предмет разъяснения этих утверждений смотри примечания к МН-1. Четыре, комментарий поясняет, что речь идет о перерождении в нижних мирах, аду, мире страдающих духов, мире животных. Пять, комментарий поясняет, что они восхваляли ее как вечную, постоянную и т.д. Шесть, комментарий, в мире Брахмы. Семь, комментарий поясняет, что тем самым Мара хотел показать, что все эти сидящие здесь Брахмы и свиты Брахмы стали таковыми именно по той причине, о которой он, Мара, и рассказал. 8. Комментарий поясняет, что этот Брахма имел власть над одной тысячей мировых систем, но над ним есть Брахмы, имеющие власть над двумя, тремя, четырьмя, пятью, десятью, сотней тысяч мировых систем. Примечание переводчика СВ, на этот счет смотри. МН-120. 9. Речь идет о мире богов лучезарного сияния, который соответствует второй джхане. Мир Брахмы Баки относятся к первой джхане. Сверкающий великолепие и великий плод, далее по тексту, это, соответственно, мир и Брахм, соответствующие третьей и четвертой джханам. 10. В ДН-1 Будда рассказывает о том, каким именно образом Маха Брахма впадает в заблуждение в отношении того, что он является богом-творцом. Когда начинается новый цикл эволюции мира, наступающий после длительного периода распада и отсутствия мира, первое существо, обладающее самыми великими заслугами, рождается первым в мире Брахмы, не спадая туда из мира дывов лучезарного сияния, который не разрушается с распадом мира. Затем другие существа перерождаются в этом мире и считают Брахм своим творцом. 11. Согласно комментарию, речь идет о том, что Будда не рассматривает Землю с позиции жажды, воззрений, самомнения. Знание отдельного от Земли – это знание неббаны. Смотри также МН-1 на предмет разъяснение этих утверждений. 12. ВСН 35-23 Будда говорит, что такое «все»? Это – глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и осязаемые вещи, уме-ментальные феномены. Это, монахи, называется «все». И если кто-либо скажет, отвергнув это «все», я опишу иное «все», то с его стороны это будет лишь пустым хвастовством. Если бы его расспросили, на этот счет, то он не смог бы ответить и повстречал бы лишь досаду. Почему? Потому, что это вне его области – познание. 13. По заметке достопочтенного Буддхи, буддийские ученые-монахи уже в древние времена испытывали сложности с толкованием этого отрывка, даже ачария Будда Госса. Слово «непроявляющееся», Анидастсана, встречается в МН-21, и там оно описывает пустое пространство как неподходящую вещь для того, чтобы нарисовать на нем картину, поэтому, на его взгляд, это слово можно перевести именно как «непроявляющееся». Слово «сияющий», Папхан, встречается в описании сияющего ума Ван-1-51, а также может предполагать свет мудрости. Панни Папха, Ван-2, 139. Достопочтенный Бодхи трактует этот фрагмент с сияющим безграничным сознанием не как описание самой Ниббаны, но как сознание Араханта во время прямого медитативного восприятия Ниббаны как объекта ума. Поскольку в таком сознании не проявляется ни один из обусловленных феноменов мира, то поэтому оно и может быть описано как «непроявляющееся». Примечания переводчика СВ, возможны также, что «непроявляющееся» означает сознание, которое не утверждено ни на чем и ни в чем, другими словами, не липнет ни к каким феноменам, и, таким образом, освобождено и не сможет привести к новому перерождению. В ДН-11 также есть строфы, говорящие о таком непроявляющемся сознании, но в них упоминается также, что это сознание прекращается, и не является вечным. Смотри эссе достопочтенного Суджата Ниббана, ни сознании. 14. По мнению достопочтенного Бодхе, смысл этой игры с исчезновением объяснен произнесенной строфой. Поскольку Будда уничтожил наслаждение существованием, то он способен исчезнуть, скрыться от взора Брахмы, который собой представляет существование и утверждение мира. Брахма цепляется к существованию и поэтому не может превзойти область знаний Будды. 15. Подобная мысль появилась у Будды сразу после просветления, когда он сомневался, стоит ли ему открывать миру Дхаму или же нет. Смотри. МН-26. 16. Таддиса. Обучает Будды учеников или же нет, он всё равно является Тадхагатой. МАРА ТАДЖАНИО СУТТА, ВЫГОВОР МАРИЯ. МН-50. Так я слышал. Однажды достопочтенный Махамагалана проживал в стране Бхагов Сунзумарагири в роще Бхисакалы в Оленьем парке. И в то время достопочтенный Махамагалана ходил, медитируя, вперёд и назад на открытой местности. И тогда злой МАРА вошёл в живот достопочтенного Махамагаланы, а затем вошёл в его кишки, один. Достопочтенный Махамагалана подумал, почему такая тяжесть в моём животе? Как будто я наелся бобов. И тогда он оставил ходьбу и пошёл в своё жилище, где сел на подготовленное сидение. Когда он сел, он направил к себе пристальное внимание и увидел, что злой МАРА вошёл в его живот, вошёл в его кишки. Когда он увидел то, он сказал, выходи, злой. Выходи, злой. Не изнуряй Тадхагату, не изнуряй ученика Тадхагаты, или это приведёт к твоему вреду и страданию на долгое время. И тогда злой МАРА подумал, этот отшельник не знает меня, он не видит меня, когда говорит так. Даже его учитель не узнал бы вскоре обо мне, так как же ученик может узнать обо мне? И тогда достопочтенный Махамагалана сказал, и даже так я знаю тебя, злой. Не думай, он не знает меня. Ты, МАРА, злой. Ты думал так, злой, этот отшельник не знает меня, он не видит меня, когда говорит так. Даже его учитель не узнал бы вскоре обо мне, так как же ученик может узнать обо мне? И тогда злой МАРА подумал, этот отшельник узнал меня, он увидел меня, когда сказал так. И тогда он вышел из уртать достопочтенного Махамагалана и встал напротив дверного засова. Достопочтенный Махамагалана увидел его, стоящего там, и сказал, я вижу тебя и там, злой. Не думай, он не видит меня. Ты стоишь напротив дверного засова, злой. Как-то раз, злой, я был МАРА по имени Дуси, и у меня была сестра по имени КАЛИ. Ты был ее сыном, ты был моим племянником. И в то время благословенный, Будда, Кокусантха, совершенный и полностью просветленный, появился в мире. У благословенного Кокусантхи, совершенного и полностью просветленного, была пара главных учеников по имени Витхура и Санджива. Из всех учеников благословенного Кокусантхи, совершенного и полностью просветленного, не было никого, кто мог бы сравниться с достопочтенным Витхурой в плане обучения Дхамме. Вот почему достопочтенного Витхуру стали звать Витхурой, 2. Но достопочтенный Санджива, уйдя в лес, или к подножию дерева, или в пустую хижину, без проблем входил в прекращение восприятия чувствования, 3. И как-то раз, злой, достопочтенный Санджива уселся у подножия некоего дерева и вошел в прекращение восприятия чувствования. Некие пастухи, чабаны, пахари, путешественники увидели, что достопочтенный Санджива сидит у подножия дерева, войдя в прекращение восприятия чувствования, и подумали, как удивительно, почтенный! Как поразительно! Этот отшельник умер во время сидения. Давайте кремируем его. И тогда пастухи, чабаны, пахари, путешественники собрали траву, древесину, коровий навоз, собрали все это в кучу возле тела достопочтенного Санживы, подожгли и ушли каждый своей дорогой. И затем злой, когда ночь подошла к концу, достопочтенный Санжива вышел из этого медитативного достижения. Он отряхнул свое одеяние, и затем, утром одевшись, взял чашу и верхнее одеяние и отправился в деревню за подаяниями. Четыре пастухи, чабаны, пахари, путешественники увидели, что достопочтенный Санжива ходит, собирая подаяния, и подумали, как удивительно, почтенные. Как поразительно. Этот отшельник, который умер во время съедения, вернулся к жизни. Вот почему достопочтенного Санживу стали звать Санживой, 5. И тогда, злой, Марадуси подумал, вот они, эти нравственные монахи с благим характером, но я не знаю их прихода и ухода. Что если я завладею, умами, брахманов-домохозяев, сказав им, ну же, поброните, оскорбите, поругайте, изведите нравственных монахов с благим характером. И тогда, быть может, когда вы поброните, оскорбите, поругайте, изведете их, какие-либо колебания произойдут в их умах, и тогда, быть может, у Марадуси появится возможность, 6. И тогда, злой, Марадуси овладел, умами, домохозяев брахманов, сказав им, ну же, поброните, у Марадуси появится возможность. И когда Марадуси овладел умами брахманов-домохозяев, и они побронили, оскорбили, поругали, извели нрастанных монахов с благим характером. Так, эти бритоголовые отшельники, эти смуглые отпрыски слуги-владыки, 7, заявляют, мы медитирующие. Мы медитирующие, и, безвольные, с опущенными плечами и поникшей головой, они медитируют, перемедитируют, обмедитируют, недомедитируют, 8. Точно сова на ветке, поджидающая мышь, медитирует, перемедитирует, обмедитирует, недомедитирует, или точно шакал на берегу реки, поджидающая рыбу, медитирует, недомедитирует, или точно кошка, поджидающая мышь в переулке или у водостока, медитирует, недомедитирует, или точно ненагруженный осел, стоя на привязи в двери или мусорного ведра или водостока, медитирует, недомедитирует, то точно так же и эти бритоголовые отшельники, эти смуглые отпрыски слуги-владыки, заявляют, мы медитирующие. Мы медитирующие, и, безвольные, с опущенными плечами и поникшей головой, они медитируют, перемедитируют, обмедитируют, недомедитируют. И по тому случаю, злой большинство тех людей, когда они умерли, возникли с распадом тела, после смерти, в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду, девять. И тогда благословенный Кокусантха, совершенный и полностью просветленный, обратился к монахам так, монахи, Марадуси завладел умами, брахманов-домохозяев, сказав им, ну же, поброните, оскорбите, поругайте, изведите нравственных монахов с благим характером. И тогда, быть может, когда вы поброните, оскорбите, поругайте, изведете их, какие-либо колебания произойдут в их умах, и тогда, быть может, у Марадуси появится возможность. Ну же, монахи, пребывайте, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, ко всем как самому себе наполняйте весь мир умом, насыщенным доброжелательностью, обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Пребывайте, наполняя, умом, насыщенным состраданием, сорадованием, невозмутимостью, не имеющим враждебности и недоброжелательности, десять. И тогда, злой, когда благословенный Кокусантха, совершенно и полностью просветленный, наставил таким образом тех монахов, они, уйдя в лес, или к подножию дерева, или в пустую хижину, пребывали, наполняя первую сторону света умом, не имеющим враждебности и недоброжелательности. И тогда, злой, Марадуси подумал так, хоть я и делаю так, как делаю, я все равно не знаю прихода и ухода этих нравственных монахов с благим характером. Что если я завладею, умами, брахманов-домохозяев, сказав им, ну же, восхваляйте, чтите, уважайте, почитайте нравственных монахов с благим характером. И тогда, быть может, когда вы повосхваляете, почтите, поуважаете, попочитаете их, какие-либо колебания произойдут в их умах, и тогда, быть может, у Марадуси появится возможность, одиннадцать. И тогда, злой, когда Марадуси овладел, умами, домохозяев брахманов, они восхваляли, чтили, уважали, почитали нравственных монахов с благим характером. И по тому случаю, злой, большинство тех людей, когда они умерли, возникли с распадом тела, после смерти, в счастливом уделе, даже в небесном мире. И тогда, злой, благословенный Кокусантха, совершенный и полностью просветленный, обратился к монахам так, монахи, Марадуси завладел, умами, брахманов-домохозяев, сказав им, ну же, восхваляйте, чтите, у Марадуси появится возможность. Ну же, монахи, пребывайте в созерцании отвратительности тела, воспринимая отвратительность пищи, воспринимая разочарование, по отношению, ко всему миру, созерцая непостоянство во всех формациях, двенадцать. И тогда, злой, когда благословенный Кокусантха, совершенный и полностью просветленный, наставил таким образом тех монахов, они, уйдя в лес, или к подножию дерева, или в пустую хижину, пребывали в созерцании отвратительности, непостоянства во всех формациях. И тогда, утром, благословенный Кокусантха, совершенный и полностью просветленный, оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в деревню за подаяниями вместе со своим прислужником, достопочтенным Ветхурой. И тогда Марадуси завладел, умом, некоего мальчика, подобрав камень, ударил достопочтенного Ветхуру им по голове, разбив ему голову. Со струящейся по голове кровью достопочтенный Ветхура шел следом за благословенным Кокусантхой, совершенным и полностью просветленным. И тогда благословенный Кокусантха, совершенный и полностью просветленный, повернулся и посмотрел на него слоновьим взором, этот Марадуси не знает границ. И с этим самым взором, злой, Марадуси не спал с того места и возник в Великом Аду. Тринадцать. Злой, у Великого Ада есть три названия, шесть сфер контакта, от прокалывания кольями, от, переживаемый для себя. И тогда, злой, стражи Ада подошли ко мне и сказали, почтенный, когда, один, кол столкнется с, другим, колом в твоем сердце, то тогда ты узнаешь, я жарюсь в Аду уже тысячу лет. И много лет, злой, много веков, много тысячелетий я жарился в Великом Аду. Десять тысячелетий я жарился в дополнительном Аду, переживая чувство, что зовется возникающим из-за созревания, каммы. Злой, мое тело имело такую же форму, как и человеческой, но моя голова была формой головы рыбы. И далее он добавил, и с чем бы от этого сравнить, где Дуся жарился, когда напал он на монаха на Витхуру, и на Брахмана Кокусантху. Коли и стали, сотня коих, и каждый кол тебя пронзит, вот можно с чем сравнить тот ад, и на Брахмана Кокусантху. Темный, страдать ты будешь много, если напал ты на такого, благословенного ученика, который знает этот факт. И в середине океана почти что вечные дворцы есть. С апфиром, пламенем лучатся, с полупрозрачным отражением. Там радужные нимфы моря танцуют своим сложным ритмом. Ведь я есть тот, кто восхвален был самим благословенным лично, когда сотряс я дом Мегары, носком ступни, а орден видел, четырнадцать. Ведь я владею очень прочно сверхчеловеческой силой, сотряс дворец я ведь джианта носком ступни, для благодавов, пятнадцать. Я тот, кто в том дворце небесно не сапку вопросом озадачил, так как же, друг. В чем же уничтожение страсти? И сапка отвечал правдиво на тот вопрос, что смог задать я. Я тот, кто думал о вопрошении самого Брахмы следующим вопросом. В Божественном Судхамы Зале, шестнадцать, так все еще ли есть в тебе воззрение ложное, которое ты принял? Видишь ли ты сияние, что Брахма мир весь превосходит? И Брахма мне на это ответил правдиво, как и по порядку, почтенный, нет во мне уж более воззрения ложного, что раньше принял. Воистину, сияние-то я вижу, что Брахма мир весь превосходит. И на сегодня, как могу я считать, что вечен, постоянен? Я тот, кто по освобождении вершин Неру смог коснуться, был в роще Япуб Бавидихов, и где бы люди ни бывали, семнадцать. И в мире не было огня такого, который думал бы, сожгу глупца я, но сам глупец в огонь ступает, себя поступком поджигая. Так и с тобой же будет, Мара, коль нападаешь ты на Будду, то ты, дурак, с огнем играешь, себя лишь им же подожжешь ведь. Заслуг плохих ты много копишь, или же, злой, ты полагаешь, что зло твое не плодоносит? Делая так, то зло ты копишь, и длиться будет оно долго. О, ты, кончинный Созидатель. И Будды стороннисты, Мара, проделок не твори монахам. Вот осадил монах как Мару в этой самой роще Пхисакалы, и там же дух этот угрюмо исчез на этом самом месте. Один, примечание переводчика СВ, очевидно, речь идет о психических силах, с помощью которых Мара смог осуществить подобное. В точности об аналогичном умении вхождения в живот заявляет монахиня Уппалаванна в СН-55, которую Будда объявил самой способной среди монахинь в плане владения сверхспособностями. Два, дословно, несравненный. Три, примечание переводчика СВ, очевидно, речь идет о том, что первый из них был мастером в обучении Дхами, а другой славился медитативным мастерством. Четыре, в Висудхимаге поясняется, что того, кто входит в достижение и прекращение восприятия чувствования, не берет огонь, и более того, даже его вещи остаются в сохранности. Пять, дословно, выживший. Шесть, Мара имеет в виду, что у них в умах проявится загрязнение, и тогда они не избегут сансары. Семь, Тханду. Этим термином в брахманизме обозначался бог-творец Брахма. Восемь, Чхаянти, Патчхаянти, не Чхаянти, а Патчхаянти. Эти слова не имеют собственного смысла, но подобная их последовательность подразумевается как унижение. В МН-180 слова используются в контексте описания медитирующего, когда его ум охвачен пятью помехами. Девять, согласно комментарию, Мара не напрямую заставил их совершить эти злодеяния, сделав их безвольными, но создал их в умах сцены, в которых эти монахи предстали не в самом лучшем свете, совершая различные проступки. Из-за этого брахманы пришли в негодование. Десять, по заметке достопочтенного Бодхи, эти четыре брахмавихара являются противоядием против злонамеленности и агрессии других. Одиннадцать, теперь Мара пытается вызвать в монахах гордыню тщеславие. Двенадцать, комментарий цитирует Ан-7-49, в которой перечисляются эти упражнения. Они являются, соответственно, противоядием против сексуального желания, жажды к вкусам, влечению к миру, очарованности славой, обретениями, похвалой. Тринадцать, слоновий взор, нога полокита, означает, что Будда развернулся всем своим телом, а не повернув лишь голову. Мара оказался в аду не из-за слов или взора Будды, а по причине мгновенного созревания этого негативного плода Каммы. Четырнадцать, смотри. СН-51-14, где приводится эта история. Пятнадцать, смотри. МН-37, где приводится эта история. Шестнадцать, смотри. СН-6-5, где приводится эта история. Семнадцать, речь идет о сверхспособностях Махамак Галана перемещаться в любое место, в которое он захочет. Кандарака сутта, Кандараки. МН-51. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Чампе на берегу озера Гадгар из Большой Сангхой Монахов. И тогда Песса, сын наездника на слоне, а также странник Кандарака отправились к Благословенному. Песса, поклонившись Благословенному, сел рядом, а Кандарака обменялся с Благословенным вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он встал рядом. Стоя там, он обозрел Сангху Монахов, сидящую в полном безмолвии, а затем сказал Благословенному, «Удивительно, Мастер Гатама, поразительно, как Мастер Гатама вел Сангху практикой правильного пути. Те, кто были благословенными, совершенными и полностью просветленными в прошлом, могли вести Сангху практикой правильного пути в наилучшем случае так, как Мастер Гатама делает это сейчас». Те, кто будут благословенными, совершенными и полностью просветленными в будущем, смогут вести сангху практикой правильного пути в наилучшем случае так, как мастер Гатама делает это сейчас. Так оно, Кандарака, так оно. Те, кто были благословенными, совершенными и полностью просветленными в прошлом, могли вести сангху практикой правильного пути в наилучшем случае так, как я делаю это сейчас. Те, кто будут благословенными, совершенными и полностью просветленными в будущем, смогут вести сангху практикой правильного пути в наилучшем случае так, как я делаю это сейчас. Ведь, кандарака, в этой сангхе монахов есть монахи, которые араханты с уничтоженными пятнами, загрязнение ума, которые прожили святую жизнь, сделали то, что следовало сделать, сбросили тяжкий груз, достигли своей цели, уничтожили путы существования и полностью освободились посредством окончательного знания. И в этой сангхе монахов есть монахи, находящиеся в высшей тренировке, имеющие постоянную нравственность, живущие жизнью с постоянной нравственностью, проницательные, живущие жизнью с постоянной проницательностью. Они пребывают с умами, хорошо утвержденными в четырех основах осознанности. В каких четырех? Вот, кандарака, монах пребывает в созерцании тела как тела, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив волчность и печаль к миру. Он пребывает в созерцании чувств как чувств, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив волчность и печаль к миру. Он пребывает в созерцании ума как ума, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. Он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. Когда так было сказано, Песса, сын наездника на слоне, сказал, удивительно, господин. Поразительно, как хорошо благословенный провозгласил четыре основы осознанности, ради очищения существ, ради преудоления печали истинания, ради исчезновения боли и печали, ради достижения истинного пути, ради реализации неббаны. Ведь, господин, мы, одетые в белые одежды миряне, так же время от времени пребываем с умами, хорошо утвержденными в этих четырех основах осознанности. Вот, господин, мы пребываем с созерцанием тела в теле, умственных объектов как умственных объектов, будучи решительными, бдительными, осознанными, устранив волчность и печаль к миру. Удивительно, господин, поразительно, как среди людской запутанности, развращенности, обмана, благословенные знают благополучие и вред существ. Ведь люди запутаны, а животные достаточно открыты. Господин, я могу управлять слоном, которого еще нужно приручить, и за время, которое требуется, чтобы совершить поездку до Чампа и обратно, этот слон покажет каждый вид обмана, двуличности, изворотливости, притворства, на которые он только способен, один. Но те, кого называют рабами, посыльными, слугами, ведут себя одним образом, своим, телом, другим образом речью, тогда как их умы работают еще иначе. Удивительно, господин. Поразительно, как среди людской запутанности, развращенности, обмана, благословенные знают благополучие и вред существ. Ведь люди запутаны, а животные достаточно открыты. Четыре типа личностей. Так оно, песо, так оно. Люди запутаны, а животные достаточно открыты. Песо, есть четыре типа личностей, существующих в мире. Какие четыре? Бывает так, когда некий человек мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя. Бывает так, когда некий человек мучает других и осуществляет практику мучения других. Бывает так, когда некий человек мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя, а также мучает других и осуществляет практику мучения других. Бывает так, когда некий не мучает себя и не осуществляет практику мучения самого себя, и не мучает других и не осуществляет практику мучения других. Поскольку он не мучает ни себя, ни других, то в этой самой жизни он пребывает без потребности, угасшим и потухшим, он пребывает, переживая блаженство, сам став святым. Какой из этих четырех типов личности подходит себе, Песса? Первые три не подходят мне, господин, но последний подходит. Но почему, Песса, первые три типа личности не подходят тебе? Господин, тот тип личности, который мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя, мучает и пытает себя, хотя на самом деле желает удовольствия и избегает боли. Вот почему первый тип личности не подходит мне. А тот тип личности, который мучает других и осуществляет практику мучения других, мучает и пытает других, тех, кто желает удовольствия и избегает боли. Вот почему второй тип личности не подходит мне. А тот тип личности, который мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя, а также мучает других и осуществляет практику мучения других, мучает и пытает и себя и других, хотя оба желают удовольствия и избегают боли. Вот почему третий тип личности не подходит мне. Но тот тип личности, который не мучает себя, других, сам став святым, он не мучает и не пытает ни себя, ни других, ведь, оба желают удовольствия и избегают боли. Вот почему четвертый тип личности подходит мне. А теперь, господин, нам нужно идти. Мы очень заняты, у нас много дел. Можешь идти, когда сочтешь нужным, Песса. И тогда Песса, сын наездника на слонах, восхитившись и возродовавшись словам Благословенного, поднялся со своего сиденья и, поклонившись Благословенному, ушел, обойдя его с правой стороны. Вскоре после того, как он ушел, Благословенный обратился к монахам так, монахи, Песса, сын наездника на слонах, мудр, обладает великой мудростью. Если бы он посидел чуть дольше, так чтобы я разъяснила ему в подробностях эти четыре типа личностей, то это очень пошло бы ему на пользу. Но даже уже эта, беседа, ему очень пошла на пользу. Сейчас подходящий момент, Благословенный, сейчас подходящий момент, счастливый, чтобы Благословенный разъяснил в подробностях эти четыре типа личностей. Услышав это от Благословенного, монахи запомнят это. Тогда, монахи, слушайте внимательно то, о чем я скажу. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал следующий, тот, кто мучает себя какой тип личности, монахи, мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя. Бывает так, когда некий человек ходит голым, отвергает условности, лижет свои руки, не идет, когда его зовут, не остается, когда его просит. Он не принимает пищу, поднесенную ему или специально приготовленную для него, не принимает приглашение на обед. Он не принимает ничего из горшка или чаши. Он не принимает ничего через порог, через палку, через пестик, ступы. Он не принимает ничего от двух обедающих, вместе, людей, от беременной женщины, от кормящей женщины, от женщины, живущей с мужчиной. Он не принимает ничего с того места, где объявлена раздача еды, с того места, где сидит собака или где летают мухи. Он не принимает рыбы или мяса. Он не пьет спиртного, вина или забродивших напитков. Он ограничивает себя одним домом, во время сбора подаяний, и одним небольшим кусочком пищи, или двумя домами и двумя небольшими кусочками, семью домами и семью небольшими кусочками пищи. Он ест только одну тарелку еды в день, две, семь тарелок еды в день. Он принимает пищу только один раз в день, один раз в два дня, один раз в семь дней, и так вплоть до двух недель, практикуя ограничения в приеме пищи в установленных промежутках. Он ест, только, зелень, или проса, или дикий рис, или обрезки шкуры, или мох, или рисовая отрубя, или рисовую накипь, или кунжутную муку, или траву, или коровий навоз. Он живет на лесных коренях и фруктах. Он кормится упавшими фруктами. Он носит одежду из пеньки, из парусины, из савана, из выброшенных лохмотьев, из древесной коры, из шкур антилопы, из обрезков шкур антилопы, из трав и кусы, из материала из коры, из материала из стружек. Он носит накидку, сделанную из волос головы, из шерсти дикого животного, из совиных крыльев. Он выдергивает волосы и бороду, он практикует вырывание собственных волос и бороды. Он тот, кто постоянно стоит, отвергая сидение. Он сидит, охватывая колени руками, он практикует усердие в сидении с охватыванием колени руками. Он лежит на матрацах с шипами, он устраивает свою постель на матраце с шипами. Он прибывает, посвящая себя практике купания в воде три раза в день, в том числе вечером. Вот такими многочисленными способами он осуществляет практику мучения и умерщвления тела. Вот каким образом этот человек мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя. Такой зовется тем типом личности, кто мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя. Тот, кто мучает других. И какой тип личности, монахи, является тем, кто мучает других и осуществляет практику мучения других? Вот некий человек, убийца-овец, убийца-свиней, птицелов, тот, кто ставит капканы, охотник, рыбак, вор, палач, тюремный надзиратель, или кто-либо иной, занимающийся подобным кровавым занятием. Вот каким образом этот человек мучает других и осуществляет практику мучения других. Такой зовется тем типом личности, который мучает других и осуществляет практику мучения других. Тот, кто мучает себя и других. И какой тип личности, монахи, мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя, а также мучает других и осуществляет практику мучения других? Вот некий человек, помазанный на царствование кхатийский царь или зажиточный брахман. Построив новый жертвенный храм к востоку от города, обрив волосы и бороду, одевшись в грубую шкуру, смазав свое тело маслом или топленым маслом, рассорапав спину оленьем рогом, он входит в жертвенный храм вместе со своей главной царицей и с брахманским высшим жрецом. Там он устраивает свою постель на голой земле, расстелив траву. Царь живет на молоке, высосанном из первого соска коровы вместе с теленком того же цвета, что и корова. Царица живет на молоке, высосанном из второго соска. Брахманский высший жрец живет на молоке, высосанном из третьего соска. Молоко из четвертого соска выливается в огонь. Теленок живет на том, что осталось. И он говорит, пусть столько-то быков будет зарезано для жертвоприношения. Пусть столько-то волов, пусть столько-то телок, пусть столько-то кос, пусть столько-то овец будет зарезано для жертвоприношения. Пусть столько-то деревьев будет срублено на жертвенные столбы. Пусть столько-то растений и травы будет скошено для жертвенной травы. Его рабы, посыльные и слуги занимаются приготовлением, рыдая, с лицами, полными слез, гонимой угрозами наказания и страхом. Такой зовется типом личности, который мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя, а также мучает других и осуществляет практику мучения других. Тот, кто не мучает ни себя, ни других. И какой тип личности, монахи, не мучает себя и не осуществляет практику мучения самого себя, и не мучает других и не осуществляет практику мучения других, тот, кто не мучает ни себя, ни других, в этой самой жизни пребывает без потребности, угасшим и потухшим, переживая блаженство, сам став святым. Вот, монахи, в мире возникает Татхагата, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Реализовав для себя прямым знанием, он раскрывает, другим, этот мир с его богами, марами, брахмами, это поколение с его жрецами и отшельниками, князьями, простыми, людьми. Он обучает Тхамме, превосходной в начале, превосходной в середине, и превосходной в конце в правильных фразах значении. Он раскрывает в совершенстве целую и чистую святую жизнь. Обретение веры. Домохозяин или сын домохозяина, рожденный в том или ином клане, слышит Тхамму. Услышав Тхамму, он обретает веру в Татхагату. Обладая этой верой, он рассуждает так, домохозяйская жизнь перенасыщенная и пыльная. Бездомная жизнь подобна бескрайним просторам. Не просто, проживая дома, вести святую жизнь в идеальном совершенстве, всецело чистую, словно блестящий перламутр. Что если я, обрив волосы и бороду, и надев желтые одежды, оставлю домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной? Так, через некоторое время, оставив все свое богатство, большое или малое, оставив круг своих родных, большой или малый, обрив волосы и бороду, он надевает желтые одежды и оставляет домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной. Нравственность. Когда он отправился в бездомную жизнь, наделенной монашеской тренировкой и образом жизни, воздерживаясь от убийства живых существ, он воздерживается от убийства живых существ. Он прибывает, отбросив дубину, оружие, добросовестный, милосердный, желающий блага всем живым существам. Отбрасывая взятие того, что не дано, он воздерживается от взятия того, что, ему, не было дано. Он берет только то, что дают, ждет только подаренного, без вороства он пребывает в чистоте. Отбрасывая сексуальную активность, он соблюдает целомудрие, сторонясь и воздерживаясь от распространенной, среди простых людей, практики половых сношений. Отбрасывая лживую речь, он воздерживается от лживой речи. Он говорит истину, держится за истину, в этом, он прочен, надежен, не обманывает мир. Отбрасывая злонамеленную речь, он воздерживается от злонамеленной речи. То, что он слышал здесь, он не рассказывает там, чтобы не посеять рознь между этими людьми и теми. То, что он слышал там, он не рассказывает здесь, чтобы не посеять рознь между тамошними людьми и здешними. Так он объединяет тех, кто поругался, способствует дружбе. любит согласие, радуется согласию, наслаждается согласием, говорит, такие, вещи, которые создают согласие. Отбрасывая грубую речь, он воздерживается от грубой речи. Он говорит слова, которые мягкие, приятные уху, любящие, проникающие в сердце, вежливые, привлекательные и нравящиеся большинству людей. Отбрасывая болтовню, он воздерживается от болтовни. Он говорит в нужный момент, говорит действительные, полезные, говорит о Дхамме, о Винае. В должный момент он говорит слова, которые стоит запомнить, разумные, лаконичные, полезные. Он воздерживается от нанесения вреда семенам и растениям. Он ест только один раз в день, воздерживаясь от принятия пищи ночью и в недолжного времени. Он воздерживается от танцев, пения, музыки и театральных представлений. Он воздерживается от ношения гирлянд, прихорошевания себя мазями, и украшения себя ароматами. Он воздерживается от высоких и больших кроватей. Он воздерживается от принятия золота и серебра. Он воздерживается от принятия сырого зерна, сырого мяса, женщин и девушек, рабов и рабынь, овец и коз, птиц и свиней, слонов, коров, коней и кобыл, полей и земель. Он воздерживается от взятия на себя обязанности посыльного, от покупки и продажи, от журничества на весах, в монетах и мерах, от взяточничества, обмана и мошенничества. Он воздерживается от нанесения увечий, убийств, заключения под стражу, разбора, грабежа, и насилия. Он довольствуется комплектом, монашеских, одежд для защиты тела и доисподаяний для поддержания своего желудка. Куда бы он ни отправился, он берет с собой только это. Подобно птице, которая куда бы ни отправилась, крылья, ее единственный груз, точно так же и монах довольствуется комплектом одежд для защиты тела и доисподаяний для поддержания своего желудка. Куда бы он ни отправился, он берет с собой только это. Наделенный этой совокупностью благородной нравственности, он внутренне ощущает блаженство от безукоризненности. Сдержанность чувств. Увидев форму глазом, он не цепляется за ее черты и детали. Поскольку, по мере того как он оставляет качество глаза неохраняемым, плохие неблагие состояния и алчность и уныние могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество глаза. Он предпринимает сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав умственный объект умом, он не цепляется за его черты и детали. Поскольку, по мере того как он оставляет качество ума неохраняемым, плохие неблагие состояния и алчность и уныние могут наводнить его, он практикует сдержанность в отношении этого. Он охраняет качество ума. Он предпринимает сдерживание качества ума. Наделенный этой благородной сдержанностью чувств, он внутренне ощущает блаженство от незапятенности. Осознанность и бдительность. Когда он идет вперед и возвращается, он действует с бдительностью. Когда он смотрит вперед и смотрит в сторону, когда сгибает и разгибает свои члены тела, когда несет одеяние, верхнее одеяние, в свою чашу, когда ест, пьет, жует, пробует на вкус, когда мочится и испражняется, когда идет, стоит, сидит, засыпает, просыпается, разговаривает и молчит, он действует с бдительностью. Оставление помех. Наделенный этой совокупностью благородного нравственного поведения, этой благородной сдержанностью чувств, этой благородной осознанностью и бдительностью, он затворяется в уединенном обиталище, в лесу, у подножья дерева, на горе, в узкой горной долине, в пещере на склоне холма, на кладбище, в лесной роще, на открытой местности, у стога соломы. После приема пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, он садится со скрещенными ногами, выпрямив тело и установив осознанность впереди. Оставив влечение к миру, он пребывает с осознанным умом, лишенный влечения. Он очищает свой ум от влечения. Оставив недоброжелательность и злость, он пребывает с осознанным умом, лишенный недоброжелательности, желающий блага всем живым существам. Он очищает свой ум от недоброжелательности и злости. Оставив апатию и сонливость, он пребывает с осознанным умом, лишенным апатии и сонливости, осознанный, бдительный, воспринимая свет. Он очищает свой ум от апатии и сонливости. Оставив неугомонность и сожалений, он пребывает без взволнованности, с внутреннеумиротворённым умом. Он очищает свой ум от неугомонности и сожаления. Отбросив сомнений, он пребывает, выйдя за пределы сомнения, не имея ясности в отношении благих, умственных, качеств. Он очищает свой ум от сомнения. Джханы. Отбросив эти пять помех, загрязнений ума, качеств, что ослабляют мудрость, он, отстранённый от чувственных удовольствий, отстранённый от неблагих состояний, ума, входит и пребывает в первой Джхане. 2.4 Джхане. Три знания. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от изъянов, гибким, податливым, устойчивым и достигшим непоколебимости, он направляет его к познанию воспоминаний собственных прошлых жизней. Три, так он вспоминает свои многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях. Когда его ум стал таким сосредоточенным, достигшим непоколебимости, он направляет его к познанию смерти и перерождения существ. Распознает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их деяниями. Когда его ум стал таким сосредоточенным, достигшим непоколебимости, он направляет его к знанию уничтожения пятен, умственных загрязнений. Он напрямую познает в соответствии с действительностью, это страдание. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания. Это – загрязнение, ума. Это – источник пятен, загрязнений. Это – прекращение пятен. Это – путь, ведущий к прекращению пятен. Когда он знает и видит так, его ум освобождается от пятна чувственного желания, от пятна существования, от пятна невежества. Когда он освободился, приходит знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Такой, монахи, зовется типом личности, который не мучает себя и не осуществляет практику мучения самого себя, и не мучает других и не осуществляет практику мучения других, тот, кто не мучая ни себя, ни других, в этой самой жизни пребывает без потребности, угасшим и потухшим, переживая блаженство, сам став святым. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. Речь идет о том, что хитрость и обман, которые могут проявить животные, достаточно ограничены, тогда как у человеческих существ в этом нет предела. 2. Формулы Джхан раскрываются как в МН-8. 3. Это, как и остальные два знания, раскрываются по стандартной формуле, так же как, например, в МН-4. Атхаканагара сутта, человек из Атхаканагары. МН-52. Так я слышал. Однажды достопочтенный Ананда проживал в Белугасе, в Агамаке возле Весали. И тогда домохозяин Досама из Атхаканагары прибыл в Паталипуту по некоему делу. И тогда он подошел к одному монаху в парке Кукуты, поклонившись ему, сел рядом и спросил его, где сейчас проживает достопочтенный Ананда, достопочтенный? Я хотел бы увидеть достопочтенного Ананду. Достопочтенный Ананда проживает в Белугасе возле Весали, домохозяин. И когда домохозяин Досама закончил свои дела в Паталипуте, он отправился к достопочтенному Ананде в Белугасе, что возле Весали. Поклонившись ему, он сел рядом и спросил его, достопочтенный Ананда, есть ли какая-либо одна вещь, провозглашенная Татхагатой, который знает и видит, совершенным и полностью просветленным, из-за которой, если монах пребывает прилежным, старательным, решительным, его неосвобожденный ум становится освобожденным, его неуничтоженные пятна, умственных загрязнений, уничтожаются, и он достигает непревзойденной защиты от подневольности, которой он не достиг прежде. Есть, домохозяин, одна такая вещь, провозглашенная Татхагатой. И что же это за одна вещь, достопочтенная Ананда? Четыре джханы. Вот, домохозяин, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за, этой, отстраненности. Он рассматривает это и понимает это так, это первая джхана является обусловленной, она порождена волевым намерением. Но все, что обусловлено и порождено волевым намерением, является непостоянным, подвержено прекращению. Если он устойчив в этом, он достигает уничтожения пятен, умственных загрязнений. Но если он не достигает уничтожения пятен, то из-за этого желания к Дхамме, из-за этой восторженности в Дхамме, один, с уничтожением пяти нижних оков он становится тем, кто возникнет спонтанно, в мире чистых обителей, и там достигнет окончательной неббаны, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот. Такова одна вещь, провозглашенная Тадхагатой, и он достигает непревзойденной защиты от подневольности, которой он не достиг прежде. Далее, с угасанием направления и удержания, ума на объекте, монах входит и пребывает во второй Тшхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. Он рассматривает это и понимает это так, эта вторая Тшхана является обусловленной, она порождена волевым намерением. Но все, что обусловлено и порождено волевым намерением, является непостоянным, подвержено прекращению. Если он устойчив в этом, он достигает уничтожения пятен, умственных загрязнений. Но если он не достигает уничтожения пятен, то из-за этого желания к Тхамме, из-за этой восторженности в Тхамме, с уничтожением пяти нижних оков он становится тем, кто возникнет спонтанно, в мире чистых обителей, и там достигнет окончательной Ниббаны, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот. И это тоже одна вещь, провозглашенная Татхагатой, и он достигает непревзойденной защиты от подневольности, которой он не достиг прежде. Далее. Он входит, пребывает в третьей Тшхане, четвертой Тшхане. Два он рассматривает это и понимает это так, это четвертая Тшхана является обусловленной. Возникнет спонтанно, в мире чистых обителей, и там достигнет окончательной Ниббаны, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот. Четыре брахма-вихары. Далее, монах пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, ко всем как к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он рассматривает это и понимает это так, это освобождение ума доброжелательностью является обусловленным, возникнет спонтанно, в мире чистых обителей, и там достигнет окончательной Ниббаны, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот. Далее, монах пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным состраданием, сорадованием, невозмутимостью. Обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он рассматривает это и понимает это так, это освобождение ума невозмутимостью является обусловленным. Возникнет спонтанно, в мире чистых обителей, и там достигнет окончательной Ниббаны, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот. Три бесформенных сферы. Далее, с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, некий монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства, входит и пребывает в сфере безграничного сознания, входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Он рассматривает это и понимает это так, эта сфера отсутствия всего является обусловленной, она порождена волевым намерением. Но все, что обусловлено и порождено волевым намерением, является непостоянным, подвержено прекращению. Если он устойчив в этом, он достигает уничтожения пятен, умственных загрязнений. Но если он не достигает уничтожения пятен, то из-за этого желания к Дхаме, из-за этой восторженности в Дхамме, с уничтожением пяти нижних оков он становится тем, кто возникнет спонтанно, в мире чистых обителей, и там достигнет окончательной небаны, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот. И это тоже одна вещь, провозглашенная Тадхагатой, которая знает и видит, совершенным и полностью просветленным, из-за которой, если монах пребывает прилежным, старательным, решительным, его неосвобожденный ум становится освобожденным, его неуничтоженные пятна, умственных загрязнений, уничтожаются, и он достигает непревзойденной защиты от подневольности, которой он не достиг прежде, 3. Когда достопочтенный Ананда закончил говорить, домохозяин Дасама из Адхаканага рассказал ему, достопочтенный Ананда, это как если бы человек искал один вход к спрятанному сокровищу, но вдруг нашел сразу одиннадцать входов к этому сокровищу. Точно так же я искал одну дверь в бессмертной, но вдруг услышал сразу об одиннадцати дверях в бессмертной. Это как если бы у человека был бы дом с одиннадцатью дверями, и когда этот дом бы загорелся, он мог бы убежать в безопасное место через любую из этих одиннадцати дверей. Так же я могу убежать в безопасное место через любую из этих одиннадцати дверей в бессмертной. Достопочтенный, представитель других религиозных движений просит вознаграждения для своих учителей, так почему бы мне не сделать подношение достопочтенному Ананде? И тогда домохозяин Дасама из Адхаканага собрал сангху монахов из Паталипуты и висали своими собственными руками обслужил их, преподнесе различные виды хорошей еды. Он подарил пару одежд каждому монаху и комплект из трех одежд достопочтенному Ананде. А затем он построил для достопочтенного Ананды жилища ценой в пять сотен монет, четыре. Один, комментарий поясняет это как привязанность к процессу успокоения и прозрения. Два, формула патчханы бесформенных в сфер стандартной, как в МН 8. Три, последняя бесформенная сфера невосприятия и невосприятия не упомянута, потому что умственные факторы в этом медитативном состоянии слишком утончены для того, чтобы сделать их объектом прозрения. Четыре, примечание переводчика СВ, небезынтересно, что в сути не упоминается о том, где сейчас пребывает Будда, а также говорится о Паталипуте, городе, который был построен уже после смерти Будды, в то время как при его жизни на этом месте находилась лишь небольшая деревушка под названием Паталигама. Это указывает на то, что сутта была составлена уже после смерти Будды, а достопочтенный Ананды к этому времени мог быть уже глубоким стариком. Секха Патипада Сутта. Практика ученика. Маджхиманикая, 53. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал среди Сакьев в Капилаватху, в парке Баньяны. В это время Сакья из Капилаватху построили зал для гостей, и в этом зале еще не проживал ни отшельник, ни жрец, ни какой-либо другой человек. Так Сакьи из Капилаватху подошли к Благословенному и, поклонившись, сели рядом. Затем они обратились к нему. Господин, Сакьи из Капилаватху построили зал для гостей, и в этом зале еще не проживал ни отшельник, ни жрец, ни какой-либо другой человек. Пусть Благословенный станет первым, кто воспользуется этим залом. После того, как Благословенный воспользуется им, Сакьи из Капилаватху будут пользоваться им далее ради их длительного счастья и благополучия. Благословенный молча согласился. Увидев, что Благословенный согласился, Сакьи из Капилаватху встали со своих сидений, поклонились ему, обошли его справа и затем отправились в новый зал для гостей. По прибытии они постелили там шерстяные ковры, приготовили сидения, выставили сосуд с водой, зажгли масляную лампу. Потом они отправились к Благословенному и, поклонившись, встали рядом. Они обратились к нему. «Господин, зал для гостей застелен шерстяными коврами, сидения приготовлены, сосуд с водой выставлен, масляная лампа зажжена. Пусть Благословенный теперь делает так, как посчитает нужным». Так Благословенный, накинув одеяние, взял свою чашу и внешнее одеяние, отправился с группой монахов в зал для гостей. Привыв туда, он омыл свои ноги, вошел в зал, сел спиной к центральной колонне, лицом к востоку. Монахи омыли свои ноги, вошли в зал, сели спиной к восточной стене, лицом к западу, расположившись вокруг Благословенного. Благословенный, большую часть ночи наставляя, призывая и воодушевляя Сакьев и Скапеловатху беседами о Дхамме, обратился к достопочтенному Ананде. «Ананда, расскажи Сакьям и Скапеловатху об ученике, который следует практике ученика. Моя спина болит, я отдохну». Достопочтенный Ананда ответил. «Как скажете, учитель». Так Благословенный, расстелив четырежды сложенное внешнее одеяние, лег на правый бок, приняв позу спящего льва, положив одну ступню на другую, осознанно и бдительный, отметив для себя, когда следует вставать. Тогда достопочтенный Ананда обратился к Маханаме из клана Сакьев. «Вот Маханама, ученик благородных, совершенен в нравственном поведении, охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас». И как ученик благородных совершенен в нравственном поведении? Вот ученик благородных добродетелен. Он ведет себя сдержанно в соответствии с Потимокхой, совершенной в своем поведении и поступках. Он тренирует себя, приняв правила поведения и видит опасность в их малейшем нарушении. Вот так ученик благородных совершенен в нравственности. И как ученик благородных охраняет двери чувств. Вот ученик благородных, воспринимая глазом форму, не цепляется за темы или их вариации, за счет которых, если бы он не контролировал свою способность видеть, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его. Он практикует сдержанность. Он охраняет дверь глаза. Он достигает сдержанности по отношению к своей способности видеть. «Воспринимая ухом звук, воспринимая запах носом, воспринимая языком вкус, воспринимая телесные ощущения телом, воспринимая мысль умом, он не цепляется за темы или их вариации, за счет которых, если бы он не контролировал свою способность думать, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его». Он практикует сдержанность. Он охраняет дверь ума. Он достигает сдержанности по отношению к своей способности думать. Вот так ученик благородных охраняет двери чувств. «И как ученик благородных знает умеренность в еде» Вот ученик благородных, размышляя должным образом, принимает пищу. Не ради развлечения, не ради опьянения, не ради набирания массы тела, не ради того, чтобы сделать тело привлекательным, а просто для того, чтобы выжить и поддержать это тело, для того, чтобы устранить его недуги, ради ведения святой жизни. Думая так, «Я устраню возникшие чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Так я поддержу себя, не вызову порицаний, буду жить в благополучии». Вот так ученик благородных знает умеренность в еде. «И как ученик благородных поддерживает бодрствование?» Днем монах сидит, ходит вперед и назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Во время первой стражи ночи, от заката до десяти вечера, он сидит, ходит вперед и назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Во время второй стражи ночи, с десяти вечера до двух ночи, он принимает позу льва, ложась на правый бок, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, отмечая для себя, когда следует вставать. Во время последней стражи ночи, с двух ночи до рассвета, он сидит, ходит вперед и назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Вот так ученик благородных поддерживает бодрствование. И как ученик благородных наделен семью качествами? Вот ученик благородных наделен доверием. Он уверен в пробуждении Татхагаты. В самом деле он благословенный, достойный, воистину самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Он чувствует стыд при мысли о совершении неблагого поступка телом, неблагого поступка речью, неблагого поступка умом. Он обеспокоен страданиями, которые будут результатами неблагого поступка телом, неблагого поступка речью, неблагого поступка умом. Он много слушал, удерживал в памяти услышанное, сохранял в памяти услышанное. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, прекрасны в конце, в своем значении и выражении, провозглашающие видение святой жизни во всей ее полноте и чистоте, он часто слушал, запоминал, обсуждал, сохранял в памяти и размышлял над ними, выстраивал тщательным образом свои воззрения в соответствии с ними. Он поддерживал усердие, по оставлению неумелых умственных качеств и по взращиванию умелых умственных качеств. В этом он непоколебим, непреклонен и не относится с безответственностью по отношению к развитию умелых умственных качеств. Он внимателен, крайне дотошен к мелочам, помнит и способен вспомнить даже то, что было сделано и сказано очень давно. Он мудр, он наделен распознаванием возникновения и исчезновения, благородным распознаванием, проникающим и ведущим к правильному прекращению страданий. Вот так ученик благородных наделен семью качествами. И как ученик благородных достигает легко, без проблемы сложности, четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас. Вот ученик благородных, в достаточной мере оставивший чувственное удовольствие, оставивший неумелые качества, входит и пребывает в первой джане. Восторг и счастье, рожденные этим оставлением, сопровождаются направлением ума на объект медитации и удержанием ума на этом объекте. С успокоением направления и удержания ума он входит и пребывает во второй джане. Его наполняет восторг и счастье, рожденные сосредоточением и единение ума, который свободен от направления и удержания, он пребывает во внутренней устойчивости. С успокоением восторга он становится невозмутимым, осознанный и бдительный и ощущает счастье. Он входит и пребывает в третьей джане, о которой, благородные говорят так, непоколебимый и осознанный. Он пребывает в состоянии радости, с успокоением, счастья и страдательности. Вместе с более ранним исчезновением восторга и беспокойства он входит и пребывает в четвертой джане. Он пребывает в чистейшей невозмутимости и осознанности, в ни удовольствии, ни боли. Вот так ученик благородных достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас. И теперь, когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас, он называется учеником благородных, который следует практике ученика, который похож на цыпленка, что готов вылупиться из яйца, способный достичь пробуждения, способный достичь высшего освобождения от ерма. Если бы у курицы было восемь, десять или двенадцать яиц, которые бы она правильно укрыла, правильно бы согрела, правильно бы высидела, то даже если бы у нее не возникло бы такое желание. О, пусть мои цыплята пробьют скорлупу своими острыми когтями и выберутся наружу в целости и сохранности. Все равно есть возможность, что цыплята пробьют скорлупу своими острыми когтями и выберутся наружу в целости и сохранности. Точно так же, когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблемы сложности, четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас. Он называется учеником благородных, который следует практике ученика, который похож на цыпленка, что готов вылупиться из яйца, способный достичь пробуждения, способный достичь высшего освобождения от ерма. И вот когда ученик благородных достигает чистейшей непоколебимости и осознанности, он вспоминает многочисленные прошлые жизни. Одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч. Многие кальпы свертывания вселенной, многие кальпы развертывания вселенной. Вспоминая, там у меня было такое-то имя. Я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание удовольствия и боли. Таковым был конец моей жизни. Умерев в той жизни, я появился здесь. Так он вспоминает многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях. Это его первое пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных достигает чистейшей непоколебимости и осознанности, он видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческие, смерть и перерождение существ. Он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавших под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в низших мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавших под влиянием правильных воззрений, с распадом тела после смерти, рождаются в приятных местах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человечески, он видит смерть и перерождение существ. Он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Это его второе пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных достигает чистейшей непоколебимости и осознанности, то он входит и пребывает в состоянии освобожденного ума, свободный от загрязнений и освобожденный мудростью, зная и проявляя эти состояния самостоятельно, прямо здесь и сейчас. Это его третье пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, то это суть его правильное поведение. Когда он охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что является возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас, то это суть его правильное поведение. Когда ученик благородных вспоминает многочисленные прошлые жизни во всех подробностях и деталях, то это суть его чистое знание. Когда он видит за счет божественного глаза очищенного и превосходящего человечески смерть и перерождение существ, когда он входит и пребывает в состоянии освобожденного ума, свободный от загрязнений и, освобожденный мудростью, зная и проявляя эти состояния самостоятельно, прямо здесь и сейчас, то это суть его чистое знание. Таков Маханама, ученик благородных, который совершенен в чистом знании, совершенен в нравственном поведении, совершенен в чистом знании и нравственном поведении. Ибрахма Сананкума рассказал так. Благородный воин, лучший среди людей, если смотреть на людей, как на племя. Но тот, кто совершенен в чистом знании и нравственном поведении, лучший среди существ и богов и людей. Эту строфу хорошо спел Брахма Сананкумара, а не плохо. Хорошо произнес, а не плохо. Это связано с целью, а не не связано. Благословенный одобрил эти слова. Тогда благословенный поднялся и сказал достопочтимому Ананде, «Хорошо. Хорошо, Ананда. То, что ты рассказал Сакьям из Капилавадху о том, кто следует практике ученика, хорошо. Так сказал достопочтенный Ананда, и учитель это одобрил. Довольные сказанным, Сакьям из Капилавадху восхитились словами достопочтенного Ананды». Примечание. В это время Сакьям из Капилавадху построили зал для гостей. Согласно комментарию, этот зал был построен для царских гостей и их сопровождающих лиц. Ананда, расскажи Сакьям из Капилавадху об ученике, который следует практике ученика. Эта фраза, тот, кто следует практике ученика, звучит на пале как «секхо-патипадо». Комментарий поясняет, что в данном случае ученик означает того, кто как минимум достиг вступления в поток, но еще не архатство. Тогда достопочтенный Ананда обратился к Маханаме из клана Сакьев. Глава Сакьев из Капилавадху. Смотри, Ангутара Никая 3.73, Ангутара Никая 11.12, Ангутара Никая 11.13. Он принимает позу льва, ложась на правый бок, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, отмечая для себя, когда следует вставать. То есть, либо когда он проснется, либо настраиваясь на время, в которое нужно встать. Что готов вылупиться из яйца, способный достичь пробуждения, способный достичь высшего освобождения от ерма. Согласно Ангутара Никая 4.10, есть четыре ерма. Ермо чувственности, ермо становления, ермо воззрений, ермо невежества. Зная и проявляя эти состояния самостоятельно, прямо здесь и сейчас. Так практика ученика заканчивается. Он теперь называется Асекха, то есть тот, кто больше не нуждается в практике. Другими словами, Архат. Секха сутта, ученик. МН 53. Я слышал, что однажды благословенный проживал в стране Сакьи в Капилаваттху в Баниновом парке. В это время Сакьи из Капилаваттху построили новый зал для гостей, один, и в этом зале еще не проживал ни отшельник, ни жрец, какое-либо другое человеческое существо. И тогда Сакьи из Капилаваттху подошли к благословенному и по прибытии, поклонившись, сели рядом. По мере того, как они сидели там, они обратились к нему, «Господин, Сакьи из Капилаваттху построили новый зал для гостей, и в этом зале еще не проживал ни отшельник, ни жрец, ни какое-либо другое человеческое существо. Пусть благословенный станет первым, кто воспользуется этим залом. После того, как благословенный воспользуется им, Сакьи из Капилаваттху будут пользоваться им далее ради их длительного счастья и благополучия». Благословенный молча согласился. Увидев, что благословенный согласился, Сакьи из Капилаваттху встали со своих сидений, поклонились ему, обошли его справа, и затем отправились в новый зал для гостей. По прибытии они постелили там шерстяные ковры, подготовили сиденья, выставили сосуд с водой, зажгли масляную лампу. Потом они отправились к благословенному и по прибытии, поклонившись, встали рядом. По мере того, как они стояли там, они обратились к нему, «Господин, зал для гостей застелен шерстяными коврами, сиденья приготовлены, сосуд с водой выставлен, масляная лампа зажжена. Пусть благословенный теперь поступает так, как считает нужным». И тогда благословенный, надев свое одеяние, взяв свою чашу и внешнее одеяние, отправился с группой монахов в зал для гостей. Прибыв туда, он вымыл свои ноги, вошел в зал, и сел спиной к центральной колонне, лицом к востоку. Монахи вымыли свои ноги, вошли в зал, сели спиной к западной стене, лицом к востоку, расположившись вокруг благословенного. Сакьи из Капилаваттху вымыли свои ноги, вошли в зал, сели спиной к восточной стене, лицом к западу, расположившись вокруг благословенного. Благословенный большую часть ночи наставлял, воодушевлял, призывал и радовал Сакьи из Капилаваттху беседами от Хами, после чего обратился к достопочтенному Ананде, «Ананда, расскажи Сакьям из Капилава Тху о том, кто следует практике ученика». «Моя спина болит. Я ее расслаблю». Достопочтенный Ананда ответил, «Как скажете, учитель». Затем благословенный, раз в теле и в четырежды сложенные внешние одеяния, лег на правый бок, приняв позу спящего льва, положив одну ступню на другую, будучи осознанным и бдительным, отметив для себя, когда следует вставать. И тогда Достопочтенный Ананда обратился к Маханами из клана Сакьев. 3. Вот, Маханама, ученик благородных совершенен в нравственном поведении, охраняет двери органов чувств, знает умеренность в виде, предается бодрствованию, наделен семью качествами, и достигает легко, без проблем и сложностей, четырех джхан, что являются высшим умом и приятным пребыванием здесь и сейчас. Нравственность. И как ученик благородных совершенен в нравственном поведении? Вот ученик благородных нравственен. Он пребывает, обуздавая себя потимокхой, совершенный в своем поведении и поступках. Он тренирует себя, возложив на себя правила тренировки, и видит опасность в их малейшем нарушении. Вот так ученик благородных совершенен в нравственности. Охрана дверей чувств. И как ученик благородных охраняет двери органов чувств? Вот ученик благородных, увидев форму глазом, не цепляется за тем или, их, вариацией, за счет которых, если бы он пребывал без сдержанности в отношении глаза, плохие неумелые качества, такие как жажда или уныние, охватили бы его. Он практикует ради его сдержанности. Он охраняет глаз. Он достигает сдержанности по отношению к глазу. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав мысль умом, он не цепляется за тем или, их, вариацией, за счет которых, если бы он пребывал без сдержанности в отношении ума, плохие неумелые качества, такие как жажда или уныние, охватили бы его. Он практикует ради его сдержанности. Он охраняет ум. Он достигает сдержанности по отношению к уму. Вот так ученик благородных охраняет двери чувств. Умеренность в еде. И как ученик благородных знает умеренность в еде? Вот ученик благородных, размышляя должным образом, принимает пищу не ради развлечения, не ради опьянения, не ради набирания массы тела, не ради того, чтобы сделать тело привлекательным, а просто для того, чтобы выжить и поддержать это тело, для того, чтобы устранить его недуги, ради ведения святой жизни. Думая так, я устраню возникшее чувство голода и не создам новых чувств от переедания. Так я поддержу себя, не вызову порицаний, буду жить в утешении. Вот так ученик благородных знает умеренность в еде. Бодрствование. И как ученик благородных предается бодрствованию? Вот днем ученик благородных сидит, ходит вперед-назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Во время первой стражи ночи он сидит, ходит вперед-назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Во время второй стражи ночи он принимает позу льва, ложась на правый бок, положив одну ступню на другую, будучи осознанным и бдительным, отметив для себя, когда следует вставать, 4. Во время последней стражи ночи он сидит, ходит вперед-назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Вот так ученик благородных поддерживает бодрствование. Семь качеств. И как ученик благородных наделен семью качествами? 1. Вот ученик благородных наделен доверием, он уверен в пробуждении Татхагаты, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 2. Он чувствует стыд, при мысли о совершении, неблагого поступка телом, неблагого поступка речью, неблагого поступка умом. 3. Он обеспокоен, страданиями, которые будут результатами, неблагого поступка телом, неблагого поступка речью, неблагого поступка умом. 4. Он много слушал, удерживал в памяти услышанные, сохранял в памяти услышанные. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, и прекрасны в конце, как в духе, так и в букве, провозглашающие ведение святой жизни во всей ее полноте и чистоте, он часто слушал, запоминал, обсуждал, сохранял в памяти, и размышлял над ними, тщательно проникал в них своими воззрениями. 5. Он поддерживает усердие по оставлению неумелых умственных качеств и по взращиванию умелых умственных качеств, этом он непоколебим, непреклонен, и не относится с безответственностью по отношению к умелым умственным качествам. 6. Он осознан, наделен превосходной сноровской в осознанности, помнит и способен вспомнить даже то, что было сделано и сказано очень давно. 7. Он мудр, он наделен распознаванием происхождения и исчезновения, благородным, распознаванием, проникающим, и ведущим к правильному прекращению страданий. Вот так ученик благородных наделен семью качествами. 4 джханы. И как ученик благородных достигает легко, без проблем и сложностей, 4 джхан, что являются высшим умом и приятным пребыванием здесь и сейчас? Вот ученик благородных, полностью оставивший чувственное удовольствие, оставивший неумелые умственные качества, входит и пребывает в первой джхане, восторг и удовольствие, рожденные, этим, оставлением сопровождаются направлением ума, на объект медитации, и удержанием ума, на этом объекте. С успокоением направления и удержания ума он входит и пребывает во второй джхане, его наполняют, восторг и удовольствие, рожденные сосредоточением, и единением ума, который свободен от направления и удержания, он пребывает, во внутренней устойчивости. С успокоением восторга он становится невозмутимым, осознанным и бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, невозмутимый и осознанный, он пребывает в удовольствии. С оставлением удовольствия и боли вместе с боли и ранним исчезновением радости и недовольства он входит и пребывает в четвертой джхане, он пребывает в чистейшей невозмутимости и осознанности, в неудовольствии и не боли. Вот так ученик благородных достигает легко, без проблем и сложностей, четырех джхан, что являются высшим умом и приятным пребыванием здесь и сейчас. И теперь, когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, охраняет двери органов чувств, знает умеренность в виде, предается бодрствованию, наделен семью качествами, и достигает легко, без проблем и сложностей, четырех джхан, что являются высшим умом и приятным пребыванием здесь и сейчас, он зовется учеником благородных, который следует практике ученика, чьи яйца не спорчены, который готов вылупиться, способен достичь пробуждения, способен достичь высшего освобождения от ерма. 5. Если бы у курицы было бы восемь, десять, или двенадцать яиц, которые бы она правильно укрыла, правильно бы согрела, правильно бы высидела, то даже если у нее не возникло бы такого желания, о, пусть мои цыплята пробьют с крылку своими острыми когтями и клювами и выберутся наружу в целости и сохранности. Все равно есть возможность, что цыплята пробьют с крылку своими острыми когтями и клювами и выберутся наружу в целости и сохранности. Точно так же, когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, высшего освобождения от ерма. Три знания. И вот, когда ученик благородных достиг этой чистоты невозмутимости и осознанности, он вспоминает многочисленные прошлые жизни. Одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч. Многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умерив в той жизни, я появился там-то. И там у меня тоже было такое-то имя, таковым был конец моей жизни. Умерив в той жизни, я появился, теперь уже, здесь. Так он вспоминает многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях. Это его первое пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных достиг этой чистоты невозмутимости и осознанности, он видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий смерти перерождений существ, он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшее благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавшие под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в благих уделах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ, он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Это его второе пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных достиг этой чистоты невозмутимости и осознанности, то он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума и освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния самостоятельно, прямо здесь и сейчас, шесть. Это его третье пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Совершенство в знании и поведении. Когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, то это имеет отношение к его поведению. Когда он охраняет двери органов чувств, знает умеренность в виде, придается бодрствованию, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей, четырех джхан, что являются высшим умом и приятным пребыванием здесь и сейчас, то это имеет отношение к его поведению. Когда ученик благородных вспоминает многочисленные прошлые жизни, во всех подробностях и деталях, то это относится к его чистому знанию. Когда он видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерть и перерождение существ. Когда он входит и пребывает в освобождении ума, освобождении мудростью, то это относится к его чистому знанию. Таков, Маханама, ученик благородных, который совершенен в чистом знании, совершенен в поведении, совершенен в чистом знании и поведении. И Брахма Сананкумара сказал так, член Варны Кхатиев, вот лучший из людей для тех, кто меряет все в рамках Варн, но тот, кто совершенство в знании и поведении достиг тот величайший из богов и из людей. Эта строфа хорошо спета Брахмой Сананкумарой, а неплохо спета, хорошо произнесена, а неплохо произнесена, это связано с целью, они не связаны». Благословенный одобрил эти слова. Тогда Благословенный поднялся и сказал Достопочтенному Ананде, «Хорошо, хорошо, Ананда». То, что ты рассказал Сакьям из Капилаватфу о том, кто следует практике ученика, «Хорошо». Так сказал Достопочтенный Ананда. Учитель это одобрил. Довольный, Сакьям из Капилаватфу восхитились словами Достопочтенного Ананды. Один, согласно комментарию, этот зал был построен для царских гостей и их сопровождающих лиц. Два, эта фраза, «Тот, кто следует практике ученика, звучит на пале как сегхапатипада». Комментарий поясняет, что в данном случае ученик означает того, кто как минимум достиг вступления в поток, но еще не араханство. Три, глава Сакьям из Капилаватфу. Четыре, примечание переводчика СВ, он заранее настраивает себя на то время, в которое нужно проснуться. Пять, согласно Ан 4.10, есть четыре ерма, ермо чувственности, ермо существования, ермо воззрений, ермо невежества. Шесть, так практика ученика заканчивается, он теперь зовется Асекха. Это тот, кто больше не нуждается в практике. Другими словами, это арахант. Паталия сутта, Капаталии. МН 54. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в стране Ангут-Тарапанов, где находился их город под названием Апана. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в Апану за подаяниями. Когда он походил по Апане, собирая подаяния, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он отправился в некую рощу, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу, он сел у подножья некоего дерева. Дымохозяин Паталия, ходивший и бродивший, тут и там, ради того, чтобы размяться, облаченный в полное одеяние, с зонтом, в сандалиях, также вошел в рощу. Войдя в рощу, он подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он встал рядом. Благословенный сказал ему, «Здесь есть сиденья, домохозяин, присаживайся, если хочешь». Когда так было сказано, домохозяин Паталия подумал, «Отшельник Гатама обращается ко мне, домохозяин, и, злой и недовольный, молчал». Во второй раз Благословенный сказал ему, «Здесь есть сиденья, домохозяин, присаживайся, если хочешь». И во второй раз домохозяин Паталия подумал, «Отшельник Гатама обращается ко мне, домохозяин, и, злой и недовольный, молчал». В третий раз Благословенный сказал ему, «Здесь есть сиденья, домохозяин, присаживайся, если хочешь». И в третий раз домохозяин Паталия подумал, «Отшельник Гатама обращается ко мне, домохозяин, И, злой и недовольный, сказал благословенному, мастер Гатама, неуместно это, не подобает, что вы обращаетесь ко мне, так, домохозяин. Домохозяин, но, у тебя внешний вид, черты, признаки домохозяина. И все же, мастер Гатама, я оставил все свои работы и отринул все свои дела. Каким образом, домохозяин, ты оставил все свои работы и отринул все свои дела? Мастер Гатама, я оставил все свое богатство, зерно, серебро и золото своим детям в качестве наследства. Я не советую и не порицаю их отношений этого, но живу только едой и одеждой. Вот как я оставил все свои работы и отринул все свои дела. Домохозяин, то отречение от дел, как это описываешь ты, это одно, а отречение от дел в учении благородных, это другое. И каково же отречение от дел в учении благородных, почтенный? Было бы хорошо, почтенный, если бы благословенный научил бы меня Дхаме, показав, каково отречение от дел в учении благородных. В таком случае, домохозяин, слушай внимательно то, о чем я буду говорить. Да, почтенный, ответил домохозяин Паталья. Благословенный сказал следующий, восемь вещей, которые нужно отбросить домохозяин, в учении благородных есть эти восемь вещей, которые ведут к отречению от дел. Какие восемь? Имея своей поддержкой не убийство живых существ, следует отбросить убийство живых существ. Имея своей поддержкой взятие только того, что дано, следует отбросить взятие того, что не было дано. Имея своей поддержкой правдивую речь, следует отбросить ложь. Имея своей поддержкой незлонамеренную речь, следует отбросить злонамеренную речь. Имея своей поддержкой отсутствие ненасытности и жадности, следует отбросить ненасытность и жадность. Имея своей поддержкой отсутствие озлобленности и брань, следует отбросить озлобленность и брань. Имея своей поддержкой отсутствие злоба и раздражительности, следует отбросить злобу и раздражительность. Имея своей поддержкой ненадменность, следует отбросить надменность. Таковы эти восемь вещей, утвержденные вкратце без разъяснения подробностей, которые ведут к отречению от дел в учении благородных. Почтенный, было бы хорошо, если бы из сострадания благословенный разъяснил бы мне в подробностях эти восемь вещей, которые ведут к отречению от дел в учении благородных, о которых благословенный сказал вкратце без подробного разъяснения. Имея своей поддержкой не убийство живых существ, следует отбросить убийство живых существ, так было сказано. В отношении чего так было сказано? Вот ученик благородных размышляет так, я практикую путь отбрасывания и отречения от тех пут, из-за которых я мог бы убивать живых существ. Если бы я убивал живых существ, я бы винил себя за то, что поступаю так. Мудрый после изучения порицал бы меня за то, что я поступаю так. И после распада тела, после смерти, из-за убийства живых существ можно ожидать, для меня, несчастливого удела. Но это убийство живых существ само по себе является путами и помехой. И хотя пятна умственных загрязнений, недовольства, взбудораженность могли бы возникнуть из-за убийства живых существ, этих, пятен, недовольства, взбудораженности нет в том, кто воздерживается от убийства живых существ. Вот в отношении чего так было сказано, имея своей поддержкой не убийство живых существ, следует отбросить убийство живых существ. Имея поддержкой взятие только того, что дано, правдивую речь, незлонамеренную речь, отсутствие ненасытности и жадности, отсутствие озлобленности и брани, отсутствие злобы и раздражительности, ненадменность, следует отбросить надменность, так было сказано. В отношении чего так было сказано? Вот ученик благородных размышляет так, я практикую путь отбрасывания и отречения от тех пут, из-за которых я мог бы быть надменным. Если бы я был надменным, я бы винил себя за то, что поступаю так. Мудрый после изучения порицал бы меня за то, что я поступаю так. И после распада тела, после смерти, из-за надменности можно ожидать, для меня, несчастливого удела. Но эта надменность сама по себе является путами и помехой. И хотя пятна, умственных загрязнений, недовольства, взбудораженность могли бы возникнуть из-за надменности, этих пятен, недовольства, взбудораженности нет в том, кто ненадменен. Вот в отношении чего так было сказано, имея своей поддержкой ненадменность, следует отбросить надменность. Эти восемь вещей, которые ведут к отречению от дел в учении благородных, теперь были подробно разъяснены. Но отречение от дел в учении благородных еще не было достигнуто всецело и во всех отношениях. Почтенный, но как отречение от дел в учении благородных достигается всецело и во всех отношениях? Было бы хорошо, если бы благословенный научил бы меня Дхаме, показав как отречение от дел в учении благородных достигается всецело и во всех отношениях. Изъяно чувственных удовольствий. Скелет. Домохозяин, представь собаку, одолеваемую голодом и слабостью, сидящую в ожидании у лавки мясника. И тогда умелый мясник или его ученик бросил бы собаке тщательно обструганный, начисто обструганный скелет без мяса, лишь кости, измазанные кровью. Как ты думаешь, домохозяин, утолила бы эта собака свою слабость и голод, жуя такой тщательно обструганный, начисто обструганный скелет без мяса, лишь кости, измазанные кровью? Нет, почтенный. И почему? Потому что скелет тщательно обструган, начисто обструган, без мяса, это лишь кости, измазанные кровью. Со временем собаку ожидала бы лишь усталость и досада. Точно так же, домохозяин, ученик благородных рассуждает так, благословенный сравнивал чувственные удовольствия со скелетом. Они приносят много страдания и много отчаяния, а опасность в них заключенная и того больше. Увидев это в соответствии с действительностью правильной мудростью, он избегает невозмутимости, которая множественная, основанная на множественности, и развивает невозмутимость, которая объединенная, основанная на единстве, один, где цепляние за материальные вещи мира всецело прекращается без остатка. Кусок мяса. Домохозяин, представь грифа, цаплю, ястреба, схватившего кусок мяса и улетевшего с ним. И тогда, другие, грифы, цапли, ястребы преследовали бы его, клевали и драли когтями. Как ты думаешь, домохозяин? Если бы тот гриф, цапля, или ястреб не отпустил бы немедля этот кусок мяса, не повстречал бы он разве из-за этого смерти или смертельных мучений? Да, почтенный. Точно так же, домохозяин, ученик благородных рассуждает так, благословенный сравнивал чувственные удовольствия с куском мяса. Они приносят много страданий. Прекращается без остатка. Травяной факел. Домохозяин, представь, как если бы человек взял бы пылающий травяной факел и пошел бы с ним против ветра. Как ты думаешь, домохозяин? Если бы человек не отпустил бы немедля этот пылающий травяной факел, разве этот пылающий травяной факел не сжег бы его кисть или его руку или иную часть его тела, из-за чего он повстречал бы смерть или смертельное мучение? Точно так же, домохозяин, ученик благородных рассуждает так, благословенный сравнивал чувственные удовольствия с травяным факелом. Они приносят много страданий. Прекращается без остатка. Яма с углями. Домохозяин, представь яму с горячими углями, глубже человеческого роста, полную раскаленных углей, без дыма и пламени. И пришел бы человек, который хотел бы жить и не хотел умирать, который хотел бы удовольствия и отвращался от боли. И два сильных человека схватили бы его за обе руки и потащили бы его к этой яме с углями. Как ты думаешь, домохозяин, разве не стал бы изворачиваться всем своим телом этот человек? Да, почтенный. И почему? Потому что этот человек знает, что если он упадет в эту яму с углями, из-за этого он повстречает смерть или смертельные мучения. Точно так же, домохозяин, ученик благородных рассуждает так, благословенный сравнивал чувственные удовольствия с ямой с углями. Они приносят много страданий. Прекращается без остатка. Сон. Домохозяин, представь, как если бы человек грезил о восхитительных парках, восхитительных рощах, восхитительных лужайках, восхитительных озерах, и, проснувшись, он бы не увидел ничего из всего этого. Точно так же, домохозяин, ученик благородных рассуждает так, благословенный сравнивал чувственные удовольствия со сном. Они приносят много страданий. Прекращается без остатка. Долг? Домохозяин, представь, как если бы человек взял бы в долг вещи, разукрашенные экипаж и прекрасные серьги с драгоценными камнями, и в окружении этих взятых в долг вещей он бы отправился на рынок. Люди, увидев его, сказали бы, «Почтенный, как богат этот человек! Вот как богатые наслаждаются своим богатством! А затем владельцы, увидев его, забрали бы свои вещи назад! Как ты думаешь, домохозяин, достаточно ли было бы этого для того, чтобы тот человек пришел в уныние?» Да, почтенный. И почему? Потому что владельцы забрали свои вещи назад. Точно так же, домохозяин, ученик благородных рассуждает так, благословенный сравнивал чувственные удовольствия с долгом. Они приносят много страданий. Прекращается без остатка. Фрукты на дереве. Домохозяин, представь, как если бы неподалеку от деревни или города была бы густая лесная роща, в которой было бы дерево, усыпанное фруктами, но ни один фрукт не упал бы на землю. И мимо проходил бы человек, который хотел бы такой фрукт, искал бы такой фрукт, блуждал в поисках такого фрукта. Войдя в лесную рощу, он бы увидел дерево, усыпанное фруктами. Тогда он бы подумал, это дерево усыпано фруктами, но ни один не упал на землю. Но я знаю, как взобраться на дерево. Что если я залезу на это дерево, съем, сколько пожелаю, и наполню свой мешок. И так бы он не поступил. И тут второй человек проходил бы мимо, который хотел бы такой фрукт, искал бы такой фрукт, блуждал в поисках такого фрукта. Взяв острый топор, он бы тоже вошел в лесную рощу и увидел дерево, усыпанное фруктами. И тогда он бы подумал, это дерево усыпано фруктами, но ни один не упал на землю. Я не знаю, как взобраться на него. Что если я срублю под корень это дерево, съем, сколько пожелаю, и наполню свой мешок. И так бы он не поступил. Как ты думаешь, домохозяин? Если бы тот первый человек, который взобрался на дерево, быстро бы не слез, пока дерево падает, разве не сломал бы он себе руку или ногу или иную часть тела, из-за чего он повстречал бы смерть или смертельное мучение? Точно так же, домохозяин, ученик благородных рассуждает так, благословенный сравнивал чувственные удовольствия с фруктами на дереве. Они приносят много страданий и много отчаяния, а опасность в них заключенная и того больше. Увидев это в соответствии с действительностью правильной мудростью, он избегает невозмутимости, которая множественная, основанная на множественности, и развивает невозмутимость, которая объединенная, основанная на единстве, где цепляние за материальные вещи мира всецело прекращается без остатка. Три знания. Основываясь на этой самой высочайшей осознанности, очищение которой наступило из-за невозмутимости, четвертой джханы, этот ученик благородных вспоминает свои многочисленные прошлые жизни. Два, так он вспоминает свои многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях. Основываясь на этой самой высочайшей осознанности, очищение которой наступило из-за невозмутимости, четвертой джханы, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, этот ученик благородных видит смерть и перерождение существ, в соответствии с их деяниями. Основываясь на этой самой высочайшей осознанности, очищение которой наступило из-за невозмутимости, четвертой джханы, за счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, здесь и сейчас этот ученик благородных входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. И на этом этапе, домохозяин, отречение от дел в учении благородных было достигнуто всецело и во всех отношениях, 3. Как ты думаешь, домохозяин, видишь ли ты в себе какое-либо отречение от дел подобное этому отречению от дел в учении благородных, когда оно было достигнуто всецело и во всех отношениях? Почтенный, кто я такой, чтобы обладать каким-либо отречением от дел всецелый во всех отношениях как-то в учении благородных? Воистину, почтенный, далек я от отречения от дел как-то в учении благородных, когда оно было достигнуто всецелый во всех отношениях. Ведь, почтенный, хотя странники привержен с других учений нечистокровные скакуны, мы воображали их чистокровными скакунами. Хотя они нечистокровные скакуны, мы кормили их едой чистокровных скакунов. Хотя они не чистокровные скакуны, мы ставили их на место чистокровных скакунов. Но монахи, Будды, чистокровные скакуны, а мы воображали, что они не чистокровные скакуны. Хотя они чистокровные скакуны, мы кормили их едой тех, кто не является чистокровным скакуном. Хотя они чистокровные скакуны, мы ставили их на место тех, кто не является чистокровным скакуном. Но теперь, почтенные, так как странники привержен с других учений не чистокровные скакуны, мы будем понимать, что они нечистокровные скакуны. Так как они нечистокровные скакуны, мы будем кормить их едой тех, кто не является чистокровным скакуном. Так как они нечистокровные скакуны, мы будем ставить их на место тех, кто не является чистокровным скакуном. Но монахи, Будды, чистокровные скакуны, и мы будем понимать, что они чистокровные скакуны. Так как они чистокровные скакуны, мы будем кормить их едой чистокровных скакунов. Так как они чистокровные скакуны, мы будем ставить их на место чистокровных скакунов. Почтенный, благословенный зародил во мне любовь к отшельникам, доверие к отшельникам, уважение к отшельникам. Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Комментарий поясняет, что невозмутимость, основанная на множественности соотносится с пятью нитями чувственных удовольствий. Другими словами, это безразличие или апатия к чувственным удовольствиям. Невозмутимость, основанная на единстве, это невозмутимость в четвертой джхане. 2. Это и следующее знание раскрываются по стандартной формуле, так же как, например, в МН 4. 3. Примечание переводчика СВ. На мой взгляд, объяснение практики в данной сутте выстроено по схеме поэтапного пути, как и в ряде других сутт, например, МН 107. Первые восемь пунктов по существу означают практику нравственных аспектов. Отречение чувственных удовольствий подразумевает следующие этапы практики, связанные с медитацией и различными созерцаниями, что в итоге должно привести к практике четырех джхан, после чего обретаются три знания, твиджи, включая араханство, то есть полное просветление. Дживака сутта, Дживака. МН 55. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Раджагахе в манговой роще Дживаки Камарабхачи. И тогда Дживака Камарабхачи отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал Благословенному, «Господин, я слышал вот что, они убивают живых существ для отшельника Гатамы. Отшельник Гатама, зная об этом, ест мясо, приготовленное для него из животных, убитых для него. Те, кто говорят об этом, говорят ли именно так, как это было сказано Благословенным, и не говорят ли того, что было бы противоположным действительности? Объясняют ли они в соответствии с Дхамой, так что их утверждение не влечет за собой уместной почвы для критики, один, три случая, при которых не следует есть мясо. Дживака, те, кто говорят так, говорят то, что не было сказано мной, но искажают мои слова неправда и тем, что не соответствует действительности. Дживака, я утверждаю, что есть три случая, в которых мясо есть не следует, когда было увидено, услышано, или же подозревается, что животное было убито специально для того, кто собирается есть мясо. Я утверждаю, что мясо не следует есть в этих трех случаях. Я утверждаю, что есть три случая, в которых мясо есть можно, когда это не было увидено, не было услышано, или же не подозревается, что животное было убито специально для того, кто собирается есть мясо. Я утверждаю, что мясо можно есть в этих трех случаях. Два. Дживака, бывает так, что монах живет в зависимости от некоего города или деревни. Он пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, ко всем как к самому себе он наполняет весь мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. И затем домохозяин или сын домохозяина приглашает его на завтрашний обед. Монах соглашается, если того желает. Когда ночь подходит к концу, он утром одевается, взяв в чашу и верхнее одеяние, идет к дому домохозяина или сына домохозяина и садится на подготовленное сиденье. Затем домохозяин или сын домохозяина обслуживает его хорошей едой. Он не думает, как хорошо, что домохозяин или сын домохозяина обслуживает меня хорошей едой. Если бы только домохозяин или сын домохозяина обслуживал бы меня такой хорошей едой в будущем. Он не думает так. Он ест еду, не будучи привязанным к ней, не очаровываясь ей, не предаваясь ей всецело, видя в ней опасность и понимая спасение от нее. Как ты думаешь, Дживака, поступал ли бы так этот монах в таком случае ради собственного несчастья, несчастья другого, несчастья обоих? Нет, господин. Разве не поддерживает монах себя безукоризненной едой в этом случае? Да, господин. Я слышал следующий, господин, Брахма пребывает в доброжелательности. Господин, благословенный, мой видимый свидетель этого. Ведь благословенный пребывает в доброжелательности. Дживака, любая страсть, любая злость, любое заблуждение, из-за которых могла бы возникнуть недоброжелательность, были отброшены Татхагатой, срезаны под корень, сделаны подобными обрубку пальмы, уничтожены так, что боли не смогут появиться в будущем. Если то, что ты сказал, имело отношение к этому, то тогда я позволяю тебе сказать так. Господин, я имел в виду именно это. Дживака, бывает так, что монах пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным состраданием, сорадованием, невозмутимостью. Обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. И затем домохозяин или сын домохозяина приглашает его на завтрашний обед. Как ты думаешь, Дживака, поступал ли бы так этот монах в таком случае ради собственного несчастья, несчастья другого, несчастья обоих? Да, господин. Я слышал следующий, господин, Брахма пребывает в невозмутимости. Господин, благословенный, мой видимый свидетель этого. Ведь благословенный пребывает в невозмутимости. Дживака, любая страсть, любая злость, любое заблуждение, из-за которых могла бы возникнуть жестокость, из-за которых могло бы возникнуть недовольство, из-за которых могло бы возникнуть отвращение, три, были отброшены Татхагатой, срезаны под корень, сделаны подобными обрубку пальмы, уничтожены так, что боли не смогут появиться в будущем. Если то, что ты сказал, имело отношение к этому, то тогда я позволяю тебе сказать так. Пять случаев неблагой заслуги. Если кто-либо убивает живое существо для Татхагаты или его ученика, то он создает большую неблагую заслугу в пяти случаях. Когда он говорит, иди и схвати это живое существо, то это первый случай, в котором он создает большую неблагую заслугу. Когда это живое существо переживает боль и уныние, когда его за шею ведут на поводке, то это второй случай, в котором он создает большую неблагую заслугу. Когда он говорит, иди убей это живое существо, то это третий случай, в котором он создает большую неблагую заслугу. Когда это живое существо переживает боль и уныние в процессе убийства, то это четвертый случай, в котором он создает большую неблагую заслугу. Когда он предлагает Татхагати или его ученику непозволительную ду, то это пятый случай, в котором он создает большую неблагую заслугу. Любой, кто убивает живое существо для Татхагата или его ученика, создает большую неблагую заслугу в этих пяти случаях. Когда так было сказано, Дживака Камарабхача сказал благословенному, удивительно, господин, поразительно. Монахи поддерживают себя позволительной едой. Монахи поддерживают себя безукоризненной едой. Великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, примечание переводчика СВ, подобное обвинение выдвигали древние джайны, не гандхи. Смотри конец сутта Иоанн 8.12. Два, Будда не требовал от монахов соблюдать вегетарианскую диету, но разрешал употреблять мясо, если монахи были уверены, что животное не было убито специально для них. Такое мясо называется текатепарисуддха, чистое в трех аспектах. Буддийские правила для мирян запрещают убивать живых существ, но не запрещают употреблять в пищу мясо уже убитого животного. Три, жестокость, вехеса, противоположность сострадания. Недовольство, арате, противоположность сорадования. Отвращение, патикха, противоположность невозмутимости. Упали сутта, упали. МН 56. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Наланде в Манговой роще Паварики. И тогда Нигантха Натапутта пребывал в Наланде вместе с большой группой Нигантхов. И затем, когда Нигантха, по имени, Гикха Тапаса походил за подаяниями по Наландии и вернулся с хождением за подаяниями, после принятия пищи он отправился в Манговую рощу Паварики, чтобы увидеть Благословенного. Он обменялся с Благословенным вежливыми приветствиями, и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он встал рядом. По мере того, как он там стоял, Благословенный сказал ему, здесь есть сиденья, Тапаса, присаживайся, если хочешь. Когда так было сказано, Гикха Тапаса взял низкое сиденье и присел. Тогда Благословенный спросил его, Тапаса, сколько видов поступков описывает Нигантха Натапутта для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка? Друг Гатама, Нигантха Натапутта не привык использовать термин поступок, поступок. Нигантха Натапутта привык использовать термин розга, розга, один. В таком случае, Тапаса, сколько видов розг описывает Нигантха Натапутта для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка? Друг Гатама, Нигантхана Тапутта описывает три вида розг для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка, телесную розгу, словесную розгу, умственную розгу, два. В таком случае, Тапасе, телесная розга, это одно, словесная розга, это другое, а умственная розга, третье? Друг Гатама, телесная розга, это одно, словесная розга – это другое, а умственная розга – третье. Что касается этих трех видов розг, тапаси, так проанализированных и рассмотренных, какой вид розги Нигант Ханатапутта описывает как наиболее порицаемую для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка, телесную розгу, словесную розгу, или умственную розгу. Друг Гатама, что касается этих трех видов розг, так проанализированных и рассмотренных, Нигант Ханатапутта описывает телесную розгу как наиболее порицаемую для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка, и не столь порицаемыми, описывает, словесную розгу и умственную розгу. Ты сказал телесную розгу, Тапасся? Я сказал телесную розгу, друг Гатама. Так благословенный заставил Нигант Худикха Тапасся подтвердить свое утверждение три раза. И затем Нигант Худикха Тапасся спросил благословенного, а ты, друг Гатама, сколько видов розг ты описываешь для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка? Тапаси, Тадхагата не привык использовать термин «розга», «розга». Тадхагата привык использовать термин «поступок», «поступок». Но, друг Гатама, сколько видов поступков ты описываешь для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка? Тапаси, я описываю три вида поступков для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка, телесный поступок, словесный поступок и умственный поступок. Друг Гатама, В таком случае телесный поступок – это одно, словесный поступок – это другое, а умственный поступок – третье. Тапасе – телесный поступок – это одно, словесный поступок – это другое, а умственный поступок – третье. Что касается этих трех видов поступков, друг Гатама, так проанализированных и рассмотренных, какой вид поступка ты описываешь как наиболее порицаемый для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка, телесный поступок, словесный поступок, или умственный поступок. Из этих трех видов поступков, тапаси, так проанализированных и рассмотренных, я описываю умственный поступок как наиболее порицаемый для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка, и не столь порицаемыми, описываю, словесный поступок и телесный поступок. 3. Ты сказал умственный поступок, друг Гатама? Я сказал умственный поступок, тапаси. Так Нигантха Дикха Тапаса заставил благословенного подтвердить свое утверждение три раза, после чего он поднялся со своего сидения и отправился к Нигантхе на Тапуте. В то время Нигантха на Тапуте сидел с большой группой мирян из Балаки, возглавляемой домохозяином, упали. Нигантха на Тапуте увидел Нигантху Дикха Тапаса издали и спросил его, откуда идешь, Тапаса, средь бела дня? Я иду от отшельника Гатамы, учитель. Тапаса, состоялась ли у тебя с отшельником Гатамой какая-либо беседа? У меня была беседа с отшельником Гатамой, учитель. И какова же была твоя с ним беседа, Тапаса? И тогда Нигантха Дикха Тапаса поведал Нигантхе на Тапуте обо всей своей беседе с благословенным. Когда так было сказано, Нигантха на Тапуте сказал ему, хорошо, хорошо, Тапаса. Нигантха Дикха Тапаса ответил отшельнику Гатами как хорошо обученный ученик, который правильно понимает учения своего учителя. Как может мелочная умственная розга сравниться с грубой телесной розгой? Напротив, телесная розга наиболее порицаема для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка, а словесная розга и умственная розга не столь порицаемы. Когда так было сказано, домохозяин упали сказал Нигант Хинатапути, «Хорошо, хорошо, господин, что, Гикха Тапаси, поступил так». Достопочтенный Тапаси ответил отшельнику Гатами как обученный ученик, который правильно понимает учения своего учителя. Как может мелочная умственная розга сравниться с грубой телесной розгой? Напротив, телесная розга наиболее порицаема для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка, а словесная розга и умственная розга не столь порицаемы. И теперь, господин, я пойду к отшельнику Гатами и опровергну доктрину отшельника Гатамы на основании этого утверждения. Если отшельник Гатама будет придерживаться, в разговоре, со мной того, утверждения, которое достопочтенный Дик Хатапаса заставил его подтвердить, то тогда, подобно тому, как сильный человек мог бы схватить длинношерстного барана за шерсть и тягать его туда-сюда, точно так же в дебатах я буду тягать отшельника Гатаму туда-сюда. Подобно сильному рабочему пивоварни, который может бросить большое сито пивовара в глубокую емкость с водой, взяв его за углы, тягать его туда-сюда, точно так же в дебатах я буду тягать отшельника Гатаму туда-сюда. Подобно сильному смесителю пивоварни, который может взять дуршлаг за углы и трясти его, мотая, то вверх, то вниз, ударяем, точно так же в дебатах я буду трясти отшельника Готаму, мотая, то вверх, то вниз, ударяем. Подобно шестидесятилетнему слону, который может плюхнуться в глубокий пруть и наслаждаться игрой в матьё пеньки, то точно так же я буду наслаждаться игрой в матьё пеньки с отшельником Готамой. Господин, я пойду к отшельнику Готаме и опровергну доктрину отшельника Готамы на основании этого утверждения. Иди, домохозяин, и опровергни доктрину отшельника Готамы на основании этого утверждения. Либо мне следует опровергать доктрину отшельника Готамы, либо Нигантхи Дикхитапаси, либо тебе самому. Когда так было сказано, Нигантха Дикхитапаси сказал Нигантхина Тапути, учитель, я не согласен с тем, что домохозяину упали стоит пытаться опровергнуть доктрину отшельника Готамы. Ведь отшельник Готама – колдун, и он знает обращающую магию посредством которой он обращает учеников-приверженцев других учений, 4. Невозможно, Тапаси, не может такого произойти, чтобы домохозяин упали перешел под учительство отшельника Готамы. Но есть возможность, может так произойти, что отшельник Готама перейдет под учительство домохозяина упали. Иди, домохозяин, опровергни доктрину отшельника Готамы на основании этого утверждения. Либо мне следует опровергать доктрину отшельника Готамы, либо Нигантхидикхитапаси, либо тебе самому. И во второй раз, и в третий раз Нигантхидикхитапаси сказал Нигантхина Тапути, учитель, я не согласен, он знает обращающую магию. Невозможно, Тапаси, не может такого произойти, чтобы домохозяин упали перешел под учительство отшельника Готамы. Либо мне следует опровергать доктрину отшельника Готамы, либо Нигантхидикхитапаси, либо тебе самому. Да, господин, ответил домохозяин упали, встал со своего сиденья, поклонился Нигантхина Тапути, обойдя его с правой стороны, отправился к благословенному в манговую рощу Паварике. Там, поклонившись благословенному, он сел рядом и спросил благословенного, господин, приходил ли сюда Нигантхидикхитапаси? Нигантхидикхитапаси приходил сюда, домохозяин. Господин, была ли у вас с ним беседа? У меня была с ним беседа, домохозяин. И в чем же состояла ваша с ним беседа, господин? И тогда благословенный поведал домохозяину упали обо всей своей беседе с Нигантхидикхитапаси. Когда так было сказано, домохозяин упали сказал благословенному, хорошо, хорошо, господин, что, Дикхитапаси, поступил так. Нигант Хадик Хатапаси ответил благословенному как обученный ученик, который правильно понимает учения своего учителя. Как может мелочная умственная розга сравниться с грубой телесной розгой? Напротив, телесная розга наиболее порицаема для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка, а словесная розга и умственная розга не столь порицаемы. Домохозяин, если ты будешь вести обсуждение на основании истины, то мы могли бы побеседовать об этом. Я буду вести обсуждение на основании истины, господин, так что давайте побеседуем об этом. Как ты думаешь, домохозяин? Бывает так, что некий Нигантха может страдать, быть пораженным болезнью, быть серьезно больным, 5, и он может отказаться от холодной воды, 6, и использовать только, позволительную, горячую воду, 7. Поскольку он не получает холодной воды, он может умереть. И в этом случае, домохозяин, каковым Нигантха Натапутта описывает его перерождение? Господин, есть божество под называнием «Скованный умом», 8. Он переродится там. И почему? Потому что когда он умер, он все еще был скован, привязанностью к воде, в уме. Домохозяин, домохозяин, смотри внимательно, как ты отвечаешь. То, что ты сказал прежде, не согласуется с тем, что ты сказал после. То, что ты сказал после, не согласуется с тем, что ты сказал прежде. И тем не менее, ты сделал такое утверждение, я буду вести обсуждение на основании истины, господин, так что давайте побеседуем об этом. Господин, хотя благословенный сказал так, все же телесная розга наиболее порицаема для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка, а словесная розга и умственная розга не столь порицаемы. 9. Как ты думаешь, домохозяин, бывает так, когда некий Нигантха может сдерживать себя четырьмя сдерживаниями, обузданный всеми обузданиями, сжатый всеми обузданиями, очищенный всеми обузданиями, утвержденный всеми обузданиями, и все же когда он идет вперед и возвращается, он осуществляет уничтожение множества мелких живых существ. И в этом случае, домохозяин, каковым Нигантха Натапутта описывает результат для него? ГОСПОДИН НИГАНТХА НАТА ПУТТТА не описывает то, в отношении чего не было намерения, как сильно порицаемое. Но если было намерение, домохозяин, тогда оно сильно порицаемое, ГОСПОДИН. Но какой, из трех видов розг Нигантха Натапутта относит волевое намерение, домохозяин? К умственной розги, господин, 10. ГОСПОДИН, хотя благословенный сказал так, все же телесная розга наиболее порицаема для совершения плохого поступка, для сохранения плохого поступка, а словесная розга и умственная розга не столь порицаемы. Как ты думаешь, домохозяин, является ли этот город Ноланда успешным и процветающим, густонаселенным, с толпами людей? Да, господин, является. Как ты думаешь, домохозяин? Представь, как если бы пришел размахивающий мечом человек и сказал. В один момент, в одно мгновение я превращу всех живых существ в этом городе Ноланде в одну груду из плоти, в одну кучу плоти. Как ты думаешь, домохозяин, смог бы этот человек сделать так? Господин, даже 10, 20, 30, 40, или даже 50 человек не смогли бы в один момент, в одно мгновение превратить всех живых существ в этом городе Ноланде в одну груду из плоти, в одну кучу плоти. Что может сделать один жалкий человек? Как ты думаешь, домохозяин? Представь, как если бы сюда пришел некий отшельник или жрец, обладающий сверхъестественной силой, достигший владения своим умом, и он сказал бы так, я превращу этот город Ноланду в пепел одним лишь умственным актом злобы. Как ты думаешь, домохозяин, мог бы такой отшельник или жрец сделать так? Господин, такой отшельник или жрец, обладающий сверхъестественной силой, достигший владения своим умом, смог бы превратить в пепел 10, 20, 30, 40, или даже 50 Ноланд одним единственным актом злобы, что уж говорить об одной жалкой Ноланде, 11, как ты думаешь, домохозяин? Слышал ли ты о том, как лиса Дандака, Калинга, Метчха, Матанга стали лесами, 12, да, господин. И что ты слышал о том, как они стали лесами? Господин, я слышал, что они стали лесами посредством умственного акта злобы провидцев. Господин, я был удовлетворен и доволен уже самым первым примером, который привел, благословенный. Тем не менее, я подумал перечить благословенному, так как пожелал выслушать различные решения этого вопроса благословенным. Великолепно, господин! Великолепно, господин! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Хорошо это обдумай, домохозяин. Ведь это полезно для таких известных людей, как ты, прежде хорошо все обдумать. Господин, этим я удовлетворен и доволен еще больше, когда благословенный говорит мне так. Ведь если бы приверженцы иных учений заполучили бы меня в качестве своего ученика, они бы несли знамя по всей Ноландии и объявляли, домохозяин упали стал нашим учеником. Но благословенный, напротив, говорит мне, хорошо это обдумай, домохозяин. Ведь это полезно для таких известных людей, как ты, прежде хорошо все обдумать. Так что во второй раз, господин, я принимаю прибежище в благословенном, прибежище, в Дхамме, и, прибежище, в Санкт-Химонахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. 13. Домохозяин, твоя семья долгое время поддерживала не гангтхов. Поэтому тебе стоит подумать о том, чтобы продолжать давать им подаяния, когда они будут приходить к тебе. Господин, этим я удовлетворен и доволен еще больше, когда благословенный говорит мне, домохозяин, твоя семья долгое время поддерживала не гангтхов. Поэтому тебе стоит подумать о том, чтобы продолжать давать им подаяния, когда они будут приходить к тебе. Ведь я слышал, отшельник Гатама говорит так, подаяние следует давать только мне, а не другим. Подаяние следует давать только моим ученикам, а не ученикам других. Только то, что было подарено мне, приносит большой плод, а не то, что подарено другим. Только то, что подарено моим ученикам, приносит большой плод, а не то, что подарено ученикам других. И все же Благословенный призывает меня давать дарыни Гангтхам. В любом случае, мы будем знать, когда для этого будет подходящим момент, господин. Так что в третий раз, господин, я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище – в Дхаме, и прибежище – в Санкт-Химонахов. Пусть Благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». И тогда Благословенный дал домохозяину упали последовательные наставления, разговор о щедрости, разговор о нравственности, разговор о небесных мирах. Он объяснил опасность, низость, и порочность чувственных удовольствий и благословение отречения. И когда он увидел, что ум домохозяина упали был готовым, восприимчивым, свободным от помех, вдохновленным и уверенным, тогда он изложил ему учения, свойственные только Буддам, то есть, учения о страдании, причине страданий, прекращений и пути. И подобно тому, как на чистую ткань, с которой были смыты все пятна, краска легла бы равномерно, то точно так же, когда домохозяин упали сидел на том самом месте, в нем возникло чистое незапятненное видение Дхаммы, то есть понимание, все что возникает, подвержено распаду. Так домохозяин упали увидел Дхамму, постиг Дхамму, понял Дхамму, и проник в Дхамму, вышел за пределы сомнений, избавился от замешательства, стал уверенным в себе и независимым от других, в отношении, учения учителя, 14. Затем он обратился к благословенному, а теперь, господин, нам надо идти. Мы очень заняты и у нас много дел. Можешь идти? Домохозяин, когда сочтешь нужным. И тогда домохозяин упали, восхитившись и возрадовавшись словам благословенного, поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному и, обойдя его с правой стороны, отправился к себе домой. Там он обратился к привратнику. Почтенный привратник, с сегодняшнего дня я закрываю свои двери для неганхов и негадхи и открываю свои двери для благословенного, монахов, монахинь, мирян, мирянок. Если какой-либо нигантха придет, тогда скажи ему так, подожди, достопочтенный, не входи. С сегодняшнего дня домохозяин упали перешел под учительство отшельника Гаттамы. Он закрыл свои двери для нигантхов и нигадхи и открыл свои двери для благословенного, монахов, монахинь, мирян, мирянок. Достопочтенный, если тебе нужны подаяния, подожди здесь. Тебе принесут их сюда. Да, господин, ответил привратник. Нигант Хадикха Тапасы услышал, домохозяин упали перешел под учительство отшельника Гаттамы. Тогда он отправился к нигантхи на Тапути и сказал ему, учитель, я слышал так, домохозяин упали перешел под учительство отшельника Гаттамы. Невозможно, Тапасы, не может такого произойти, чтобы домохозяин упали перешел под учительство отшельника Гаттамы. Но есть возможность, может так произойти, что отшельник Гаттама перейдет под учительство домохозяина Упали. Во второй раз, в третий раз Нигантха Дикха Тапаси сказал Нигантхина Тапутте, домохозяин Упали перешел под учительство отшельника Готамы. Невозможно, Тапаси. Готама перейдет под учительство домохозяина Упали. Учитель, хотите, я пойду и выясню, так ли оно, что домохозяин Упали перешел под учительство отшельника Готамы? Иди, Тапаси, и выясни, так ли оно. И тогда Нигантха Дикха Тапаси отправился к дому домохозяина упали. Превратник увидел его и сказал ему, подожди, достопочтенный, не входи. С сегодняшнего дня домохозяин упали перешел под учительство отшельника Гаттамы. Он закрыл свои двери для нигантхов и нигантхи и открыл свои двери для благословенного, монахов, монахинь, мирян, мирянок. Достопочтенный, если тебе нужны подаяния, подожди здесь. Тебе принесут их сюда. Мне не нужны подаяния, друг, сказал он, развернулся, пошел к нигантхи на Тапутте, и сказал ему, учитель, воистину оно так, что домохозяин упали перешел под учительство отшельника Гаттамы. Учитель, я не получил вашего согласия, когда сказал вам, учитель, я не согласен с тем, что домохозяин упали стоит пытаться опровергнуть доктрину отшельника Гаттамы. Ведь отшельник Гаттама – колдун, и он знает обращающую магию, посредством которой он обращает учеников-приверженцев других учений. А теперь, учитель, ваш домохозяин упали был обращен отшельником Гаттамы и своей обращающей магией. И во второй раз. И в третий раз нигантха дикха Тапаси сказал нигантхи на Тапутте, учитель, воистину оно так, что домохозяин упали перешел, был обращен отшельником Гаттамы и своей обращающей магией. Невозможно, Тапаси, не может такого произойти, чтобы домохозяин упали перешел под учительство отшельника Гаттамы. Но есть возможность, может так произойти, что отшельник Гаттама перейдет под учительство домохозяина упали. Теперь я пойду сам и выясню, так ли оно, что он перешел под учительство отшельника Гаттамы. И тогда Нигантха Натапутта отправился вместе с большой группой Нигантхов к дому домохозяина Упали. Превратник увидел его и сказал ему, подожди, достопочтенный, не входи. С сегодняшнего дня домохозяин Упали перешел под учительство отшельника Гаттамы. Он закрыл свои двери для Нигантхов и Нигатхи и открыл свои двери для благословенного, монахов, монахинь, мирян, мирянок. Достопочтенный, если тебе нужны подаяния, подожди здесь. Тебе принесут их сюда. Хорошо, привратник. Иди к домохозяину Упали и скажи ему, господин Нигантха Натапутта стоит у внешних ворот с большой группой Нигантхов. Он желает вас видеть. Да, достопочтенный, ответил он, отправился к домохозяину Упали и сказал ему, господин Нигантха Натапутта стоит у внешних ворот с большой группой Нигантхов. Он желает вас видеть. В таком случае, почтенный привратник, приготовь сидение в зале центральных ворот». «Да, господин», ответил он, и после того, как он приготовил сидение в зале центральных ворот, он вернулся в дом домохозяина у Пали и сказал ему, «Господин, сидение готово в зале центральных ворот. Вы можете отправляться, как только сочтете нужным». И тогда домохозяин у Пали отправился в зал центральных ворот и сел на высшее, лучшее, высочайшее, превосходнейшее сидение. Затем он сказал привратнику, «А теперь, дорогой привратник, иди к нигант Нигантхинатапутти и скажи ему, достопочтенный, домохозяин упали говорит, входи, достопочтенный, если желаешь. Да, господин, ответил он, отправился к Нигантхинатапутти, и сказал ему, достопочтенный, домохозяин упали говорит, входи, достопочтенный, если желаешь. И тогда Нигантхинатапутта вошел с большой группой Нигантхов в зал центральных ворот. Прежде, когда домохозяин упали издали видел Нигантхинатапутту, он обычно выходил повстречать его, вытирал пыль с высшего, лучшего, высочайшего, превосходнейшего сиденья своим внешним одеянием, и, расстелив его рядом, садился на него. Но теперь, сидя на высшем, лучшем, высочайшем, превосходнейшем сиденье, он сказал Нигандхина Тапутте, почтенный, здесь есть сиденья, присаживайся, если хочешь. Когда так было сказано, Нигандхина Тапутте ответил, домохозяин, ты спятил, ты сошел с ума. Ты ушел, сказав, учитель, я опровергну доктрину отшельника Готамы. И ты вернулся, будучи пойманным в широкие сети его доктрины. Как если бы человек отправился бы, чтобы кастрировать кого-либо, но в итоге кастрировал себя сам, как если бы человек отправился бы, чтобы вырвать чьи-либо глаза, но сам вернулся с вырванными глазами, то так и ты, домохозяин, ушел, сказав, учитель, я опровергну доктрину отшельника Готамы. И ты вернулся, будучи пойманным в широкие сети его доктрины. Домохозяин, ты был обращен отшельником Готамы и его обращающей магией. Благоприятное от обращающей магии, почтенный – хороша эта обращающая магия. Почтенный – если бы мои любимые родственники и родня были бы обращены этим обращением, это привело бы к благополучию и счастью моих любимых родственников и родни на долгое время. Если бы вся знать была обращена, все брахманы, все торговцы, все рабочие, весь мир с его богами, марами, с его брахмами, с его поколениями жрецов и отшельников, князия, простых, людей, был бы обращенный этим обращением, то это привело бы этот мир к благополучию и счастью на долгое время. И что касается этого, почтенный, я приведу тебе пример. Ведь бывает так, что некие мудрые люди понимают значение утверждения посредством примера. Почтенный, однажды жил Брахман, старый, пожилой, отягощенный годами, и у него была молодая жена, брахманская девушка, которая была беременной, которая вот-вот должна была родить. И тогда она бы сказала ему, иди, Брахман, купи молодую обезьяну на рынке и принеси ее в качестве игрушки для моего ребенка. Он ответил, подожди, дорогая, пока не родишь ребенка. Если ты носишь мальчика, то тогда я пойду на рынок и куплю молодого самца обезьяны и принесу его тебе в качестве игрушки для твоего маленького мальчика. Но если ты носишь девочку, то тогда я пойду на рынок и куплю молодую самку обезьяны, и принесу ее тебе в качестве игрушки для твоей маленькой девочки. И во второй раз она попросила о том же самом, и получила тот же самый ответ. И в третий раз она попросила о том же самом. И тогда, поскольку его ум был скован любовью к ней, он пошел на рынок, купил молодого самца обезьяны, принес его, и сказал ей, «Я купил тебе на рынке этого молодого самца обезьяны и принес тебе в качестве игрушки для твоего ребенка». Тогда она сказала ему, «Иди, Брахман, отнеси этого молодого самца обезьяны к Раттапане, сыну красильщика, и скажи ему, дорогой Раттапане, я хотел бы покрасить этого молодого самца обезьяны в цвет желтой мази, тщательно оббить его, в краске, выгладить с обеих сторон. И тогда, поскольку его ум был скован любовью к ней, он отнес молодого самца-обезьяны к Раттапане, сыну красильщика, и сказал ему. Раттапане, сын красильщика, ответил ему, почтенный, этого молодого самца-обезьяны можно покрасить, но нельзя оббить и выгладить. Точно так же, почтенный, доктрина глупых негантхов приносит радость глупцам, но не мудрым, и она не выдержит проверки или же попытки ее разгладить. Затем, почтенный, в другом случае этот брахман отнес пару новых одежд к Раттапане, сыну красильщика, и сказал ему, дорогой Раттапане, я хотел бы покрасить эту пару одежд в цвет желтой мази, тщательно оббить их, в краске, выгладить с обеих сторон. Раттапане, сын красильщика, ответил ему, почтенный, эту пару одежд можно покрасить, оббить, в краске, выгладить. Точно так же, почтенный, доктрина этого благословенного, совершенного и полностью просветлённого, приносит радость мудрым, но не глупцам, и она выдержит проверку или же попытку её разгладить. Домохозяин, собрание, даже, царь знает о тебе так, домохозяин упали, ученик Нигантхинатапуты. Чьим учеником нам следует считать тебя? Когда так было сказано, домохозяин упали поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, сложил руки в почтительном приветствии в том направлении, где находился благословенный, и сказал Нигантхинатапуте. В таком случае, почтенный, послушай, чей я ученик, и он, мудрец, отбросил заблуждение, ума бесплодность, пятнадцать, он оставил, победивший. Тоски не знает он, всецело безмятежный, он зрелый в нравственности, в мудрости великий. Он не запятнан, нет в нём и соблазнов. Я, ученик благословенного такого. От замешательства свободен, он довольный, относится с презрением к обретениям, и радости сосуд собой являет. Он человек, совершивший долг аскета, последнее он тело своё носит. Он безупречен, как и бесподобен. Умелый он, сомнений не имеет, он укротитель, лидер превосходный. И в ярких качествах никто с ним не сравнится, он, осветитель, не имеет колебаний. И он, герой, что срезал самомнение. Вожак он стада, и не может быть измерен, его, безмолвного, глупны не прощупать. Дает сохранность он, и знание он владыка, устойчив в дхаме, внутренне он сдержан. Преодолев неволю, он освободился. Чистейший слон, живущий в отдалении, разбил он в дребезги оковы, он свободен. Мудростью наделён, умел в дебатах, знамя опущено его, шестнадцать, он не имеет страсти. Он обуздал себя, и нет в нём разрастаний, семнадцать. Он исправится с лучшей, нет в нём и обмана, достиг он святости и тройственного знания. Он сердцем чист, он мастер изложений, он безмятежен, знание-открыватель. Он лучший средь дарителей, талантлив. Он благородный, и в уме он развит. Достиг он цели, истины раскрыл он. Осознан, с проницательным прозрением он ни вперёд и ни назад не гнётся, восемнадцать. Нет в нём смятений, есть лишь превосходство. Живёт он праведно, и пребывает в Чхане, девятнадцать, внутри нет грязи, чист он в совершенстве. Он независим, страха не имеет. Достиг вершины и живёт один он. Сам переплыл, переплывать нам помогает. Велик в успокоении и в мудрости широк он, мудрец он величайший без всякой жажды. Татхагатой зовётся, высочайшим, он несравненный, не имеет равных. Неустрашимый во всём искусный. Он срезал жажду, стал он просветлённым, развеяв испарения, лишился всех он пятен. Даров он наиболее достоин, и самый он могучий из всех духов, не просчитать его, того, кто совершенен. Велик он, грандиозен, на вершине славы. Я, ученик благословенного такого. Ниганд Ханатапутта ответил, и когда ты, только успел, сочинить этот гимн восхваления отшельника Готамы, домохозяин? Почтенный, представь огромную груду разного вида цветов, и умный изготовитель гирлянд или ученик-изготовителя гирлянд связал бы их в разноцветную гирлянду. Точно так же, почтенный, у благословенного много похвальных качеств, много сотен похвальных качеств. Кто, почтенный, не стал бы восхвалять достойного похвалы? И затем, поскольку Ниганд Ханатапутта не смог вынести этой похвалы, выраженной благословенному, горячая кровь хлынула у него изо рта, двадцать один, данда. Изначально этим словом обозначали палку или посох, но потом оно приобрело оттенок инструмента наказания, а потом стало означать и само наказание как таковое без связи с инструментом. Джайны считали телесные, словесные, умственные, поступки инструментами, посредством которых человек мучает себя, продлевая свое существование в сансаре, а также мучает других, причиняя им вред. Два, комментарий. Нигандхи считали, что первые две розги создают камму независимо от вовлеченности ума. Подобно тому, как без вовлеченности ума дует ветер, ветки колыхаются, листья шуршат. Три, Будда, возможно, говорит так, потому что в его учении намерение, читана, умственный фактор, является наиважнейшей составной частью каммы, и при его отсутствии, ненамеренном телесном или словесном действии, не создается никакой каммы. Однако комментарий трактуют по-другому, объясняя, что Будда имеет в виду неправильные воззрения, ссылаясь на Ан-1, 318, где Будда говорит так, «Монахи, я не вижу ни одной настолько порицаемой вещи, как неправильные воззрения». Неправильные воззрения – наихудшее среди вещей, достойных порицания. 4. Смотри. СН-42-13, где Будда спрашивают о том, действительно ли он колдун, владеющий такой магией. 5. Достопочтенный Нинамоле добавляет, болезнью, которая лечится холодной водой, но его обеты запрещают ее использовать. 6. Достопочтенный Нинамоле добавляет, хотя он умственно жаждет ее. 7. Достопочтенный Нинамоле добавляет, тем самым держа обеты только телесно и словесно. 8. Достопочтенный Нинамоле объясняет, Нигандхам запрещалось использовать холодную воду, так как они считали, что в ней содержатся живые существа. Из-за этого телесного и словесного отказа от холодной воды его телесное и словесное поведение, с точки зрения джайнов, было чистым, но так как умственно он жаждал холодной воды, то его умственное поведение не было чистым, и поэтому он переродился среди скованных умом божеств. 9. Ниже по тексту упали признается, что уже в этот момент обрел доверие к Будде, но продолжал перечить, чтобы посмотреть то, как благословенный объяснит это. 10. Здесь Будда выявляет противоречие в доктрине джайнов. По их мнению, даже ненамеренное телесное действие является самым порицаемым, и в то же самое время, утверждается, что намерение оказывает сильное влияние на нравственный характер действия. 11. Примечание переводчика СВ, Будда этими метафорами показывает, насколько сильными могут быть глобальные последствия от ума и насколько слабыми от телесных действий. Стоит, однако, отметить, что под неблагим умственным поведением Будда понимал не конкретный единичный поступок или мысль, а общую направленность ума и его состоянии. Так, к неблагому умственному поведению относятся неправильные воззрения, а также порочные желания и порочная жажда, то есть неблагие направленности сознания, ведущие к совершению многочисленных словесных и телесных проступков. Именно в этом смысле Будда говорит о том, что умственный поступок намного тяжелее телесного поступка. 12. Смотри. Вопросы Мелинды, 130, 13, примечание переводчика СВ, похожий эпизод с обращением военачальника Сихи, который прежде был не Гандхам, содержится в Ан-8.12. 14. Примечание переводчика СВ, другими словами, он достиг вступления в поток. 15. Смотри. МН-16 Иллиан-10-14. 16. Знамя означает самомнение, мана. Смотри. МН-22. 17. Разрастание, папанча. Это умственная деятельность, управляемая жаждой и воззрениями, умственной информацией, навязчивой умственной конструкции, концептуальной идее, основанной на заблуждении. Комментарии поясняют, что все это происходит из-за жажды, самомнения, и неправильных воззрений, танха, мана, гиддхи. 18. Речь идет о влечении и отвращении. 19. Примечание переводчика СВ, Джайса достопочтенной Бодхи переводит, как пребывает в медитации, я для ритмики стиха перевожу, как пребывает в Чхане. 20. Комментарий. Тяжелейшая печаль возникла в нем из-за утраты своего приверженца-мирянина. Это породило телесные нарушения, в результате чего его вырвало кровью. Мало кто выживает из существ после того, как их вырывает кровью. Так, после этого, его отнесли в паву, уложили, на подстилку из соломы, после чего он вскоре скончался. Кукураватика сутта, практик собачьей аскезы. МН 57. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в стране Калиев, где был город Калиев под названием Халиддавасана. И тогда Пунна, сын Калиев, практикующий бычью аскезу, а также Синния, голый аскет, практикующий собачью аскезу, отправились к благословенному, один. Пунна, практикующий бычью аскезу, поклонился благословенному и сел рядом. Тогда как Синния, голый аскет, практикующий собачью аскезу, обменялся с благословенным вежливыми приветствиями, и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он также сел рядом и свернулся как собака. Пунна, практикующий бычью аскезу, сказал благословенному, бычий и собачий аскеза почтенный, этот синия, голый аскет, практикующий собачью аскезу, делает то, что трудно делать, он ест свою еду, только, когда ее бросили на землю. Он уже давно предпринял и практикуют эту собачью аскезу. Каков будет его будущий удел? Каково его будущее направление? Довольно, Пунна, оставь это. Не спрашивай меня об этом. И во второй раз. И в третий раз Пунна, практикующий бычью аскезу, сказал благословенному, почтенный, этот синия, голый аскет. Каково его будущее направление? Что же, Пунна, поскольку похоже я не могу убедить тебя, когда говорю, довольна, Пунна, оставь это. Не спрашивай меня об этом, то я отвечу тебе. Пунна, вот Никит человек развивает собачью аскезу полностью и беспрерывно. Он развивает собачьи повадки полностью и беспрерывно. Он развивает собачий ум полностью и беспрерывно. Он развивает собачье поведение полностью и беспрерывно. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается среди собак. Но если у него имеется такое воззрение, благодаря этой нравственности, или этому соблюдению, или этой аскезе, или этой святой жизни я стану, великим, божеством или неким, меньшим, божеством, то в его случае это неправильное воззрение. И существует два, возможных, будущих удела для того, кто обладает неправильным воззрением, я говорю тебе, либо ад, либо мир животных, два. Поэтому, пунна, если его собачья аскеза преуспеет, то это приведет его к рождению среди собак. Если не преуспеет, то это приведет его в ад. Когда так было сказано, Синья, голый аскет, практикующий собачью аскезу, закричал и разрыдался. И тогда благословенный сказал Пунне, сыну Калиев, практикующему бычью аскезу, пунна, я не смог убедить тебя, когда сказал, довольно, пунна, оставь это. Не спрашивай меня об этом. Тогда ответил Синья, почтенный, я рыдаю не потому, что благословенный сказал так обо мне, но потому, что я уже давно предпринял и практикую эту собачью аскезу. Почтенный, этот пунна, сын Калиев, практик бычьей аскезы. Он уже давно предпринял и практикуют эту бычью аскезу. Каков будет его будущий удел? Каково его будущее направление? Довольно, Синья, оставь это. Не спрашивай меня об этом. И во второй раз. И в третий раз Синья, практикующий собачью аскезу, сказал благословенному, почтенный, это кунна. Каково его будущее направление? Что же, Синья, поскольку похоже я не могу убедить тебя, когда говорю, довольно, Синья, оставь это. Не спрашивай меня об этом, то я отвечу тебе. Синья, вот некий человек развивает бычью эскезу полностью и беспрерывно. Он развивает бычьи повадки полностью и беспрерывно. Он развивает бычий ум полностью и беспрерывно. Он развивает бычье поведение полностью и беспрерывно. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается среди быков. Но если у него имеется такое воззрение, благодаря этой нравственности, или этому соблюдению, или этой эскезе, или этой святой жизни я стану великим божеством или неким меньшим божеством, то в его случае это неправильное воззрение. И существует два возможных будущих удела для того, кто обладает неправильным воззрением. Я говорю тебе, либо ад, либо мир животных. Поэтому, Синья, если его бычья эскеза преуспеет, то это приведет его к рождению среди быков. Если не преуспеет, то это приведет его в ад. Когда так было сказано, Пунна, сын Калиев, практикующий бычью эскезу, закричал и разрыдался. И тогда Благословенный сказал Синьей, голому эскету, практикующему собачью эскезу, Синья, я не смог убедить тебя, когда сказал, «Довольно, Синья, оставь это. Не спрашивай меня об этом». Тогда ответил Пунна, «Почтенный, я рыдаю не потому, что Благословенный сказал так обо мне, но потому что я уже давно предпринял и практикую эту бычью эскезу. Почтенный, у меня есть такое доверие к Благословенному, Благословенный способен научить меня Дхамме так, что я смог бы оставить эту бычью эскезу, и что этот Синья, голый эскет, практикующий собачью эскезу, смог бы оставить эту собачью эскезу. В таком случае, Пунна, слушай внимательно то, о чём я буду говорить. Да, почтенный, ответил он. Четыре вида каммы. Пунна, есть четыре вида поступков, провозглашённых мною после того, как я реализовал их сам посредством прямого знания. Какие четыре? Есть тёмный поступок с тёмным результатом. Есть яркий поступок с ярким результатом. Есть тёмный и яркий поступок с тёмным и ярким результатом. Есть поступок, который не тёмный, не яркий, с не тёмным и не ярким результатом. Поступок, который ведёт к уничтожению поступка. Один, и каков поступок с тёмным результатом? Вот некий человек порождает болезненный телесный волевой формирователь, болезненный словесный волевой формирователь, болезненный умственный волевой формирователь. Три. Породив болезненный телесный, словесный, умственный волевой формирователь, он перерождается в болезненном мире. Когда он переродился в болезненном мире, его касаются болезненные контакты. Когда его касаются болезненные контакты, он испытывает болезненные чувства, всецело болезненные, как в случае с существами в аду. Так, перерождение существа происходит из-за, самого же, существа, кто-либо перерождается из-за поступков им совершенных. Когда он переродился, его касаются контакты. Так, я говорю тебе, существа являются наследниками своих поступков. Это называется темным поступком с темным результатом. 2. И что такое яркий поступок с ярким результатом? Вот некий человек порождает неболезненный телесный, словесный, умственно-волевой формирователь. Породив неболезненный телесный, словесный, умственно-волевой формирователь, он перерождается в неболезненном мире. Когда он переродился в неболезненном мире, его касаются неболезненные контакты. Когда его касаются неболезненные контакты, он испытывает неболезненные чувства, всецело приятные, как в случае с дэвами сверкающего великолепия. 4. Так, перерождение существа происходит из-за самого же существа, кто-либо перерождается из-за поступков им совершенных. Когда он переродился, его касаются контакты. Так, я говорю тебе, существа являются наследниками своих поступков. Это называется ярким поступком с ярким результатом. 3. И что такое темный и яркий поступок с темным и ярким результатом? Вот некий человек порождает и болезненный, и неболезненный телесный, словесный, умственно-волевой формирователь. Породив, он перерождается в мире, который и болезненный и неболезненный. Когда он переродился в таком мире, его касаются и болезненные и неболезненные контакты. Когда его касаются и болезненные, и неболезненные контакты, он испытывает чувства, которые болезненные и неболезненные, смешанные удовольствия и боль, как в случае с человеческими существами, некоторыми девами, а также некоторыми существами в нижних мирах. Так, перерождение существа происходит из-за, самого же, существа, кто-либо перерождается из-за поступков им совершенных. Когда он переродился, его касаются контакты. Так, я говорю тебе, существа являются наследниками своих поступков. Это называется темным и ярким поступком с темным и ярким результатом. 4. И что такое поступок, который не темный, не яркий, с не темным и не ярким результатом, поступок, который ведет к уничтожению поступка? Намерение отбросить тот вид поступка, который темный, который яркий, который темный и яркий. Это вот что называется поступком, который не темный, не яркий, с не темным и не ярким результатом, поступок, который ведет к уничтожению поступка. 5. Таковы четыре вида поступков, провозглашенных мною после того, как я реализовал их сам посредством прямого знания. Когда так было сказано, Пунна, сын Калиев, практикующий бычью эскезу, сказал благословенному, «Великолепно, господин! Великолепно, господин!» Так если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Но Синья, голый эскет, практикующий собачью эскезу, сказал благословенному, «Великолепно, господин! Прибежище в Санкт-Химонахов! Я хотел бы получить младшее монашеское посвящение, я хотел бы получить высшее монашеское посвящение». Синья, тот, кто прежде принадлежал другому учению, и желает получить младшее и высшее посвящение в этой Дхамме и Винае, должен пройти испытательный срок в четыре месяца, шесть. По истечении четырех месяцев, если монахи будут довольным, они дают ему младшее посвящение и высшее посвящение в монахе. Но я признаю, что могут быть индивидуальные различия в этом вопросе, семь. Господин, если тот, кто прежде принадлежал другому учению, если монахи будут довольны им, то тогда я готов проходить испытательный срок, хоть четыре года. По истечении четырех лет, если монахи будут довольны мной, они дадут мне младшее посвящение и высшее посвящение в монахе. И тогда Синья, голый эскет, практикующий собачью эскезу, получил младшее посвящение под учительством, благословенного и получил высшее посвящение. И затем, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенной Синья, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. И достопочтенный Синью стал одним из арахантов. Один, комментарий поясняет, что Пун наносил на голове рога и к талии у него был привязан хвост. Он ходил и ел траву вместе с коровами. Синья живел себя так, как себя ведут собаки. Два, следует отметить, что неправильная эскетическая практика сама по себе имеет не такие пагубные последствия, если осуществляется без неправильных воззрений, чем когда осуществляется с таковыми. В наше время мало кто будет практиковать собачью эскезу, однако стали широко распространены многие другие извращенные виды образа жизни, и если они оправдываются неправильными воззрениями, то тогда их последствия могут стать гораздо более вредоносными. Примечания переводчика СВ. В некоторых других суттах также можно встретить общее утверждение, что цепляние за неправильное воззрение приводит к рождению в Аду или в мире животных. Однако есть и сутты, в которых поясняется, что не само цепляние за воззрение как таковой приводит к этому, а то, что а, на основании этого воззрения человек осуществляет плохие поступки, б, другие люди могут перенять его это воззрение, особенно если оно навязывается и пропагандируется им, что приведет к погибелях. На мой взгляд, именно второй пункт является наиболее тяжелой каммой, которая может привести к рождению в Аду. 3. Болезненный телесный волевой формирователь, Сабипадджханка и Сангхаран, можно понимать как намерение, ответственные за эти три течения неблагой телесной каммы. Аналогично со словесным и умственным формирователями. 4. Мир форм, соответствующий второй джхане. 5. Примечания переводчика СВ, это камма благородного восьмеричного пути. 6. Комментарий поясняет, что младшее посвящение, падбаджи, дословно уход в бездомную жизнь, дается в начале, а потом спустя 4 месяца можно дать высшее, упасампада. 7. Комментарий поясняет, что Будда может решить, нужно ли конкретному человеку проходить испытательный срок или же нет. 7. Абхая сутта. К принцу Абхая. Маджхиманикая, 58. 8. Я слышал, как однажды благословенный пребывал рядом с Раджагайей в бамбуковой роще в Беличем ущелье. 9. И в то время принц Абхая отправился к Нигантханатапутте и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. 10. Тогда Нигантханатапутта обратился к принцу. 11. Ну же, принц, объяви ошибочными слова отшельника Гатама, и о тебе распространится по миру эта чудесная весть. 11. Принц Абхая объявил ошибочными слова отшельника Гатамы, такого великого и такого могущественного. 12. Но как же, почтенный, я объявлю ошибочными слова отшельника Гатамы, такого великого и такого могущественного. 13. Ну же, принц, отправляйся к отшельнику Гатаме, и по прибытии скажи следующее. «Господин, говорит ли Татхагатта другим неприятные и противные слова? Если отшельник Гатама ответит на это, Татхагатта говорит другим неприятные и противные слова, то тогда ты скажешь, так в чем же разница между тобой, почтенной, и обычными заурядными людьми? Даже обычные заурядные люди говорят другим неприятные и противные слова. Но если отшельник Гатама ответит так, Татхагатта не говорит другим противных и неприятных слов, то тогда ты скажешь, а как же почтенный твои слова о Девадатте? Девадатта обречен на удел лишений, Девадатта обречен на ад, Девадатта будет кальпу вариться в аду, Девадатта безнадежен». Девадатта был расстроен и рассержен этими твоими словами. «Когда ты задашь отшельнику Гатаме этот двойной вопрос Рогатину, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть. Это как если бы шипастый орех застрял бы у человека в горле, он не смог бы ни проглотить его, ни выплюнуть. Точно так же, когда ты задашь отшельнику Гатаме этот двойной вопрос Рогатину, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть». Ответив «Как скажешь, почтенный», принц Абхая поднялся со своего сиденья, поклонился Нигантха на Тапутте, обошел его с правой стороны и отправился к Благословенному. По прибытии он поклонился Благословенному и сел рядом. Затем, сидя там, он взглянул на солнце и подумал, «Сегодня неподходящий день для того, чтобы опровергать слова Благословенного. Завтра у себя дома я опровергну его слова». А потому он обратился к Благословенному, «Может ли Благословенный вместе с тремя другими монахами принять мое приглашение на завтрашний обед?» Благословенный молча согласился. Тогда принц Абхая, осознав, что Благословенный принял приглашение, поднялся со своего сиденья, поклонился ему и, обойдя его справа, ушел. После того, как минула ночь, ранним утром Благословенный накинул свою робу и взял чашу и верхнее одеяние, отправился в дом принца Абхайи. По прибытии он сел на подготовленное для него сиденье. Принц Абхая собственноручно обслужил Благословенного превосходной разнообразной едой. Затем, когда Благословенный поел и убрал руки от чаши, принц Абхая подготовил себе более низкое сиденье и сел рядом. Затем он обратился к Благословенному. «Господин, говорит ли Татхагатта другим противные и неприятные слова?» «Принц, на этот вопрос нельзя ответить категорично «да» или «нет». «Тогда, господин, нигантхи потерпели поражение». «Почему, принц, ты говоришь, тогда, господин, нигантхи потерпели поражение?» «Только вчера, господин, я ходил к нигантха на Тапутте. И он сказал мне, ну же, принц, отправляйся к отшельнику Гатаме и по прибытии скажи следующее. Господин, говорит ли Татхагатта другим неприятные и противные слова? Как если бы шипастый орех застрял бы у человека в горле, он не смог бы ни проглотить, его ни выплюнуть. «Точно так же, когда ты задашь отшельнику Гатаме этот двойной вопрос рогатины, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть». В тот момент принц держал на руках малыша, и благословенный сказал принцу. «Как ты думаешь, принц, если бы этот малыш из-за твоей невнимательности или же невнимательности няньки взял бы в рот палку или камень, что бы ты сделал?» «Я бы вытащил это из его рта, господин. Если бы я не смог вытащить, тогда, удерживая его голову левой рукой и выцарапывая это из его рта пальцем своей правой руки, я бы вытащил это, даже если бы поранил его». «И почему?» «Из-за желания малышу благополучия». «Точно так же, принц, если Тадхагатта знает, что эти слова недействительны, неистинны, неполезны или не связаны с целью, неприятны и противны другим, то он не говорит их. «Если Тадхагатта знает, что эти слова действительны, истинны, но неполезны, неприятны и противны другим, то он не говорит их». «Если Тадхагатта знает, что эти слова действительны, истинны, полезны, но неприятны и противны другим, то он знает нужный момент для того, чтобы произнести их. «Если Тадхагатта знает, что эти слова действительны, истинны, но неполезны, хотя приятны и милы другим, то он не говорит их». «Если Тадхагатта знает, что эти слова действительны, истинны, полезны и милы другим, то он знает нужный момент для того, чтобы произнести их. И почему так? Потому что Тадхагатта наделен состраданием к живым существам». «Господин, когда мудрейшие или жрецы, домохозяева или отшельники, придумав вопрос, приходит к Тадхагатте и спрашивает его, «Имеется ли у него такое заблаговременное разумение, если те придут ко мне и спросят об этом, то в таком случае я отвечу им так». «Или же Тадхагатта говорит ответ сразу на месте?» «В этом случае, принц, я тебе задам встречный вопрос. Отвечай так, как посчитаешь нужным». «Как ты думаешь, разбираешься ли ты в частях колесницы?» «Да, господин, я разбираюсь в частях колесницы». «И как ты думаешь, когда люди придут и спросят тебя, как называется эта часть колесницы? «Имеется ли у тебя такое заблаговременное разумение? Если те придут ко мне и спросят об этом, то в таком случае я отвечу им так. Или же ты дашь им ответ сразу на месте?» «Господин, я известен своим знанием частей колесницы. Все части колесницы мне хорошо известны. Я дам им ответ сразу же на месте». «Точно так же принц, когда мудрейшие и жрецы, домохозяева или отшельники, придумав вопрос, приходят к Тадхагатте и спрашивают его, он дает им ответ сразу – на месте. И почему? Потому что слова Дхаммы досконально познаны Тадхагаттой. Благодаря этому доскональному познанию свойств Дхаммы, он дает ответ сразу – на месте. Когда так было сказано, принц Абхая обратился к благословенному. «Великолепно, господин! Великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное. Показал путь тому, кто потерялся. Внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть. Точно так же благословенный. Различными способами прояснил Тхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Тхамме и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть Благословенный помнит меня, как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь». Комментарии к сути. Если те придут ко мне и спросят об этом, то в таком случае я отвечу им так. Или же Татхагатта говорит ответ сразу на месте. Имеется в виду, без предварительного обдумывания заранее. Абхая Сутта, к принцу Абхайи. МН 58. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал рядом с Раджагахой в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И в то время принц Абхайи отправился к Нигантхенатапутте и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. По мере того, как он сидел там, Нигантхенатапутта сказал ему, «Ну же, принц, опровергни слова отшельника Гатамы, и о тебе широко распространится славная молва. Слово отшельника Гатамы, такого великого и такого могущественного, были опровергнуты принцем Абхайи. Но как же, господин, я опровергну слова отшельника Гатамы, такого великого и такого могущественного? Ну же, принц, отправляйся к отшельнику Гатаме и по прибытии скажи следующее. Господин, мог бы Татхагата говорить такие слова, которые для других являются неприятными и милыми? Если отшельник Гатама, будучи спрошенным так, ответит, Татхагата может сказать слова, которые для других являются неприятными и милыми, то тогда ты скажешь, так в чем же разница между вами, господин, и обычными заурядными людьми? Ведь даже обычные заурядные люди говорят слова, которые для других являются неприятными и милыми. Но если отшельник Гатама, будучи спрошенным так, ответит, Татхагата не станет говорить слова, которые для других являются неприятными и милыми, то тогда ты скажешь, так почему же, господин, вы сказали о Дивадатте, Дивадатта обречен на удел лишений, Дивадатта обречен на ад, Дивадатта будет, целый, цикл существования мира варится, в аду, Дивадатта безнадежен? Дивадатта был недоволен и рассержен этими вашими словами. Когда ты задашь отшельнику Гаттами этот вопрос Рогатину, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть. Это как если бы шипастый орех застрял бы у человека в горле, он не смог бы ни проглотить его, ни выплюнуть. Точно так же, когда ты задашь отшельнику Гаттами этот вопрос Рогатину, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть. Ответив, как скажете, господин, принц Абхая поднялся со своего сиденья, поклонился Нигант Хинатапути, обошел его с правой стороны, и отправился к Благословенному. По прибытии он поклонился Благословенному и сел рядом. Затем, сидя там, он взглянул на солнце и подумал, сегодня неподходящий день для того, чтобы опровергать слова Благословенного. Завтра у себя дома я опровергну его слова. А потому он обратился к Благословенному, может ли Благословенный вместе с тремя другими монахами принять мое приглашение на завтрашний обед? Благословенный молча согласился. Тогда принц Абхая, осознав, что Благословенный принял приглашение, поднялся со своего сиденья, поклонился ему, и, обойдя его справа, ушел. После того, как минула ночь, ранним утром Благословенный надел свои одеяния, взяв в чашу и верхние одеяния, отправился в дом принца Абхая. По прибытии он сел на подготовленное сиденье. Принц Абхая собственноручно обслужил Благословенного превосходной разнообразной едой. Затем, когда Благословенный поел и убрал руки от чаши, принц Абхая выбрал более низкое сиденье и сел рядом. По мере того, как он сидел там, он обратился к Благословенному, «Господин, говорит ли Татхагата слова, которые для других являются неприятными и немилыми?» «Принц, на этот вопрос нельзя ответить категорично когда или нет. Тогда, господин, Нигантхи потерпели поражение». «Но почему, принц, ты говоришь, тогда, господин, Нигантхи потерпели поражение?» «Вот только вчера, господин, я отправился к Нигантхи на Тапути», он сказал мне. «Ну же, принц, отправляйся к отшельнику Гатами и по прибытии скажи следующее, «Господин, говорит ли Татхагата слова, которые для других являются неприятными и немилыми, как если бы шапастый орех застрял бы у человека в горле, он не смог бы ни проглотить его, ни выплюнуть?» «Точно так же, когда ты задашь отшельнику Гатами этот вопрос Рогатину, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть». В тот момент принц держал на коленях малыша. И Благословенный сказал принцу, «Как ты думаешь, принц, если бы этот малыш из-за твоей беспечности или же беспечности няньки взял бы в рот палку или камень, что бы ты сделал? Я бы вытащил это из его рта, господин. Если бы я не смог вытащить это, тогда, удерживая его голову левой рукой, я бы согнутым пальцем своей правой руки вытащил бы это, даже если бы поранил его. И почему? Потому что у меня есть сострадание к малышу. Точно так же, принц, если Татхагата знает, что эти слова недействительные, неистинные, неполезные, неприятные и немилые для других, то он не говорит их. Если Татхагата знает, что эти слова действительные, истинные, но неполезные, неприятные и немилые для других, то он не говорит их. Если Татхагата знает, что эти слова действительные, истинные, полезные, но неприятные и немилые для других, то он знает нужный момент для того, чтобы произнести их. Если Татхагата знает, что эти слова недействительные, неистинные, неполезные, но приятные и милые для других, то он не говорит их. Если Тадхагата знает, что эти слова действительные, истинные, но, не полезные, хотя, приятные и милые для других, то он не говорит их. Если Тадхагата знает, что эти слова действительные, истинные, полезные, приятные и милые для других, то он знает нужный момент для того, чтобы произнести их. И почему? Потому что у Тадхагаты есть сострадание к живым существам. Господин, когда знатили брахманы, домохозяева или отшельники, сформулировав вопрос, приходят к Татхагати и спрашивают его, имеется ли у него такая заблаговременная мысль, если эти придут ко мне и спросят об этом, то, в таком случае, я отвечу им так, или к Татхагати приходит ответ сразу на месте один. В этом случае, принц, я задам тебе встречный вопрос. Отвечая так, как посчитаешь нужным. Как ты думаешь, разбираешься ли ты в частях колесницы? Да, господин. Я разбираюсь в частях колесницы. И как ты думаешь? Когда люди придут и спросят тебя, как называется эта часть колесницы, имеется ли у тебя такая заблаговременная мысль, если эти придут ко мне и спросят об этом, то, в таком случае, я отвечу им так, или же к тебе придет ответ сразу на месте. Господин, я известен своим знанием частей колесницы. Все части колесницы мне хорошо известны. Мне придет ответ сразу на месте. Точно так же, принц, когда знатили брахманы, домохозяева или отшельники, сформулировав вопрос, приходят к Татхагате и спрашивают его, к нему приходит ответ сразу на месте. И почему? Потому что свойства Дхамы досконально постигнуты Татхагатой. Благодаря этому доскональному постижению свойства Дхамы к нему приходит ответ сразу на месте. Когда так было сказано, принц Абхая сказал благословенному «Великолепно, господин! Великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхи монахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Один, примечание переводчика С.В., имеется в виду без предварительного обдумывания заранее. Бэхувидание сутта, много видов чувств. МН 59. Я слышал, что однажды благословенный пребывал рядом с Аваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда плотник Панчиканка отправился к достопочтенному Удаину и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. По мере того, как он сидел там, он обратился к достопочтенному Удаину, достопочтенный, о скольких видах чувств говорил благословенный. Домохозяин, благословенный говорил о трех чувствах, о приятном чувстве, о болезненном чувстве, о неприятном неболезненном чувстве. Об этих трех чувствах говорил благословенный. Когда так было сказано, плотник Панчиканка сказал достопочтенному Удаину, благословенный не говорил о трех чувствах. Он говорил о двух чувствах, о приятном чувстве и о болезненном чувстве. А что касается неприятного и болезненного чувства, то благословенный говорил о нем как об утонченном удовольствии. Во второй раз достопочтенный Удайн обратился к плотнику Панчиканги, домохозяин, благословенный говорил о трех чувствах. И во второй раз плотник Панчиканга сказал достопочтенному Удайину, благословенный не говорил о трех чувствах. Он говорил о двух чувствах. В третий раз достопочтенный Удаин обратился к плотнику Панчиканге, домохозяин, благословенный говорил о трех чувствах. И в третий раз плотник Панчиканга сказал достопочтенному Удаину, благословенный не говорил о трех чувствах. Он говорил о двух чувствах. Ни достопочтенный Удаин не мог убедить плотника Панчикангу, ни плотник Панчиканга не мог убедить достопочтенного Удаина. Достопочтенный Ананда случайно услышал беседу между достопочтенным Удаином и Панчикангой. Тогда он отправился к Благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. По мере того, как он сидел рядом, он рассказал Благословенному обо всей беседе между Достопочтенным Удаином и Панчикангой. Благословенный ответил, «Ананда, разъяснение, которое не принял плотник Панчиканга от Достопочтенного Удаина, было правильным. И разъяснение, которое не принял Достопочтенный Удаин от плотника Панчиканги, тоже, было правильным. Есть разъяснение, когда я говорил о двух чувствах, есть разъяснение, когда я говорил о трех чувствах, о пяти чувствах, о шести чувствах, о восемнадцати чувствах, о тридцати шести чувствах, о ста восьми чувствах, один. Так я обучал Дхамме посредством разъяснений. Когда я обучил Дхамме посредством разъяснений, то может статься так, что когда есть те, кто не соглашаются, не одобряют, не принимают хорошо сказанное и хорошо поясненное друг другом, то будут диспуты, ссоры, полемики, и они будут ранить друг друга остриями своих языков. Так я обучал Дхамме посредством разъяснений. Когда я обучил Дхамме посредством разъяснений, то может статься так, что когда есть те, кто соглашаются, одобряют, принимают хорошо сказанное и хорошо поясненное друг другом, то они будут жить дружно, в учтивости, без ссор, подобно смешанному с водой молоку, приветствуя друг друга дружескими взорами. Чувственные удовольствия. Ананда, есть пять нитей чувственности. Какие пять? Формы, познаваемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, познаваемые ухом. Запахи, познаваемые носом. Вкусы, познаваемые языком. Ощущения, познаваемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Любое удовольствие или радость, возникающая в зависимости от этих пяти нити чувственности, называется чувственным удовольствием. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое только могут переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Первое Джхана. И какое же, Ананда, другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах, полностью оставивший чувственное удовольствие, оставивший неумелые качества, входит и пребывает в первой джхане, восторг и удовольствие, рожденные, этим, оставлением сопровождаются направлением ума, на объект медитации, и удержанием ума, на этом объекте. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели то. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое, только могут, переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Вторая джхана. И какое же, Ананда, другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с успокоением направления и удержания ума входит и пребывает во второй джхане, его наполняют, восторг и удовольствие, рожденные сосредоточением, и единение ума, который свободен от направления и удержания, он пребывает, во внутренней устойчивости. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели то. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое, только могут, переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Третье Аджхана. И какое же, Ананда, другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с успокоением восторга становится невозмутимым, осознанным, и бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, невозмутимый и осознанный, он пребывает в приятном пребывании. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели то. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое, только могут, переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Четвертое джхана. И какое же, Ананда, другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с успокоением удовольствия и боли вместе с более ранним исчезновением радости и недовольства входит и пребывает в четвертой джхане, он пребывает в чистейшей невозмутимости и осознанности, в неудовольствии и не боли. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели то. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое, только могут, переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Сфера безграничного пространства. И какое же, Ананда, другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с полным преодолением восприятия форм, с исчезновением восприятия сопротивляемости, от органов чувств, не обращающий внимание на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространство, входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое, только могут, переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Сфера безграничного сознания. И какое же, Ананда, другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, безграничное сознание, входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели то. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое, только могут, переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Сфера отсутствия всего. И какое же, Ананда, другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах, с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели то. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое, только могут, переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Сфера невосприятия, не невосприятия. И какое же, Ананда, другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с полным преодолением сферы отсутствия всего входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели то. И хотя кто-то может сказать, это высочайшее удовольствие, которое, только могут, переживать существа, я не соглашусь с ним в этом. Почему? Потому что есть другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это. Прекращение восприятия чувствования. И какое же, Ананда, другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели это? Вот монах с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятие, входит и пребывает в прекращении восприятия чувствования. Это другое удовольствие, более возвышенное и утонченное, нежели то. И может статься, Ананда, что какие-либо странники, имеющие другие убеждения, спросят, отшельник Гатама говорит о прекращении восприятия чувствования, и все же описывает это как удовольствие. Что же это? Как такое может быть? Когда они скажут так, им следует ответить, друзья, не так оно, что благословенный описывает удовольствие, только когда есть приятное чувство. Но когда приятное где-либо и в чем-либо достигнуто, Тадхагата описывает это как удовольствие. Три. Так сказал благословенный. Довольный, достопочтенный Ананда восхитился словами благословенного. Один, смотри. СН 36-22. Два, чувственное удовольствие, в смысле приятное чувство, сукха ведана, полученное посредством одного из пяти органов чувств. Три, канонический комментарий поясняет это так, начиная с четвертой джханы в медитации наличествует неприятное и неболезненное чувство. Но и это нейтральное чувство также называется удовольствием, сукха, поскольку оно умиротворенно и возвышенно. Те ощущения, которые возникают посредством пяти нити чувственных желаний и посредством восьми медитативных достижений, называются удовольствием, которое чувствуется, веда и та сукха. Состояние прекращения восприятия чувствования называется удовольствием, которое не чувствуется, а веда и та сукха. Поэтому вне зависимости от того, чувствуется удовольствие или же нет, оба варианта являются удовольствием по причине безболезненности состояний, недугхабхавасангхатина сукхена. В Ан-9.34 достопочтенный сарепутта восклицает, «Неббана приятно, друзья, неббана приятно». Монах Удаен спрашивает, какая же здесь приятность, друг, где ничего не чувствуется? Продолжение сутты можно сопоставить и с данной суттой. О неббане как об удовольствии смотри также Ан-6, 101. Апаннака сутта, безопасный выбор. МН-60. Содержание, существование и несуществование. Камма и отсутствие каммы. Причина и беспричинность. Бесформенность. Прекращение и существование. Четыре типа личностей. Я слышал, что однажды, когда Благословенный путешествовал по стране Касал с большой группой монахов, он прибыл в брахманскую деревню под названием Сала. И домохозяева брахманы заслышали, отшельник мастер Гатама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев бездомную жизнь, путешествует по стране Касал с большой группой монахов и прибыл в Салу. И об этом учителе Гатаме распространилась славная молва, в самом деле, благословенный, арахант, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Напрямую увидев, своей мудростью, он познал мир с его дэвами, марами и брахмами, с его поколениями, с их отшельниками и жрецами, с их правителями и простолюдинами, он объяснил Дхамму, превосходную в начале, превосходную в середине, и превосходную в конце, он изложил святую жизнь в деталях и в сути, всецело совершенную, абсолютно чистую. Хорошо было бы увидеть такого достойного. Домохозяева Брахмана и Сала отправились к благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сели рядом. Некоторые обменялись с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сели рядом. Некоторые из них сели рядом, поприветствовав его, в почтении, сложенными у груди ладонями. Некоторые из них сели рядом, объявив свое имя и имя клана. Некоторые из них сели рядом, просто, молча. По мере того, как они сидели там, благословенный спросил их, домохозяева, есть ли какой-либо славный учитель, которому вы, не без оснований, верили бы? Нет, господин, нет такого славного учителя, которому мы, не без оснований, верили бы. Поскольку у вас нет, такого, славного учителя, то вам следует принять и практиковать это учение о безопасном выборе, поскольку, если принять и практиковать это учение о безопасном выборе, то это приведет к вашему длительному благополучию и счастью. И что это за учение о безопасном выборе? Есть некоторые жрецы и отшельники, которые придерживаются такой доктрины, имеют такое воззрение, нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано. Нет плода или результата хороших или плохих поступков. Нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ. Нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики, истинно, провозглашали бы, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий, один, некоторые жрецы и отшельники, напрямую противоречия этим жрецам и отшельникам, говорят так, есть то, что дано, есть то, что предложено, есть то, что пожертвовано. Есть плод и результат хороших или плохих поступков. Есть этот мир, есть следующий мир, есть отец, есть мать, есть спонтанно рождающиеся существа. Есть жрецы и отшельники, которые посредством правильной жизни и правильной практики, истинно, провозглашают, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Как вы считаете, домохозяева, не говорят ли эти жрецы и отшельники полностью противоположные вещи? Да, господин домохозяева, в отношении тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, нет ничего, что дано, этот мир и следующий. Может статься так, что они, избегая этих трех умелых действий, благого телесного поведения, благого словесного поведения, благого умственного поведения, предпримут и будут практиковать эти три неумелых действия, неблагое телесное поведение, неблагое словесное поведение, неблагое умственное поведение. Почему? Потому что эти почтенные жрецы и отшельники не видят в этих неумелых действиях изъян, упадок, загрязнений, как не видят они, и в умелых действиях блага от отречения, и того, что, умелые действия, сродни очищению. Но поскольку на самом деле следующий мир существует, то такое воззрение, нет следующего мира, является неправильным воззрением. Поскольку на самом деле следующий мир существует, то такое устремление, нет следующего мира, является неправильным устремлением. Поскольку на самом деле следующий мир существует, то утверждение «нет следующего мира» является неправильной речью. Поскольку на самом деле следующий мир существует, то когда человек говорит «нет следующего мира», он становится оппонентом тех арахантов, которые знают следующий мир. Поскольку на самом деле следующий мир существует, то когда он убеждает другого в том, что нет следующего мира, то это процесс убеждения в неправильной Дхамме. И этом процессе убеждения в неправильной Дхаме он восхваляет себя и унижает других. И те благие привычки, что у него были, отбрасываются, а неблагие привычки проявляются. И это неправильное воззрение, неправильное устремление, неправильная речь, противопоставление себя, арахантам, процесс убеждения в неправильной Дхаме, восхваление себя и унижение других, все эти многочисленные плохие, неумелые действия возникают, имея своим условием неправильное воззрение. Поэтому проницательный человек рассуждает так, если нет следующего мира, то тогда после распада тела, после смерти, этот почтенный человек в безопасности. Но если следующий мир существует, то тогда этот почтенный человек после распада тела, после смерти, переродится в состояние лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Но даже если не говорить о следующем мире, и если б не было правдивых заявлений, о существовании следующего мира, тех почтенных жрецов и отшельников, то этого почтенного человека здесь и сейчас проницательные люди все равно критиковали бы как человека с неблагими привычками и неправильным воззрением. 2. Того, кто придерживается доктрины несуществования. Если же следующий мир в самом деле существует, то этому почтенному человеку не повезло дважды, его здесь и сейчас критикуют проницательные люди, и вместе с этим, после распада тела, после смерти, он переродится в состояние лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. 3. Поэтому если он слабо ухватил, слабо усвоил это учение о безопасном выборе, то это покроет, только, одной не даст возможности, развиться, умелому. 3. Домохозяева, в отношении тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, есть то, что дано, есть то, что предложено, засвидетельствовали самостоятельно этот мир. 4. Следующий, может статься так, что они, избегая этих трех неумелых действий, неблагого телесного поведения, неблагого словесного поведения, неблагого умственного поведения, предпримут и будут практиковать эти три умелых действия, благое телесное поведение, благое словесное поведение, благое умственное поведение. Почему? Потому что эти почтенные жрецы и отшельники видят в этих неумелых действиях изъян, упадок, загрязнений, и видят в умелых действиях благо от отречения, и то, что умелые действия, сродни очищению. Но поскольку на самом деле следующий мир существует, то такое воззрение, есть следующий мир, является правильным воззрением. Поскольку на самом деле следующий мир существует, то такое устремление, есть следующий мир, является правильным устремлением. Поскольку на самом деле следующий мир существует, то утверждение, есть следующий мир, является правильной речью. Поскольку на самом деле следующий мир существует, то когда человек говорит, есть следующий мир, он не становится оппонентом тех арахантов, которые знают следующий мир Поскольку на самом деле следующий мир существует, то когда он убеждает другого в том, что есть следующий мир, то это процесс убеждения в правильной Дхамме И в этом процессе убеждения в правильной Дхамме он не восхваляет себя и не унижает других И те неблагие привычки, что у него были, отбрасываются, а благие привычки проявляются И это правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, непротивопоставление себя, арахантам, процесс убеждения в правильной дхаме, невосхваление себя и не унижение других, все эти многочисленные умелые действия возникают, имея своим условием правильное воззрение. Поэтому проницательный человек рассуждает так, если есть следующий мир, то тогда после распада тела, после смерти, этот почтенный человек переродится в благом уделе, в небесном мире. Но даже если не говорить о следующем мире, и если б не было правдивых заявлений, о существовании следующего мира, тех почтенных жрецов и отшельников, то этого человека здесь и сейчас проницательные люди все равно восхваляли бы как человека с благими привычками и правильным воззрением, того, кто придерживается доктрины существования. Если же следующий мир в самом деле существует, то этому почтенному человеку повезло дважды, его здесь и сейчас восхваляют проницательные люди, и вместе с этим после распада тела, после смерти, он переродится в благом уделе, в небесном мире. Поэтому, если он хорошо ухватил, хорошо усвоил это учение о безопасном выборе, то это покроет оба аспекта, и не даст возможности развиться неумелому. Есть некоторые жрецы и отшельники, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, действуя или побуждая действовать других, калечая или побуждая калечить других, пытая или побуждая пытать других, огорчая или побуждая огорчать других, причиняя боль или побуждая причинять боль другим, наводя ужас или побуждая наводить ужас других, забирая жизнь, забирая то, что не было дано, врываясь в дома, расхищая имущество, совершая кражу, совершая разбой на дорогах, занимаясь прелюбодеянием. говоря ложь, человек не делает зла. Если, железным, диском с острыми краями превратить всех живых существ на этой земле в одну кучу из плоти, одну груду из плоти, то не свершилось бы зла по этой причине, не наступило бы зла. Даже если кто-либо шел бы вдоль правого берега Ганга, убивая и побуждая убивать других, калечивая и побуждая калечить других, пытая и побуждая пытать других, то не свершилось бы зла по этой причине, не наступило бы зла. Даже если кто-либо шел бы вдоль левого берега Ганга, раздавая дары и побуждая раздавать дары других, жертвуя и побуждая жертвовать других, то не свершилось бы благих заслуг по этой причине, не наступило бы заслуг. Благодаря щедрости, самоконтролю, сдержанности, правдивой речи, не свершается заслуг по этой причине, не наступает заслуг. 4. Некоторые жрецы и отшельники, напрямую противоречия этим жрецам и отшельникам, говорят так, действуя или побуждая действовать других, калечая или побуждая калечь других, пытая или побуждая пытать других, огорчая или побуждая огорчать других, причиняя боль или побуждая причинять боль других, наводя ужас или побуждая наводить ужас других, забирая жизнь, забирая то, что не было дано, врываясь в дома, расхищая имущество, совершая кражу, совершая разбой на дорогах, занимаясь прелюбодеянием, говоря ложь, человек совершает зло. Если, железным, диском с острыми краями превратить всех живых существ на этой земле в одну кучу из плоти, одну груду из плоти, то зло свершилось бы по этой причине, наступило бы зло. Если кто-либо шел бы вдоль правого берега Ганга, убивая и побуждая убивать других, калечая и побуждая калечить других, пытая и побуждая пытать других, то зло свершилось бы по этой причине, наступило бы зло. Если кто-либо шел бы вдоль левого берега Ганга, раздавая дары и побуждая раздавать дары других, жертвуя и побуждая жертвовать других, то свершились бы благие заслуги по этой причине, наступили бы заслуги. Благодаря щедрости, самоконтролю, сдержанности, правдивой речи, свершаются заслуги по этой причине, наступают заслуги. Домохозяева, в отношении тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, действуя или побуждая действовать других, калечая или побуждая калечить других, пытая или побуждая пытать других. Человек не свершает зла. Благодаря щедрости, самоконтролю, сдержанности, правдивой речи, не свершается заслуг по этой причине, не наступает заслуг, то может статься так, что они, избегая этих трех умелых действий, благого телесного поведения, благого словесного поведения, благого умственного поведения, примут и будут практиковать эти три неумелых действия, неблагое телесное поведение, неблагое словесное поведение, неблагое умственное поведение. Почему? Потому что эти почтенные жрецы и отшельники не видят в этих неумелых действиях изъян, упадок, загрязнений, как не видят они, и в умелых действиях благо от отречения, и того, что, умелые действия, сродни очищению. Но поскольку на самом деле есть действие, камы, то такое воззрение, нет действия, камы, является неправильным воззрением. Поскольку на самом деле есть действие, то такое устремление, нет действия, является неправильным устремлением. Поскольку на самом деле есть действие, то утверждение «нет действия» является неправильной речью. Поскольку на самом деле есть действие, то когда человек говорит «нет действия», он становится оппонентом тех арахантов, которые учат действию, каммы. Поскольку на самом деле есть действие, то когда он убеждает другого в том, что нет действия, то это – процесс убеждения в неправильной Дхамме. И этом процессе убеждения в неправильной Дхамме он восхваляет себя и унижает других. И те благие привычки, что у него были, отбрасываются, а неблагие привычки проявляются. И это неправильное воззрение, неправильное устремление, неправильная речь, противопоставление себя, арахантам, процесс убеждения в неправильной дхаме, восхваление себя и унижение других, все эти многочисленные плохие, неумелые действия возникают, имея своим условием неправильное воззрение. Поэтому проницательный человек рассуждает так, если нет действия, то тогда после распада тела, после смерти, этот почтенный человек в безопасности. Но если действий, камы, существует, то тогда этот почтенный человек после распада тела, после смерти, переродится в состояние лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Но даже если не говорить о действии, и если б не было правдивых заявлений, о существовании камы, тех почтенных жрецов и отшельников, то этого человека здесь и сейчас проницательные люди все равно критиковали бы как человека с неблагими привычками и неправильным воззрением, того, кто придерживается доктрины несуществования действия. Если же действий в самом деле существует, то этому почтенному человеку не повезло дважды, его здесь и сейчас критикуют проницательные люди, и вместе с этим после распада тела, после смерти, он переродится в состояние лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Поэтому если он слабо ухватил, слабо усвоил это учение о безопасном выборе, то это покроет, только, одной не даст возможности, развиться, умелому. Домохозяева, в отношении тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, действуя или побуждая действовать других, калечая или побуждая калечить других, пытая или побуждая пытать других. Человек свершает зло. Благодаря щедрости, самоконтролю, сдержанности, правдивой речи, свершаются благие заслуги по этой причине, наступают заслуги, то может статься так, что они, избегая этих трех неумелых действий, неблагого телесного поведения, неблагого словесного поведения, неблагого умственного поведения, примут и будут практиковать эти три умелых действия, благое телесное поведение, благое словесное поведение, благое умственное поведение. Почему? Потому что эти почтенные жрецы и отшельники видят в этих неумелых действиях изъян, упадок, загрязнений, и видят в умелых действиях благо от отречения, и то, что умелые действия, сродни очищению. Поскольку на самом деле есть действие, камы, то такое воззрение, есть действие, камы, является правильным воззрением. Поскольку на самом деле есть действие, то такое устремление, есть действие, является правильным устремлением. Поскольку на самом деле есть действие, то утверждение, есть действие, является правильной речью. Поскольку на самом деле есть действие, то когда человек говорит, есть действие, он не становится оппонентом тех арахантов, которые учат действию, камы. Поскольку на самом деле есть действие, то когда он убеждает другого в том, что есть действие, то это, процесс убеждения в правильной Дхаме. И в этом процессе убеждения в правильной Дхаме он не восхваляет себя и не унижает других. И те неблагие привычки, что у него были, отбрасываются, а благие привычки проявляются. И это правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, непротивопоставление себя, арахантам, процесс убеждения в правильной дхаме, невосхваление себя и не унижение других, все эти многочисленные умелые действия возникают, имея своим условием правильное воззрение. Поэтому проницательный человек рассуждает так, если есть действие, то тогда после распада тела, после смерти, этот почтенный человек переродится в благому деле, в небесном мире. Но даже если не говорить о действии, и если б не было правдивых заявлений, о существовании камы, тех почтенных жрецов и отшельников, то этого человека здесь и сейчас проницательные люди все равно восхваляли бы как человека с благими привычками и правильным воззрением, того, кто придерживается доктрины существования действия. Если же действий в самом деле существует, то этому почтенному человеку повезло дважды, его здесь и сейчас восхваляют проницательные люди, и вместе с этим после распада тела, после смерти, он переродится в благому деле, в небесном мире. Поэтому если он хорошо ухватил, хорошо усвоил это учение о безопасном выборе, то это покроет оба аспекта, и не даст возможности развиться неумелому. Есть некоторые жрецы и отшельники, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, нет причинности, нет необходимых условий для загрязнения, умов, существ. Существа загрязняются беспричинно, без необходимого условия. Нет причинности, нет необходимых условий для очищения, умов, существ. Существа очищаются беспричинно, без необходимого условия. Нет силы, нет усилия, не человеческой энергичности, человеческого старания. Все живые существа, всякая жизнь, все живое, все души бессильны, лишены силы, лишены усилия. Будучи подверженными изменениям судьбы, случайностям, и природе, они переживают удовольствие и боль в шести великих классах рождения. 5. Некоторые жрецы и отшельники, напрямую противоречия этим жрецам и отшельникам, говорят так, есть причинность, есть необходимые условия для загрязнения, умов, существ. 6. Существа загрязняются в силу причин, в силу необходимого условия. Есть причинность, есть необходимые условия для очищения, умов, существ. Существа очищаются в силу причин, в силу необходимого условия. Есть сила, есть усилия, есть человеческая энергичность, человеческое старание. Не так оно вовсе, что все живые существа, всякая жизнь, все живое, все души бессильны, лишены силы, лишены усилия, или же, что, будучи подверженными изменениям судьбы, судьбы, случайностям и природе, они переживают удовольствие и боль в шести великих классах рождения. Домохозяева, в отношении тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, нет причинности, нет необходимых условий для загрязнения, умов, существ. Будучи подверженными изменениям судьбы, случайностям и природе, они испытывают удовольствие и боль в шести великих классах рождения, то может статься так, что они, избегая этих трех умелых действий, благотеслить телесного поведения, благого словесного поведения, благого умственного поведения, примут и будут практиковать эти три неумелых действия, неблагое телесное поведение, неблагое словесное поведение, неблагое умственное поведение. Почему? Потому что эти почтенные жрецы и отшельники не видят в этих неумелых действиях изъян, упадок, загрязнений, как не видят они, и в умелых действиях благо от отречения, и того, что, умелые действия, сродни очищению. Но поскольку на самом деле есть причинность, то такое воззрение «нет причинности» является неправильным воззрением. Поскольку на самом деле есть причинность, то такое устремление «нет причинности» является неправильным устремлением. Поскольку на самом деле есть причинность, то утверждение «нет причинности» является неправильной речью. Поскольку на самом деле есть причинность, то когда человек говорит «нет причинности», он становится оппонентом тех арахантов, которые учат причинности. Поскольку на самом деле есть причинность, то когда он убеждает другого в том, что нет причинности, то это – процесс убеждения в неправильной Дхамме. И этом процессе убеждения в неправильной Дхамме он восхваляет себя и унижает других. И те благие привычки, что у него были, отбрасываются, а неблагие привычки проявляются. И это неправильное воззрение, неправильное устремление, неправильная речь, противопоставление себя, арахантам, процесс с убеждения в неправильной дхаме, в исхвалении себя и унижении других, все эти многочисленные плохие, неумелые действия возникают, имея своим условием неправильное воззрение. Поэтому проницательный человек рассуждает так, если нет причинности, то тогда после распада тела, после смерти, этот почтенный человек в безопасности. Но если причинность существует, то тогда этот почтенный человек после распада тела, после смерти, переродится в состояние лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Но даже если не говорить о причинности, и если б не было правдивых заявлений, о существовании причинности, тех почтенных жрецов и отшельников, то этого человека здесь и сейчас проницательные люди все равно критиковали бы как человека с неблагими привычками и неправильным воззрением, того, кто придерживается доктрины беспричинности. Если же причинность в самом деле существует, то этому почтенному человеку не повезло дважды, его здесь и сейчас критикуют проницательные люди, и вместе с этим после распада тела, после смерти, он переродится в состояние лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Поэтому если он слабо ухватил, слабо усвоил это учение о безопасном выборе, то это покроет, только, одной не даст возможности, развиться, умелому. Домохозяева, в отношении тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, есть причинность, есть необходимые условия для загрязнения, умов, существ. Не так оно вовсе, что все живые существа, всякая жизнь, все живое, все души бессильны. То может статься так, что они, избегая этих трех неумелых действий, неблагого телесного поведения, неблагого словесного поведения, неблагого умственного поведения, примут и будут практиковать эти три умелых действия, благое телесное поведение, благое словесное поведение, благое умственное поведение. Почему? Потому что эти почтенные жрецы и отшельники видят в этих неумелых действиях изъян, упадок, загрязнений, и видят, в умелых действиях благо от отречения, и то, что, умелые действия, сродни очищению. Поскольку на самом деле есть причинность, то такое воззрение, есть причинность, является правильным воззрением. Поскольку на самом деле есть причинность, то такое устремление, есть причинность, является правильным устремлением. Поскольку на самом деле есть причинность, то утверждение, «есть причинность» является правильной речью. Поскольку на самом деле есть причинность, то когда человек говорит «есть причинность», он не становится оппонентом тех арахантов, которые учат причинности. Поскольку на самом деле есть причинность, то когда он убеждает другого в том, что есть причинность, то это – процесс убеждения в правильной Дхамме. И в этом процессе убеждения в правильной Дхамме он не восхваляет себя и не унижает других. И те неблагие привычки, что у него были, отбрасываются, а благие привычки проявляются. И это правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, непротивопоставление себя, арахантам, процесс убеждения в правильной дхаме, невосхваление себя и не унижение других, все эти многочисленные умелые действия возникают благодаря правильному воззрению. Поэтому проницательный человек рассуждает так, если есть причинность, то тогда после распада тела, после смерти, этот почтенный человек переродится в благом уделе, в небесном мире. Но даже если не говорить о причинности, и если бы не было правдивых заявлений о существовании причинности тех почтенных жрецов и отшельников, то этого человека здесь и сейчас проницательные люди все равно восхваляли бы как человека с благими привычками и правильным воззрением того, кто придерживается доктрины причинности. Если же причинность в самом деле существует, то этому почтенному человеку повезло дважды, его здесь и сейчас восхваляют проницательные люди, и вместе с этим после распада тела, после смерти, он переродится в благом уделе, в небесном мире. Поэтому если он хорошо ухватил, хорошо усвоил это учение о безопасном выборе, то это покроет оба аспекта, и не даст возможности развиться неумелому. Есть некоторые жрецы и отшельники, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, нет абсолютной бесформенности. Некоторые жрецы и отшельники, напрямую противоречия этим жрецам и отшельникам, говорят так, есть абсолютная бесформенность, Поэтому проницательный человек рассуждает так, что касается утверждения тех почтенных жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, нет абсолютной бесформенности, то я этого не видел. Что касается утверждения тех почтенных жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, есть абсолютная бесформенность, то я этого не познал. Если я, не зная и не видя, принял бы одну из сторон и заявил, только это правда, а остальное ерунда, то это было бы неподобающим для меня. Что касается тех почтенных жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, нет абсолютной бесформенности, то если это их утверждение правдиво, то есть спасительная возможность, что я перерожусь среди созданных из разума божеств мира форм. Что касается тех почтенных жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, есть абсолютная бесформенность, то если это их утверждение правдиво, то есть спасительная возможность, что я перерожусь среди созданных из восприятия божеств бесформенного мира. Вооружение палками и ножами, ссоры, разногласия, полемики, взаимные обвинения, расколы, и лживая речь – все это, как видно, возникает из формы, но не из абсолютной бесформенности. Рассуждая так, он практикует ради устранения очарованности по отношению к формам, ради бесстрастия по отношению к формам, ради прекращения форм. Есть некоторые жрецы и отшельники, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, нет абсолютного прекращения существования. Некоторые жрецы и отшельники, напрямую противоречия этим жрецам и отшельникам, говорят так, есть абсолютное прекращение существования. Поэтому проницательный человек рассуждает так, что касается, утверждения, тех почтенных жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, нет абсолютного прекращения существования. то я этого не видел. Что касается, утверждения, тех почтенных жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, есть абсолютное прекращение существования, то я этого не познал. Если я, не зная и не видя, принял бы одну из сторон и заявил, только это правда, а остальное ерунда, то это было бы неподобающим для меня. Что касается тех почтенных жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, нет абсолютного прекращения существования, то если это их утверждение правдиво, то есть спасительная возможность, что я перерожусь среди созданных из восприятия божеств бесформенного мира. Что касается тех почтенных жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, есть абсолютное прекращение существования, то если это их утверждение правдиво, то есть спасительная возможность, что я достигну нгбана здесь и сейчас. Что касается тех почтенных жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины, имеют такие воззрения, нет абсолютного прекращения существования, то это их воззрение граничит с жаждой, граничит с путами, граничит с пристрастием, граничит с удержанием, граничит с цеплянием. Рассуждая так, он практикует ради устранения очарованности по отношению к существованию, ради бесстрастия по отношению к существованию, ради прекращения существования. Домохозяева, есть четыре типа личности в этом мире. Какие четыре? Бывает так, когда некий человек мучает себя и практикует мучение самого себя. Бывает так, когда некий человек мучает других и практикует мучение других. Бывает так, когда некий человек мучает себя и практикует мучение самого себя, и, вместе с этим, мучает других и практикует мучение других. других. Бывает так, когда некий человек не мучает себя, не практикует мучения самого себя, не мучает других, не практикует мучения других. 6. Когда так было сказано, домохозяева Брахмана и Салы сказали, «Великолепно, мастер Гатама! Великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Мы принимаем прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Гатама помнит нас как мирских последователей, принявших в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь». 1. Именно таким было воззрение древнеиндийского учителя Аджиты Хасакамбалина, согласно ДН 2.2, имеется в виду, что его критиковали бы за любое воззрение, в результате которого человек совершает негативные поступки телом, речью, умом. 3. Примечание переводчика СВ. Судя по всему, здесь речь идет о том, что если человек не верит в послесмертное существование, то, в лучшем случае, это дает ему лишь одно преимущество – сохранность и безопасность, если существования после смерти действительно нет. Что же касается благих умелых качеств, то он их не развивает, поскольку опирается в своих поступках на неправильное воззрение. 4. Именно таким было воззрение древнеиндийского учителя Пурана Кассапы, согласно ДН 2.5, именно таким было воззрение древнеиндийского учителя Макхали Гасалы, согласно ДН 2. Примечание переводчика СВ. Если Аджита отрицал наличие действия, а Пурана – отрицал наличие результата действия, плодокамы, то Макхали, судя по всему, отрицал наличие того и другого. Будда называл его воззрение самым пагубным из всех, видимо, по причине того, что практиковать при таком воззрении попросту бессмысленно, так как невозможно создать причины для очищения ума, как и нет возможности получить очищение в результате прилагаемых усилий и действий. 6. Здесь целиком повторяется большой фрагмент из МН-51, где раскрываются эти четыре типа личностей. Амбалаттхи Крахулова да сутта, совет Рахулио Амбалаттхики. МН-61. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И в то время достопочтенный Рахула, один, проживал в Амбалаттхике. И тогда, вечером, благословенный вышел из медитации и отправился к достопочтенному Рахуле в Амбалаттхику. Достопочтенный Рахула увидел благословенного издали, подготовил для него сидение, выставил воду для мытья ног. Благословенный сел на подготовленное сидение и вымыл свои ноги. Достопочтенный Рахула поклонился ему и сел рядом. Ложь. Затем благословенный оставил немного воды в кувшине и спросил достопочтенного Рахулу, Рахула, видишь это небольшое количество воды, что осталось в кувшине? Да, учитель. Вот настолько же мало, Рахула, отшельничество тех, кто не стыдится произнести намеренную ложь. Затем благословенный выплеснул это небольшое количество воды, что оставалось в кувшине, и спросил достопочтенного Рахулу, Рахула, видишь это небольшое количество воды, что было выплеснуто? Точно так же, Рахула, те, кто не стыдятся произнести намеренную ложь, выплеснули свое отшельничество. Затем Благословенный перевернул кувшин вверх тормашками и спросил достопочтенного Рахулу, Рахула, видишь этот перевернутый вверх тормашками кувшин? Точно так же, Рахула, те, кто не стыдятся произнести намеренную ложь, перевернули свое отшельничество вверх тормашками. Затем Благословенный поставил на место кувшин и спросил достопочтенного Рахулу, видишь этот пустой, полый кувшин? Точно такое же полое и пустое, Рахула, отшельничество тех, кто не стыдится произнести намеренную ложь. Представь, Рахула, огромного царского слона с бивнями, точно длинные дышла колесница, великорослого, чистокровного, привыкшего к битвам. Во время сражения он бы исполнял свои обязанности передними ногами и задними ногами, своей передней частью, своей задней частью, своим лбом и своими ушами, своими бивнями и своим хвостом, но при этом охранял бы свое тело. Тогда его наездник подумал бы, это огромный царский слон с бивнями, точно длинные дышла, но при этом охраняет свое тело. Он еще не готов отдать свою жизнь. Но когда огромный царский слон исполняет во время сражения свои обязанности передними ногами и задними ногами, своей передней частью, своей задней частью, своим лбом и своими ушами, своими бивнями и своим хвостом, а также и своим телом, то тогда его наездник подумает, это огромный царский слон с бивнями, точно длинные дышла, а также и своим телом. Он уже готов отдать свою жизнь. Нет ничего, что этот огромный царский слон не смог бы сделать. Точно так же, Рахула, когда человек не стыдится сказать намеренную ложь, то, я говорю тебе, нет такого зла, которого бы он не смог сделать. Поэтому, Рахула, вот как ты должен тренироваться, я не произнесу неправды даже в шутку. Рассмотрение. Телесный поступок. Как ты думаешь, Рахула, для чего нужно зеркало? Для рассмотрения, учитель. Точно так же, Рахула, поступок телом следует совершать после частого рассмотрения. Поступок речью следует совершать после частого рассмотрения. Поступок умом следует совершать после частого рассмотрения. Рахула, когда ты хочешь совершить поступок телом, ты должен рассмотреть этот самый телесный поступок так, приведет ли этот поступок, который я хочу совершить телом, к моей болезненности, болезненности других, болезненности обоих? Является ли он мне благим телесным поступком с болезненными последствиями, с болезненными результатами? Если, когда ты рассматриваешь, так, ты знаешь, этот поступок, который я хочу совершить телом, приведет к моей болезненности других, обоих, он является неблагим телесным поступком с болезненными последствиями, с болезненными результатами, то тогда ты однозначно не должен совершать такого поступка телом. Но если, когда ты рассматриваешь, так, ты знаешь, этот поступок, который я хочу совершить телом, не приведет к моей болезненности других, обоих, он является благим телесным поступком с приятными последствиями, с приятными результатами, то тогда ты можешь совершить такой поступок телом. Также, Рахула, когда ты, уже, совершаешь поступок телом, ты должен рассмотреть этот самый телесный поступок так, приведет ли этот поступок, который я совершаю телом, к моей болезненности, болезненности других, болезненности обоих? Является ли он неблагим телесным поступком с болезненными последствиями, с болезненными результатами? Если, когда ты рассматриваешь, так, ты знаешь, этот поступок, который я хочу совершить телом, приведет к моей болезненности других, обоих, он является неблагим, то тогда ты должен установить такой телесный поступок. Но если, когда ты рассматриваешь, так, ты знаешь, этот поступок, который я хочу совершить телом, не приведет к моей болезненности, он является благим, то тогда ты можешь продолжать такой телесный поступок. Также, Рахула, когда ты совершил поступок телом, ты должен рассмотреть этот самый телесный поступок так, привел ли этот поступок, который я совершил телом, к моей болезненности, болезненности других, болезненности обоих. Был ли он неблагим телесным поступком с болезненными последствиями, с болезненными результатами? Если, когда ты рассматриваешь, так, ты знаешь, этот поступок, который я совершил телом, привел к моей болезненности, других, обоих, он был неблагим, то тогда тебе следует сознаться в таком телесном поступке, раскрыть его, выставить его учителю или своим мудрым товарищем по святой жизни. Сознавшись, раскрыв его, выставив его, тебе следует предпринять держенность в будущем. Но если, когда ты рассматриваешь, так, ты знаешь, этот поступок, который я совершил телом, не привел к моей болезненности, он является благим, то тогда ты можешь пребывать счастливым и радостным, тренируясь день и ночь в благих состояниях, ума. Словесный поступок Рахула Когда ты хочешь совершить поступок речью, ты должен рассмотреть этот самый словесный поступок так, приведет ли этот поступок, который я хочу совершить речью, к моей болезненности, болезненности других, болезненности обоих, два, тренируясь день и ночь в благих состояниях, ума. Умственный поступок Рахула Когда ты хочешь совершить поступок умом, ты должен рассмотреть этот самый умственный поступок так, приведет ли этот поступок, который я хочу совершить умом, к моей болезненности, болезненности других, болезненности обоих. 3. Если, когда ты рассматриваешь, так, ты знаешь, этот поступок, который я совершил умом, привел к моей болезненности, других, обоих, он был неблагим, то тогда тебе следует испытать отторжение, унижение, отвращение к этому умственному поступку. Испытав к этому умственному поступку отторжение, унижение, отвращение, тебе следует предпринять держенность в будущем. Но если, когда ты рассматриваешь, так, ты знаешь, этот поступок, который я совершил умом, не привел к моей болезненности, он является благим, то тогда ты можешь пребывать счастливым и радостным, тренируясь день и ночь в благих состояниях, ума. Рахула Любые жрецы и отшельники в прошлом, которые очищали свои телесные поступки, свои словесные поступки, свои умственные поступки, все они делали так посредством частого рассмотрения подобным образом. Любые жрецы и отшельники в будущем, которые будут очищать свои телесные поступки, свои словесные поступки, свои умственные поступки, все они делают так посредством частого рассмотрения подобным образом. Любые жрецы и отшельники в настоящем, которые очищают свои телесные поступки, свои словесные поступки, свои умственные поступки, все они делают так посредством частого рассмотрения подобным образом. Поэтому, Рахула, вот как вы должны тренироваться, мы будем очищать наши телесные поступки, наши словесные поступки, наши умственные поступки посредством частого рассмотрения подобным образом. Так сказал Благословенный. Достопочтенный Рахула был доволен и восхитился словами Благословенного. Один, Рахула был единственным сыном Бодхисатты Сиддхаттхи Гатамы. Он родился в ту ночь, когда Бодхисатта покинул дворец в поисках просветления. В возрасте семи лет Рахула получил младшее монашеское посвящение от достопочтенного сурепуты. Будда объявил Рахулу самым выдающимся монахом среди всех, кто горит желанием заниматься монашеской практикой. Согласно комментарию, данная сутта была дана Рахуле как раз в возрасте семи лет, вскоре после того, как он получил младшее посвящение и в монахе. Достижение мараханства упоминается в МН-147. Примечание переводчика СВ – это сутта упомянута на одном из наскальных диктов царя Ашоке, датируемых три веком до н.э. Фраза на камне гласит «Наставление, произнесенное господином Будды Рахули на тему лжи». Два, как выше с телесным поступком. Три, как выше с телесным поступком. Однако в последней части текста есть изменения. В совершенном умственном поступке не нужно сознаваться другим монахам или учителю, но нужно испытать отторжение, унижение, отвращение к этому поступку. МАХА РАХУЛОВА ДА СУТТА – БОЛЬШАЯ ЛЕКЦИЯ ДЛЯ РАХУЛЫ МН-62 «Так я слышал, один. Однажды Благословенный проживал в Саваттхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в Саваттхе за подаяниями. Достопочтенный Рахула также оделся, взял чашу и верхние одеяния, и последовал за Благословенным. Затем Благословенный оглянулся, два, и обратился к Достопочтенному Рахуле так, «Рахула – любой вид материальной формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую материальную форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Только материальную форму – Благословенный, только материальную форму – Счастливый, материальную форму – Рахула, а также чувство, восприятие, формации, ума и сознание». И тогда Достопочтенный Рахула подумал так, разве кто-нибудь пошел бы в город за подаяниями сегодня, когда ему лично дал наставление Благословенный? Тогда он развернулся и сел у подножья дерева, скрестив ноги, держа тело выпрямленным, установив осознанность впереди. Достопочтенный Сарипута увидел его сидящим там и обратился к нему, Рахула, развивая осознанность к дыханию. Когда осознанность к дыханию развита и возвращена, это приносит великий плод и великое благо. Затем, вечером, Достопочтенный Рахула вышел из медитации и отправился к Благословенному. Поклонившись ему, он сел рядом и спросил Благословенного, учитель, каким образом осознанность к дыханию развита и возвращена, так что это приносит великий плод и великое благо. Элементы Свердевшим, удерживаемое цеплянием, это называется внутренним элементом Земли. И внутренние и внешние элементы Земли, это просто лишь элемент Земли. И его следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Когда кто-либо видит его в соответствии с действительностью правильной мудростью, то он становится разочарованным по отношению к элементу Земли и делает ум беспристрастным по отношению к элементу Земли. Рахула, и что такое элемент воды? Элемент воды может быть либо внутренним, либо внешним. И что такое внутренний элемент воды? Все внутренние, принадлежащие себе, являющиеся жидким и водянистым, удерживаемое цепляние, то есть, желчь, мокрота, гной, кровь, пот, жир, слезы, кожное масло, слюна, слизь, суставная жидкость, моча, или что-либо иное внутреннее, принадлежащее себе, являющееся жидким, водянистым, удерживаемое цеплянием, это называется внутренним элементом воды. И внутренние и внешние элементы воды – это просто лишь элемент воды. И его следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью. Это не моё, я не таков, это не моё я. Когда кто-либо видит в соответствии с действительностью правильной мудростью, то он становится разочарованным по отношению к элементу воды и делает ум беспристрастным по отношению к элементу воды. Рахула, и что такое элемент огня? Элемент огня может быть либо внутренним, либо внешним. И что такое внутренний элемент огня? Все внутреннее, принадлежащее себе, являющееся горячим и жгучим, удерживаемое цеплянием, то есть все то, за счет чего кто-либо согревается, стареет, все употребленное, и то, за счет чего выпитый, съеденный, употребленный, распробованное и полностью переваривается, или что-либо иное внутреннее, принадлежащее себе, являющееся горячим и жгучим, удерживаемое цеплянием, это называется внутренним элементом огня. И внутренние и внешние элементы огня, это просто лишь элемент огня. И его следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью, это не мое, я не таков, это не мое я. Когда кто-либо рассматривает его в соответствии с действительностью правильной мудростью, то он становится разочарованным по отношению к элементу огня и делает ум беспристрастным по отношению к элементу огня. Рахула. И что такое элемент воздуха? Элемент воздуха может быть либо внутренним, либо внешним. И что такое внутренний элемент воздуха? Все внутренние, принадлежащие себе, являющиеся воздушным и ветреным, удерживаемые цеплянием, то есть, восходящие ветры, нисходящие ветры, ветры в желудке, ветры в кишечнике, ветры, идущие по всем членам тела, вдохе и выдохе, или что-либо иное внутреннее, принадлежащие себе, являющиеся воздушным и ветреным, удерживаемые цеплянием, это называется внутренним элементом воздуха. И внутренние и внешние элементы воздуха – это просто лишь элемент воздуха. И его следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Когда кто-либо рассматривает его в соответствии с действительностью правильной мудростью, то он становится разочарованным по отношению к элементу воздуха и делает ум беспристрастным по отношению к элементу воздуха. И что такое элемент пространства? Элемент пространства может быть либо внутренним, либо внешним. И что такое внутренний элемент пространства? Все внутреннее, принадлежащее себе, являющееся пространным и пространственным, удерживаемое цеплянием, то есть, ушные отверстия, ноздри, ротовая полость, и та полость, куда проглатывается съеденный, выпитый, употребленный, распробованный, и та полость, где она накапливается, и та полость, снизу, откуда все это выходит, или что-либо иное внутреннее, принадлежащее себе, являющееся пространным и пространственным, удерживаемое цеплянием, это называется внутренним элементом пространства. И внутренние и внешние элементы пространства – это просто лишь элемент пространства. И его следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Когда кто-либо рассматривает его в соответствии с действительностью правильной мудростью, то он становится разочарованным по отношению к элементу пространства и делает ум беспристрастным по отношению к элементу пространства. Беспристрастность. Рахула, развивай медитацию подобно Земле. Когда ты развиваешь медитацию подобно Земле, возникшие приятные и неприятные контакты не будут наводнять твой ум и оставаться, пребывать в нем. Подобно тому, как люди выбрасывают на Землю чистые и грязные вещи, фекалии, мочу, плевки, гной, и кровь, и земля не чувствуют отторжения, унижения, отвращения из-за этого, то точно так же, Рахула, развивай медитацию подобно Земле. Когда ты развиваешь медитацию подобно Земле, возникшие приятные и неприятные контакты не будут наводнять твой ум и оставаться, пребывать в нем. Рахула, развивай медитацию подобно воде. Когда ты развиваешь медитацию подобно воде, возникшие приятные и неприятные контакты не будут наводнять твой ум и оставаться, пребывать в нем. Подобно тому, как люди отмывают чистые и грязные вещи, фекалии, мочу, плевки, гной, и кровь, и вода не чувствует отторжения, унижения, отвращения из-за этого, то точно так же, Рахула, развивай медитацию подобно воде. Когда ты развиваешь медитацию подобно воде, возникшие приятные и неприятные контакты не будут наводнять твой ум и оставаться, пребывать в нем. Рахула, развивай медитацию подобно огню. Когда ты развиваешь медитацию подобно огню, возникшие приятные и неприятные контакты не будут наводнять твой ум и оставаться, пребывать в нем. Подобно тому, как люди сжигают чистые и грязные вещи, фекалии, мочу, плевки, гной, и кровь, и огонь не чувствуют отторжения, унижения, отвращения из-за этого, то точно так же, Рахула, развивай медитацию подобно огню. Когда ты развиваешь медитацию подобно огню, возникшие приятные и неприятные контакты не будут наводнять твой ум и оставаться, пребывать в нем. Рахула, развивай медитацию подобно воздуху. Когда ты развиваешь медитацию подобно воздуху, возникшие приятные и неприятные контакты не будут наводнять твой ум и оставаться, пребывать в нем. Подобно тому, как люди дуют на чистые и грязные вещи, фекалии, мочу, плевки, гной, и кровь, и воздух не чувствует отторжения, унижения, отвращения из-за этого, то точно так же, Рахула, развивай медитацию подобно воздуху. Когда ты развиваешь медитацию подобно воздуху, возникшие приятные и неприятные контакты не будут наводнять твой ум и оставаться, пребывать в нем. Рахула, развивай медитацию подобно пространству. Когда ты развиваешь медитацию подобно пространству, возникшие приятные и неприятные контакты не будут наводнять твой ум и оставаться, пребывать в нем. Подобно тому, как пространство нигде не утверждено, точно так же, Рахула, развивай медитацию подобно пространству. Когда ты развиваешь медитацию подобно пространству, возникшие приятные и неприятные контакты не будут наводнять твой ум и оставаться, пребывать в нем. Различные виды медитаций. Рахула, развивай медитацию на доброжелательности. Когда ты развиваешь медитацию на доброжелательности, любая недоброжелательность будет отброшена. Рахула, развивай медитацию на сострадании. Когда ты развиваешь медитацию на сострадании, любая жестокость будет отброшена. Рахула, развивай медитацию на сорадовании. Когда ты развиваешь медитацию на сорадовании, любое недовольство будет отброшено. Рахула, развивай медитацию на невозмутимости. Когда ты развиваешь медитацию на невозмутимости, любое отторжение будет отброшено. Рахула, развивай медитацию на восприятие непостоянства. Когда ты развиваешь медитацию на восприятие непостоянства, само мнение я будет отброшено. 5. Рахула, развивай медитацию на осознанность и к дыханию. Когда осознанность к дыханию развита и возвращена, это приносит великий плод и великое благо. И каким образом осознанность к дыханию развита и возвращена, так что это приносит великий плод и великое благо? Вот, Рахула, уйдя в лес, к подножию дерева, или в пустом жилище, монах садится. Скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность впереди. Будучи постоянно осознанным, он выдыхает. Будучи постоянно осознанным, он выдыхает. Делая долгий вдох, он знает, я делаю долгий вдох, или, делая долгий выдох, он знает, я делаю долгий выдох. Делая короткий вдох, он знает, я делаю короткий вдох, или, делая короткий выдох, он знает, я делаю короткий выдох. Он тренируется так, ощущая все тело. Я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая все тело. Я буду выдыхать. Он тренируется так, успокаивая телесную формацию. Я буду выдыхать. Он тренируется так, успокаивая телесную формацию. Я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая восторг. Я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая восторг. Я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая удовольствие. Я буду вдыхать. Он тренируется так, ощущая удовольствие, я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая умственную формацию, я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая ум, я буду выдыхать. Он Он тренируется так, рада, ум, я буду выдыхать. Он тренируется так, созерцая угасание, я буду выдыхать. Рахула, вот так осознанность к дыханию развитая взращена, так что это приносит великий плод и великое благо. Когда осознанность к дыханию развита и возвращена таким образом, то даже последние вдохи и выдохи будут узнанными по мере того, как они прекращаются, а не неузнанными, шесть. Так сказал Благословенный. Достопочтенный Рахула был доволен и восхитился словами Благословенного. Один, согласно комментарию, эта сутта была произнесена для Рахулы, когда ему было восемнадцать лет, чтобы устранить его желание к ведению домохозяйской жизни. Два, согласно комментарию, когда Рахула шел вслед за Буддой, он отметил с восхищением физическую красоту Будды и подумал, что у него и у самого подобная внешность, думая, я красив так же, как и мой отец. Форма Будды красива, и моя тоже. Будда прочел мысли Рахулы и решил тут же наставить его, чтобы подобные порочные мысли не привели к возможным будущим проблемам. Три, согласно комментарию, Сарипутта не знал о том, что Будда уже дал Рахуле тему для созерцания. Он подумал, что Рахула практикует осознанность к дыханию, а на панасате. Четыре, согласно комментарию, Будда не дает разъяснений на тему осознанности к дыханию, но объясняет медитацию на четырех элементах, чтобы тот устранил привязанность телу, которая все еще не была устранена, когда он дал ему краткое наставление о безличности. Пять, примечание переводчика СВ, стоит отметить, что Будда призывает Рахулу практиковать самые разные виды медитаций для устранения конкретных загрязнений. Подобная идея идет вразрез с комментаторским трудом V века Висутхимагой, где говорится о том, что нужно выбрать только один объект для медитации и практиковать его до упора, то есть до самого конца пути, не уделяя внимания медитациями на других объектах. Основываясь на этой поздней комментаторской идее, многие современные практикующие пытаются практиковать только один единственный вид медитации, например, осознанность к дыханию. Однако, как мы видим в сутте, напрямую просьбу Рахула обучить его медитации на осознанности к дыханию, Будда отвечает ему перечислением целого ряда медитативных созерцаний, поясняя для каких целей нужно их развивать, и уже только после этого дает наставление в том числе и по осознанности к дыханию. Шесть, то есть, тот, кто практикует медитацию, умирает в успокоении, с осознанностью и бдительностью. Чула Малунгья Сутта – Малая лекция для Малунгья Путты МН 63 Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. И тогда, по мере того, как достопочтенный Малунгья Путта пребывал уединенным в медитации, такая мысль возникла в его уме. Эти спекулятивные воззрения остались непроясненными Благословенным, то есть, мир вечен или мир не вечен, мир ограничен или мир безграничен, душа и тело – это одно и то же или душа. душа – это одно, а тело – иное. Тадхагата существует после смерти, Тадхагата не существует после смерти, Тадхагата и существует и не существует после смерти, Тадхагата не существует, и не существует после смерти. Благословенный не прояснил мне их, и я не одобряю, не принимаю того факта, что он не прояснил мне их. Почему бы мне не отправиться к благословенному и не спросить его о значении этого? Если он прояснит мне вечный мир или не вечный, то Татхагата не существует, не не существует после смерти, то тогда я буду вести святую жизнь под его учительством. Если он не прояснит мне их, то я оставлю монашескую тренировку и вернусь к низшей жизни, домохозяина. И тогда, вечером, достопочтенный Малунг-Япута вышел из медитации и отправился к благословенному. Поклонившись ему, он сел рядом и сказал ему, «Учитель, по мере того, как я пребывал уединенным, вернусь к низшей жизни, домохозяина. Если благословенный знает, что мир вечен, то пусть благословенный прояснит мне, что мир вечен. Если благословенный знает, что мир не вечен, пусть благословенный прояснит мне, что мир не вечен. Если благословенный не знает, вечен ли мир или не вечен, то тогда прямым ответом того, кто не знает и не видит, будет такой, я не знаю, я не вижу. Если благословенный знает, что мир ограничен, Татхагата не существует, ни не существует после смерти, то пусть благословенный прояснит мне. Если благословенный не знает, что Татхагата и существует, и не существует после смерти, или же что Татхагата не существует, ни не существует после смерти, то тогда прямым ответом того, кто не знает и не видит, будет такой, я не знаю, я не вижу. Молунгьяпута, разве я когда-либо говорил тебе, ну же, Молунгьяпута, веди святую жизнь под моим учительством, и я проясню для тебя, мир вечен, или Татхагата не существует, ни не существует после смерти? Нет, учитель. Если так, глупо ты человек, кем же ты являешься и что ты отбрасываешь? Если кто-либо скажет так, я не буду вести святую жизнь под учительством, благословенного, пока он не прояснит мне вечен ли мир или не вечен. Татхагата не существует, не не существует после смерти, то все равно это останется непроясненным Татхагатой, тогда как это человек уже скончается один. Пример с ядовитой стрелой представь, Молунг-Япута, как если бы человека ранили стрелой, густо смазанным и ядом, и его друзья и товарищи, его родственники и родня, привели бы хирурга, чтобы излечить его. Человек бы сказал, я не позволю хирургу вытащить эту стрелу до тех пор, пока не узнаю, был ли это человек, который ранил меня, знатным или брахманом, купцом или рабочим. И он бы сказал, я не позволю хирургу вытащить эту стрелу до тех пор, пока не узнаю имя и клан человека, который ранил меня, пока не узнаю был ли человек, который ранил меня, высоким, низкорослым, или среднего роста, с кожей, темного цвета, коричневого, золотистого, живет в такой-то деревне или городе. Лук, из которого он меня ранил, был длинным луком или арбалетом? Тетива, которая ранила меня, была из волокна, или из тростника, или из пеньки, или из коры? Стрела, которая ранила меня, была грубой или обработанной? Какими были перья стрелы, которая ранила меня? Грифа, цапли, ястреба, павлина, аиста? каким видом сухожилия была укреплена стрела, быка, буйвола, оленя, обезьяны, какой тип наконечника ранил меня, шипами, обоюдоострый, изогнутый, с зазубринами, формы зуботеленка, или формы ланцета. Все это все еще оставалось бы непознанным тем человеком, когда он бы уже скончался. Точно так же, Малунг-Япута, если кто-либо скажет так, я не буду вести святую жизнь, пока он не прояснит мне вечен ли мир или не вечен, то все равно это останется непроясненным Татхагатой, тогда как этот человек уже скончается. Малунг-Япута, если есть воззрение, мир вечен, то невозможно вести святую жизнь. Если есть воззрение, мир не вечен, то невозможно вести святую жизнь. Вне зависимости от того, есть ли воззрение, мир вечен или мир не вечен, все равно, есть рождение, есть старение, есть смерть, есть печаль, стенание, боль, горе и отчаяние, уничтожение которых я предписываю здесь и сейчас. Сейчас. Если есть воззрение, мир ограничен. Если есть воззрение, Татхагата не существует, ни не существует после смерти, то невозможно вести святую жизнь, 2. Все равно, есть рождение, есть старение, есть смерть, есть печаль, стенание, боль, горе и отчаяние, уничтожение которых я предписываю здесь и сейчас. Поэтому, молунг япыта, запомни то, что я оставил непроясненным как непроясненные, и запомни то, что я прояснил как проясненные. И что я оставил непроясненным? Мир вечен, это, я оставил непроясненным. Мир не вечен, это я оставил непроясненным. Татхагата не существует, ни не существует после смерти, это я оставил непроясненным. И почему я оставил это непроясненным? Потому что это не полезно, не относится к основам святой жизни, не ведет к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Вот почему я оставил это непроясненным. И что я прояснил? Это – страдание, это – я прояснил. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания, это – я прояснил. Поэтому, Малунг-Япута, запомни то, что я оставил непроясненным как непроясненный, и запомни то, что я прояснил как проясненный. Так сказал Благословенный. Достопочтенный Малунг Япута был доволен и восхитился словами благословенного. 3.1. Примечание переводчика С.В. Имеется в виду, что если бы Будда стал разъяснять все эти вещи подробно, то человеку не хватило бы жизни, чтобы выслушать и понять сказанное. Однако стоит отметить, что в других суттах канона есть намек на то, что эти воззрения не разъясняются совсем по другой причине, а именно потому, что в основе этих утверждений лежит мнение о существовании Я, особенно это касается последних четырех вопросов от Адхагати, где ошибочное утверждение заложено уже в самом вопросе, поэтому правильного ответа нельзя дать в принципе. Смотри, например, СН-41-3, а также СН-44-2. 2. Примечание переводчика С.В. Достопочтенный Бодхи не дает пояснений насчет данного утверждения, однако комментарий к ряду сутца Ньютоника и объясняет, почему нет жития святой жизнью, если вернуть те или иные из этих воззрений. Например, смотри сноску к СН-12-35, а также СН-44, которая содержит ряд сутт на эту тематику. 3. В СН-35-95 приводится краткая история о том, как Малунг-Япутта достиг араханства. Маха Малунг-Япутта – большая лекция для Малунг-Япутты. МН-64. Содержание – пять нижних сансарных оков. Единственный способ уничтожения пяти нижних оков. Четыре джханы. Три бесформенные сферы. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, монахи. Да, учитель, отвечали монахи. Благословенный сказал, монахи, помните ли вы пять нижних оков, которым я вас учил? Когда так было сказано, достопочтенный Малунг-Япутта ответил, «Учитель, я помню пять нижних оков, которым учил Благословенный, один. Но, Малунг-Япутта, как именно ты запомнил пять нижних оков, которым я учил? Учитель, я помню, что воззрение «я» – это нижняя окова, которой учил Благословенный. Я помню, что сомнение – это нижняя окова, которой учил Благословенный. Я помню, что цепляние за правила и предписания – это нижняя окова, которой учил Благословенный. Я помню, что чувственное желание – это нижняя окова, которой учил Благословенный. Я помню, что недоброжелательность – это нижняя окова, которой учил Благословенный. Вот так я запомнил, учитель, эти пять нижних оков, которым учил Благословенный. Молунг-Япута, кого же я так учил этим пяти нижним оковам? 2. Неужто странники приверженств других учений не смогли бы указать на твою ошибку, приведя в пример младенца? Ведь у лежащего младенца нет даже представления о личности, так как же у него может возникнуть воззрение о яд? Но все же скрытая склонность к воззрению о яд есть у него. 3. У лежащего младенца нет даже представления об учениях. 4. Так как же у него может возникнуть сомнение в отношении учений? Но все же скрытая склонность к сомнению есть у него. 5. У лежащего младенца нет даже представления о правилах, так как же у него может возникнуть цепляние к правилам и предписаниям? Но все же скрытая склонность к цеплянию к правилам и предписаниям есть у него. У лежащего младенца нет даже представления о чувственных удовольствиях, так как же у него может возникнуть чувственные желания, но все же скрытая склонность к чувственной жажде есть у него. У лежащего младенца нет даже представления о существах, так как же у него может возникнуть недоброжелательность по отношению к существам? Но все же скрытая склонность к недоброжелательности есть у него. Неужто странники приверженств других учений не смогли бы указать на твою ошибку, приведя в пример младенца? Тогда достопочтенный Ананда сказал, «Сейчас подходящий момент, благословенный, сейчас подходящий момент, высочайший, чтобы благословенный пояснил нам пять нижних оков». Услышав это из уст благословенного, монахи запомнят это. Тогда слушай внимательно, Ананда, то, о чем я буду говорить? «Да, учитель», — ответил достопочтенный Ананда. Благословенный сказал следующий, «Вот, Ананда, необученный заурядный человек, который не уважает благородных, который не умел и не обученный в их дхаме, который не уважает чистых людей, который не умел и не обученный в их дхаме, пребывает с умом, охваченным и порабощенным воззрением о я. Он не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшего воззрения о я, и когда это воззрение я стало привычным и неустраненным в нем, то тогда это является нижней оковой. Он пребывает с умом, охваченным и порабощенным сомнением, цеплянием за правила и предписания, чувственным желанием, недоброжелательностью. Он не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей недоброжелательности, и когда эта недоброжелательность стала привычной и неустраненной в нем, то тогда это является нижней оковой. Хорошо обученный ученик благородных, тот, кто уважает благородных, и кто умелый обученный в Вихдхаме, который уважает чистых людей, умелый обученный в Вихдхаме, не пребывает с умом, охваченным и порабощенным воззрением Ая. Он понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшего воззрения Ая, и воззрения Ая вместе со скрытой склонностью к нему отброшены в нем. 5. Он не пребывает с умом, охваченным и порабощенным сомнением, цеплянием за правила и предписания, чувственным желанием, недоброжелательностью. Он понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей недоброжелательности, и недоброжелательность вместе со скрытой склонностью к ней отброшены в нем. 6. Существует путь, Ананда, дорога к отбрасыванию пяти нижних оков. Не может быть такого, чтобы кто-либо, не опираясь на этот путь, на эту дорогу, мог бы знать или видеть или отбросить пять нижних оков. 6. Подобно тому, как у могучего дерева есть сердцевина, и не может быть такого, чтобы кто-либо смог врезать сердцевину, не разрезав кору и заболонь, то точно так же, существует путь, дорога к отбрасыванию пяти нижних оков, и не может быть такого, чтобы кто-либо, не опираясь на этот путь, на эту дорогу, мог бы знать или видеть или отбросить пять нижних оков. Существует путь, Ананда, дорога к отбросыванию пяти нижних оков. Есть возможность, что кто-то, опираясь на этот путь, на эту дорогу, мог бы знать и видеть и отбросить пять нижних оков. Подобно тому, как у могучего дерева есть сердцевина, и есть возможность, что кто-то мог бы вырезать сердцевину, разрезав кору и заболонь, то точно так же, существует путь, дорога к отбросыванию пяти нижних оков, и есть возможность, что кто-то, опираясь на этот путь, на эту дорогу, мог бы знать и видеть и отбросить пять нижних оков. Ананда, представь, как если бы река Ганг была наводнена водой до самых краев, так чтобы, даже, ворона могла, с легкостью, отпить из нее. И пришел бы немощный человек и подумал бы, помогая себе руками, я переплыву это течение и благополучно доберусь до того берега этой реки Ганг. Но, все же, он не смог бы благополучно перебраться. Точно так же, когда некоего человека обучают Дхамме ради прекращения личности, его ум не входит в это, не обретает доверия, устойчивости, решимости. В этом случае его можно считать таким же, как тот немощный человек. Ананда, представь, как если бы река Ганг была наводнена водой до самых краев, так чтобы, даже, ворона могла, с легкостью, отпить из нее. И пришел бы сильный человек и подумал бы, помогая себе руками, я переплыву это течение и благополучно доберусь до того берега этой реки Ганг, и он смог бы благополучно перебраться. Точно так же, когда некоего человека обучают Дхамме ради прекращения личности, его ум входит в это, обретает доверие, устойчивость, решимость в этом случае его можно считать таким же, как тот сильный человек. И каков, ананда, путь, дорога к отбрасыванию пяти нижних оков? Вот с уединением от обретений, составлением неблагих состояний, ума, с полным успокоением телесной вялости, будучи полностью отреченным от чувственных удовольствий, отреченным от неблагих состояний, монах входит и пребывает в первой джхане, восторг и удовольствие, рожденные этим, оставлением сопровождаются направлением ума, на объект медитации, и удержанием ума, на этом объекте. И какими бы здесь ни существовали материальная форма, чувства, восприятие, формации, сознание, он видит все эти состояния как непостоянные, как страдания, как недуг, как опухоль, как шип, как бедствие, как болезненность, как чужое, как распадающееся, как пустое, как безличностное. Он отводит ум от этих состояний и направляет его к бессмертному элементу так, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех привязанностей, уничтожение жажды, бесстрастия, прекращение, неббана. Если он устойчив в этом, он достигает, полного, уничтожения пятен, загрязнение ума. Но если он не достигает, полного, уничтожения пятен, загрязнение ума, то из-за этого желания к Дхамме, из-за этого наслаждения Дхаммой, 7, с уничтожением пяти нижних оков он становится тем, кто спонтанно переродится, в чистых обителях, и обретет там окончательную неббану, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот. Таков путь, дорога к обрасыванию пяти нижних оков. Затем, с успокоением направления и удержания ума, он входит и пребывает во второй джхане, третьей джхане, четвертой джхане. И какими бы здесь ни существовали материальная форма, чувства, восприятие, формации, сознание, он видит все эти состояния как непостоянные, как страдания, как недуг, как опухоль, как шип, как бедствие, как болезненность, как чужое, как распадающееся, как пустое, как безличностное. Он отводит ум от этих состояний и направляет его к бессмертному элементу. Таков путь, дорога к обрасыванию пяти нижних оков. Затем, с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. И какими бы здесь ни существовали чувства, восприятие, формации, сознание, он видит все эти состояния непостоянными, видит их как страдания, как недуг, направляет его к бессмертному элементу. Таков путь, дорога к обрасыванию пяти нижних оков. Затем, с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного сознания. И какими бы здесь ни существовали чувства, восприятие, формации, сознание, он видит все эти состояния непостоянными, видит их как страдания, как недуг, направляет его к бессмертному элементу. Таков путь, дорога к обрасыванию пяти нижних оков. Затем, с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, монах входит и пребывает в сфере отсутствия всего. И какими бы здесь ни существовали чувства, восприятие, формации, сознание, он видит все эти состояния как непостоянные, как страдания, как недуг, как опухоль, как шип, как бедствия, как болезненность, как чужое, как распадающееся, как пустое, как безличностное. Он отводит ум от этих состояний и направляет его к бессмертному элементу. Так, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех привязанностей, уничтожение жажды, бесстрастия, прекращение, неббана. Если он устойчив в этом, он достигает полного уничтожения пятен, загрязнения ума. Но если он не достигает полного уничтожения пятен, загрязнения ума, то из-за этого желания к Дхамме, из-за этого наслаждения Дхаммой с уничтожением пяти нижних оков он становится тем, кто спонтанно переродится в чистых обителях и обретет там окончательную неббану, никогда более не возвращаясь из того мира обратно в этот. Таков путь – дорога к отбросыванию пяти нижних оков. Учитель, если таков путь, такова дорога к отбросыванию пяти нижних оков, то почему некоторые монахи, как говорят, обретают освобождение ума, а другие, как говорят, освобождение мудростью? Ананда, я говорю, что это из-за различий в их качествах, 8, так сказал благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами благословенного. 1, пять нижних оков устраняются на уровне невозвращающегося. 2, хотя об этом не сказано в самой сути, причина критики Молунг-Япута заключалась в том, что он полагал, будто человек подвержен оковам только в тот момент, когда они проявляются, но в другое время он якобы их не имеет. Будда критикует его за такое воззрение и исправляет ошибку. 3, скрытая склонность, Анусая. В комментариях сказано, что загрязнение ума можно выделить на трех уровнях. Самый глубокий, Анусая. Здесь они находятся в виде непроявленной предрасположенности ума. Следующий уровень, Париютхана. Здесь они задействуются, охватывают и порабощают ум. И, наконец, самый поверхностный уровень, Витикама. Здесь они провоцируют неблагие телесные и словесные поступки. Суть критики Будды заключается в том, что даже если оковы неактивны и не проявлены в уме, все равно они существуют на самом глубоком уровне, Анусая, вплоть до того момента, пока не будут уничтожены сверхмирским путем практики. 4, примечание переводчика С.В., Тхамы, множественное число. Можно также трактовать в более широком смысле как вещь или феномен. Также можно это объяснить, как сомнение в отношении того, какие качества, Тхамы, являются благими, а какие, неблагими. Именно так объясняется сомнение в ряде сутт. 5, воззрение и скрытая склонность к воззрению, оба относятся к одной и той же окове, воззрение Я. Здесь имеется в виду, что устраняется сама эта окова. 6, примечание переводчика С.В., имеется в виду, что невозможно, не пройдя этим путем, достичь уровня невозвращающегося, и уж тем более, уровня Араханта. 7, Тхамарагина, Тхамманандия. Согласно комментарию, это означает жажду и привязанность, Чандарага, по отношению к успокоению и прозрению. Если практикующий может отбросить всякую жажду к успокоению и прозрению, то он становится Арахантом. Если он не может их отбросить, то он становится невозвращающимся и переродится в чистых обителях, где достигнет окончательной небыбаны. 8, Согласно комментарию, имеется в виду, что продвижение к освобождению может опираться либо больше на панья, то есть мудрость, либо больше на самадхи, то есть сосредоточение. Если упор в практике идет больше на мудрость, то говорится, что обретается освобождение мудростью, как в случае с достопочтенного Сарипуттой, у которого более выдающимся было качество мудрости. Если упор больше на сосредоточение, то говорится, что обретается освобождение ума, как в случае с достопочтенного Махамагалланой, у которого более выдающимся было качество сосредоточения. Однако, оба этих главных ученика Будды опирались и на мудрость, и на сосредоточение, согласно Ан 4.94, в конечном счете, для полного освобождения требуется оба развитых качества, как сосредоточение, так и мудрость. Примечание переводчика СВ, некоторые считают, что эта последняя фраза в сутки свидетельствует о том, что есть возможность не достигать джханы, и все равно стать невозвращающимся или арахантом. Однако пример с сверцубиной дерева выше по тексту сутты однозначно указывает на невозможность этого. Более того, сам Будда прямо говорит о том, что это невозможно. Определение Будды того, что является возможным, а что является невозможным, относится к одной из десяти сил Татхагаты, Татхагата Бала. Пхаддали сутта, Каабхаддали. МН 65. Содержание, выговор монаха Пхаддали. Меры в отношении провинившегося монаха. Больше правил, меньше достигающих неббаны. Метафора о жеребенке. Так я слышал. Благословенный проживал в Савайтхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, я ем один раз, в день. Делая так, я свободен от недугов и болезненности, наслаждаюсь легкостью, силой, приятным пребыванием, один. Ну же, монахи, ешьте один раз. Делая так, вы также будете свободны от недугов и болезненности, будете наслаждаться легкостью, силой, приятным пребыванием. Когда так было сказано, достопочтенный Пхадали сказал благословенному, учитель, я не хочу есть, только один раз. Если бы я делал так, то я мог бы иметь и беспокоенность и взволнованность в отношении этого, два. И затем, когда это правило тренировки было установлено благословенным, когда сам хамонахов предпринимала тренировку, три, достопочтенный Пхадали заявил о своем отказе исполнять это правило. И тогда достопочтенный Пхадали не появлялся перед благословенным в течение всего того трех месячного периода, сезона дождей, как и случается с тем, кто не выполняет тренировку в учении учителя. И в то время группа монахов занималась изготовлением одеяния для благословенного, думая, когда это одеяние будет готово, по окончании трех месяцев, сезона дождей, благословенный отправится в странствии. И тогда достопочтенный Бхадали отправился к тем монахам и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Когда он сделал так, они сказали ему, друг Бхадали, это одеяние изготавливается для благословенного. Когда это одеяние будет готово, по окончании трех месяцев, сезона дождей, благословенный отправится в странствии. Будь добр, друг Бхадали, удели должное внимание этому совету. Не позволяй этому стать трудностью для тебя потом. Да, друзья, ответил он и отправился к благословенному, после чего он поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Учитель, я совершил проступок, столь глупым, столь запутанным, столь нелепым я был, что когда правило тренировки было установлено благословенным, когда Сангха Монахов предпринимала тренировку, я объявил об отказе, исполнять это правило. Учитель, пусть благословенный простит меня за мой проступок, который я, теперь, увидел как проступок, чтобы впредь, я себя, сдерживал, в этом. Вне сомнений, Бхадали, ты совершил проступок, столь глупым, столь запутанным, столь нелепым ты был, что когда правило тренировки было установлено мной, когда Сангха Монахов предпринимала тренировку, ты объявил об отказе, исполнять это правило. Бхадали, ты не смог увидеть этого обстоятельства, благословенный проживает в Саваттхе, и благословенный узнает обо мне так, монах по имени Бхадали, это тот, кто не исполняет тренировку в учении учителя. Ты не смог увидеть этого обстоятельства. А также этого обстоятельства ты увидеть не смог. Многие монахи поселились в Саваттхе на сезон дождей, и они также узнают обо мне так, монах по имени Бхаддали, это тот, кто не исполняет тренировку в учении учителя. Ты не смог увидеть этого обстоятельства. А также этого обстоятельства ты увидеть не смог. Многие монахи не поселились в Саваттхе на сезон дождей, и они также узнают обо мне так, монах по имени Бхаддали, это тот, кто не исполняет тренировку в учении учителя. Ты не смог увидеть этого обстоятельства. А также этого обстоятельства ты увидеть не смог. Многие миряне, мирянки, которые проживают в Саваттхе, и они также узнают обо мне так, монах по имени Бхаддали, это тот, кто не исполняет тренировку в учении учителя. Ты не смог увидеть этого обстоятельства. А также этого обстоятельства ты увидеть не смог. Многие жрецы и отшельники поселились в Саваттхе на сезон дождей, и они также узнают обо мне так, монах по имени Бхаддали, старший ученик отшельника Гаттамы, не исполняет тренировку в учении учителя. Ты не смог увидеть этого обстоятельства. Учитель, я совершил проступок, столь глупым, столь запутанным, столь нелепым я был, что когда правило тренировки было установлено благословенным, когда сам хамонахов предпринимала тренировку, я объявил об отказе исполнять это правило. Учитель, пусть благословенный простит меня за мой проступок, который я, теперь, увидел как проступок, чтобы впредь, я себя, сдерживал в этом. Как ты думаешь, Пхаддали? Представь монаха, который был бы освобожденным в обоих отношениях, 4, и я сказал бы ему, ну же, монах, будь для меня мостком через грязь. Перешел бы он сам, или же принял бы какую-то иную позу тела, или сказал бы нет, 5, нет, учитель. Как ты думаешь, Пхаддали? Представь монаха, который был бы освобожденным мудростью, за свидетельствовавшим телом, достигшим воззрения, освобожденным верой, идущим за счет Дхаммы, идущим за счет веры, и я сказал бы ему, ну же, монах, будь для меня мостком через грязь. Перешел бы он сам, или же принял бы какую-то иную позу тела, или сказал бы нет. Как ты думаешь, Пхаддали? Был бы ты в таком случае освобожденным в обоих отношениях, или освобожденным мудростью, или идущим за счет веры? Пхаддали, разве не был бы ты в таком случае пустым, пустоголовым, ошибающимся? Да, учитель. Учитель, я совершил проступок, столь глупым, столь запутанным, столь нелепым я был, что когда правило тренировки было установлено благословенным, когда Сангха монахов предпринимала тренировку, я объявил об отказе исполнять это правило. Учитель, пусть благословенный простит меня за мой проступок, который я, теперь, увидел как проступок, чтобы впредь, я себя, сдерживал, в этом. Вне сомнений, в хаддали, ты совершил проступок, столь глупым, столь запутанным, столь нелепым ты был, что когда правило тренировки было установлено мной, когда Сангха монахов предпринимала тренировку, ты объявил об отказе, исполнять это правило. Но поскольку ты увидел свой проступок как проступок и исправил его в соответствии с Дхаммой, мы прощаем тебя за это. Поскольку это является ростом в учении благородных, когда кто-либо видит проступок как проступок и исправляет его в соответствии с Дхаммой, предпринимая воздержание от совершения подобного в будущем. В хаддали, бывает так, когда некий монах не исполняет тренировки в учении учителя. Он рассуждает так, что если я затворюсь в уединенном обиталище, в лесу, у подножья дерева, на горе, в узкой горной долине, в пещере на склоне холма, на кладбище, в лесной роще, на открытом пространстве, у стога соломы, быть может, я смогу реализовать сверхчеловеческое состояние, исключительно ли в знании и видении, что достойно благородных. Он затворяется в таком уединенном обиталище. По мере того, как он живет затворившись, учитель порицает его, его мудрые товарищи по святой жизни после изучения порицают его, божества порицают его, и он порицает сам себя. Будучи порицаемым учителем, собой, он не реализует какого-либо сверхчеловеческого состояния, исключительности в знании и видении, что достойно благородных. И почему? Потому что так оно происходит с тем, кто не исполняет тренировку в учении учителя. В хаддали, бывает так, когда некий монах исполняет тренировку в учении учителя. Он рассуждает так, что если я затворюсь, быть может, я смогу реализовать сверхчеловеческое состояние. Он затворяется. Учитель не порицает его, его мудрые товарищи по святой жизни после изучения не порицают его, божества не порицают его, и он не порицает сам себя. Будучи непорицаемым учителем собой, он реализует сверхчеловеческое состояние, исключительно в знании и видении, что достойно благородных. Будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, он входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. И почему? Потому что так оно происходит с тем, кто исполняет тренировку в учении учителя. С угасанием направления и удержания, ума на объекте, он входит и пребывает во второй джхане, третьей джхане, четвертой джхане, шесть, и почему? Потому что так оно происходит с тем, кто исполняет тренировку в учении учителя. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым и непоколебимым, он направляет его к познанию воспоминаний собственных прошлых жизней. Семь, так он вспоминает свои многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях. И почему? Потому что так оно происходит с тем, кто исполняет тренировку в учении учителя. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым и непоколебимым, он направляет его к познанию смерти и перерождения существ. Распознает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их деяниями. И почему? Потому что так оно происходит с тем, кто исполняет тренировку в учении учителя. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым, и непоколебимым, он направляет его к знанию уничтожения пятен, умственных загрязнений. Когда он знает и видит так, его ум освобождается от пятна чувственного желания, от пятна существования, от пятна невежества. Когда он освободился, пришло знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. И почему? Потому что так оно происходит с тем, кто исполняет тренировку в учении учителя. Принятие мер в отношении провинившегося монаха. Тогда достопочтенный Бхаддали спросил, учитель, в чем условий, в чем причина, почему в отношении некоторого монаха предпринимают меры посредством постоянного делания ему замечаний? В чем условий, в чем причина, почему в отношении некоторого монаха не предпринимают меры посредством постоянного делания ему замечаний? Бхаддали, бывает так, когда некий монах является постоянным нарушителем с многочисленными нарушениями, монашеских правил. Когда монахи его поправляют, он отвечает уклончиво, переводит обсуждение на другую тему, выражает беспокойство, ненависть и горечь. Он не поступает правильно, не выполняет указаний, не очищает себя, не говорит, почему бы мне не поступать так, чтобы Сангха была бы удовлетворена? Монахи, учитывая это, думают, было бы хорошо, если бы достопочтенно изучали этого монаха так, чтобы эта тяжба против него не разрешилась бы слишком быстро. И монахи изучают его так, чтобы тяжба против него не разрешилась бы слишком быстро. Но бывает так, когда некий монах является постоянным нарушителем с многочисленными нарушениями монашеских правил. Когда монахи его поправляют, он не отвечает уклончиво, не переводит обсуждение на другую тему, не выражает беспокойство, ненависть и горечь. Он поступает правильно, выполняет указания, очищает себя, говорит, почему бы мне не поступать так, чтобы Сангха была бы удовлетворена? Монахи, учитывая это, думают, было бы хорошо, если бы достопочтенно изучали этого монаха так, чтобы эта тяжба против него разрешилась бы быстро. И монахи изучают его так, чтобы тяжба против него разрешилась бы быстро. Бывает так, когда некий монах является нечастым нарушителем без многочисленных нарушений. Когда монахи его поправляют, он отвечает уклончиво. И монахи изучают его так, чтобы тяжба против него не разрешилась бы слишком быстро. Но бывает так, когда некий монах является нечастым нарушителем без многочисленных нарушений. Когда монахи его поправляют, он не отвечает уклончиво. И монахи изучают его так, чтобы тяжба против него разрешилась бы быстро. Бывает так, когда некий монах совершенствуется за счет некоторой доли веры и любви, 8. В этом случае монахи рассуждают так, друзья, этот монах совершенствуется за счет некоторой доли веры и любви. Пусть он не утратит эту долю веры и любви, как могло бы случиться, если бы мы предпринимали меры в отношении него посредством постоянного делания ему замечаний. Представь, как если бы у человека был бы только один глаз. Тогда его друзья, товарищи, родственники и родня охраняли бы его глаз, думая, пусть он не потеряет этот свой единственный глаз. 9. Точно так же, бывает так, когда некий монах совершенствуется, если бы мы предпринимали меры в отношении него посредством постоянного делания ему замечаний. Больше правил вина и меньше достигающих неббаны. Учитель, в чем условии, в чем причина, почему прежде было меньше правил, монашеской, тренировки, но больше монахов становились утвержденными в окончательном знании? В чем условие, в чем причина, почему сейчас больше правил тренировки, но меньше монахов становится утвержденными в окончательном знании? Именно так оно – Вход Дали. Когда существа деградируют и подлинная Дхама исчезает, то тогда имеется больше правил тренировки, но меньше монахов становится утвержденными в окончательном знании. Учитель не устанавливает правила тренировки для учеников до тех пор, пока определенные вещи, которые являются основанием для пятен, умственных загрязнений, не проявляются здесь, в Сангхе. Но когда здесь, в Сангхе, проявляются определенные вещи, которые являются основанием для пятен, то тогда учитель устанавливает правила тренировки для учеников с целью удержания на расстоянии тех вещей, что являются основой для пятен. Те вещи, которые являются основанием для пятен, не проявляются здесь, в Сангхе, до тех пор, пока Сангха не достигла величия. Но когда Сангха достигла величия, то тогда здесь, в Сангхе, проявляются определенные вещи, которые являются основанием для пятен, и тогда учитель устанавливает правила тренировки для учеников с целью удержания на расстоянии тех вещей, что являются основой для пятен. Те вещи, которые являются основанием для пятен, не проявляются здесь, в Сангхе, до тех пор, пока Сангха не достигла высшей точки, в получении, мирских обретений. Те вещи, которые являются основанием для пятен, не проявляются здесь, в Сангхе, до тех пор, пока Сангха не достигла великой учености. Те вещи, которые являются основанием для пятен, не проявляются здесь, в Сангхе, до тех пор, пока Сангха не достигла длительной славы, и тогда учитель устанавливает правила тренировки для учеников с целью удержания на расстоянии тех вещей, что являются основой для пятен. Было несколько монахов, Пхаддали, когда я учил изложению Дхамы посредством метафоры о юном чистокровном жеребце. Помнишь ли ты это, Пхаддали? И как ты думаешь, по какой причине, ты не помнишь этого? Учитель, долгое время я был тем, кто не исполняет тренировку в учении учителя. Это не единственное условие или причина. Охватив твой ум своим умом, долгое время я знал о тебе следующее, когда я обучаю Дхаме, этот пустоголовый человек не принимает этого внимания, не уделяет этому внимания, не вовлекается в это всем своим умом, не слушает Дхамму, охотно склоняя к ней ухо. Тем не менее, Пхаддали, я научу тебя изложению Дхаммы посредством метафоры о юном чистокровном жеребце. Слушай внимательно то, о чем я буду говорить. Да, учитель, ответил достопочтенный Пхаддали. Благословенный сказал следующий, Пхаддали, представь, как умный тренер лошадей приобретает отличного чистокровного жеребенка. Вначале он делает так, что тот привыкает носить поводья. Когда идет процесс привыкания жеребенка к ношению поводей, поскольку он делает то, чего прежде никогда не делал, он проявляет некоторые искривления, извилистость, колебания. Но из-за частых повторений и постепенной практики он становится спокойным в этом действии. Когда жеребенок стал спокойным в этом действии, тренер лошадей делает так, чтобы тот держал шаг, бегал по кругу, горцевал, галлопировал, несся во весь опор, тренирует его, в царских качествах, в царском наследии, высочайшей скорости, высочайшей проворности, высочайшей покорности. Когда идет процесс привыкания жеребенка ко всем этим вещам, поскольку он делает то, чего прежде никогда не делал, он проявляет некоторые искривления, извилистость, колебания. Но из-за частых повторений и постепенной практики он становится спокойным в этих действиях. 9. Когда жеребенок стал спокойным в этих действиях, тренер лошадей вознаграждает его растиранием и разглаживанием. Когда отличный чистокровный жеребенок обладает этими десятью факторами, он достоин царя, достоин царской службы, считается одним из факторов царя. Точно так же, в Хаддали, когда монах обладает десятью качествами, он достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими десятью? Вот, в Хаддали, монах обладает правильным воззрением того, кто вышел за пределы тренировки, десять. Правильным устремлением, правильной речью, правильными действиями, правильными средствами к жизни, правильным усилием, правильной осознанностью, правильным сосредоточением, правильным знанием, правильным освобождением того, кто вышел за пределы тренировки. Когда монах обладает этими десятью качествами, он достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойдённое поле заслуг для мира. Так сказал благословенный. Достопочтенный Бхагали был доволен и восхитился словами благословенного. 1. Речь идёт о практике принятия пищи только единожды и до полудня. Согласно Патимокхи монахам запрещается принимать пищу после полудня, но практика приёма пищи только один раз, в позволительном промежутке времени, то есть до полудня, является рекомендуемой, но не обязательной. 2. Комментарий поясняет, что он волновался об этом случае о том, смог бы ли он в таких условиях вести святую жизнь в течение всей своей жизни. 3. Правила, устанавливающие запрет на приём пищи после полудня, виная, почти 37. 4. Смотри. МН 70. 5. Примечание переводчика СВ. Здесь перечислены три вида отказа монаха поступить так, как ему приказывает сделать Будда. В первом случае он бы не послушался Будду, но перешёл через грязь сам, во втором случае, судя по всему, он бы не лёг в грязь, но принял бы такую позу, что по нему нельзя перейти эту грязь, как по мостку, а в третьем случае прямо бы отказал Будде. Комментарий поясняет, что Будда не мог в действительности приказать кому-либо из монахов сделать подобные, но приводит такой пример в педагогических целях специально для монаха Бхаддали, намекая, что любые типы благородных учеников не стали бы ослушиваться наставления Будды в отношении тренировки. 6. Джханы раскрываются по стандартной формуле как, например, ВМН 8. 7. Это, как и остальные два знания, раскрываются по стандартной формуле, так же как, например, ВМН 4. 8. Комментарий поясняет, что этот монах держится в монашестве за счёт веры и любви к наставнику и учителю. Поскольку другие монахи помогают ему, он продолжает вести бездомную жизнь и со временем становится великим монахом, достигшим прямых знаний. 9. Примечание переводчика С.В. Далее по тексту Будда не сравнивает поэтапную тренировку лошади с поэтапной тренировкой монаха, однако подобно сравнение и приводится в МН 125. 10. Осекха. Речь идёт о бараханте. Латукки Копама сутта, пример с перепёлкой. МН 66. Содержание, метафора при визих. Четыре типа личностей. Чувственное удовольствие и блаженство джхан. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в стране Ангут-Тарапанов, где был их город под названием Опана. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в Опану за подаяниями. Походив по Опании за подаяниями, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он отправился в некую рощу, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу, он сел у подножья дерева, чтобы провести здесь остаток дня. Утром достопочтенный удай оделся, взял чашу и верхние одеяния, и тоже отправился в Опану за подаяниями. Походив по Опании за подаяниями, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он отправился в ту же самую рощу, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу, он сел у подножья дерева, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда, по мере того, как Достопочтенный Удай пребывал уединенным в медитации, следующая мысль возникла у него в уме. От стольких болезненных состояний избавил нас благословенный. Как много приятных состояний принес нам благословенный. От стольких неблагих состояний избавил нас благословенный. Как много благих состояний принес нам благословенный. И тогда, вечером, Достопочтенный Удай вышел из медитации, отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал ему, «Учитель, по мере того, как я пребывал уединенным, как много благих состояний принес нам Благословенный! Учитель, прежде мы ели вечером, утром, днем, в неположенного времени. И затем случилось так, что Благословенный обратился к монахам, «Монахи, будьте добры, отбросьте дневной прием пищи, ведь он в неположенного времени!» «Учитель, я был расстроен и опечален, думая, верующие домохозяева дают нам различные виды хорошей еды днем, в неположенного времени, но все же Благословенный говорит нам отбросить ее, высочайший говорит нам оставить ее. Исходя из нашей любви и уважения к Благословенному, исходя из стыда и страха совершить проступок, мы отбросили тот дневной прием пищи, ведь он был в неположенного времени. И тогда мы ели только вечером и утром. И затем случилось так, что Благословенный обратился к монахам, «Монахи, будьте добры, отбросьте ночной прием пищи, ведь он в неположенного времени. Учитель, я был расстроен и опечален, думая, Благословенный говорит нам отбросить наиболее пышный из наших двух приемов пищи, высочайший говорит нам оставить его. Однажды, Учитель, некий человек заполучил некий суп в течение дня и сказал, отставь его в сторону, и вечером мы все поедим его. Почти, все блюдо готовится ночью, а не днем. Исходя из нашей любви и уважения к Благословенному, исходя из стыда и страха совершить проступок, мы отбросили тот ночной прием пищи, ведь он был в неположенного времени. Случилось так, Учитель, что монахи, которые ходили за подаяниями в кромешной тьме, вступали в грибную яму, падали в канализацию, заходили в терновый кустарник, наступали на спящую корову, сталкивались с хулиганами, которые уже совершили преступление, а также с теми, которые, только, планировали его, соблазнялись женщинами. Однажды, Учитель, я ходил за подаяниями в кромешной тьме ночи. Женщина, моющая горшок, увидела меня во вспышке молнии в ужасе и закричала, «Спасите!» Дьявол пришел за мной. Я сказал ей, «Сестра, я не дьявол, я монах, который ждет подаяний». Она ответила, «Тогда это монах, чьи мама и папа умерли. Лучше бы, монах, ты разрезал свой живот острым мясницким ножом, чем подкрадывался за подаяниями ради набивания своего живота в кромешной тьме ночи. Учитель, когда я вспомнил обо, всем, этом, я подумал, от стольких болезненных состояний избавил нас благословенный. Как много приятных состояний принес нам благословенный. От стольких неблагих состояний избавил нас благословенный. Как много благих состояний принес нам благословенный. Точно так же, у Дая, здесь есть некоторые пустоголовые личности, которые, когда я говорю им, оставьте это, говорят, что такую пустяковую ерунду, такую ничтожную вещь, как эта, этот отшельник слишком требователен. И они не оставляют этого, проявляя грубость ко мне, а также к тем монахам, которые желают тренироваться. И для них эта вещь становится сильной, прочной, крепкой, не прогнившей привязью, мощным ярмом. Метафоры. Представь, у Дая, как если бы перепелка была привязана прогнившим ползучим растением, и из-за этого она повстречала бы ранение, пленение, или смерть. И представь, некий человек сказал бы, прогнившее ползучие растение, которым была привязана эта перепелка, и из-за этого повстречавшая ранение, пленение, или смерть, была для нее хилой, слабой, прогнившей, бестержневой привязью. Правильно ли он говорил бы? Нет, учитель. Ведь для этой перепелки это прогнившее ползучие растение, которым она была привязана и потому повстречала ранение, пленение, или смерть, являлась сильным, прочным, крепким, не прогнившей привязью, мощным ярмом. Точно так же, у Дая, здесь есть некоторые пустоголовые личности, для них эта вещь становится сильной, прочной, крепкой, не прогнившей привязью, мощным ярмом. У Дая, здесь есть некоторые представители клана, которые, когда я говорю им, оставьте это, говорят, что такую пустяковую ерунду, такую ничтожную вещь как эта, которую нужно отбросить, благословенный говорит нам отбросить, высочайший говорит нам оставить. Но всё же они отбрасывают её и не проявляют грубость ко мне, а также к тем монахам, которые желают тренироваться. Отбросив её, они живут в умиротворении, спокойными, питаясь дарами других, с такими же отстранёнными умами, как у дикого оленя. Для них это становится хилой, слабой, прогнившей, бестержневой привязью. Представь, у Дая, огромного царского слона с бивнями, точно длинные дышла колесница, великорослого, чистокровного, привыкшего к битвам, который был бы привязан прочными кожаными ремнями, но просто лишь чуть-чуть покрутив телом, он бы сломил, разорвал ремни, и ушёл бы, куда ему вздумается. Представь, некий человек сказал бы, прочные кожаные ремни, которыми был привязан этот огромный царский слон, являются для него сильной, прочной, крепкой, не прогнившей привязью, мощным ярмом. Правильно ли он говорил бы? Нет, учитель. Прочные кожаные ремни, которыми был привязан тот огромный царский слон, который он бы сломил, разорвал, просто лишь чуть-чуть покрутив телом, и ушёл, куда ему вздумается, являются для него хилой, слабой, прогнившей, бестержневой привязью. Точно так же, у Дая, здесь есть некоторые представители клана, которые, когда я говорю им, оставьте это, говорят, что... такую пустяковую ерунду. Но всё же они отбрасывают её. Для них это становится хилой, слабой, прогнившей, бестержневой привязью. Представь, у Дая, нищего, лишённого человека, без копейки в кармане, и у него был бы один разрушенный, далеко не лучший, открытый для ворон сарай, один разрушенный, далеко не лучший, флетённый оста в кровати, несколько не лучшего вида зёрен и тыквенных семян в горшке, и далеко не лучшая жена карга. Он бы увидел монаха в монастырском парке, сидящего в тени дерева, с вымытыми руками и ногами, съевшего вкуснейший обед, предающегося, развитию, высшего ума. Он бы подумал, как приятно быть отшельником. Как здоров этот отшельник! Если бы я только мог сбрить волосы и бороду, надеть жёлтые одежды, и оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Но он, будучи не в состоянии оставить свой разрушенный, далеко не лучший, открытый для ворон сарай, далеко не лучшую жену каргу, не может сбрить волосы и бороду, надеть жёлтые одежды, и оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. И представь некий человек сказал бы, привязи, которыми привязан этот человек, из-за которых он не может оставить свой разрушенный, далеко не лучший, открытый для урон сарай, далеко не лучшую жену-коргу, сбрить волосы и бороду, надеть желтые одежды, и оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, являются для него хилой, слабой, прогнившей, бестержневой привязью. Правильно ли он говорил бы? Нет, учитель. Привязь, которой привязан этот человек, так что он не может оставить свой разрушенный, далеко не лучший, открытый для урон сарай, далеко не лучшую жену-коргу, сбрить волосы и бороду, и оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, является для него сильной, прочной, крепкой, не прогнившей привязью, мощным ярмом. Точно так же, у Дая, здесь есть некоторые представители клана, которые, когда я говорю им, оставьте это, говорят, что... такую пустяковую ерунду. Для них эта вещь становится сильной, прочной, крепкой, не прогнившей привязью, мощным ярмом. У Дая, представь богатого домохозяина или сына домохозяина с большим богатством и имуществом, с большим количеством золотых слитков, с многочисленными амбарами и зерном, с многочисленными полями, с многочисленными женами, с многочисленными рабами и рабынями. Он бы увидел монаха в монастырском парке, сидящего в тени дерева, с вымытыми руками и ногами, съевшего вкуснейший обед, предающегося развитию высшего ума. Он бы подумал, как приятно быть отшельником. Как здоров этот отшельник! Если бы я только мог сбрить волосы и бороду, надеть желтые одежды, и оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. И он способен отбросить это его большое количество золотых слитков, многочисленных рабов и рабынь. Он способен сбрить свои волосы и бороду, надеть желтые одежды, и покинуть жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Представь, некий человек сказал бы, «Привязи, которыми привязан этот домохозяин или сын домохозяина, так что он способен оставить это его большое количество золотых слитков, являются для него сильной, прочной, крепкой, не прогнившей привязью, мощным ярмом». Правильно ли он говорил бы? Нет, учитель. «Привязи, которыми привязан этот домохозяин или сын домохозяина, так что он способен оставить это его большое количество золотых слитков, являются для него хилой, слабой, прогнившей, бестержневой привязью». У Дая, в мире есть четыре типа личностей. Какие четыре? Бывает так, у Дая, что некий человек практикует путь отбрасывания и обретений, оставления и обретений. Когда он практикует путь, воспоминания и устремления, связанные с обретениями, досаждают ему. Он терпит их. Он не отбрасывает их, не устраняет их, не прекращает их, не уничтожает их. Такого человека я называю опутанным, а не неопутанным. И почему? Потому что я познал определенное разнообразие качеств этого человека. Бывает так, у Дая, что некий человек практикует путь отбрасывания и обретений, оставления и обретений. Когда он практикует путь, воспоминания и устремления, связанные с обретениями, досаждают ему. Он не терпит их. Он отбрасывает их, устраняет их, прекращает их, уничтожает их. Такого человека я также называю опутанным, а не неопутанным. И почему? Потому что я познал определенное разнообразие качеств этого человека. Бывает так, у Дая, что некий человек практикует путь отбрасывания и обретений, оставления и обретений. Когда он практикует путь, воспоминания и устремления, связанные с обретениями, досаждают ему сейчас и потом из-за провалов в осознанности. Его осознанность может возникать медленно, но затем он тут же отбрасывает их, устраняет их, прекращает их, уничтожает их. Представь, как если бы человек уронил две или три капли воды на железный лист, который раскалялся целый день. Падение этих капель могло бы быть медленным, но затем они мгновенно бы испарились и исчезли. Точно так же, некий человек практикует путь отбрасывания, осознанность может возникать медленно, но затем он тут же отбрасывает их, устраняет их, прекращает их, уничтожает их. Такого человека я также называю опутанным, а не неопутанным. И почему? Потому что я познал определенное разнообразие качеств этого человека, один. Бывает так, у Дая, что некий человек, поняв, что обретения являются источником страданий, отлучает себя от обретения и является освобожденным в уничтожении обретений. Такого человека я называю неопутанным, а неопутанным, два. И почему? Потому что я познал определенное разнообразие качеств этого человека. Чувственное удовольствие и блаженство Дшхан. У Дая есть пять нитей чувственных удовольствий. Какие пять? Формы, познаваемые глазом. Звуки, познаваемые ухом. Запахи, познаваемые носом. Вкусы, познаваемые языком. Осязаемые вещи, познаваемые телом. Желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связанные с чувственным желанием, вызывающие страсть. Таковы пять нитей чувственных удовольствий. Удовольствие и радость, возникающие на основании этих пяти нити чувственных удовольствий, называются чувственными удовольствиями, и это – низменное удовольствие, грубое удовольствие, неблагородное удовольствие. Я утверждаю, что этот вид удовольствия не стоит преследовать, не стоит развивать, не стоит взращивать, его нужно бояться. Вот, у Дая, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джихане, второй, Третьей, четвертой, три, это называется блаженством отречения, блаженством затворничества, блаженством умиротворения, блаженством просветления, четыре. Я утверждаю, что этот вид удовольствия стоит преследовать, стоит развивать, стоит взращивать, его не нужно бояться. Непоколебимой. Вот, у Дая, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, монах входит и пребывает в первой джхане. Это, я говорю тебе, относится к поколебимому. И что здесь является поколебимым? Направление удержания, ума на объекте медитации, которые не прекратились здесь, относится к поколебимому. Вот, у Дая, с угасанием направления и удержания, ума на объекте, монах входит и пребывает во второй джхане. Это также, я говорю тебе, относится к поколебимому. И что здесь является поколебимым? Восторг и удовольствие, которые не прекратились здесь, относятся к поколебимому. Вот, у Дая, с угасанием восторга монах пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане. Это также, я говорю тебе, относится к поколебимому. И что здесь является поколебимым? Приятность из-за невозмутимости, которая не прекратила здесь, относится к поколебимому. Вот, у Дая, с оставлением удовольствия от боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, монах входит и пребывает в четвертой джхане. Это, я говорю тебе, относится к непоколебимому. Преодоление. Вот, у Дая, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, монах входит и пребывает в первой джхане. Этого, я говорю тебе, недостаточно. Отбрось это, я говорю тебе. Преодоль это, я говорю тебе. И что преодолевает это? Вот, у Дая, с угасанием направления и удержания монах входит и пребывает во второй джхане. Вот что преодолевает это. Но, я говорю тебе, этого также недостаточно. Отбрось это, я говорю тебе. Преодолье это, я говорю тебе. И что преодолевает это? Вот, у дая, с укасанием восторга монах пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в Третьей Джхане. Вот что преодолевает это. Но, я говорю тебе, этого также недостаточно. Отбрось это, я говорю тебе. Преодолье это, я говорю тебе. И что преодолевает это? Вот, у дая, с оставлением удовольствия о боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, монах входит и пребывает в четвертой джхане. Вот что преодолевает это. Но, я говорю тебе, этого также недостаточно. Отбрось это, я говорю тебе. Преодоль это, я говорю тебе. И что преодолевает это? Вот, у дая, с полным преодолением восприятий форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Вот что преодолевает это. Но, я говорю тебе, этого также недостаточно. Отбрось это, я говорю тебе. Преодоль это, я говорю тебе. И что преодолевает это? Вот, у дая, с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Вот что преодолевает это. Но, я говорю тебе, этого также недостаточно. отбрось это, я говорю тебе преодоле это, я говорю тебе и что преодолевает это? вот, удая, с полным преодолением сферы безграничного сознания воспринимая, здесь ничего нет монах входит и пребывает в сфере отсутствия всего, вот что преодолевает это, но, я говорю тебе этого также недостаточно отбрось это, я говорю тебе преодоле это, я говорю тебе и что преодолевает это? вот, удая, с полным преодолением сферы отсутствия всего монах входит и пребывает в сфере невосприятия и невосприятия. Вот что преодолевает это. Но, я говорю тебе, этого также недостаточно. Отбрось это, я говорю тебе. Преодоль это, я говорю тебе. И что преодолевает это? Вот, удая, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия монах входит и пребывает в прекращении восприятия чувствования. Вот что преодолевает это. Поэтому я говорю даже об оставлении сферы невосприятия, не невосприятия. Видишь ли ты, Удая, хотя бы какие-то путы, большие или малые, об оставлении которых я бы не говорил? Нет, учитель. Так сказал благословенный. Достопочтенный Удая был доволен и восхитился словами благословенного. Один, комментарий соотносит всех этих личностей, которые опутаны с тремя нижними парами благородных учеников, и утверждает, что подобретениями понимаются пять совокупностей, загрязнения, волевые формирователи, нити чувственного удовольствия. Комментарий поясняет, что даже невозвращающийся может изредка наслаждаться мыслями о мирской радости. Два, речь идет о бараханте. Три, здесь, а также чуть ниже по тексту, описания джхан раскрываются по стандартной формуле как в МН-8. Четыре, комментарий поясняет, что джханы являются блаженством отречения, никхамма-сукха, из-за отречения чувственности, блаженством затворничества, повеликасукха, из-за блаженства уединенности от толпы и от загрязнений, блаженством умиротворения, упасамма-сукха, из-за блаженства с целью успокоения загрязнений, блаженством просветления, самбадха-сукха, из-за блаженства с целью достижения просветления. Джханы сами по себе, разумеется, не являются просветлением. Читума сутта, в Читуме. МН-67. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Читуме в Мирбалановой роще. И в то время пятьсот монахов, возглавляемые Достопочтенным Сарепутой и Достопочтенным Махамакгалланой, пришли в Читуму, чтобы повидать Благословенного. Пребывая там, монахи обменивались вежливыми приветствиями с местными монахами, готовили места для отдыха, убирали свои чаши и внешние одеяния. Они были очень громкими и шумными. И тогда Благословенный обратился к Достопочтенному Ананде так, Ананда, кто эти громкие и шумные люди? Можно подумать, что они рыбаки, которые выуживают рыбу. Учитель, это пятьсот монахов, возглавляемые Достопочтенным Сарепутой и Достопочтенным Махамакгалланой, которые пришли в Читуму, чтобы повидать Благословенного. И по мере того, как прибывшие монахи обменивались приветствиями с местными монахами, готовили места для отдыха, убирали свои чаши и внешние одеяния, они были очень громкими и шумными. В таком случае, Ананда, скажи тем монахам от моего имени, что Учитель зовет Достопочтенных. Да, Учитель, ответил он, отправился к тем монахам, и сказал им, Учитель зовет Достопочтенных. Да, друг, ответили они, отправились к Благословенному, поклонились ему, и сели рядом. Когда они сделали так, Благословенный спросил их, монахи, почему вы такие громкие и шумные? Можно подумать, что вы рыбаки, которые выуживают рыбу. Учитель, мы пятьсот монахов, возглавляемые, убирали свои чаши и внешние одеяния, и были очень громкими и шумными. Идите, монахи, я отпускаю вас. Вам не следует жить рядом со мной. Да, Учитель, ответили они, встали со своих сиденья, поклонившись Благословенному, обойдя его с правой стороны, забрали все вещи со своих мест для отдыха, взяли чаши и верхние одеяния, и ушли. И тогда Сакьи и Считумы собрались вместе в зале для собраний по некоему делу. Увидев издали идущих монахов, они подошли к ним и спросили, куда вы идете, достопочтенные? Друзья, Благословенный распустил Сангху монахов. Пусть достопочтенные присядут ненадолго. Быть может, мы сумеем восстановить его доверие. Хорошо, друзья, ответили они. И тогда Сакьи и Считумы отправились к Благословенному, поклонившись ему. Они сели рядом и сказали, «Господин, пусть Благословенный порадуется Сангхе монахов. Господин, пусть Благословенный поприветствует Сангху монахов. Господин, пусть Благословенный поможет Сангхе монахов, как он помогал ей прежде. Господин, в ней есть монахи, которые совсем недавно ушли в бездомную жизнь, совсем недавно пришли в эту Дхаму и Винаю. Если им не представится возможность увидеть Благословенного, то в них могут произойти некоторые изменения и перемены. Господин, подобно тому, как если не поливать молодые побеги, то в них могут произойти изменения и перемены, то, точно так же, там есть монахи, которые совсем недавно ушли в бездомную жизнь. Господин, подобно тому, как молодой телёнок не видит свою мать, и в нём могут произойти некоторые изменения и перемены, то точно так же там есть монахи, которые совсем недавно ушли в бездомную жизнь. Если им не представится возможность увидеть благословенного, то в них могут произойти некоторые изменения и перемены. Господин, пусть благословенный порадуется Сангхи Монахов. Господин, пусть благословенный поприветствует Сангху Монахов. Господин, пусть благословенный поможет Сангхи Монахов, как он помогал ей прежде. И тогда Брахма Сахампати, познав своим умом раздумьевыми благословенного, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить свою согнутую руку или согнуть распрямленную, исчез из мира Брахма и появился перед благословенным. Он закинул свое верхнее одеяние за плечо, сложил ладони в почтительном приветствии благословенного и сказал, «Господин, пусть благословенный порадуется Сангхи монахов. Господин, пусть благословенный поможет Сангхи монахов, как он помогал ей прежде». Сакхиис Четума и Брахма Сахампати смогли восстановить доверие благословенного метафорами о молодых побегах и молодом теленке. И тогда достопочтенный Махамак Галана обратился к монахам так, «Вставайте, друзья, берите свои чаши и верхние одеяния. Доверие благословенного было восстановлено Сакхиис Четума и Брахма Сахампати с помощью метафора о молодых побегах и молодом теленке. Да, друг, ответили они, встали со своих сидений, взяли свои чаши и верхние одеяния, отправились к благословенному и, поклонившись ему, сели рядом. Тогда благословенный спросил достопочтенного Сарипуту, «О чем ты подумал, Сарипута, когда я распустил Сангху монахов?» «Учитель, я подумал так, Сангха монахов распущена благословенным. Благословенный теперь будет пребывать бездеятельным, предаваясь приятному пребыванию здесь и сейчас. И мы тоже будет пребывать бездеятельными, предаваясь приятному пребыванию здесь и сейчас. Стой, стой, Сарипута! Тебе не следует вновь поддерживать такую мысль, один». И затем благословенный обратился к достопочтенному Махамагаллане, «О чем ты подумал, Махагаллана, когда я распустил Сангху монахов?» «Учитель, я подумал так, Сангха монахов распущена благословенным. Благословенный теперь будет пребывать бездеятельным, предаваясь приятному пребыванию здесь и сейчас. Теперь достопочтенный Сарипута и я будем присматривать за Сангхой монахов». «Хорошо, хорошо, Махагаллана. Либо я должен присматривать за Сангхой монахов, либо Сарипута и Махагаллана должны делать так. Четыре вида боязней». И тогда благословенный обратился к монахам так, «Монахи, есть эти четыре вида боязни, которых следует ожидать тем, кто оказался в воде». Какие четыре? Это боязнь волн, боязнь крокодилов, боязнь водоворотов, боязнь акул. Таковы четыре вида боязни, которых следует ожидать тем, кто оказался в воде. Точно так же, монахи, есть четыре вида боязни, которых следует ожидать неким людям, которые оставили жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной в этой Дхаме и Винае. Какие четыре? Это боязнь волн, боязнь крокодилов, боязнь водоворотов, боязнь укул. Один, и что такое, монахи, боязнь волн? Вот некий представитель клана, благодаря вере уйдя из жизни домохозяйской в жизнь бездомную, рассуждает, я жертва рождения, старения и смерти, печали, стенания, боли, горя и отчаяния. Я жертва страданий, я добыча страдания. Но ведь как-то можно положить конец всей этой груди страданий. И затем, после того, как он ушел в бездомную жизнь, его товарищи по святой жизни советуют ему, наставляют его так, тебе следует идти вперед так-то, назад возвращаться так-то, смотреть вперед так-то, смотреть по сторонам так-то, сгибать члены своего тела так-то, распрямлять их так-то. Тебе следует носить сшитую из лоскутов накидку, чашу и одеяние так-то. Он думает, прежде, когда мы жили домохозяйской жизнью, мы наставляли и советовали другим. Но теперь эти монахи, которые годятся нам во внуки и в сыновья, полагают, что могут наставлять и давать нам советы. Так он оставляет монашескую тренировку и возвращается к низшей жизни домохозяина. Такой зовется тем, кто оставил тренировку и вернулся к низшей жизни, потому что он стал напуган боязнью волн. Боязнь волн – это обозначение злобы и раздражительности. Два, и что такое боязнь крокодилов? Вот некий представитель клана, благодаря вере уйдя из жизни домохозяйской в жизнь бездомную, рассуждает, его товарищи по святой жизни советуют ему, наставляют его так, можешь употреблять это, но не то. Он думает, прежде, когда мы жили домохозяйской жизнью, мы употребляли все, что хотели употребить, и не употребляли того, чего не хотели употребить. Мы ели, мы пробовали, мы пили все, что хотели выпить, и не пили того, чего не хотели пить. Мы употребляли, ели, пробовали, и пили то, что было позволительно, и то, что не было позволительно. Мы употребляли, ели, пробовали, пили и в надлежащее время, и в ненадлежащего времени. Но теперь, когда верующие домохозяева дают превосходные виды пищи для употребления и съеданьё в течение дня в неположенное время, эти, монахи, как будто кляп вставляют в наши рты. Так он оставляет, монашескую, тренировку и возвращается к низшей жизни, домохозяина. Такой зовётся тем, кто оставил тренировку и вернулся к низшей жизни, потому что он стал напуган боязнью крокодилов. Боязнь крокодилов – это обозначение чревоугодия. Три, и что такое боязнь водоворотов? Вот некий представитель клана, благодаря вере уйдя из жизни домохозяйской в жизнь бездомную, рассуждает. И затем, после того, как он ушёл в бездомную жизнь, утром он одевается, берёт одеяние и чашу, и входит в деревню или город за подаяниями, не охраняя тело, не охраняя речь, не установив осознанности, не сдерживая свои органы чувств. Он видит, как домохозяин или сын домохозяина наслаждается собой, обладающий наделённой пятью нитями чувственных удовольствий. Мысль приходит к нему, прежде, когда мы были мирянином, мы наслаждались собой, обладая, пятью нитями, и наделённые пятью нитями чувственных удовольствий. В моей семье есть богатство. Я мог бы наслаждаться этим богатством и совершать поступки, приносящие заслуги. Так он оставляет тренировку и возвращается к низшей жизни. Такой зовётся тем, кто оставил тренировку и вернулся к низшей жизни, потому что он стал напуган боязнью водоворотов. Боязнь водоворотов – это обозначение пяти нитей чувственных удовольствий. И что такое боязнь акул? Вот некий представитель клана, благодаря вере уйдя из жизни домохозяйской в жизнь бездомную, рассуждает. И затем, после того, как он ушёл в бездомную жизнь, утром он одевается, берёт одеяние и чашу, и входит в деревню или город за подаяниями, не охраняя тело, не охраняя речь, не установив осознанности, не сдерживая свои органы чувств. Там он видит едва одетых, едва облачённых женщин. Когда он видит их, похоть вторгается в его ум. Поскольку его ум стал охвачен похотью, он оставляет тренировку и возвращается к низшей жизни. Такой зовётся тем, кто оставил тренировку и вернулся к низшей жизни, потому что он стал напуган боязнью акул. Боязнь акул – это обозначение женщин. Таковы, монахи, четыре вида боязни, что может ожидать некий человек, который покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной в этой Дхаме и Винае. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Один, комментарий, в этом случае достопочтенный Сарипутта допустил ошибку, не осознав своей ответственности, ведь Сангха является, областью, ответственности для двух главных учеников. Поэтому Будда раскритиковал его, но похвалил достопочтенного Махамагаллану, который осознал свою ответственность. Налакапана сутта, в Налакапане. МН 68. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в стране Касалу Налакапане в роще Паласы. И тогда многие очень известные представители клана благодаря вере оставили жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной под учительством, благословенного, достопочтенный Анурутха, достопочтенный Нандия, достопочтенный Кимбила, достопочтенный Пхагу, достопочтенный Кундатхана, достопочтенный Ревата, достопочтенный Ананда, а также другие очень известные представители клана. И тогда благословенный сидел на открытой местности в окружении сангхи монахов. И имея в виду тех представителей клана, он обратился к монахам так, монахи, те представители клана, которые благодаря вере оставили жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной под моим учительством, радуются ли они святой жизни? Когда так было сказано, монахи ничего не ответили. Во второй раз и в третий раз, имея в виду тех представителей клана, он обратился к монахам так, монахи, те представители клана, которые благодаря вере оставили жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной под моим, учительством, радуются ли они святой жизни?» И во второй и в третий раз те монахи ничего не ответили. Тогда Благословенный подумал, что если я задам вопрос тем представителям клана? И тогда он обратился к Достопочтенному Анурудхе, «Анурудха, радуетесь ли все вы святой жизни?» «Конечно же, учитель, мы радуемся святой жизни». «Хорошо, хорошо, Анурудха. Подобает всем вам, представителям клана, которые благодаря вере оставили жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, радоваться святой жизни. Поскольку вы все еще юные черноволосые молодые люди, наделенные благословением молодости на первом этапе жизни, вы могли бы потакать чувственным удовольствием, но все же вы оставили жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Не из-за церей вы оставили жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, не из-за воров, не из-за долгов, страха, или же потребностей в средствах жизни. Но вы ушли из жизни домохозяйской в жизнь бездомную благодаря вере после такого рассуждения, я жертва рождения, старения и смерти, печали, стянания, боли, горя и отчаяния. Я жертва страданий, я добыча страдания. Но ведь как-то можно положить конец всей этой груди страданий? Да, учитель. Анурудха, что следует сделать представителю клана, который таким образом ушел в бездомную жизнь? Пока он все еще не достигает восторга и счастья, которые отделены от чувственных удовольствий, отделены от неблагих состояний, или же, не достигает чего-либо более умиротворенного, нежели это, один, алчность вторгается в его уме остается, пребывать в нем, недоброжелательность вторгается в его уме остается, лень и апатия вторгаются в его уме остаются, неугомонность и сожаление вторгаются в его уме остаются, сомнение вторгается в его уме остается, недовольство, святой жизнью, вторгается в его уме остается, скука вторгается в его уме остается. Именно так оно, пока он все еще не достигает восторга и счастья, которые отделены от чувственных удовольствий, отделены от неблагих состояний, или же, не достигает, чего-либо более умиротворенного, нежели это. Когда он достигает восторга и счастья, которые отделены от чувственных удовольствий, отделены от неблагих состояний, или же, достигает, чего-либо более умиротворенного, нежели это, алчность не вторгается в его уме и не остается, пребывать в нем, недоброжелательность, лень и апатия, неугомонность и сожаление, сомнение, недовольство, святой жизнью, скука не вторгается в его уме и не остается. Именно так как оно, когда он достигает восторга и счастья, которые отделены от чувственных удовольствий, отделены от неблагих состояний, или же, достигает, чего-либо более умиротворенного, нежели это. Анурудха, если это так, думаете ли вы все обо мне следующий? Тадхагата не отбросил пятен, которые загрязняют, ведут к новому существованию, создают проблемы, созревают в страдании, ведут к будущему рождению, старению, и смерти. Вот почему Тадхагата использует одну вещь после обдумывания, терпит другую вещь после обдумывания, избегает еще другую вещь после обдумывания, и устраняет еще другую вещь после обдумывания, нет, учитель, мы не думаем о благословенном так. Мы думаем о благословенном вот как, Тадхагата отбросил пятна, которые загрязняют. Вот почему Тадхагата использует одну, терпит другую вещь, избегает еще другую вещь, и устраняет еще другую вещь после обдумывания. Хорошо, хорошо, Анурудха. Тадхагата отбросил пятна, которые загрязняют, он срезал их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не смогут возникнуть в будущем. Подобно тому, как пальма, у которой срезана верхушка, не способна на дальнейший рост, то точно так же Тадхагата отбросил пятна, которые загрязняют, не смогут возникнуть в будущем. Как ты думаешь, Анурудха, какую цель видит Тадхагата в том, что когда умирает ученик, он объявляет о его перерождении так, такой-то и такой-то переродился в таком-то и таком-то месте, а такой-то и такой-то переродился в таком-то и таком-то месте. Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный прояснил значение этих слов. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Анурудха, не ради интриг с целью обмануть людей, не ради того, чтобы польстить людям, не ради обретений, похвалы, признания, не ради мысли, пусть люди знают, что я таков. Тадхагата, когда умирает ученик, объявляет о его перерождении так, такой-то и такой-то переродился в таком-то и таком-то месте, а такой-то и такой-то переродился в таком-то и таком-то месте. Но потому, что есть верующие представители клана, которые вдохновляются и радуются тому, что является очень высоким. Когда они слышат об этом, они направляют свои умы к этому состоянию, и это приведет к их благополучию и счастью на долгое время. Вот монах слышит так, монах, которого звали так-то и так-то, скончался. Благословенный объявил о нем, он был утвержден в окончательном знании. 3. И он либо видел этого достопочтенного сам, либо слышал, что о нем говорили так, у этого достопочтенного была такая-то нравственность, его состояние, сосредоточение, было таким-то, его мудрость была такой-то, его пребывание, в медитативных достижениях, было таким-то, его освобождение было таким. Помятуя о его вере, нравственности, учености, щедрости и мудрости, он направляет свой ум к такому состоянию. Вот каким образом этот монах имеет спокойное пребывание. Вот монах слышит, монах, которого звали так-то и так-то, скончался. Благословенный объявил о нем, и с уничтожением пяти нижних оков он переродился спонтанно в мирах чистых обителей, и там он обретет окончательную нигбану, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот. И он либо видел этого достопочтенного сам, либо слышал, что о нем говорили так. Помятуя о его вере, нравственности, учености, щедрости и мудрости, он направляет свой ум к такому состоянию. И таким образом также этот монах имеет спокойное пребывание. Вот монах слышит так, монах, которого звали так-то и так-то, скончался. Благословенный объявил о нем, и с уничтожением трех нижних оков, а также с ослаблением жажды, злобы, заблуждения, он стал однажды возвращающимся, который вернется в этот мир лишь один раз, и положит конец страданиям. И он либо видел этого достопочтенного сам, имеет спокойное пребывание. Вот монах слышит так, монах, которого звали так-то и так-то, скончался. Благословенный объявил о нем, и с уничтожением трех нижних оков он стал вступившим в поток, более неподверженным нижним мирам, утвержденным, в своей участи, направляющимся к просветлению. И он либо видел этого достопочтенного сам, имеет спокойное пребывание. Вот монахиня слышит так, монахиня, которую звали так-то и так-то, скончалась. Благословенный объявил о ней, она была утверждена в окончательном знании. И она либо видела эту сестру сама, либо слышала, что о ней говорили так, у этой сестры была такая-то нравственность, ее состояние, сосредоточение, было таким-то, ее мудрость была такой-то, ее пребывание, в медитативных достижениях, было таким-то, ее освобождение было таким. Помятуя о ее вере, нравственности, учености, щедрости, и мудрости, она направляет свой ум к такому состоянию. Вот каким образом эта монахиня имеет спокойное пребывание. Вот монахиня слышит так, монахиня, которую звали так-то и так-то, скончалась. Благословенный объявил о ней, с уничтожением пяти нижних оков. Имеет спокойное пребывание. Вот монахиня слышит так, монахиня, которую звали так-то и так-то, скончалась. Благословенный объявил о ней, с уничтожением трех, нижних, оков, а также с ослаблением жажды, злобы, заблуждения. Имеет спокойное пребывание. Вот монахиня слышит так, монахиня, которую звали Такта и Такта, скончалась. Благословенный объявил о ней с уничтожением трех нижних оков. Имеет спокойное пребывание. Вот мирянин слышит, мирянин, которого звали Такта и Такта, скончался. Благословенный объявил о нем, с уничтожением пяти нижних оков он переродился спонтанно в мирах чистых обителей. Имеет спокойное пребывание. Четыре. Вот мирянин слышит, мирянин, которого звали так-то и так-то, скончался. Благословенный объявил о нем, с уничтожением трех нижних оков, а также с ослаблением жажды, злобы, заблуждения. Имеет спокойное пребывание. Вот мирянин слышит, мирянин, которого звали так-то и так-то, скончался. Благословенный объявил о нем, с уничтожением трех нижних оков. Имеет спокойное пребывание. Вот мирянка слышит, Мирянка, которую звали так-то и так-то, скончалась. Благословенный объявил о ней, с уничтожением пяти нижних оков она переродилась в спонтанно в мирах чистых обителей. Имеет спокойное пребывание. Вот Мирянка слышит, Мирянка, которую звали так-то и так-то, скончалась. Благословенный объявил о ней, с уничтожением трех нижних оков, а также с ослаблением жажды, злобы, заблуждения. Имеет спокойное пребывание. Вот Мирянка слышит, Мирянка, которую звали так-то и так-то, скончалась. Благословенная объявила ней, с уничтожением трех, нижних, оков она стала вступившей в поток, более не подверженной нижним мирам, утвержденной, в своей участи, направляющейся к просветлению. И она либо видела эту сестру сама, либо слышала, что они говорили так, у этой сестры была такая-то нравственность, ее состояние, сосредоточение, было таким-то, ее мудрость была такой-то, ее пребывание в медитативных достижениях было таким-то, ее освобождение было таким. Пометуя ее вере, нравственности, учености, щедрости и мудрости, она направляет свой ум к такому состоянию. И таким образом также эта Мирянка имеет спокойное пребывание. Так, Анурудха, не ради интриг с целью обмануть людей, не ради того, чтобы польстить людям, не ради обретений, похвалы, признания, не ради мысли, пусть люди знают, что я таков, Татхагата, когда умирает ученик, объявляет о его перерождении так, такой-то и такой-то переродился в таком-то и таком-то месте, а такой-то и такой-то переродился в таком-то и таком-то месте. Но потому, что есть верующие представители клана, которые вдохновляются и радуются тому, что является очень высоким. Когда они слышат об этом, они направляют свои умы к этому состоянию, и это приведет к их благополучию и счастью на долгое время. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. 1. Речь идет о первой и более высоких джханах. 2. Смотри. МН 2. 3. То есть, он достиг араханства. 4. Примечание переводчика СВ. Не безинтересно, что хотя Будда говорит о скончавшихся монахах и монахиних как о достигших араханства, он не говорит о достижении араханства у мирян. Наивысшим достижением, даже у скончавшихся мирян, упоминается только о невозвращении. Гулиссани и сутта Гулиссани. МН 69. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И в то время монах по имени Гулиссани, проживающий в лесу, но с распущенным поведением, прибыл в Сангхо, чтобы побыть в ней по некоему делу. Достопочтенный Сарипута обратился к монахам так, имея в виду монаха Гулиссани. Друзья, когда монах, проживающий в лесу, приходит в Сангхо и живет в Сангхе, он должен быть уважительным и почтительным к своим товарищам по святой жизни. Если он неуважителен и непочтителен к своим товарищам по святой жизни, то найдутся те, кто скажет о нем, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в уединении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь он неуважителен и непочтителен к своим товарищам по святой жизни. Поскольку найдутся те, кто скажет о нем так, монах, проживающий в лесу, пришедший в Сангху и живущий в Сангхе, должен быть уважительным и почтительным к своим товарищам по святой жизни. Когда монах, проживающий в лесу, приходит в Сангху и живет в Сангхе, он должен быть умелым в хорошем поведении в отношении сидений, я буду сидеть так, чтобы не посягать на старших монахов и не стану не давать новым монахам сидений. Если он неумелый в хорошем поведении в отношении сидений, то найдутся те, кто скажет о нем, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в уединении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь он не знает даже о том, что относится к хорошему поведению, поскольку найдутся те, должен быть умелым в хорошем поведении в отношении сидений. Когда монах, проживающий в лесу, приходит в Сангху и живет в Сангхе, ему не следует входить в деревню слишком рано или же возвращаться слишком поздно днем. Если он входит в деревню слишком рано или же возвращается слишком поздно днем, то найдутся те, кто скажет о нем, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в уединении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь он входит в деревню слишком рано и возвращается слишком поздно днем. Поскольку найдутся те, не следует входить в деревню слишком рано или же возвращаться слишком поздно днем. Когда монах, проживающий в лесу, приходит в Сангху и живет в Сангхе, ему не следует посещать семьи до принятия пищи или после принятия пищи. Один. Если он отправляется посетить семьи до принятия пищи или после принятия пищи, то найдутся те, кто скажет о нем, вне сомнений, этот достопочтенный, проживающий в лесу, проживая в уединении в лесу, поступая так, как он хочет, привык делать несвоевременные визиты, ведь он ведет себя так же, когда пришел в Сангху. Поскольку найдутся те, не следует посещать семьи до принятия пищи или после принятия пищи. Когда монах, проживающий в лесу, приходит в Сангху и живет в Сангхе, ему не следует быть высокомерным и тщеславным. Если он высокомерен и тщеславен, то найдутся те, кто скажет о нем, вне сомнений, этот достопочтенный, проживающий в лесу, проживая в уединении в лесу, поступая так, как он хочет, в целом должен быть высокомерным и тщеславным, ведь он ведет себя так, когда пришел в Сангху. Поскольку найдутся те, не следует быть высокомерным и тщеславным. Когда монах, проживающий в лесу, приходит в Сангху и живет в Сангхе, ему не следует бросаться грубыми и бессвязными словами. Если он бросается грубыми и бессвязными словами, то найдутся те, кто скажет о нем, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в уединении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь он бросается грубыми и бессвязными словами? Поскольку найдутся те, не следует бросаться грубыми и бессвязными словами. Когда монах, проживающий в лесу, приходит в Сангху и живет в Сангхе, он должен быть тем, кого легко исправить, и он должен общаться с хорошими друзьями. Если его трудно исправить и он общается с плохими друзьями, то найдутся те, кто скажет о нем, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в уединении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь его трудно исправить, и он общается с плохими друзьями. Поскольку найдутся те, легко исправить, и он должен общаться с хорошими друзьями. Монах, проживающий в лесу, должен охранять двери своих органов чувств. Если он не охраняет двери своих органов чувств, то найдутся те, кто скажет о нем, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в уединении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь он не охраняет двери своих органов чувств. Поскольку найдутся те, должны хранять двери своих органов чувств. Монах, проживающий в лесу, должен быть умеренным в еде. Если он не умерен в еде, то найдутся те, кто скажет о нем, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в уединении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь он не умерен в еде. Поскольку найдутся те, должен быть умеренным в еде. Монах, проживающий в лесу, должен предаваться бодрствованию. Если он не предается бодрствованию, то найдутся те, кто скажет о нем, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в ольденении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь он не предается бодрствованию, поскольку найдутся те, должен предаваться бодрствованию. Монах, проживающий в лесу, должен быть усердным. Если он не усердный, то найдутся те, кто скажет о нем, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в ольденении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь он ленив? Поскольку найдутся те, должен быть усердным. Монах, проживающий в лесу, должен быть утверждённым в осознанности. Если он неосознан, то найдутся те, кто скажет о нём, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в уединении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь он неосознан? Поскольку найдутся те, должен быть утверждённым в осознанности. Монах, проживающий в лесу, должен быть сосредоточенным. Если он не сосредоточен, то найдутся те, кто скажет о нем, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в ульденении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь он не сосредоточен, поскольку найдутся те, должен быть сосредоточенным. Монах, проживающий в лесу, должен быть мудрым. Если он не мудр, то найдутся те, кто скажет о нем, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в ольдинении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь он не мудр. Поскольку найдутся те, должен быть мудрым. Монах, проживающий в лесу, должен посвящать себя, изучению, высшей Дхамы и высшей Винаи. Есть те, кто спросят проживающего в лесу монаха о высшей Дхаме и высшей Винаи. Если, будучи спрошенным, он не сможет ответить, то найдутся те, кто скажет о нём, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в ольдинении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь когда ему задали вопрос о высшей Дхаме и высшей Винаи, он не может ответить. Поскольку найдутся те, должен посвящать себя, изучению, высшей Дхамы и высшей Винаи. Монах, проживающий в лесу, должен посвящать себя, практике, тех освобождений, которые умиротворённые и нематериальные, превосходящие форму. Есть те, кто спросят проживающего в лесу монаха об освобождениях, которые умиротворённые и нематериальные, превосходящие форму. Если, будучи спрошенным, он не сможет ответить, то найдутся те, кто скажет о нём, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в ольдинении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь когда ему задали вопрос об этих освобождениях, он не может ответить. Поскольку найдутся те, должен посвящать себя, практике, тех освобождений, которые умиротворённые и нематериальные, превосходящие форму. Монах, проживающий в лесу, должен посвящать себя, достижению, сверхчеловеческих состояний. Есть те, кто спросят проживающего в лесу монаха о сверхчеловеческих состояниях. Если, будучи спрошенным, он не сможет ответить, то найдутся те, кто скажет о нём, чего добился этот достопочтенный, проживающий в лесу, своим житием в ольдинении в лесу, поступая так, как он хочет, ведь он не знает даже цели, ради которой он ушёл в жизнь бездомную. Поскольку найдутся те, кто скажет о нём так, монах, проживающий в лесу, должен посвящать себя, достижению, сверхчеловеческих состояний. Когда так было сказано, достопочтенный Махамагаллана спросил достопочтенного Сарепуту, друг Сарепута, следует ли эти вещи предпринимать и практиковать только тому монаху, который проживает в лесу, или также тем, кто проживает рядом с деревней. Друг Махагаллана, эти вещи следует предпринимать и практиковать даже монаху, проживающему в лесу, что уж говорить о том, кто проживает рядом с деревней. Один, Виная почти 46. Монах может посещать семьи в это время только если он сообщил другому монаху в монастыре о своём намерении, за исключением периода изготовления и дарения одеяний. Два, примечание переводчика СВ, очевидно, речь идёт о четырёх бесформенных медитативных достижениях, арупасамапатти. Китагири сутта, в Китагири. МН 70. Содержание, полезные и в ряды и виды чувств. Семь видов благородных учеников. Вера и постепенность пути. Так я слышал. Однажды благословенный странствовал по стране Кайса вместе с Большой Сангхой монахов. Там он обратился к монахам так, «Монахи, я воздерживаюсь от принятия пищи ночью. Делая так, я свободен от недугов и болезненности, наслаждаюсь лёгкостью, силой, приятным пребыванием. Ну же, монахи, воздерживайтесь от принятия пищи ночью. Делая так, вы также будете свободны от недугов и болезненности, будете наслаждаться лёгкостью, силой, приятным пребыванием. Один. Да, учитель», – ответили они. И тогда благословенный, странствуя переходами по стране Касал, со временем прибыл в Кассийский город под названием Китагири. Там он проживал в этом Кассийском городе Китагири. И тогда монахи, возглавляемые Ассаджей и Пунаббасукой, проживали в Китагире, 2. И тогда группа монахов подошла к ним и сказала, «Друзья, благословенные сангхо-монахов теперь воздерживаются от принятия пищи ночью. Делая так, они свободны от недугов и болезненности, наслаждаются лёгкостью, силой, приятным пребыванием. Ну же, друзья, воздерживайтесь от принятия пищи ночью. Делая так, вы также будете свободны от недугов и болезненности, будете наслаждаться лёгкостью, силой, приятным пребыванием». Когда так было сказано, монахи, возглавляемые Ассаджей и Пунаббасукой, сказали тем монахам, «Друзья, мы едим вечером, утром и днём вне положенного времени. Делая так, мы свободны от недугов и болезненности, и мы наслаждаемся лёгкостью, силой, приятным пребыванием». Зачем нам отбрасывать выгоду, видимую здесь и сейчас, чтобы преследовать выгоду, которую можно достичь только лишь в будущем. Мы будем есть вечером, утром и днём вне положенного времени. Поскольку монахи не смогли убедить монахов, возглавляемых Ассаджей и Пунаббасукой, они отправились к благословенному. Поклонившись ему, они сели рядом и рассказали ему обо всём, что произошло, добавив, учитель, «Поскольку мы не смогли убедить монахов, возглавляемых Ассаджей и Пунаббасукой, мы рассказали об этом благословенному». Тогда благословенный обратился к некоему монаху так, «Ну же, монах, скажи от моего имени монахам, возглавляемым Ассаджей и Пунаббасукой, что учитель зовёт их». «Да, учитель», — ответил он, отправился к монахам, возглавляемым Ассаджей и Пунаббасукой, и сказал им, «Учитель зовёт вас, друзья». «Да, друг», — ответили они, отправились к благословенному, поклонились ему, и сели рядом. Благословенный сказал им, «Монахи, правда ли, что когда группа монахов подошла и сказала вам, вы сказали тем монахам, друзья, мы едим вечером. Мы будем есть вечером, утром и днём вне положенного времени?» «Да, учитель. Полезные и вредные виды чувств». «Монахи, слышали ли вы, чтобы я учил Дхаме так, когда человек переживает что бы то ни было, приятные, болезненные, или неприятные и неболезненные, неблагие состояния уменьшаются в нём, а благие состояния увеличиваются?» «Нет, учитель». «Монахи, разве вы не слышали, что я учил Дхаме так? Вот, когда человек чувствует некий вид приятного чувства, неблагие состояния увеличиваются в нём, и благие состояния уменьшаются. Но когда человек чувствует другой вид приятного чувства, неблагие состояния уменьшаются в нём, и благие состояния состояния увеличиваются, 3. Вот, когда человек чувствует некий вид болезненного чувства, неблагие состояния увеличиваются в нем, и благие состояния уменьшаются. Но когда он чувствует другой вид болезненного чувства, неблагие состояния уменьшаются в нем, и благие состояния увеличиваются. Вот, когда некий человек чувствует некий вид неприятного неболезненного чувства, неблагие состояния увеличиваются в нем, и благие состояния уменьшаются. Но когда он чувствует другой вид неприятного неболезненного чувства, неблагие состояния уменьшаются в нем, и благие состояния увеличиваются? Хорошо, монахи. Если бы это было не познано мной, не увидено, не обнаружено, не реализовано, не затронуто мудростью так, вот, когда человек чувствует некий вид приятного чувства, неблагие состояния увеличиваются в нем, и благие состояния уменьшаются, то было бы подобающе для меня, не зная этого, говорить, отбросьте этот вид приятного чувства. Но именно потому, что это было познано мной, увидено, обнаружено, реализовано, затронуто мудростью так, вот, когда человек чувствует некий вид приятного чувства, неблагие состояния увеличиваются в нем, и благие состояния уменьшаются, то я говорю, отбросьте этот вид приятного чувства. Если бы это было не познано мной, не увидено, не обнаружено, не реализовано, не затронуто мудростью так, вот, когда человек чувствует другой вид приятного чувства, неблагие состояния уменьшаются в нем, и благие состояния увеличиваются, то было бы подобающе для меня, не зная этого, говорить, войдите и пребывайте в этом виде приятного чувства. Но именно потому, что это было познано мной, увидено, обнаружено, реализовано, затронуто мудростью так, вот, когда человек чувствует другой вид приятного чувства, неблагие состояния уменьшаются в нем, и благие состояния увеличиваются, то я говорю, войдите и пребывайте в этом виде приятного чувства. Если бы это было не познано мной, но именно потому, что это было познано мной, затронуто мудростью так, вот, когда человек чувствует некий вид болезненного чувства, неблагие состояния увеличиваются в нем, и благие состояния уменьшаются, то я говорю, отбросьте этот вид болезненного чувства. Если бы это было не познано мной, но именно потому, что это было познано мной, затронуто мудростью так, вот, когда человек чувствует другой вид болезненного чувства, неблагие состояния уменьшаются в нем, и благие состояния увеличиваются, то я говорю, войдите и пребывайте в этом виде болезненного чувства. Если бы это было не познано мной, но именно потому, что это было познано мной, затронуто мудростью так, вот, когда человек чувствует некий вид неприятного неболезненного чувства, неблагие состояния увеличиваются в нем, и благие состояния уменьшаются, то я говорю, отбросьте этот вид неприятного неболезненного чувства. Если бы это было не познано мной. Но именно потому, что это было познано мной, затронуто мудростью так, вот, когда человек чувствует другой вид неприятного неболезненного чувства, неблагие состояния уменьшаются в нем, и благие состояния увеличиваются, то я говорю, войдите и пребывайте в этом виде неприятного неболезненного чувства. Монахи, я не говорю обо всех монахах, что им все еще нужно работать с прилежанием. Но я не говорю и обо всех монахах, что им не нужно более работать с прилежанием. Я не говорю о тех монахах, которые араханты, чьи пятна, загрязнение ума, уничтожены, которые прожили святую жизнь, сделали то, что следовало сделать, сбросили тяжкий груз, достигли своей цели, полностью уничтожили оковы существования и всецело освободились посредством окончательного знания, что им все еще нужно работать с прилежанием. Почему? Потому что они выполнили свою работу с прилежанием, и они не способны стать беспечными. Но я говорю о тех монахах, которые, ученики, высшие тренировки, которые не достигли цели, которые пребывают в стремлении к непревзойденной защите от подневольности, что им все еще нужно работать с прилежанием. Почему? Потому что когда эти достопочтенные пользуются одним из подходящих жилищ, и общаются с хорошими друзьями, и подпитывают свои духовные качества, то тогда они могут реализовать для себя посредством прямого знания и здесь и сейчас войти и пребывать в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Видя этот плод прилежания для этих монахов, я говорю, что им все еще нужно работать с прилежанием. Монахи, есть семь типов личностей в мире. Какие семь? Освобожденный в обоих отношениях, освобожденный мудростью, засвидетельствовавший телом, достигшего зрения, освобожденный верой, идущий за счет Дхаммы, идущий за счет веры. И какой тип личности является освобожденным в обоих отношениях? Вот некий человек касается телом и пребывает в тех освобождениях, которые являются умиротворенными и нематериальными, превосходящими формы, и его пятна, загрязнение ума, уничтожены за счет его видения мудростью. Этот тип личности зовется освобожденным в обоих отношениях. Я не говорю о таком монахе, что ему все еще нужно работать с прилежанием. Почему? Он выполнил свою работу с прилежанием. Он более не способен стать беспечным. И какой тип личности является освобожденным мудростью? Вот некий человек не касается телом и не пребывает в тех освобождениях, которые являются умиротворенными и нематериальными, превосходящими формы, но его пятна, загрязнение ума, уничтожены за счет его видения мудростью. Этот тип личности зовется освобожденным мудростью. Я не говорю о таком монахе, что ему все еще нужно работать с прилежанием. Почему? Он выполнил свою работу с прилежанием. Он более не способен стать беспечным. И какой тип личности является засвидетельствовавшим телом? Вот некий человек касается телом и пребывает в тех освобождениях, которые являются умиротворенными и нематериальными, превосходящими формы, и некоторые из его пятен, загрязнение ума, уничтожены за счет его видения мудростью. Этот тип личности зовется засвидетельствовавшим телом. Я говорю о таком монахе, что ему все еще нужно работать с прилежанием. Почему? Потому что когда этот достопочтенный пользуется одним из подходящих жилищ, и общается с хорошими друзьями, и подпитывает свои духовные качества, то тогда он может реализовать для себя посредством прямого знания, и здесь и сейчас войти и пребывать в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Видя этот плод прилежания для такого монаха, я говорю, что ему все еще нужно работать с прилежанием. И какой тип личности является достигшим воззрения? Вот некий человек не касается телом и не пребывает в тех освобождениях, которые являются умиротворенными и нематериальными, превосходящими формы, но некоторые из его пятен, загрязнений ума, уничтожены за счет его видения мудростью, а также он пересмотрел и изучил мудрость учения, провозглашенные Татхагатой. Этот тип личности зовется достигшим воззрения. Я говорю о таком монахе, что ему все еще нужно работать с прилежанием. Почему? Потому что когда этот достопочтенный пользуется одним из подходящих жилищ, ему все еще нужно работать с прилежанием. И какой тип личности является освобожденным верой? Вот некий человек не касается телом и не пребывает в тех освобождениях, которые являются умиротворенными и нематериальными, превосходящими формы, но некоторые из его пятен, загрязнений ума, уничтожены за счет его видения мудростью, и его вера в Татхагату возвращена, укоренена, утверждена. Этот тип личности зовется освобожденным верой. Я говорю о таком монахе, что ему все еще нужно работать с прилежанием. Почему? Потому что когда этот достопочтенный пользуется одним из подходящих жилищ, ему все еще нужно работать с прилежанием. И какой тип личности является идущим за счет Дхаммы? Вот некий человек не касается телом и не пребывает в тех освобождениях, которые являются умиротворенными и нематериальными, превосходящими формы, и его пятна, загрязнений ума, еще не уничтожены за счет его видения мудростью, но те учения, что были провозглашены Татхагатой, приняты им после их достаточного рассмотрения мудростью. Кроме того, у него есть эти качества – качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, и качество мудрости. Этот тип личности зовется идущим за счет Дхаммы. 4. Я говорю о таком монахе, что ему все еще нужно работать с прилежанием. Почему? Потому что когда этот достопочтенный пользуется одним из подходящих жилищ, ему все еще нужно работать с прилежанием. И какой тип личности является идущим за счет веры? Вот некий человек не касается телом и не пребывает в тех освобождениях, которые являются умиротворенными и нематериальными, превосходящими формы, и его пятна, загрязнений ума, еще не уничтожены за счет его видения мудростью, но все же у него есть достаточная вера и любовь к Татхагате. Кроме того, у него есть эти качества – качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, и качество мудрости. Этот тип личности зовется идущим за счет веры. Я говорю о таком монахе, что ему все еще нужно работать с прилежанием. Почему? Потому что когда этот достопочтенный пользуется одним из подходящих жилищ, ему все еще нужно работать с прилежанием. Вера и постепенность пути. Монахи, я не говорю, что окончательное знание достигается сразу же. Напротив, окончательное знание достигается посредством постепенной тренировки, постепенной практики, постепенного совершенствования. И каким образом окончательное знание достигается посредством постепенной тренировки, постепенной практики, постепенного совершенствования? Вот, тот, у кого есть вера, в учителя, навещает его. Когда он навещает его, он выражает ему почтение. Когда он выражает ему почтение, он склоняет ухо. Тот, кто склоняет ухо, слышит Дхамму. Услышав Дхамму, он запоминает ее. Он изучает смысл учений, которые он запомнил. Когда он изучает их смысл, он обретает согласие с этими учениями посредством раздумий. Когда он обрел согласие с этими учениями посредством раздумий, в нем возникает рвение. Когда возникло рвение, он проявляет волю. Проявив волю, он тщательно исследует. Тщательно исследовав, он старается. Решительно стараясь, он реализует телом высочайшую истину и видит ее, проникнув в нее мудростью. 5. Если бы не было веры, монахи, то не было бы этого посещения, учителя, не было бы выражения этого почтения, не было бы этого склонения уха, не было бы этого слушания Дхаммы, не было бы этого запоминания Дхаммы, не было бы этого изучения смысла, не было бы этого согласия с этими учениями посредством раздумий, не было бы этого рвения, не было бы этого проявления воли, не было бы этого тщательного исследования, не было бы этого старания. Монахи, вы потеряли свой путь. Монахи, вы практиковали ошибочный путь. Монахи, до какой степени эти пустоголовые люди отклонились от этой Дхаммы виная? Монахи, есть такое утверждение в четыре фразы, и когда его декламирует, вслух по памяти, мудрый человек, то он быстро понимает его, смысл. Я продекламирую его для вас, монахи. Постарайтесь понять. Учитель, кто мы такие, чтобы понимать Дхамму? Монахи, даже с учителем, который озабочен материальными вещами, который, наследник материальных вещей, привязан к материальным вещам, такие придирки, со стороны его учеников, не подобающие. Если мы получим это, мы сделаем это. Если мы не получим этого, мы не станем делать этого. Шесть. Так что уж тут говорить, когда учителем является, тот Хагата, который всецело отлучен от материальных вещей? Монахи, это естественно для верующего ученика, который нацелен на постижение учения учителя, что он будет вести себя так, благословенный, учитель. Я его ученик. Благословенный знает. Я не знаю. Для верующего ученика, который нацелен на постижение учения учителя, учение учителя является питающим и освежающим. Это естественно для верующего ученика, который нацелен на постижение учения учителя, что он будет вести себя так, пусть останутся только кожа, сухожилия и кости, пусть высохнет плоти кровь в моем теле, но я не позволю своему усердию слабнуть, пока не достигну того, что может быть достигнуто человеческой силой, старанием, рвением. Для верующего ученика, который нацелен на постижение учения учителя, можно ожидать одного из двух плодов, либо окончательного знания здесь и сейчас, либо невозвращения, если осталось остаточное цепляние. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. 1. Комментарий, ссылаясь также на МН-66, объясняет, что вначале Будда запретил прием пищи после полудня, а затем запретил и прием пищи ночью. 2. Согласно Виная, эти монахи обладали плохим поведением, которое и развращало мирян. В Китагире был провозглашен акт их изгнания, но так как они отказались послушаться, то было установлено правило Виная Сангхадисиса 13. 3. Смотри. МН-137. 4. Согласно Комментарию, это тот, кто идет по пути ко вступлению в поток, опираясь на мудрость. Смотри также сутты СН-25. 5. Комментарий, умственным телом он реализует Ниббану. 6. Комментарий утверждает, что и утверждение в четыре фразы, это краткая формулировка четырех благородных истин. Однако по мнению Достопочтенного Бодхи, Будда имел в виду именно вот эту фразу в сутте. Твиджи Вачхаготта сутта, Каа Вачхаготте о трех знаниях. МН-71. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Весале в Великом лесу в зале со строконечной крышей. И тогда странник Вачхаготта проживал в парке странников и мангового дерева единственного белого лотоса. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу и внешние одеяния, и отправился в Весале за подаяниями. Затем Благословенный подумал, слишком рано ходить за подаяниями повисали. Что если я отправлюсь к страннику Вачхаготте в парк странников к манговому дереву единственного белого лотоса. И тогда Благословенный отправился к страннику Вачхаготте в парк странников к манговому дереву единственного белого лотоса. Странник Вачхаготта увидел Благословенного издали и сказал, почтенный, пусть Благословенный подойдет. Добро пожаловать, Благословенный. Долгое время у Благословенного не было возможности прийти сюда. Пусть Благословенный присядет, вот здесь подготовлено сидение. Благословенный сел на подготовленное сидение, а странник Вачхаготта выбрал, себе более низкое сидение, сел рядом, и сказал Благословенному, почтенный, я слышал так, отшельник Гатама заявляет о том, что является всеведущим и всевидящим, имеет абсолютное знание видения, иду ли я, стою, сплю, или бодрствую, знания видения постоянно и непрерывно наличествуют во мне, один. Почтенный, те, кто говорят так, говорят ли именно о том, как это было сказано Благословенным, и не говорят ли того, что было бы противоположным действительности? Объясняют ли они в соответствии с Дхаммой, так что их утверждение не влечет за собой уместной почвы для критики? Вачха, те, кто говорят так, говорят то, что не было сказано мной, но искажают мои слова неправдой тем, что не соответствует действительности, два. Почтенный, как мне отвечать, чтобы я сказал именно о том, как это было сказано благословенным, и не сказал бы того, что было бы противоположным действительности, объяснил бы в соответствии с Дхаммой, так что мое утверждение не повлекло бы за собой уместной почвы для критики? Вачха, если ты ответишь так, отшельник Гатама обладает троичным истинным знанием, то ты скажешь так, как это было сказано мной, и не скажешь того, что было бы противоположным действительности. Ты объяснишь в соответствии с Дхаммой, так что твое утверждение не повлечет за собой уместной почву для критики. Ведь до той степени, до которой я пожелаю, я вспоминаю многочисленные прошлые жизни, три, до той степени, до которой я пожелаю, я вижу божественным глазом. За счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, здесь и сейчас я вхожу и пребываю в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Если ты ответишь так, отшельник Гатама обладает троичным истинным знанием, то ты скажешь так, как это было сказано мной, почву для критики. Когда так было сказано, странник Вачхаготта спросил благословенного, мастер Гатама, бывает ли домохозяин, который без оставления пут домохозяйничества с распадом тела положил бы конец страданию? Вачха, не бывает домохозяина, который без оставления пут домохозяйничества с распадом тела положил бы конец страданию? Мастер Гатама, бывает ли домохозяин, который без оставления пут домохозяйничества с распадом тела отправился бы в небесные миры. Вачха, ни одна сотня, ни две, ни три, ни четыре, ни пять сотен, но куда больше домохозяев, которые без оставления пут домохозяйничества с распадом тела отправились в небесные миры. Мастер Гатама, бывает ли адживака, который бы с распадом тела положил конец страданию? Вачха, не бывает адживаки, который бы с распадом тела положил конец страданию. Мастер Гатама, бывает ли адживака, который бы с распадом тела отправился бы в небесные миры? Когда я вспоминаю последний девяносто один цикл существования мира, Вачха, я не припоминаю ни единого Дживаки, который бы с распадом тела отправился в небесные миры, за исключением одного, и он придерживался доктрин нравственной действенности поступка, доктрин нравственной действенности деяний. Так оно, мастер Гатама, что это религиозное движение пусто даже от тех, кто отправляется на небеса. Так оно, Вачха, что это религиозное движение пусто даже от тех, кто отправляется на небеса. Так сказал Благословенный. Странник Вачхаготта был доволен и восхитился словами Благословенного. 1. О подобном всеведении и всезнании заявлял предводитель древних джайнов Нигантха Натапутта В.М.Н. 14. 2. Комментарий объясняет, что хотя часть этого утверждения правдива, Будда отвергает все утверждение целиком, потому что другая его часть является некорректной. Правдивой частью является утверждение всезнания и всеведения. Некорректной, то есть, что всезнания и всеведения постоянно и непрерывно присутствуют в нем. Согласно толковательной традиции Дхировады Будда обладает всеведением, так как для него потенциально доступно познание любых вещей. Однако, он не может знать всего одновременно, и для того, чтобы что-то познать, ему нужно направить на это свой ум. В.М.Н. 90 Будда говорит, что есть возможность знать и видеть все, хотя и не одновременно. В.М.Н. 4.24 Он утверждает, что знает все, что может быть увидено, услышано, ощущено, и познано. 3. Эти два знания раскрываются по стандартной формуле, так же как, например, в.М.Н. 4. Агги вачхаготта сутта, ка вачхаготте об огне. М.Н. 72. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда странник вачхаготта отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и спросил Благословенного, так как оно, мастер Гатама, придерживается ли мастер Гатама воззрения, мир вечен. Только это правда, а все остальное ошибочно. Вачха, я не придерживаюсь воззрения, мир вечен. Только это правда, а все остальное ошибочно. В таком случае, придерживается ли мастер Гатама воззрения, мир не вечен. Мир ограничен. Мир безграничен. Душа и тело – это одно и то же. Душа – это одно, а тело – иное. Татхагата существует после смерти. Татхагата не существует после смерти. Татхагата и существует, и не существует после смерти. Татхагата не существует, и не существует после смерти. Только это правда, а все остальное ошибочно. Вачха, я не придерживаюсь воззрения, Татхагата не существует, ни не существует после смерти. Только это правда, а все остальное ошибочно. Так как же, мастер Гатама? Когда мастеру Гатаме задают каждый из этих десяти вопросов, он отвечает, я не придерживаюсь этого воззрения. Какую опасность видит мастер Гатама, из-за которой он не принимает ни одного из этих спекулятивных воззрений? Вачха, спекулятивное воззрение о том, что мир вечен, является чаще воззрений, грудой воззрений, искривлением воззрений, колебанием воззрений, путами воззрений. Оно осаждено страданием, досадой, отчаянием, взбудораженностью. Оно не ведет к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Спекулятивное воззрение о том, что мир не вечен. Татхагата не существует, ни не существует после смерти, является чаще воззрений. Оно не ведет к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Видя эту опасность, я не принимаю какого-либо из этих спекулятивных воззрений. В таком случае, придерживается ли мастер Гатама какого-либо спекулятивного воззрения вообще? Вачха, спекулятивное воззрение, это нечто, что Татхагата устранил. Ведь, Вачха, Татхагата увидел, такова материальная форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение. Таково чувство, таково его происхождение, таково его исчезновение. Таково восприятие, таково его происхождение, таково его исчезновение. Таковы формации, ума, таково их происхождение, таково их исчезновение. Таково сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение. Поэтому, я говорю тебе, с уничтожением, с угасанием, прекращением, покиданием, оставлением всех измышлений, всех домыслов, всех сотворения я и сотворения моего, а также скрытой склонности к самомнению, Тадхагата освободился посредством нецепления. Мастер Гатама, когда у монаха так освобожден, то где он перерождается? Фразу перерождается тут неуместно, вачха. Тогда он не перерождается, мастер Гатама. Фразу не перерождается тут неуместно, вачха. Тогда он перерождается и не перерождается, мастер Гатама. Фразу перерождается и не перерождается тут неуместно, вачха. Тогда он не перерождается, не не перерождается, мастер Готама? Фраза не перерождается, не не перерождается тут неуместно, вачха. Когда мастеру Готаме задали эти четыре вопроса, он отвечает, фраза перерождается тут неуместно, вачха. Не перерождается, не не перерождается тут неуместно, вачха. И тут я впал в замешательство, мастер Готама, тут я впал в смятение, и та доля доверия, которую я обрёл посредством предыдущей беседы с мастером Гатамой, теперь исчезла. Этого достаточно для того, чтобы вызвать в тебе замешательство, вачха, достаточно для того, чтобы вызвать в тебе смятение. Ведь эта Дхамма, вачха, глубока, ее трудно увидеть, трудно понять. Она умиротворенная и возвышенная, недостижимая простым лишь рассуждением, утонченная, переживается мудрыми. Трудно тебе понять ее, когда ты придерживаешься другого воззрения, соглашаешься с другим учением, одобряешь другое учение, осуществляешь другую тренировку, следуешь за другим учителем. Поэтому я задам тебе встречный вопрос на эту тему, вачха. Отвечай так, как сочтешь нужным. Как ты думаешь, вачха? Представь, как если бы перед тобой горел огонь. Знал бы ты, перед мной горит огонь. Знал бы, мастер Гатама. Если кто-нибудь спросил бы тебя, вачха, в зависимости от чего перед тобой горит этот огонь, то будучи спрошенным так, как бы ты ответил? Будучи спрошенным так, мастер Гатама, я бы ответил, этот огонь горит в зависимости от трав и палок. Если бы этот огонь перед тобой погас, знал бы ты, этот огонь передо мной погас? Если кто-нибудь спросил бы тебя, вачха, когда этот огонь перед тобой погас, то в каком направлении он ушел, на восток, на запад, на север или на юг? То будучи спрошенным так, как бы ты ответил? Такой ответ неуместен, мастер Гатама. Огонь горел в зависимости от своего топлива, в виде, травы и палок. Когда это израсходовалось, то если этот, огонь, не получает какого-либо еще топлива, не имеет топлива, то говорится, что он погас. Точно так же, вачха, Татхагата отбросил материальную форму, посредством которой тот, кто описывал бы Татхагату, мог бы описать его. Он срезал ее под корень, сделал подобную обрубку пальмы, уничтожил так, что она более не сможет возникнуть в будущем. Татхагата освобожден от обозначения в рамках материальной формы, вачха. Он глубок, неизмерим, его так же трудно измерить, как и океан. Фраза, он перерождается тут неуместно. Фраза, он не перерождается тут неуместно. Фраза, он и перерождается, и не перерождается тут неуместно. Фраза, он не перерождается, и не перерождается тут неуместно, один. Татхагата отбросил то чувство, восприятие, формации сознания, посредством которого тот, кто описывал бы Татхагату, мог бы описать его. Он срезал его под корень. Татхагата освобожден от обозначения в рамках сознания – вачха. Он глубок, неизмерим, его также трудно измерить, как и океан. Фраза «Он перерождается тут неуместно». Фраза «Он не перерождается тут неуместно». Фраза «Он и перерождается, и не перерождается тут неуместно». Фраза «Он не перерождается, и не перерождается тут неуместно. Когда так было сказано, странник Вачхаготта сказал благословенному, мастер Гатама, представьте, как если бы неподалеку от деревни или города стояло бы большое соловое дерево, и непостоянство износило бы его ветви и листву, кору и заболонь, так что позже, будучи лишенным ветвей листвы, коры и заболонья, оно стало бы чистым, состоящим всецело из сердцевины дерева. Точно так же, эта лекция мастера Гатама лишена ветвей листвы, лишена коры и заболонья, чиста, состоит всецело из сердцевины дерева. Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, этот отрывок связан с метафорой об огне. Подобно тому, как потухший огонь нельзя описать как ушедший куда-либо, так и достигшего неба она нельзя описать в рамках этих четырех утверждений. Метафору следует рассматривать исключительно в концептуальных и лингвистических рамках, и она не подразумевает, как полагают некоторые ученые, что Татхагата достигает некой мистической поглощенности с абсолютом. Слова «глубокий», «безмерный», «трудноизмеримый» относятся к трансцендентной сфере освобождения, которая достигает совершенной, и которая недоступна дискурсивному мышлению. Похоже, что на этом этапе дискуссии Будда обращается к метафорам для того, чтобы показать то, чего не могут ухватить концепции. Два образа, угасший огонь и глубокий океан, создают друг с другом диалектическое напряжение, и поэтому оба примера следует рассматривать одновременно, чтобы не склониться к крайнему воззрению. Если брать только образ погасшего огня, то можно склониться к полному уничтожению, что должно быть сбалансировано образом океана. Однако образ океана, взятый отдельно, предполагает некий вечный вид существования, и потому должен быть сбалансирован образом угощшего огня. Истина находится посередине и лежит за рамками этих крайностей. Примечание переводчика С.В. Ванурадхасути, С.Н. 44.2, Будда говорит, что Тадхагату вообще нельзя не то что описать как-либо, в рамках четырех утверждений или в них, но даже обнаружить как истину или реальность. Очевидно, имеется в виду, что концепция самосуществующего Тадхагаты изначально ошибочна и базируется на воззрении о существовании Я. Это подтверждается и Седатта суттой, С.Н. 41.3, в которой говорится о том, что воззрение о статусе Тадхагаты происходит только тогда, когда имеются воззрения Я. Что касается метафоры с океаном, то она же приводится в С.Н. 44.1, и комментарий поясняет, что этими словами, глубокий, неизмеримый, описываются духовные качества Будды, а не онтологическая сущность Тадхагаты. Тем не менее, еще одна метафора Ван 8.19 сравнивает океан с элементом небабанной без остатка, а просветленных, с каплями дождя или реками, текущими к этому океану, и утверждает, что сколько бы монахов не достигали окончательной небабаны, нельзя увидеть уменьшение или увеличение этого элемента небабаны без остатка, точно так же как нельзя увидеть. Маха Вачхаготта сутта, большая лекция для Вачхаготты. МН 73. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в беличьем святилище. И тогда странник Вачхаготта отправился к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал благословенному, долгое время я вел беседы с мастером Гатамой. Было бы хорошо, если бы мастер Гатама научил меня вкратце благому и неблагому. Я могу научить себя вкратце благому и неблагому, Вачха, и я могу научить себя благому и неблагому подробно. Но, тем не менее, я научу тебя благому и неблагому вкратце. Слушай внимательно то, о чем я буду говорить». «Да», – почтенный ответил он. Благословенный сказал следующий, «Вачха, жажда является неблагим, не жажда является благим. Злоба является неблагим, не злоба является благим. Заблуждение является неблагим, не заблуждение является благим. Таким образом, три вещи являются благими, а другие три – неблагими. Убийство живых существ – это неблагое. Воздержание от убийства живых существ – это благое. Взятие того, что тебе не было дано – это неблагое. Воздержание от взятия того, что не дано – это благое. Неблагое поведение в чувственных удовольствиях – это неблагое. Воздержание от неблагого поведения в чувственных удовольствиях – это благое. Ложь – это неблагое. Воздержание от лжи – это благое. Злобная речь – это неблагое. Воздержание от злобной речи – это благое. Грубая речь – это неблагое. Воздержание от грубой речи – это благое. Пустословие – это неблагое. Воздержание от пустословия – это благое. Алчность – это неблагое. Неалчность – это благое. Недоброжелательность – это неблагое. Ненедоброжелательность – это благое. Неправильное воззрение – это неблагое. Правильное воззрение – это благое. Таким образом, десять вещей являются благими, а другие десять – неблагими. Когда монах отбросил жажду, срезал ее под корень, сделал подобную обрубку пальмы, уничтожил так, что она более не сможет возникнуть в будущем, то тогда этот монах, арахант, чьи пятна умственных загрязнений уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг истинной цели, уничтожил оковосуществование, и полностью освободился посредством окончательного знания. Помимо мастера Агатамы есть ли какой-либо монах, ученик мастера Агатамы, который с уничтожением пятен, умственных загрязнений, реализовав это для себя самостоятельно посредством прямого знания, здесь и сейчас входит и пребывает в незапятненном освобождении ума и освобождении мудростью? Вачха – ни одна сотня, ни две, ни три, ни четыре, ни пять сотен, но куда больше монахов, моих учеников, которые с уничтожением пятен, пребывают в незапятненном освобождении ума и освобождении мудростью? Помимо мастера Агатамы и монахов, есть ли какая-либо монахиня, ученица мастера Агатамы, которая с уничтожением пятен, пребывает в незапятненном освобождении ума и освобождении мудростью? Вачха – ни одна сотня, ни две, ни три, ни четыре, ни пять сотен, но куда больше монахинь, моих учениц, которые с уничтожением пятен, пребывают в незапятненном освобождении ума и освобождении мудростью. Помимо мастера Агатамы, монахов, и монахинь, если какой-либо мирянин, ученик мастера Агатамы, одетый в белые, ведущий целомудренную жизнь, который с уничтожением пяти нижних оков переродится спонтанно в мирах чистых обителей, и там достигнет нигбаны, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот. Вачха, ни одна сотня, ни две, ни три, ни четыре, ни пять сотен, но куда больше мирян, моих учеников, одетых в белые, никогда более не возвращаясь из того мира. Помимо мастера Агатамы, монахов, монахинь, и мирян, одетых в белые, ведущих целомудренную жизнь, если какой-либо мирянин, ученик мастера Агатамы, одетый в белые, наслаждающийся чувственными удовольствиями, который исполняет его наставления, слушается его совета, вышел за пределы сомнений, стал свободным от замешательства, обрел неустрашимость, стал независимым от других учений учителя, один. Вачха, ни одна сотня, ни две, ни три, ни четыре, ни пять сотен, но куда больше мирян, моих учеников, одетых в белые, наслаждающихся чувственными удовольствиями, стали независимыми от других учений учителя. Помимо мастера Агатамы, монахов, монахинь, мирян, одетых в белые, как тех, что ведут целомудренную жизнь, так и тех, что наслаждаются чувственными удовольствиями, если какая-либо мирянка, ученица мастера Агатамы, одетая в белые, ведущая целомудренную жизнь, которая с уничтожением пяти нижних оков переродится спонтанно в мирах чистых обителей, и там достигнет нигбаны, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот вачха, ни одна сотня, ни две, ни три, ни четыре, ни пять сотен, но куда больше мирянок, моих учениц, одетых в белые, никогда более не возвращаясь из того мира. Помимо мастера-гатамы, монахов, монахинь, мирян, одетых в белые, как тех, что ведут целомудренную жизнь, так и тех, что наслаждаются чувственными удовольствиями, а также мирянок, одетых в белые, ведущих целомудренную жизнь, если какая-либо мирянка, ученица мастера-гатамы, одетая в белые, наслаждающаяся чувственными удовольствиями, которая исполняет его наставления, слушается его совета, вышла за пределы сомнений, стала свободной от замешательства, обрела неустрашимость, стала независимой от других учений учителя. Вачха, ни одна сотня, ни две, ни три, ни четыре, ни пять сотен, но куда больше мирянок, моих учениц, одетых в белые, наслаждающихся чувственными удовольствиями, стали независимыми от других учений учителя. Мастер-гатама, если бы только мастер-гатама был бы совершенным в этой дхаме, но монахи не были бы совершенными, то тогда эта святая жизнь была бы неполноценной в этом отношении. Но поскольку мастер-гатама и монахи совершенны в этой дхаме, то эта святая жизнь полноценна в этом отношении. Если бы только мастер-гатама и монахи. Если бы только мастер-гатама, монахи, монахини. Если бы только мастер-гатама, монахи, монахини, миряне, одетые в белые, ведущие целомудренную жизнь. Если бы только мастер-гатама, монахи, монахини, миряне, одетые в белые, как те, что ведут целомудренную жизнь, так и те, что наслаждаются чувственными удовольствиями. Если бы только мастер Гатама, монахи, монахини, миряне, одетые в белые, как те, что ведут целомудренную жизнь, так и те, что наслаждаются чувственными удовольствиями, а также мирянки, одетые в белые, ведущие целомудренную жизнь, были бы совершенными в этой Дхаме, но мирянки, одетые в белые, наслаждающиеся чувственными удовольствиями, не были бы совершенными, то тогда эта святая жизнь была бы неполноценной в этом отношении. Но поскольку мастер Гатама, мирянки, одетый в белое, наслаждающийся чувственными удовольствиями, совершенный в этой Дхаме, то эта святая жизнь полноценна в этом отношении. Подобно тому, как Рикоганг склоняется к морю, направляется к морю, течет к морю, и достигает моря, то точно так же собрание мастера Гатамы с его ушедшими в бездомную жизнь, а также домохозяевами, склоняется к Ниббани, направляется к Ниббани, течет к Ниббани, и достигает Ниббаны. «Великолепно, мастер Гатама!» «Великолепно, мастер Гатама!» Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. «Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Я хотел бы получить младшее монашеское посвящение, я хотел бы получить высшее монашеское посвящение». Вачха, тот, кто прежде принадлежал другому учению, и желает получить младшее и высшее посвящение в этой Дхаме Винае, должен пройти испытательный срок в четыре месяца. По истечении четырех месяцев, если монахи будут довольны им, они дают ему младшее посвящение и высшее посвящение в монахи. Но я признаю, что могут быть индивидуальные различия в этом вопросе. Господин, если тот, кто прежде принадлежал другому учению, если монахи будут довольны им, то тогда я готов проходить испытательный срок, хоть, четыре года. По истечении четырех лет, если монахи будут довольны мной, они дадут мне младшее посвящение и высшее посвящение и монахи. И тогда странник Вачхаготта получил младшее посвящение под учительством, благословенного и получил высшее посвящение. И вскоре после получения высшего посвящения достопочтенный Вачхаготта отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал благословенному, учитель, я достиг всего, что может быть достигнуты знанием ученика, практикующего высшую тренировку, истинным знанием ученика, практикующего высшую тренировку. Пусть благословенный научит меня Дхамме Далии, 2. В таком случае, Вачха, Далии развивает две вещи, успокоение и прозрение. Когда эти две вещи, успокоение и прозрение, развиты Далии, то они ведут к постижению многочисленных элементов. До той степени, до которой ты пожелаешь, пусть я буду владеть различными видами сверхъестественных сил, будучи одним, я буду становиться многими, 3. Ты достигнешь способности засвидетельствовать любой аспект этого, так как есть для этого подходящие основания, 4. До той степени, до которой ты пожелаешь, пусть я буду слышать за счет Божественного уха. Ты достигнешь способности засвидетельствовать любой аспект этого, так как есть для этого подходящие основания, до той степени, до которой ты пожелаешь, пусть я буду знать умы других существ, других личностей, направив на них свой собственный ум. Ты достигнешь способности засвидетельствовать любой аспект этого, так как есть для этого подходящие основания. До той степени, до которой ты пожелаешь, пусть я буду вспоминать многочисленные прошлые жизни. Ты достигнешь способности засвидетельствовать любой аспект этого, так как есть для этого подходящие основания. До той степени, до которой ты пожелаешь, пусть я буду видеть за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий смерть и перерождение существ. Ты достигнешь способности засвидетельствовать любой аспект этого, так как есть для этого подходящие основания. До той степени, до которой ты пожелаешь, пусть я за счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, здесь и сейчас буду входить и пребывать в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания ты достигнешь способности засвидетельствовать любой аспект этого, так как есть для этого подходящие основания. И тогда достопочтенный Вачхагота, восхитившись и порадовавшись словам благословенного, поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному, обойдя его с правой стороны, ушел. И вскоре, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенный Вачхагота, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. И достопочтенный Вачхагота стал одним из арахантов. И в то время группа монахов отправилась повидать благословенного. Достопочтенный Вачхагота увидел их издаля. Увидев их, он подошел к ним и спросил их, куда направляются достопочтенные? Мы идем повидать благословенного, друг. В таком случае, пусть достопочтенный от моего имени выразит почтение благословенному, упав ему в ноги и сказав, «Учитель, монах Вачхагота выражает почтение, преподая к ногам благословенного». И затем скажите, «Благословенный был почтен мною, высочайший был почтен мною». Да, вдруг ответили те монахи. И тогда они отправились к благословенному, поклонились ему, сели рядом, и сказали благословенному, «Учитель, достопочтенный Вачхагота выражает почтение, преподая к ногам благословенного». И говорит, «Благословенный был почтен мною, высочайший был почтен мною». Монахи, охватив его ум своим собственным умом, «Я уже знал о монахе Вачхаготе, монах Вачхагота достиг тройного истинного знания и обладает величайшей сверхъестественной силой и могуществом». Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. Речь идет о вступивших в поток и однажды возвращающихся, которые все еще могут вести мирскую жизнь и потока чувственным удовольствием. 2. Согласно комментарию, он достиг невозвращения и просил Будду дать ему следующее наставление, чтобы достичь араханства. Однако, Будда увидел, что у того есть задатки развить пять видов мирских сверхспособностей, поэтому он дал ему наставление для достижения пяти сверхспособностей и араханства. 3. Все сверхспособности раскрываются по стандартным формулировкам, как, например, в МН-6. 4. Подходящее основание для пяти сверхспособностей и араханства – это четвертое Аджхана. Дикханакха сутта, Кадикханакхи. МН-74. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Раджагахе в кабане и пещере на горе Утес Ястребов. И тогда странник Дикханакха отправился к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он встал рядом и сказал благословенному, «Мастер Гатама, моя доктрина и воззрение таковы, нет ничего, с чем я согласен. Аггивесена, а это твое воззрение, нет ничего, с чем я согласен, разве хотя бы это воззрение не является тем, с чем ты согласен? Если бы я был бы согласен с этим своим воззрением, Мастер Гатама, то оно было бы тем же самым, оно было бы тем же самым. Что же, Аггивесена, много в мире тех, кто говорит, оно было бы тем же самым, оно было бы тем же самым, но все же они не отбрасывают этого воззрения, и все равно принимают какое-то другое воззрение. Мало в мире тех, кто говорит, оно было бы тем же самым, оно было бы тем же самым, и кто отбросил бы это воззрение и не принял какого-либо другого воззрения, один. А Гевессона, есть некоторые жрецы и отшельники, чья доктрина и воззрение таковы, я согласен со всем. Есть некоторые жрецы и отшельники, чья доктрина и воззрение таковы, нет ничего, с чем я согласен. И есть некоторые жрецы и отшельники, чья доктрина и воззрение таковы. С чем-то я согласен, а с чем-то я не согласен. Из них воззрение тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины воззрения, я согласен со всем граничить с жаждой, граничить с подневольностью, граничить с наслаждением, граничить с удержанием, граничить с цеплением. воззрениям. Воззрении тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины и воззрения, нет ничего, с чем я согласен граничить с нежаждой, не цепленением. Когда так было сказано, странник Дикханакха отметил, мастер Гатама хвалит мою точку зрения, мастер Гатама положительно отзывается о моей точке зрения. А Гевессана, что касается тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины и воззрения. С чем-то я согласен, а с чем-то я не согласен, То та, часть их воззрения Что связано с согласием Граничит жаждой, цепленением А та, часть их воззрения Что связано с несогласием Граничит с нежаждой, не цепленением А Геведсона, мудрый человек Среди тех жрецов и отшельников Которые придерживаются такой доктрины Увоззрения, я согласен со всем Считает так, если я упрямо Буду цепляться за свое воззрение Я согласен со всем и заявлять Только это правда, а все остальное ошибочно То тогда я могу схватиться в дебатах, с другими двумя, со жрецом или отшельником, который придерживается доктрины и воззрения, нет ничего, с чем я согласен, а также со жрецом или отшельником, который придерживается доктрины и воззрения. С чем-то я согласен, а с чем-то я не согласен. Я смогу схватиться с этими двумя, и когда есть схватка, то есть и дебаты. Когда есть дебаты, то есть и ссоры. Когда есть ссоры, то есть и досада. Так, видя себя в схватке, в дебатах, в ссоре, в досаде, он отбрасывает это воззрение и не принимает какого-либо другого воззрения. Вот как происходит отбрасывание этих воззрений. Вот как происходит оставление этих воззрений. Мудрый человек среди тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины воззрения, нет ничего, с чем я согласен, считает так, если я упрямо буду цепляться за свое воззрение и нет ничего, с чем я согласен и заявлять, только это правда, а все остальное ошибочно, то тогда я могу схватиться, в дебатах, с другими двумя. Так, видя себя в схватке, в дебатах, в ссоре, в досаде, он отбрасывает это воззрение. Вот как происходит оставление этих воззрений. Мудрый человек среди тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины воззрения. С чем-то я согласен, а с чем-то я не согласен, считает так, если я упрямо буду цепляться за свое воззрение, с чем-то я согласен, а с чем-то я не согласен и заявлять, только это правда, а все остальное ошибочно, то тогда я могу схватиться, в дебатах, с другими двумя. Так, видя себя в схватке, в дебатах, в ссоре, в досаде, он отбрасывает это воззрение. Вот как происходит оставление этих воззрений. Аггевесена, это тело, состоящее из материальной формы, состоящее из четырех великих элементов, порожденное отцом и матерью, выстроенное из вареного риса и каша, подвержено непостоянству, износу, стиранию, распаду и разложению. К нему нужно относиться как к непостоянному, как к страданию, как к опухоли, как к отравленному, дротику, как к бедствию, как к болезненности, как к чужому, как к распадающемуся, как к пустому, как к безличностному. Когда кто-либо относится к этому телу так, то тогда он отбрасывает желание к телу, влечение к телу, раболепие перед телом. Аггевесена, есть три вида чувства, приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Когда человек чувствует приятное чувство, он не чувствует ни болезненного, ни неприятного, ни болезненного чувства. В этом случае он чувствует только приятное чувство. Когда человек чувствует болезненное чувство, он не чувствует неприятного, ни неприятного, ни болезненного чувства. В этом случае он чувствует только болезненное чувство. Когда человек чувствует неприятное и неболезненное чувство, он не чувствует неприятного, неболезненного чувства. В этом случае он чувствует только неприятное и неболезненное чувство. Приятное чувство, а Гевессона, является непостоянным, обусловленным, возникшим зависимо, подверженным уничтожению, исчезновению, угасанию, и прекращению. Болезненное чувство также является непостоянным, прекращению. Неприятное и неболезненное чувство также является непостоянным, прекращению. Видя так, хорошо обученный ученик благородных становится разочарованным в отношении приятного чувства, разочарованным в отношении болезненного чувства, разочарованным в отношении неприятного неболезненного чувства. Будучи разочарованным, он становится бесстрастным. Через бесстрастие, его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. А Гевессена, монах, чей ум освобожден так, не принимает чью-либо сторону и ни с кем не спорит. Он использует речь, употребляемую в мире, не цепляясь за нее. В то время достопочтенный Сарепутта стоял позади Благословенного, обмахивая его. Тогда он подумал, воистину, Благословенный говорит об оставлении этих трех вещей посредством прямого знания. И когда достопочтенный Сарепутта обдумал это, его ум освободился от пятен, загрязнений ума, посредством нецепления, два. Но в страннике Дикханакхи возникло незапятненное и безупречное видение Дхаммы, все, что подвержено возникновению, также подвержено и прекращению. В страннике Дикханакха увидел Дхамму, постиг Дхамму, понял Дхамму и проник в Дхамму, вышел за пределы сомнений, избавился от замешательства, стал независимым от других, в отношении, учении учителя. Затем он сказал Благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатамме, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, поскольку Дикханакха был радикальным скептиком, то утверждение Будды можно понять как указывающее на внутреннюю неудовлетворенность позиции скептика. Постоянно находиться во тьме, сомнений, является психологически дискомфортным. Поэтому большинство скептиков хоть и заявляют, что отвергают любые воззрения, тайком принимают некое определенное воззрение. И мало таких скептиков, которые, отбрасывая скепсис, не стали бы принимать другое воззрение, но искали бы путь к обретению личного знания. Два, по заметке достопочтенного Дханиссара, этот момент в сути интересно сопоставить с МН-111, в которой также говорится о достижении раханства Сарипуттой, но уже с иного ракурса. В МН-111 повествуется о медитативном мастерстве Сарипутты в плане четырех джхан и четырех бесформенных сфер. Если сопоставить эти две сутты, то можно сделать такой вывод, еще до того, как Сарипутта услышал наставление для Дикханакхи в этой сути, МН-74, он уже полностью освоил все восемь медитативных. уровней, включая сферу невосприятия, не невосприятия. Во время слушания наставления для Дикханакхи он осознал, что Будда говорит о полном оставлении всех видов чувств посредством прямого знания. Это позволило ему войти в сферу прекращения восприятия чувствования, во время чего он, конечно же, уже не слышал наставления, которое давалось не ему, а Дикханаке, и таким образом, в тот самый момент он и достиг ниббаны, то есть плода араханства. Магандия Сутта, Ка Магандия. МН-75. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в стране Куру, где был город Куру под названием Каммасадхама, на травяной подстилке в брахманском огненном зале, принадлежавшем клану Пхарадваджи. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял свою чашу и верхние одеяния, и отправился в Каммасадхаму за подаяниями. Походив за подаяниями в Каммасадхаме, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он отправился в некую рощу, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу, он сел у подножья дерева, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда странник Магандия, ходивший и бродивший, тут и там, ради того, чтобы размяться, отправился к брахманскому огненному залу, принадлежавшему клану Пхарадваджи. Там он увидел подготовленную травяную подстилку и спросил Брахмана, для кого подготовлена эта травяная подстилка в огненном зале мастера Пхарадваджи? Похоже на постель отшельника. Мастер Магандия, есть отшельник Гатама, сын Сакьев, который ушел в бездомную жизнь из клана Сакьев. И об этом мастере Гатаме распространилась славная молва, благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Эта постель была приготовлена для этого мастера Гатамы. Воистину, мастер Пхарадваджи, печальное зрелище для нас, увидеть постель этого разрушителя возрастания, один, мастера Гатамы. Будь осторожен в том, что говоришь, Магандия, будь осторожен в том, что говоришь. Многие ученые знатные люди, ученые брахманы, ученые домохозяева, ученые-отшельники имеют полное доверие к мастеру Гатами, тренировались под его учительством, в благородном истинном пути, в Дхаме, которая благая. Мастер Пхарадваджи, даже если мы встретимся лицом к лицу с этим мастером Гатамой, мы все равно скажем ему прямо в лицо, отшельник Гатама, разрушитель возрастания. И почему? Потому что это дошло до нас в наших, священных, текстах, два. Если мастер Магандия не возражает, могу ли я сказать об этом мастеру Гатаме? Пусть мастер Пхарадваджи не будет обеспокоенным. Скажи ему то, что я сказал. Тем временем Божественным ухом, очищенным и превосходящим человеческое, Благословенный услышал эту беседу между Брахманом из клана Пхарадваджи и странником Магандией. И тогда, вечером, Благословенный вышел из медитации, отправился к брахманскому огненному залу, и сел на подготовленную травяную подстилку. Тогда Брахман из клана Пхарадваджи подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Благословенный спросил его, Бхарадваджи, была ли у тебя какая-либо беседа со странником Магандией об этой самой травяной подстилке? Когда так было сказано, Брахман охватил благоговейный страх, его волосы встали дыбом, и он ответил, «Мы хотели рассказать мастеру Гатаме об этом, но мастер Гатама опередил нас». Но эта беседа между Благословенным и Брахманом из клана Пхарадваджи осталась незавершенной, так как странник Магандия, ходивший и бродивший, тут и там, ради того, чтобы размяться, пришел в брахманский огненный зал и направился к Благословенному. Он обменялся с ним вежливыми приветствиями, и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Благословенный сказал ему, Магандия, глаз наслаждается формами, находит удовольствие в формах, радуется формам. Это было укращено Татхагатой, охраняется, защищается, сдерживается. И он обучает Дхаме ради сдерживания глаза. В отношении этого ли ты сказал, отшельник Гатама, разрушитель возрастания? В отношении этого я сказал, мастер Гатама, отшельник Гатама, разрушитель возрастания. И почему? Потому что это дошло до нас в наших, священных, текстах. Ухо наслаждается звуками. Нос наслаждается запахами. Язык наслаждается вкусами. Тело наслаждается осязаемыми вещами. Ум наслаждается умственными объектами, находит удовольствие в умственных объектах, радуется умственным объектам. Это было укращено Татхагатой, охраняется, защищается, сдерживается. И он обучает Дхаме ради сдерживания, ума. В отношении этого ли ты сказал, отшельник Гатама, разрушитель возрастания? Как ты думаешь, Магандия? Бывает так, что прежде некий человек наслаждался собой благодаря формам, познаваемым глазам, которые желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связаны с чувственным желанием, вызывающие страсть. Позже, поняв в соответствии с действительностью возникновений, исчезновений, привлекательность, опасность и спасение в отношении форм, он смог бы отбросить жажду к формам, устранить взбудораженность к формам, пребывать без влечения, с внутренне умиротворенным умом. Что бы ты сказал о нем, Магандия? Ничего, мастер Гатама. Как ты думаешь, Магандия? Может быть так, что прежде некий человек наслаждался собой благодаря звукам, запахам, вкусам, осязаемым вещам, познаваемым телом, которые желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связаны с чувственным желанием, вызывающие страсть. Позже, поняв в соответствии с действительностью возникновений, исчезновений, привлекательность, опасность и спасение в отношении осязаемых вещей, он смог бы отбросить жажду к осязаемым вещам, устранить взбудораженность к осязаемым вещам, пребывать без влечения, с внутренне умиротворенным умом. Что бы ты сказал о нем, Магандия? Магандия, прежде, когда я жил домохозяйской жизнью, я наслаждался собой, будучи обеспеченным и наделенным пятью нитями чувственных удовольствий, формами, познаваемыми глазом, осязаемыми вещами, познаваемыми телом, которые желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связаны с чувственным желанием, вызывающие страсть. У меня было три дворца, один для зимнего сезона, один для летнего, один для сезона дождей. Четыре месяца я проводил во дворце для сезона дождей, наслаждаясь собой благодаря музыкантам, среди которых не было ни одного мужчищины. И я ни разу не спускался в нижние помещения дворца. Позже, поняв в соответствии с действительностью возникновений, исчезновений, привлекательность, опасность, и спасение в отношении чувственных удовольствий, я отбросил жажду к чувственным удовольствиям, устранил взбудораженность к чувственным удовольствиям, пребывал без лечения, с внутренне умиротворенным умом. Я вижу других существ, которые не освобождены от жажды к чувственным удовольствиям, как их пожирает жажда к чувственным удовольствиям, как они сгорают во взбудораженности к чувственным удовольствиям, потакают чувственным удовольствиям, и я не завидую им, как и не наслаждаюсь этим. И почему? Потому что, Маганде, есть наслаждение, которое отделено от чувственных удовольствий, отделено от неблагих состояний, которое превосходит даже небесное блаженство. Поскольку я наслаждаюсь этим, то я не завидую низшему, как и не наслаждаюсь этим. Представь, Магандия, домохозяина или сына домохозяина, богатого, с большим богатством и имуществом, обеспеченного и наделенного пятью нитями чувственного удовольствия. Он мог бы наслаждаться собой благодаря формам, познаваемым глазам, звукам, запахам, вкусам, осязаемым вещам, познаваемым телом, которые желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связаны с чувственным желанием, вызывающие страсть. Если он хорошо себя вел телом, речью и умом, то после распада тела, после смерти, он может переродиться в счастливом уделе, в небесном мире в свете богов тридцати трех. И там, окруженный нимфами в роще Нанданы, он может наслаждаться собой, будучи обеспеченным и наделенным пятью нитями божественных чувственных удовольствий. Представь, если бы он увидел домохозяина или сына домохозяина, который наслаждается собой, обеспеченный и наделенный пятью нитями, человеческих, чувственных удовольствий. Как ты думаешь, Магандия, стал бы этот молодой дева, окруженный нимфами в роще Нанданы, наслаждающийся собой, будучи обеспеченным и наделенным пятью нитями божественных чувственных удовольствий, завидовать домохозяину или сыну домохозяина из-за пяти нити человеческих чувственных удовольствий, или мог бы он соблазниться человеческими чувственными удовольствиями? Нет, мастер Гатама. И почему? Потому что божественные чувственные удовольствия куда более превосходны и возвышены, нежели человеческие чувственные удовольствия. Точно так же, Магандия, прежде, когда я жил домохозяйской жизнью, я наслаждался собой. Позже, поняв в соответствии с действительностью, пребывал без влечения, с внутренне умиротворенным умом. Я вижу других существ, которые не освобождены от жажды к чувственным удовольствиям, не завидую низшему, как и не наслаждаюсь этим. Представь, Магандия, прокаженного с язвами и волдырями на членах своего тела, пожираемого червями, расчесывающего коросты на ранах своими ногтями, прижигающего свое тело над ямой с раскаленными углями. И вот его друзья и товарищи, его родственники и родня, привели бы к нему врача, чтобы излечить его. Врач изготовил бы для него лекарства, и благодаря этому лекарству-то человек излечился бы от проказа, стал благополучным и счастливым, независимым, хозяином самому себе, и отправился бы туда, куда пожелал. Затем он увидел бы другого прокаженного, прижигающего свое тело над ямой с раскаленными углями. Как ты думаешь, Магандия, стал бы этот человек завидовать тому прокаженному из-за его прижигания тела над ямой с раскаленными углями или же из-за его использования лекарства? Нет, мастер Гатама. И почему? Потому что когда есть болезнь, есть потребность в лекарстве, а когда болезни нет, то и нет потребности в лекарстве. Представь, Магандия, прокаженного с язвами и волдырями на членах своего тела. И вот его друзья, привели бы к нему врача, чтобы излечить его, стал благополучным и счастливым, независимым, хозяином самому себе, и отправился бы туда, куда пожелал. И два сильных человека схватили бы его за обе руки и потащили к яме с раскаленными углями. Как ты думаешь, Магандия, разве не стал бы этот человек выкручиваться всем своим телом? Да, мастер Гатама. И почему? Потому что этот огонь воистину болезненный для прикосновения, горячий, обжигающий. Как ты думаешь, Магандия, только теперь этот огонь стал болезненным для прикосновения, горячим, обжигающим, или же прежде он тоже был огнем, который болезненный для прикосновения, горячий, обжигающий? Мастер Гатама, этот огонь и сейчас болезненный для прикосновения, горячий, обжигающий, и прежде также этот огонь был огнем, который болезненный для прикосновения, горячий, обжигающий. Когда-то человек был прокаженным с язвами и волдырями на членах своего тела, пожираемым червями, расчесывающим коросты на ранах своими ногтями, его органы чувств были повреждены. Поэтому, несмотря на то, что огонь в действительности был болезненным для прикосновения, он ошибочно воспринимал его приятным. Точно так же, Магандия, в прошлом чувственные удовольствия были болезненными для прикосновения, горячими, обжигающими. В будущем чувственные удовольствия будут болезненными для прикосновения, горячими, обжигающими. И сейчас чувственные удовольствия являются болезненными для прикосновения, горячими, обжигающими. Но те существа, которые не лишены жажды к чувственным удовольствиям, которые пожираемы жаждой к чувственным удовольствиям, которые сгорают во взбудораженности к чувственным удовольствиям, имеют поврежденные органы чувств. Так, хотя чувственные удовольствия в действительности болезненные для прикосновения, горячие, обжигающие, они ошибочно воспринимают их приятными. 3. Представь, Магандия, прокаженного, прижигающего свое тело над ямой с раскаленными углями. Чем больше он расчесывает коросты и ожоги на своем теле, тем более противными, зловонными, израженными становятся его язвы, но все же он получает некоторую долю удовлетворения и наслаждения при расчесывании своих язв. Точно так же, Магандия, существа, которые не лишены жажды к чувственным удовольствиям, которые пожираемы жаждой к чувственным удовольствиям, которые сгорают во взбудораженности к чувственным удовольствиям, все еще потакают чувственным удовольствиям. Чем больше такие существа потакают чувственным удовольствиям, тем больше возрастает их жажда к чувственным удовольствиям, но все же они получают некоторую долю удовлетворения и наслаждения в зависимости от пяти нити чувственных удовольствий. Как ты думаешь, Магандия? Видел ли ты когда-либо или слышал ли о царе или царском министре, наслаждающемся собой, будучи обеспеченным и наделенным пятью нитями чувственного удовольствия, который без оставления жажды к чувственным удовольствиям, без устранения взбудораженности к чувственным удовольствиям, мог бы пребывать свободным от влечения, с внутренне умиротворенным умом, или который мог бы пребывать сейчас, или смог бы так пребывать, в будущем? Нет, мастер Гатама. Хорошо, Магандия. Я тоже никогда не видел и не слышал о царе, смог бы так пребывать, в будущем. Напротив, Магандия, те жрецы и отшельники, которые пребывали или пребывают или будут пребывать свободными от влечения, с внутренне умиротворенным умом, все они делают так после понимания в соответствии с действительностью возникновения, исчезновения, привлекательности, опасности, и спасения в отношении чувственных удовольствий. После оставления жажды к чувственным удовольствиям и устранения влечения к чувственным удовольствиям они пребывали или пребывают или будут пребывать свободные от влечения, с внутренне умиротворенным умом. И в этот момент благословенный произнес следующее изречение, величественнее обретение всех, здоровье, Ниббана, высочайшее блаженство, из всех путей путь восьмеричный, наилучший, ко бессмертному ведет он безопасно. Когда так было сказано, странник Магандио сказал благословенному, чудесно, мастер Гатама. Чудесно, как хорошо выразил это мастер Гатама, Ниббана, высочайшее блаженство. Мы также слышали, как предыдущие странники, которые были учителями и учителями учителей, говорили об этом, и это соответствует, сказанному, мастер Гатама. Но, Магандио, когда ты слышал предыдущих странников, которые были учителями и учителями учителей, и которые говорили об этом, что они имели в виду под здоровьем, что они имели в виду под Ниббаной? Когда так было сказано, странник Магандио прогладил члены своего тела руками и сказал, вот оно, это здоровье, мастер Гатама. Вот оно, это Ниббана. Ведь сейчас я здоров и счастлив, и ничто не причиняет мне болезненности. 4. Магандио, представь с рождения слепого человека, который был виноват. Кто не видел темных и ярких форм, который не мог бы видеть голубых, желтых, красных, или розовых форм, который не мог бы видеть ровного и неравного, который не мог бы видеть звезд, или солнца и луны. И он бы услышал, как человек с хорошим зрением говорит, воистину, почтенный, хороша эта белая ткань, прекрасна, незапятненная, и чисто, и он бы отправился в поисках белой ткани. И тогда, некий, человек обманул бы его, дав ему грязную запачканную одежду, почтенный, вот тебе белая ткань, прекрасна, незапятненная, и чистая. И он принял бы ее, надел бы ее, был бы доволен ей, говорил бы удовлетворительно, о ней, так, воистину, почтенный, хороша эта белая ткань, прекрасна, незапятненная, и чистая. Как ты думаешь, Магандия? Когда этот слепой от рождения человек принял эту грязную запачканную одежду, надел ее, был доволен ей, и говорил удовлетворительно, о ней, так, воистину, почтенный, хороша эта белая ткань, прекрасна, незапятненная, и чистая. Делал бы он так, исходя из знания и видения, или же из веры в этого человека с хорошим зрением? Почтенный, он бы делал так, не зная и не видя, из веры в человека с хорошим зрением. Точно так же, Магандия, странники привержен с других учений слепы и незрячи. Они не знают здоровья, они не видят нигбаны, но все же они произносят эту строфу, эта строфа была произнесена прежними совершенными, полностью просветленными, Буддами, но ныне она постепенно стала распространенной среди заурядных людей. 5. И хотя это тело, Магандия, является болезнью, опухолью, отравленным, дротиком, бедствием, болезненностью, все же, в отношении этого тела ты говоришь, вот оно, это здоровье, мастер Гатама. Вот она, это нигбана. У тебя нет благородного видения, Магандия, посредством которого ты мог бы знать здоровье и видеть нигбану. У меня есть доверие к мастеру Гатами, мастер Гатама сможет научить меня Дхаме так, чтобы я смог узнать здоровье и увидеть нигбану. Магандия, представь с рождения слепого человека, который не мог бы видеть звезд, или солнца и луны. И тогда его друзья и товарищи, его родственники и родня, привели бы к нему врача, чтобы излечить его. Врач бы приготовил для него лекарства, но благодаря этому лекарству зрение у человека не появилось бы, не очистилось бы. Как ты думаешь, Магандия, повстречал бы в этом случае этот доктор досаду и разочаровании? Да, мастер Гатама. Точно так же, Магандия, если бы я стал обучать тебя Дхаме так, вот это здоровье, вот это нигбана, то ты мог бы не узнать здоровье, не увидеть нигбаны, и это было бы утомительно и хлопотно для меня. Магандия, представь с рождения слепого человека. И он бы услышал, как человек с хорошим зрением говорит, воистину, почтенный, хороша эта белая ткань, прекрасна, незапятненная и чиста, и он бы отправился в поисках белой ткани. И тогда, некий человек обманул бы его, дав ему грязную запачканную одежду, почтенный, вот тебе белая ткань, прекрасна, незапятненная и чистая. И он принял бы ее, надел бы ее. И тогда его друзья и товарищи, его родственники и родня, привели бы к нему врача, чтобы излечить его. Врач бы приготовил для него лекарства, рвотные и слабительные, мази, назальные лекарства, и за счет этих лекарств у человека появилось бы и очистилось зрение. С появлением зрения его желание и любовь к этой грязной и испачканной одежде были бы отброшены. И тогда он бы воспылал негодованием и неприязнью к тому человеку и подумал бы о том, что его следует убить, воистину, долгое время меня дурачил, обманывал, водил в заблуждение этот человек этой грязной и запачканной одеждой, когда говорил мне, почтенный, вот тебе белая ткань, прекрасна, незапятненная и чистая. Точно так же, Магандия, если бы я стал обучать тебя Дхаме так, вот это здоровье, вот это Нидбана, то ты мог бы узнать здоровье, увидеть Нидбану. С появлением видения твои желания и любовь к пяти совокупностям, подверженным цеплянию, могли бы быть отброшены. Затем, возможно, ты подумал бы, воистину, долгое время меня дурачил, обманывал, водил в заблуждение этот ум. Ведь цепляясь, я цеплялся просто лишь к материальной форме, я цеплялся просто лишь к чувству, я цеплялся просто лишь к восприятию, я цеплялся просто лишь к формациям, ума, я цеплялся просто лишь к сознанию. Имея цепляние условиям, существование, возникает. Имея существование условиям, рождение, возникает. Имея рождение условиям, старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страдания. У меня есть доверие к мастеру Гатами, мастер Гатама сможет научить меня Дхаме так, чтобы я смог встать с этого сиденья, излечив свою слепоту. В таком случае, Магандия, общайся с правдивыми людьми. Когда будешь общаться с правдивыми людьми, ты услышишь истинную Дхаму. Когда ты услышишь истинную Дхаму, ты будешь практиковать в соответствии с истинной Дхамой. Когда ты будешь практиковать в соответствии с истинной Дхамой, ты узнаешь и увидишь сам, вот эти недуги, опухоли, и дротики. Но вот здесь недуги, опухоли, и дротики прекращаются без остатка. С прекращением моего цепляния происходит прекращение существования. С прекращением существования, происходит, прекращение рождения. С прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стянание, боль, горе и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страдания, 6. Когда так было сказано, странник Магандил сказал, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхи монахов. Я хотел бы получить младшее монашеское посвящение, я хотел бы получить высшее монашеское посвящение. Магандия, тот, кто прежде принадлежал другому учению, и желает получить младшее и высшее посвящение в этой Дхаме Винае, должен пройти испытательный срок в четыре месяца. По истечении четырех месяцев, если монахи будут довольны им, они дают ему младшее посвящение и высшее посвящение в монахе. Но я признаю, что могут быть индивидуальные различия в этом вопросе. Господин, если тот, кто прежде принадлежал другому учению, если монахи будут довольны им, то тогда я готов проходить испытательный срок, хоть четыре года. По истечении четырех лет, если монахи будут довольны мной, они дадут мне младшее посвящение и высшее посвящение в монахе. И тогда странник Магандия получил младшее посвящение под учительством благословенного и получил высшее посвящение. И вскоре после получения высшего посвящения, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенный Магандия, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. И достопочтенный Магандио стал одним из арахантов. Один, комментарий поясняет, что Магандио придерживался воззрения, что возрастание достигается благодаря переживанию посредством всех шести чувств тех чувственных объектов, которых человек ранее не переживал, при этом, он не должен цепляться за те объекты, которые уже довелось пережить. Его воззрение похоже на отношения многих современных людей, которые считают, что интенсивность и разнообразие переживаемого опыта является наивысшим благом, и этот опыт нужно получать без ограничений и запретов. Два, примечание переводчика СВ. В английском переводе здесь неточность. Фраза Иванхино Сутти Атчирати, которую произносит Магандио, переведена по-разному здесь и чуть ниже по тексту. Я выбрал второй вариант перевода, который идет ниже по тексту, так как он более понятен, потому что так записано в наших писаниях, однако немного его переработал, так как в то время, в Индии не было письменности, а в оригинале на Пале речь идет о суттах, то есть об устных наставлениях, которые заучивались наизусть и повторялись вслух по памяти, как это было с ведическими гимнами брахманов. Поэтому использовать слово «писание» здесь неуместно. Три, выражение «Випаритасания» делает отсылку к искаженному восприятию, саневипалоса, когда кто-либо воспринимает удовольствие в том, что на деле является болезненным. Смотри. Ан-4-49. Четыре, очевидно, Маганди имеет в виду воззрение отшельников и жрецов, которые считали негбаной чувственное удовольствие, такое воззрение приводится в ДН-1. Пять, согласно комментарию, полная страфа была произнесена предыдущими Буддами, но после того, как последний Будда скончался, она распространилась среди странников, которые смогли сохранить в своих книгах только первые две строки. Шесть, примечаний переводчика СВ. Таким образом, Будда кратко изложил Маганди и зависимое возникновение и зависимое прекращение, а также пять совокупностей и цепляния за них. Другими словами, он раскрыл ему четыре благородные истины о страдании, совокупностях, причине страдания, цепляния и зависимое возникновение, прекращение страдания, зависимое прекращение, и пути, устранение цепляния. Хотя об этом не сказано в тексте, вполне возможно, что в этот момент Маганди стал вступившим в поток, так как во многих других суттах подобное изложение приводило слушающего к обретению видения Дхаммы, то есть вступлению в поток. Например, подобный случай содержится в МН-56, и тогда Благословенный дал домохозяину упали последовательные наставления. И когда он увидел, что ум домохозяина упали был готовым, восприимчивым, свободным от помех, вдохновленным и уверенным, тогда он изложил ему учения, свойственные только Буддам, то есть учения о страдании, причине страданий, прекращении и пути. И подобно тому, как на чистую ткань, с которой были смыты все пятна, краска легла бы равномерно, то точно так же, когда домохозяин упали сидел на том самом месте, в нем возникло чистое незапятненное видение Дхаммы, то есть понимание того, что, все что возникает, подвержено распаду. Так домохозяин упали увидел Дхамму, постиг Дхамму, понял Дхамму, и проник в Дхамму, вышел за пределы сомнений, избавился от замешательства, стал уверенным в себе и независимым от других, в отношении, учении учителя. Сандака сутта, ксвандаки. МН-76. Содержание. Четыре способа отвергнуть святую жизнь. Четыре вида святой жизни без утешения. Правильная святая жизнь. Арахант. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Касамбе в парке Кхаситы. И тогда странник Сандака пребывал в пещере дерева Пелакхи с большим собранием странников. И тогда, вечером, достопочтенный Ананда вышел из медитации и обратился к монахам так, ну же, друзья, идемте к пруду Девакат и посмотреть пещеру. Да, вдруг ответили те монахи. И тогда достопочтенный Ананда отправился к пруду Девакаты вместе с группой монахов. И в то время странник Сандака сидел с большой группой странников, которые, сидели, создавая гул, громко и шумно ведя различные бессмысленные беседы, такие как разговоры о царях, о ворах, о министрах, об армиях, об опасностях, о сражениях, о еде, о питье, об одежде, о постелях, о гирляндах, о благовониях, о родственниках, о средствах передвижения, о деревнях, о поселениях, о городах, о странах, о женщинах, о героях, об улицах, о колодцах, об усопших, о всяких мелочах, о происхождении мира, о возникновении моря, о том, являются ли вещи такими или иными. И тогда странник Сандака увидел достопочтенного Ананду издали. Увидев его, он стал успокаивать свое собрание так, тише, почтенные. Почтенные, не шумите. Вон идет отшельник Ананда, ученик отшельника Гатамы, который сейчас в Касамбе. Эти почтенные любят тишину, дисциплинированы в тишине, восхваляют тишину. Быть может, если он посчитает, что наше собрание тихое, то задумает подойти к нам. И тогда те странники замолкли. Достопочтенный Ананда подошел к страннику Сандаке, который сказал ему, пусть мастер Ананда подойдет. Добро пожаловать, мастер Ананда. Долгое время у мастера Ананды не было возможности прийти сюда. Пусть мастер Ананда присаживается, вот тут есть готовое сидение. Достопочтенный Ананда сел на подготовленное сидение, а странник Сандака выбрал более низкое сидение и сел рядом. Когда он сделал так, достопочтенный Ананда сказал ему, ради какой беседы вы сидите сейчас здесь, Сандака? В чем состояла незавершенная вами беседа? Мастер Ананда, оставим эту беседу, ради которой мы сидим сейчас здесь вместе. Мастер Ананда сможет послушать ее потом. Было бы хорошо, если бы мастер Ананда дал лекцию подхаме своего учителя. В таком случае, Сандака, слушай внимательно то, о чем я буду говорить. Да, почтенный ответил он. Достопочтенный Ананда сказал следующий, Сандака, есть четыре способа свести на нет жития святой жизнью, которые были провозглашены благословенным, которые знает и видит, совершенным и полностью просветленным. А также были провозглашены эти четыре вида святой жизни без утешения, в которой мудрый человек вне всяких сомнений не будет жить святой жизнью, а если будет, то не достигнет истинного пути, в хамы, которая благая. Но, мастер Ананда, каковы эти четыре способа, когда мудрый человек вне всяких сомнений не будет жить святой жизнью? Один, Сандака, вот некий учитель придерживается такой доктрины его зрения, нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано, нет плода или результата хороших или плохих поступков, нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ, нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики, истинно, провозглашали бы другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Эта личность состоит из четырех великих элементов. Когда кто-либо умирает, то земля возвращается и сливается с группой земли, вода возвращается и сливается с группой воды, огонь возвращается и сливается с группой огня, воздух возвращается и сливается с группой воздуха, а все свойства переходят в пространство. Четыре, человека, где похоронные носилки являются пятыми, уносят трупы. Похоронная процессия идет до кладбища. Кости белеют. Сгорающие подношения превращаются в пепел. Да и они, это доктрина дураков. Когда кто-либо утверждает, что есть плоды дарения, то это пустая, лживая болтовня. Дураки и мудрецы одинаково умирают и исчезают с распадом тела, и после смерти их нет. На этот счет мудрый человек рассуждает так, этот почтенный учитель придерживается такой доктрины. Если слова этого почтенного учителя правдивы, тогда мы оба в этом в точности равны, находимся на одном уровне. Я, не практиковавший этого учения, и он, практиковавший его, я, не живший святой жизнью, и он живший ею. При этом, я не говорю, что оба из нас умирают и исчезают с распадом тела, и что после смерти нас нет. Но, ведь, это излишне для этого почтенного учителя, ходить голым, быть побритым, принуждать себя к сидению с охватыванием коленей руками, вырывать свои волосы и бороду, так как я, то есть, тот, кто живет в доме, полном детей, использует сандаловое дерево из варанаси, носит гирлянды, пользуется благовониями и мазями, принимает золото и серебро, повстречая тот же самый удел, ту же самую будущую участь, что и этот почтенный учитель. Что я узнаю и увижу, чтобы вести святую жизнь под учительством этого учителя. Поэтому, когда он выясняет этот способ свести на нетжитие святой жизнью, он отворачивается от нее, он оставляет ее. Таков первый способ свести на нетжитие святой жизнью, что был провозглашен благословенным, который знает и видит, совершенным и полностью просветленным, когда мудрый человек вне всяких сомнений не будет жить святой жизнью, а если будет, то не достигнет истинного пути, вхамы, которая благая. Далее, сандака, некий учитель придерживается такой доктрины его зрения, действуя или побуждая действовать других, калечая или побуждая калечить других, пытая или побуждая пытать других, огорчая или побуждая огорчать других, причиняя боль или побуждая причинять боль других, наводя ужас или побуждая наводить ужас других, убивая живых существ, забирая то, что не было дано, врываясь в дома, расхищая имущество, совершая кражу, совершая разбой на дорогах, соблазняя чужую жену, говоря ложь, человек не делает зла. Если, железным, диском с острыми краями превратить всех живых существ на этой земле в одну кучу из плоти, одну груду из плоти, то не свершилось бы зла по этой причине, не наступило бы зла. Даже если кто-либо шел бы вдоль южного берега Ганга, убивая и побуждая убивать других, калечая и побуждая калечить других, пытая и побуждая пытать других, то не свершилось бы зла по этой причине, не наступило бы зла. Даже если кто-либо шел бы вдоль северного берега Ганга, раздавая дары и побуждая других раздавать дары, совершая подношения и побуждая других совершать подношения, то не свершилось бы благих заслуг по этой причине, не наступило бы заслуг. Благодаря одарению, самоконтролю, сдержанности, правдивой речи, не свершается заслуг по этой причине, не наступает заслуг. На этот счет мудрый человек рассуждает так, этот почтенный учитель придерживается такой доктрины. Если слова этого почтенного учителя правдивы, тогда мы оба в этом в точности равны, находимся на одном уровне. Я, не практиковавший, этого учения, и он, практиковавший его, я, не живший, святой жизнью, и он живший ею. При этом, я не говорю, что чего бы оба, из нас, не делали, при этом не свершается зла. Но, ведь, это излишне для этого почтенного учителя, ходить голым, быть побритым, принуждать себя к сиденью с охватыванием коленей руками, вырывать свои волосы и бороду, так как я, то есть, тот, кто живет в доме, полном детей, повстречает тот же самый удел, ту же самую будущую участь, что и этот почтенный учитель. Что я узнаю и увижу, чтобы вести святую жизнь под учительством, этого учителя. Поэтому, когда он выясняет этот способ свести на нет жития святой жизнью, он отворачивается от нее, он оставляет ее. Таков второй способ свести на нет жития святой жизнью, когда мудрый человек вне всяких сомнений не будет жить святой жизнью, а если будет, то не достигнет истинного пути, Дхамы, которая благая. 3. Далее, Сандака, некий учитель придерживается такой доктрины воззрения, нет причинности, нет необходимых условий для загрязнения, умов, существ. Существа загрязняются беспричинно, без необходимого условия. Нет причинности, нет необходимых условий для очищения, умов, существ. Существа очищаются беспричинно, без необходимого условия. Нет силы, нет усилия, нечеловеческой энергичности, человеческого старания. Все живые существа, всякая жизнь, все живое, все души бессильны, лишены силы, лишены усилия. Будучи подверженными изменениям судьбы, случайностям и природе, они переживают удовольствие и боль в шести классах существования. На этот счет мудрый человек рассуждает так, этот почтенный учитель придерживается такой доктрины. Если слова этого почтенного учителя правдивы, тогда мы оба в этом в точности равны, находимся на одном уровне, я, не практиковавший этого учения, и он, практиковавший его, я, не живший, святой жизнью, и он живший ею. При этом, я не говорю, что оба, из нас, будут очищены без условия или причины. Но, ведь, это излишне для этого почтенного учителя, ходить голым, быть побритым, принуждать себя к сиденью с охватыванием коленей руками, вырывать свои волосы и бороду, так как я, то есть, тот, кто живет в доме, полном детей, повстречает тот же самый удел, ту же самую будущую участь, что и этот почтенный учитель. Что я узнаю и увижу, чтобы вести святую жизнь под учительством, этого учителя. Поэтому, когда он выясняет этот способ свести на нет жития святой жизнью, он отворачивается от нее, он оставляет ее. Таков третий способ свести на нет жития святой жизнью, когда мудрый человек вне всяких сомнений не будет жить святой жизнью, а если будет, то не достигнет истинного пути, вхамы, которая благая. 4. Далее, Сандака, некий учитель придерживается такой доктрины и воззрения, есть эти семь тел, которые не сотворены, не рождены, не созданы, у них нет создателя, они бесплодны, устойчивы как вершины гор, устойчивы как колонны. Они не двигаются и не изменяются и не мешают друг другу. Ни одно из них не может стать причиной удовольствия, боли, неудовольствия и не боли. Какие семь? Тело земли, тело воды, тело огня, тело воздуха, удовольствия, боль и душа в качестве седьмого. Эти семь тел не сотворены. Поэтому здесь нет ни убийца, ни палача, ни слушающего, ни говорящего, ни знающего, ни объявляющего. Даже тот, кто срубает голову другого острым мечом, не лишает кого-либо жизни. Меч просто лишь проходит через пространство между семью телами. Существует четырнадцать сотен тысяч основных видов рождения, и еще шесть тысяч, и еще шестьсот. Существует пятьсот видов камы, пять видов камы и три вида камы, есть полная кама и половинчатая кама. Есть шестьдесят два пути, шестьдесят два цикла существования мира, шесть классов, восемь этапов жизни человека, сорок девять способов зарабатывать на жизнь, сорок девять сотен видов странников, сорок девять сотен видов жилищнагов, двадцать сотен качеств, тридцать сотен адов, тридцать шесть элементов пыли, семь видов существ с восприятием, семь видов существ без восприятия, семь видов тех, кто не имеет оболочки, семь видов богов, семь видов человеческих существ, семь видов демонов, семь озер, семь узлов, семь пропастей, семь сотен, еще других, видов пропастей, семь видов сновидений, семь сотен, еще других, видов сновидений, восемьдесят четыре сотни тысяч великих циклов существования мира, через которые странствуют глупцы и мудрые. И после которых они одинаково положат конец страданиям. Нет ничего из этого, посредством этой нравственности или предписаний или аскезы или святой жизни я дам созреть несозревшей каме или же уничтожу созревшую каму, когда она проявится. Удовольствие или боль приходит частями. Круговерть перерождения ограничена. Нет, возможности, сократить ее или удлинить, увеличить или уменьшить. Подобно тому, как разматывается брошенный моток пряжа, точно так же глупцы и мудрые, бегая и блуждая по круговерти перерождений, одинаково положит конец страданиям. На этот счет мудрый человек рассуждает так, этот почтенный учитель придерживается такой доктрины. Если слова этого почтенного учителя правдивы, тогда мы оба в этом в точности равны, находимся на одном уровне. Я, не практиковавший этого учения, и он, практиковавший его, я, не живший, святой жизнью, и он живший ею. При этом, я не говорю, что оба, из нас, одинаково положат конец страданиям, пробежав и пространствуя в ограниченное число жизней, по круговерти перерождений. Но, ведь, это излишне для этого почтенного учителя, ходить голым, быть побритым, принуждать себя к сиденью с охватыванием коленей руками, вырывать свои волосы и бороду, так как я, то есть, тот, кто живет в доме, полном детей, повстречает тот же самый удел, ту же самую будущую участь, что и этот почтенный учитель. Что я узнаю и увижу, чтобы вести святую жизнь под учительством, этого учителя. Поэтому, когда он выясняет этот способ свести на нетжитие святой жизнью, он отворачивается от нее, он оставляет ее. Таков четвертый способ свести на нетжитие святой жизнью, когда мудрый человек вне всяких сомнений не будет жить святой жизнью, а если будет, то не достигнет истинного пути, вхамы, которая благая. Таковы, сэндака, четыре способа свести на нетжитие святой жизнью, которые были провозглашены благословенным, которые знает и видит, совершенным и полностью просветленным, когда мудрый человек вне всяких сомнений не будет жить святой жизнью, а если будет, то не достигнет истинного пути, вхамы, которая благая. Удивительно, мастер Нанда, поразительно, как четыре способа свести на нетжитие святой жизнью были провозглашены благословенным. Вхамы, которая благая. Но, мастер Нанда, каковы те четыре вида святой жизни без утешения, что были провозглашены благословенным, который знает и видит, совершенным и полностью просветленным, в которой мудрый человек вне всяких сомнений не будет жить святой жизнью, а если будет, то не достигнет истинного пути, вхамы, которая благая. Один, сэндака, бывает так, когда некий учитель заявляет о всезнании и всеведении, говоря, иду ли я, стою, сплю, или бодрствую, знания и видения постоянно и непрерывно наличествуют во мне. Он входит в пустой дом, не получает подаяний, собака кусает его, он встречает на своем пути дикого слона, дикую лошадь, дикого быка, он спрашивает имя клана у женщины или мужчины, он спрашивает название города или деревни, а также и дорогу туда. Когда его спрашивают, как же так, он отвечает, мне нужно было войти в пустой дом, вот почему я вошел в него. Мне нужно было не получить подаяния, вот почему я не получил. Мне нужно было быть укушенным собакой, вот почему я был укушен. Мне нужно было повстречаться с диким слоном, дикой лошадью, диким быком, вот почему я повстречался с ними. Мне нужно было спросить имя клана у женщины или мужчины, вот почему я спросил. Мне нужно было спросить название города или деревни, а также и дорогу туда, вот почему я спросил. На этот счёт мудрый человек рассуждает так, этот почтенный учитель заявляет о том, что он всезнающий и всевидящий. Когда его спросили, как же так, он ответил, мне нужно было. Поэтому когда он выясняет, что, из-за этого, эта святая жизнь не имеет утешения, он отворачивается от неё, он оставляет её. Таков первый вид святой жизни без утешения, что был провозглашён благословенным, который знает и видит, совершенным и полностью просветлённым, когда мудрый человек вне всяких сомнений не будет жить святой жизнью, а если будет, то не достигнет истинного пути, вхамы, которая благая. Далее, сандака, бывает так, когда некий учитель, приверженец традиции, тот, кто считает, что устная традиция, передача учения, является правдой. Он учит Дхамме посредством устной традиции, посредством дошедших легенд, посредством авторитета собраний, заученных текстов. Но когда учитель, приверженец традиции, тот, кто считает, что устная традиция, передача учения, является правдой, то в этом случае, может быть так, что что-то хорошо было передано, а что-то плохо было передано, что-то является правдой, а что-то нет. На этот счет мудрый человек рассуждает так, этот почтенный учитель, приверженец традиции, что-то является правдой, а что-то нет. Поэтому когда он выясняет, что, из-за этого, эта святая жизнь не имеет утешения, он отворачивается от нее, он оставляет ее. Таков второй вид святой жизни без утешения, когда мудрый человек вне всяких сомнений не будет жить святой жизнью, а если будет, то не достигнет истинного пути, Дхаммы, которая благая. 3. Далее, Сандака, бывает так, когда некий учитель, тот, кто рассуждает и вопрошает. Он обучает Дхамме, обдуманный, только лишь своим размышлением, следуя собственному рассмотрению по мере того, как оно происходит в нем. Но когда учитель, тот, кто рассуждает и вопрошает, то, может быть так, что что-то хорошо продумано, а что-то ошибочно продумано, что-то является истиной, а что-то нет. На этот счет мудрый человек рассуждает так, этот почтенный учитель, тот, кто рассуждает и вопрошает, что-то является истиной, а что-то нет. Поэтому когда он выясняет, что, из-за этого, эта святая жизнь не имеет утешения, он отворачивается от нее, он оставляет ее. Таков третий вид святой жизни без утешения, когда мудрый человек вне всяких сомнений не будет жить святой жизнью, а если будет, то не достигнет истинного пути, Дхаммы, которая благая. 4. Далее, Сандака, бывает так, когда некий учитель глуп и запутан. Поскольку он глуп и запутан, то когда ему задают такой-то и такой-то вопрос, он пускается в словесное извивание, точно уж на сковороде, «Я не говорю, что это так. И я не говорю, что это эдак. И я не говорю, что это иначе. И я не говорю, что это не так. И я не говорю, что это как-то иначе, чем не так». На этот счет мудрый человек рассуждает так, этот почтенный учитель, глуп и запутан, точно уж на сковороде. Поэтому когда он выясняет, что, из-за этого, эта святая жизнь не имеет утешения, он отворачивается от нее, он оставляет ее. Таков четвертый вид святой жизни без утешения, когда мудрый человек вне всяких сомнений не будет жить святой жизнью, а если будет, то не достигнет истинного пути, Тхамы, которая благая. Таковы, Сандака, четыре вида святой жизни без утешения, которые были провозглашены благословенным, который знает и видит, совершенным и полностью просветленным, в которой мудрый человек вне всяких сомнений не будет жить святой жизнью, а если будет, то не достигнет истинного пути, Тхамы, которая благая. Удивительно, мастер Нанда, поразительно, как четыре вида святой жизни без утешения были провозглашены благословенным. Тхамы, которая благая. Но, мастер Нанда, что и утверждает этот учитель, что он провозглашает, так что мудрый человек вне сомнений вел бы святую жизнь, и живя ею, достиг бы истинного пути, вхамы, которая благая, один. Вот, сэндака, в мире возникает Татхагата, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя. 2. Отбросив эти пять помех, загрязнений ума, качеств, что ослабляют мудрость, он, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний, ума, входит и пребывает в первой тшхане, три мудрые человек вне сомнений вел бы святую жизнь с учителем, тот, учительством, которого ученик достигает такого высочайшего отличия, и живя ею, он бы достиг истинного пути, вхамы, которая благая. Далее, входит и пребывает во второй тшхане, третьей, четвертой тшхане. Мудрый человек вне сомнений вел бы святую жизнь с учителем, тот, учительством, которого ученик достигает такого высочайшего отличия, и живя ею, он бы достиг истинного пути, вхамы, которая благая. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым и непоколебимым, он направляет его к познанию воспоминаний собственных прошлых жизней, 4. Мудрый человек вне сомнений вел бы святую жизнь с учителем, тот, учительством, которого ученик достигает такого высочайшего отличия, и живя ею, он бы достиг истинного пути, вхамы, которая благая. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым и непоколебимым, он направляет его к познанию смерти и перерождения существ. Распознает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их деяниями. Мудрый человек вне сомнений вел бы святую жизнь с учителем, тот, учительством, которого ученик достигает такого высочайшего отличия, и живя ею, он бы достиг истинного пути, вхамы, которая благая. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым и непоколебимым, он направляет его к знанию уничтожения пятен, умственных загрязнений. Он напрямую познает в соответствии с действительностью, это, страданий. Это, источник страдания. Это, прекращение страдания. Это, путь, ведущий к прекращению страдания. Это, загрязнение, ума. Это, источник пятен, загрязнений. Это, прекращение пятен. Это, путь, ведущий к прекращению пятен. Когда он знает и видит так, его ум освобождается от пятна чувственного желания, от пятна существования, от пятна невежества. Когда он освободился, пришло знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Мудрый человек, вне сомнений, вел бы святую жизнь с учителем, тот же учительством, которого ученик достигает такого высочайшего отличия, и живя ею, он бы достиг истинного пути, в хамы, которая благая. Но, мастер Нанда, когда монах, арахант, чьи пятна, умственных загрязнений, уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг истинной цели, уничтожил такого существования, и полностью освободился посредством окончательного знания, может ли он наслаждаться чувственными удовольствиями? Сандака, когда монах, арахант, он не способен на проступок в этих пяти случаях. Монах, чьи пятна, умственных загрязнений, уничтожены не способен намеренно лишить жизни живое существо. Он не способен, своровав, взять то, что не было дано. Он не способен вступить в половую связь. Он не способен сознательно произнести неправду. Он не способен наслаждаться чувственными удовольствиями, накапливая их, как он делал это прежде в мирской жизни. Когда монах, арахант, он не способен на проступок в этих пяти случаях. Но, мастер Нанда, когда монах, арахант, его знания и видения и того, что его пятна, умственных загрязнений, уничтожены, постоянно и непрерывно присутствуют в нем, идет ли он, стоит, спит, или бодрствует. В этом случае, Сэндака, я приведу тебе пример, ведь мудрые люди понимают значение утверждения посредством примера. Представь, как если бы у человека были отрезаны руки и ноги. Идет ли он, стоит ли он, спит, или бодрствует, его руки и ноги постоянно и непрерывно являются отрезанными, но он бы знал об этом только тогда, когда пересматривал бы этот факт. Точно так же, Сэндака, когда монах, арахант, его знания и видения и того, что его пятна, умственных загрязнений, уничтожены, не постоянно и не непрерывно присутствуют в нем, идет ли он, стоит, спит, или бодрствует. Но только когда он пересматривает этот факт, он знает, мои пятна, умственных загрязнений, уничтожены. Мастер Нанда, сколько освобождающихся, пять, в этой Дхаме и Винае? Ни одна сотня, Сэндака, ни две сотни, ни три сотни, ни четыре сотни, ни пять сотен, но куда больше освобождающихся в этой Дхаме и Винае. Удивительно, Мастер Нанда, поразительно. В этой Дхаме, нет восхваления своей собственной Дхаммы, нет принижения Дхаммы других. Есть учения Дхаммы во всей полноте, со столькими освобождающимися. Но эти адживаки, эти умершие сыновья матерей, восхваляют себя и принижают других, и они признают только трех освобождающихся, то есть Нанду-Вачху, Кису-Санкичу, Макбхали-Гасалу. И затем странник Сэндака обратился к своему собственному собранию, идите, почтенные. Святую жизнь следует вести под учительством, отшельника Гатамы. Не просто будет нам теперь отбросить обретение, уважение, и славу. 6. Вот как странник Сэндака предложил своему собственному собранию вести святую жизнь под учительством, благословенного. 1. Примечание переводчика СВ. Первые четыре вида духовно-религиозной практики бессмысленны из-за воззрений, лежащих в их основе. 2. Четверка отличается от первой тем, что смысл практиковать имеется, так как воззрение не противоречит надобности практики, однако ученика из-за перечисленных причин будут возникать сомнения в правдивости учения, соответственно, в целесообразности этому учению следовать. Здесь не безинтересно отметить пункт традиции, поскольку в настоящее время он полностью применим и к любым буддийским школам, традициям, направлениям, беспрекословное исследование которым не принесет мудрому человеку полного удовлетворения и может не привести даже к промежуточным целям духовного пути в том случае, если эти направления не сохранили в полноте правильное учение, утратив или исказив его до определенной степени. Стоит отметить, что во времена жизни Будды-буддисты не опирались на традицию, поэтому для них этот пункт не был актуальным. Правильность и истинность буддийских доктрин устанавливалась результатами личной практики и доверием наставлением живого Будды или его известных учеников как тех, кто смог дойти до вершин духовного совершенствования и наглядно демонстрировал эти достижения своими действиями, поступками и словами. Так, например, в МН 47 для утверждения веры Будда призывает монахов проверять чистоту его ума либо сверхспособностями, либо, если таковые недоступны, рассмотрением того, соответствует ли он своим поведением той нравственности, мудрости и честности, которые декларирует. Два, здесь идет длинный однотипный фрагмент этапов буддийского пути практики, как, например, в МН 51. Три, формула первой и остальных трех джхан, чуть ниже по тексту, раскрываются как в МН 8. Четыре, это, как и остальные два знания, раскрываются по стандартной формуле, так же как, например, в МН Четыре. 5. Нейтара. Это единственное место в Никаях, где употребляется данный термин. Нейнамоле перевел его как проводники, а Хорнер как великие лидеры, опираясь на значение слова Нияма, Ка, что означает пилот или рулевой. Однако Ниятр должно быть существительным, происходящим от глагола Нияти, выходить, к окончательному освобождению, и поэтому оно переведено здесь как освобождающийся, англеменсипейтр. 6. Примечание переводчика С.В. Здесь он говорит лично о себе во множественном числе, а не о всей группе странников. Имеется в виду, что он отсылает странников учиться у Будды, но сам отказывается стать его учеником, поскольку ему трудно расстаться с уже имеющейся у него известностью и славой. Маха Сакулудая сутта, большая лекция для Сакулудайна. МН 77. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда группа известных странников пребывала в Павлинием святилище, в парке странников, а именно Аннабхара, Варадхара, странник Сакулудаян, а также другие известные странники. И тогда, утром, благословенный оделся, взял свою чашу и верхнее одеяние, и отправился в Раджагаху за подаяниями. Затем он подумал, слишком рано ходить за подаяниями по Раджагахе. Что если я пойду к страннику Сакулудаяну в Павлинием святилище, в Парк странников? И тогда благословенный отправился в Павлинием святилище, в Парк странников. В то время странник Сакулудаян сидел с большой группой странников, которые, сидели, создавая гул, громко и шумно ведя различные бессмысленные беседы, такие как разговоры о царях, о ворах, о министрах, об армиях, об опасностях, о сражениях, о еде, о питье, об одежде, о постелях, о гирляндах, о благовониях, о родственниках, о средствах передвижения, о деревнях, о поселениях, о городах, о странах, о женщинах, о героях, об улицах, о колодцах, об усопших, о всяких мелочах, о происхождении мира, о возникновении моря, о том, являются ли вещи такими или иными. И тогда странник Сакулудаян увидел благословенного издаля. Увидев его, он стал успокаивать свое собрание так, тише, почтенные. Почтенные, не шумите. Вон идет отшельник Гатама. Этот почтенный любит тишину, дисциплинирован в тишине, восхваляет тишину. Быть может, если он посчитает, что наше собрание тихое, то задумает подойти к нам. И тогда те странники замолкли. Благословенный подошел к страннику Сакулудаяну, который сказал ему, пусть благословенный подойдет. Добро пожаловать, благословенный. Долгое время у благословенного не было возможности прийти сюда. Пусть благословенный присаживается, вот тут есть готовое сидение. Благословенный сел на подготовленное сидение, а странник Сакулудаян выбрал более низкое сидение и сел рядом. Когда он сделал так, благословенный сказал ему, ради какой беседы вы сидите сейчас здесь, Удаин. В чем состояла незавершенная вами беседа? Господин, оставим эту беседу, ради которой мы сидим сейчас здесь вместе. Благословенный сможет послушать ее потом. На днях, господин, когда жрецы и отшельники разных учений собрались вместе и сидели вместе в зале для дебатов, была поднята такая тема, какое благо для людей из Анги и Магадхи, какое великое благо для людей из Анги и Магадхи, что эти жрецы и отшельники, предводители орденов, предводители групп, наставники групп, известные и знаменитые основоположники учений, которых многие считают святыми, пришли в Раджагаху на сезон дождей. Здесь и Курана Кассапа, предводитель ордена, многие считают святым, он пришел, чтобы провести сезон дождей в Раджагахе. Здесь также и Макхали Гасала. Здесь Аджита Кисакамбалин. Здесь Пакутха Кичьяна. Здесь Санджабилат Тхипутта. Здесь Нигант Ханатапутта, предводитель ордена, предводитель группы, наставник группы, известный и знаменитый основоположник учения, которого многие считают святым, он пришел, чтобы провести сезон дождей Евраджагахи. И также и этот отшельник Готама, предводитель ордена, многие считают святым, он тоже пришёл, чтобы провести сезон дождей Евраджагахи. И кого из этих достойных жрецов и отшельников, предводителей, которых многие считают святыми, чтят, уважают, ценят, и почитают их ученики? И как, уважая и почитая его, они живут в зависимости от него? Тогда кто-то сказал, этот Пуранакасапа, предводитель ордена, но всё же его не чтят, не уважают, не ценят, и не почитают его ученики, как не живут и в зависимости от него, уважая и почитая его. Однажды Пуранакасапа обучал Дхамме собрание из нескольких сотен последователей. И тогда один его ученик стал шуметь, почтенный, не задавайте Пуранакасапе этот вопрос. Он этого не знает. Мы знаем это. Задайте нам этот вопрос. Почтенный, мы вам ответим. И случилось так, что Пуранакасапа не убедил их, хотя махал своими руками и причитал, тише, почтенные, не шумите, почтенные. Они спрашивают не вас, почтенные. Они спрашивают нас. Мы ответим им. Воистину, многие его ученики оставили его, отвергнув его доктрину так, ты не понимаешь эту Дхамму и Винаю. Я понимаю эту Дхамму и Винаю. Что бы ты понимал в этой Дхамме и Винае? Твой путь неправильный. Мой путь правильный. Я последователен, а ты не последователен. То, что нужно было сказать вначале, ты сказал потом. То, что нужно было сказать после, ты сказал вначале. То, на чем ты так долго размышлял, несостоятельно. Твоя доктрина опровергнута. Доказано, что ты не прав. Иди и получше поучись, или распутайся сам, если сможешь. Так Пуранакасапа не чтят, не уважают, не ценят, и не почитают его ученики, как не живут и в зависимости от него, уважая и почитая его. Воистину, его презирают презрением, проявленным к его Дхамме. И кто-то сказал, этот Макхали Гасала. Аджита Кисокамбалин. Пакудха Кичьяна. Санджабилат Тхипутта. Нигандханатапутта. Не чтят, не уважают, не ценят, и не почитают его ученики, как не живут и в зависимости от него, уважая и почитая его. Воистину, его презирают презрением, проявленным к его Дхамме. И кто-то сказал, этот отшельник Гатама, предводитель ордена, и его чтят, уважают, ценят, и почитают его ученики, как и живут в зависимости от него, уважая и почитая его. Однажды отшельник Гатама обучал Дхамме собрания из нескольких сотен последователей, и один его ученик прочистил свое горло. Тогда один из его товарищей по святой жизни толкнул его коленом, тише, достопочтенный, не шуми. Благословенный, учитель, учит нас Дхамме. Когда отшельник Гатама обучает Дхамме собрания из нескольких сотен последователей, то в этом случае от его учеников не доносится звуков покашливания или прочистки горла. И это большое собрание находится в ожидании, послушаем Дхамму, который благословенный собирается учить. Подобно тому, как если бы на перекрестке дорог некий человек выжимал бы чистейший мед, и в ожидании собралась бы большая толпа людей, то точно так же, когда отшельник Гатама обучает Дхамме собрание из нескольких сотен последователей, находится в ожидании, послушаем Дхамму, который благословенный собирается учить. И даже те ученики, которые отпадают от своих товарищей по святой жизни, оставляют монашескую тренировку, чтобы вернуться к низшей домохозяйской жизни. Даже они восхваляют и учителя, и Дхамму, и Сангху. Они обвиняют себя вместо других, говоря, нам не повезло, у нас мало заслуг. Ведь хотя мы и ушли в жизнь бездомную в такой хорошо провозглашенной Дхамме, мы не смогли жить совершенной чистой святой жизнью до конца своих дней. Став помощниками по монастырю или мирскими последователями, они предпринимают и соблюдают пять предписаний. Так, отшельника Гатаму чтят, уважают, ценят, и почитают его ученики, как и живут в зависимости от него, уважая и почитая его. Но, Удаин, сколько качеств ты видишь во мне, из-за которых мои ученики чтят, уважают, ценят, и почитают меня, как и живут в зависимости от меня, уважая и почитая меня? Господин, я вижу пять качеств в благословенном, из-за которых его ученики уважают, ценят, и почитают его, как и живут в зависимости от него, уважая и почитая его. Какие пять? Во-первых, господин, благословенный мало ест и восхваляет малое потребление еды. В этом я вижу первое качество благословенного, из-за которого его ученики чтят, уважают, ценят, почитая его. Далее, господин, благословенный довольствуется любым одеянием и восхваляет довольствование любым одеянием. В этом я вижу второе качество. Далее, господин, благословенный довольствуется любой едой с подаянием и восхваляет довольствование любой едой с подаянием. В этом я вижу третье качество. Далее, господин, благословенный довольствуется любым жилищем и восхваляет довольствование любым жилищем. В этом я вижу четвертое качество. Далее, благословенный затворяется и восхваляет затворничество. В этом я вижу пятое качество, из-за которого его ученики чтят, уважают, ценят, и почитают его, как и живут в зависимости от него, уважая и почитая его. Удаен, представь, как если бы мои ученики меня чтили, уважали, в смысле, отшельник Гатама мало ест и восхваляет малое потребление еды. Но есть мои ученики, которые живут на чашке еды или половине чашки еды, на порции еды с один плод баэля или с половину плода баэля, тогда как я иногда съедаю все содержимое своей чаши для сбора подаяний, а иногда и больше. Поэтому, если бы мои ученики меня чтили, уважали, в смысле, отшельник Гатама мало ест и восхваляет малое потребление еды, то тогда те мои ученики, которые живут на чашке еды или половине, не должны были бы меня чтить, уважать, ценить, и почитать за это качество, как и не жили бы в зависимости от меня, уважая и почитая меня. Удаен, представь, как если бы мои ученики меня чтили, уважали, в смысле, отшельник Гатама довольствуется любым одеянием и восхваляет довольствование любым одеянием. Но есть мои ученики, которые носят одеяния из обносков, носят грубые одежды. Они подбирают лохмотья с кладбищ, мусорных куч, улавок, сшивают их в одежду из лоскутов, и носят ее. Но я иногда ношу одеяния, подаренные домохозяевами, одеяния такие превосходные, что тыкленная мякоть была бы грубой по сравнению с ними. Поэтому, если бы мои ученики меня чтили, уважали, с мыслью, отшельник Гатам одовольствуется любым одеянием и восхваляет довольствование любым одеянием, то тогда те мои ученики, которые носят одеяния из обносков, не жили бы в зависимости от меня, уважая и почитая меня. Удаин, представь, как если бы мои ученики меня чтили, уважали, с мыслью, отшельник Гатам одовольствуется любой едой с подаянием и восхваляет довольствование любой едой с подаянием. Но есть мои ученики, которые едят только полученные схождения за подаяниями, которые ходят за подаяниями без пропусков, домов, от дома к дому, которые радуются сбору своей еды. Когда они вошли в жилой квартал, они не согласятся присесть, даже если их пригласят присесть. Но я иногда ем на пригласительных обедах отборный рис со многими соусами и карри. Поэтому, если бы мои ученики меня чтили, уважали, с мыслью, отшельник Гатама довольствуется любой едой с подаянией и восхваляет довольствование любой едой с подаяний, то тогда те мои ученики, которые едят только полученное исхождение за подаяниями, не жили бы в зависимости от меня, уважая и почитая меня. Удаин, представь, как если бы мои ученики меня чтили, уважали, с мыслью, отшельник Гатама довольствуется любым жилищем и восхваляет довольствование любым жилищем. Но есть мои ученики, которые живут у подножья дерева или под открытым небом, которые не используют крышу в течение восьми месяцев, в году, тогда как я иногда живу в остроконечных особняках, покрытых штукатуркой изнутри и снаружи, защищенных от ветра, охраняемых дверными засовами и ставнями на окнах. Поэтому, если бы мои ученики меня чтили, уважали, в смысле, отшельник Гатама довольствуется любым жилищем и восхваляет довольствование любым жилищем, то тогда те мои ученики, которые живут у подножья дерева, не жили бы в зависимости от меня, уважая и почитая меня. Удаин, представь, как если бы мои ученики меня чтили, уважали, в смысле, отшельник Гатама затворяется и восхваляет затворничество. Но есть мои ученики, которые живут в лесах, живут в уединенных обиталищах, живут, затворившись в уединенных обиталищах в лесных чащах, и которые возвращаются в Сангху раз в полмесяца на декламацию по Тимокхе. Но я иногда живу, будучи окруженным монахами и монахинями, мирянами и мирянками, царями и царскими министрами, учителями других учений и учениками. Поэтому, если бы мои ученики меня чтили, уважали, в смысле «Отшельник Гатама затворяется и восхваляет затворничество», то тогда те мои ученики, которые проживают в лесах, не жили бы в зависимости от меня, уважая и почитая меня. Поэтому, у Дайн, не из-за этих пяти качеств мои ученики чтят, уважают, ценят, и почитают меня, и живут в зависимости от меня, уважая и почитая меня. Однако, у Дайн, есть другие пять качеств, из-за которых мои ученики чтят, уважают, меня. Какие пять? Высшая нравственность. У Дайн, мои ученики почитают меня за высшую нравственность, Отшельник Гатама нравственен, он наделен высочайшей совокупностью нравственности. Таково первое качество, из-за которого мои ученики чтят, уважают, ценят и почитают меня, и живут в зависимости от меня, уважая и почитая меня. Знание и видение. Далее, у Дайн, мои ученики почитают меня за мои превосходные знания и видения. Когда отшельник Гатама говорит, я знаю, то он действительно знает. Когда он говорит, я вижу, то он действительно видит. Отшельник Гатама учит Дхамме посредством прямого знания, а не без прямого знания. Он учит Дхамме, имея на это прочное основание, а не без прочного основания. Он учит Дхамме в убедительной манере, а не в неубедительной манере. Таково второе качество. Высшая мудрость. Далее, у Дайн, мои ученики почитают меня за высшую мудрость, отшельник Гатама мудр. Он обладает высочайшей совокупностью мудрости. Не может быть такого, чтобы он не предвидел бы выводов, которые можно сделать из утверждения, или же чтобы он не смог бы аргументированно доказать несостоятельность имеющихся чужих доктрин. Как ты думаешь, Удайн, стали бы мои ученики, зная и видя так, не давать мне сказать слово, перебивать меня? Нет, господин. Я не жду от учеников наставлений. Но, наоборот, всегда оно так, что мои ученики ждут наставлений от меня. Таково третье качество. Четыре благородные истины. Далее, у Дайн, когда мои ученики повстречали страдание, стали жертвами страдания, добычи страдания, то они приходят ко мне и спрашивают меня о благородной истине о страдании. Будучи спрошенным, я объясняю имени благородную истину о страдании и удовлетворяю их умы своим объяснениям. Они спрашивают меня о благородной истине о возникновении страдания, о благородной истине о прекращении страдания, о благородной истине о пути, ведущем к прекращению страдания. Будучи спрошенным, я объясняю имени благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания, и удовлетворяю их умы своим объяснением. Таково четвертое качество. Путь развития благих качеств. Четыре основы осознанности. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь развития четырех основ осознанности. Вот монах пребывает в созерцании тела как тела, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. Он пребывает в созерцании чувств как чувств, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. Он пребывает в созерцании ума как ума, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. Он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. И таким образом многие мои ученики пребывают, достигнув завершения и совершенства прямого знания. Четыре старания. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь развития четырех видов старания. Вот монах пробуждает вене ради невозникновения невозникших плохих, неблагих состояний. Он делает усилий, зарождает усердие, направляет на это ум, старается. Он пробуждает вене ради отбрасывания возникших плохих, неблагих состояний. Он пробуждает вене ради возникновения невозникших благих состояний. Он пробуждает в вене радио поддержания возникших благих состояний, их неугасания, увеличения, разрастания, осуществления посредством развития. Он делает усилий, зарождает усердие, направляет на это ум, старается. И таким образом многие мои ученики пребывают, достигнув завершения совершенства прямого знания. Четыре основы сверхъестественной силы. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь развития четырех основ сверхъестественной силы. Вот монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением изорвения и решительного старания. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением изо усердия и решительного старания. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением изо чистоты, ума и решительного старания. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением изо исследования и решительного старания. И таким образом многие мои ученики пребывают, достигнув завершения и совершенства прямого знания. Пять качеств. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь развития пяти качеств. Вот монах развивает качество веры, которое ведет к покою, ведет к просветлению. Он развивает качество усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которое ведет к покою, ведет к просветлению. И таким образом многие мои ученики пребывают, достигнув завершения и совершенства прямого знания. Пять сил. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь развития пяти сил. Вот монах развивает силу веры, которая ведет к покою, ведет к просветлению. Он развивает силу усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которая ведет к покою, ведет к просветлению. И таким образом многие мои ученики пребывают, достигнув завершения и совершенства прямого знания. Семь факторов просветления. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь развития семи факторов просветления. Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который поддерживается уединением, бесстрастием, прекращением, и созревает в выставлении. Он развивает исследование состояний, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который поддерживается уединением, бесстрастием, прекращением, и созревает в выставлении. И таким образом многие мои ученики пребывают, достигнув завершение совершенства прямого знания. Благородный восьмеричный путь. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь развития благородного восьмеричного пути. Вот монах развивает правильные воззрения, правильное устремление, правильную речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильную сознанность, и правильное сосредоточение. точении. И таким образом многие мои ученики пребывают, достигнув завершения и совершенства прямого знания. Восемь медитативных освобождений. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь развития восьми освобождений. Вот, практикующий, обладая формой, видит формы. Таково первое освобождение. Вот, практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне. Таково второе освобождение. Вот, практикующий, настроен только на красивые. Таково третье освобождение. С полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространство, практикующий, входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Таково четвертое освобождение. С полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, практикующий, входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Таково пятое освобождение. С полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, практикующий, входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Таково шестое освобождение. С полным преодолением сферы отсутствия всего, практикующий, входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия. Таково седьмое освобождение. С полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, практикующий, входит и пребывает в прекращении восприятия чувствования. Таково восьмое освобождение. И таким образом многие мои ученики пребывают, достигнув завершения совершенства прямого знания. Восемь медитативных сфер преодоления. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь развития восьми сфер преодоления. Вот, практикующий, воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, ограниченные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова первая сфера преодоления. Вот, практикующий, воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, безмерные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова вторая сфера преодоления. Вот, практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, ограниченные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова третья сфера преодоления. Вот, практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, безмерные, красивые или уродливые. Преодолев их, он воспринимает так, «Я знаю, я вижу». Такова четвертая сфера преодоления. Вот, практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, голубые, голубого цвета, с голубой наружностью, с голубым свечением. Подобно голубому цветку льна, который голубого цвета, с голубой наружностью, с голубым свечением, или же точно ткань из варанаси, что разглажена с обоих концов, могла бы быть голубой, голубого цвета, с голубой наружностью, с голубым свечением, то точно так же, практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, голубые, голубого цвета, с голубой наружностью, с голубым свечением. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова пятая сфера преодоления. Вот, практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, желтые, желтого цвета, с желтой наружностью, с желтым свечением. Подобно желтому цветку коникары, который желтого цвета, с желтой наружностью, с желтым свечением, или же точно ткань из варанаси, что разглажена с обоих концов, могла бы быть желтой, желтого цвета, с желтой наружностью, с желтым свечением, то точно так же, практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, желтые, желтого цвета, с желтой наружностью, с желтым свечением. Преодолев их, он воспринимает так, я знаю, я вижу. Такова шестая сфера преодоления. Вот, практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, красные, красного цвета, с красной наружностью, с красным свечением. Подобно красному цветку Бандхудживаки, который красного цвета, с красной наружностью, с красным свечением, или же точно ткань из варанаси, что разглажена с обоих концов, могла бы быть красной, красного цвета, с красной наружностью, с красным свечением, то точно так же, практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, красные, красного цвета, с красной наружностью, с красным свечением. Преодолев их, он воспринимает так, «Я знаю, я вижу». Такова седьмая сфера преодоления. Вот, практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, белые, белого цвета, с белой наружностью, с белым свечением. Подобно белой утренней звезде, которая белого цвета, с белой наружностью, с белым свечением, или же точно ткань из варанаси, что разглажена с обоих концов, могла бы быть белой, белого цвета, с белой наружностью, с белым свечением, то точно так же, практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне, белые, белого цвета, с белой наружностью, с белым свечением. Преодолев их, он воспринимает так, «Я знаю, я вижу». Такова восьмая сфера преодоления. Десять тотальностей. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь развития десяти сфер тотальностей. Вот, практикующий, созерцает тотальность Земли, вверху, внизу, по сторонам, недвойственную, безмерную. Другой созерцает тотальность воды, тотальность огня, тотальность воздуха, тотальность голубого, тотальность желтого, тотальность красного, тотальность белого, тотальность пространства, тотальность сознания, вверху, внизу, по сторонам, недвойственную, безмерную. Четыре джханы. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь развития четырех джхан. Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джхане. Один, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана чистым ярким умом. Знание, полученное прозрением. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь к такому пониманию. Это мое тело, состоящее из материальной формы, состоящее из четырех великих элементов, порожденное отцом и матерью, выстроенное из вареного риса и каша, подверженное непостоянству, износу, стиранию, распаду и разложению. А это мое сознание и поддерживается им и связано с ним. Представь Берилу, красивый драгоценный камень чистейшей воды, с восемью гранями, тщательно обработанный, чистый и прозрачный, обладающий всеми прекрасными качествами. И в него была бы продета голубая, желтая, красная, белая, или коричневая нить. Тогда человек с хорошим зрением, взяв его в руку, мог бы рассмотреть его так, вот этот Берилу, красивый драгоценный камень чистейшей воды, с восемью гранями, тщательно обработанный, чистый и прозрачный, обладающий всеми прекрасными качествами. А вот в него продета голубая, желтая, красная, белая, или коричневая нить. Точно так же, я провозгласил своим ученикам путь к такому пониманию, это мое тело, состоящее из материальной формы. А это мое сознание поддерживается им и связано с ним. Созданное умом тело. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь к сотворению из этого, физического, тела другого тела, имеющего форму, созданного умом, со всеми полноценными частями тела. Подобно тому, как если бы человек вытащил тростник из его оболочки и подумал, вот эта оболочка, а вот этот тростник. Оболочка, это одно, а тростник, другое. Именно из этой оболочки был вытащен этот тростник. Или подобно тому, как если бы человек вытащил меч из ножен и подумал, вот этот меч, а вот эти ножны. Меч, это одно, а ножны, другое. Именно из этих ножен был вытащен этот меч. Или подобно тому, как если бы человек вытащил змею из ее сброшенной кожи и подумал, вот это змея, а вот это сброшенная кожа. Змея – одно, а сброшенная кожа – другое. Именно из этой сброшенной кожи была вытащена змея. Точно так же, я провозгласил своим ученикам путь к сотворению из этого, физического, тела другого тела. Сверхъестественные силы. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь овладения различными видами сверхъестественных сил. Будучи одними, они становятся многими. Будучи многими, они становятся одними. Они появляются. Они исчезают. Они беспрепятственно проходят сквозь стены, бастионы, горы, как если бы шли сквозь пустое пространство. Они ныряют и выныривают из земли, как если бы она была водой. Они ходят по воде и не тонут, как если бы вода была сушей. Сидя со скрещенными ногами, они летят по воздуху, как крылатая птица. Своей рукой они касаются и ударяют даже солнце и луну, настолько они сильны и могущественны. Они так влияют на тело, что достигают даже мира Брахмы. Подобно тому, как умелый гончар или его ученик мог бы создать и сформировать из хорошо приготовленной глины горшок любой формы, какой бы он ни пожелал. Или подобно тому, как умелый работник со слоновой костью мог бы создать и сформировать любое творение, какое бы он ни пожелал. Или подобно тому, как умелый золотых дел мастер или его ученик мог бы создать и сформировать любое золотое изделие, какое бы он ни пожелал. Точно так же, я провозгласил своим ученикам путь овладения различными видами сверхъестественных сил. Будучи одними, они становятся многими. Мир Абрахмы. Божественное ухо. Далее, у Дайн, я провозгласил своим ученикам путь, посредством которого элементом божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, они слышат оба вида звуков, божественные и человеческие, далекие и близкие. Далее, у Дайн, я провозгласил своим ученикам путь к пониманию умов других существ, других личностей, посредством охватывания их собственным умом. Они понимают ум со страстью, как ум со страстью, а ум без страсти, как ум без страсти. Они понимают ум со злобой, как ум со злобой, а ум без злобы, как ум без злобы. Они понимают ум с заблуждением, как ум с заблуждением, а ум без заблуждения, как ум без заблуждения. Они понимают суженный ум, как суженный ум, расширенный ум, как расширенный ум. Они понимают увеличенный ум, как увеличенный ум, а не увеличенный ум, как не увеличенный ум. Они понимают сильный ум, который еще не достиг наивысшего уровня, как сильный ум, и непревзойденный в силе ум, как непревзойденный в силе ум. Они понимают сосредоточенный ум, как сосредоточенный ум, а несосредоточенный ум, как несосредоточенный ум. Они понимают освобожденный ум, как освобожденный ум, а не освобожденный ум, как не освобожденный ум. Это подобно мужчине или женщине, юной, молодой, которой нравятся украшения, изучающие отражение своего лица в ярком чистом зеркале или в чаши с чистой водой. Она будет знать о том, есть ли на лице грязное пятно, вот здесь есть пятно. Она будет знать о том, нет ли пятна, здесь нет пятна. То точно так же я провозгласил своим ученикам путь к пониманию умов других существ. Память о прошлых жизнях. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь к воспоминанию их многочисленных прошлых жизней, одной жизни, двух жизней, трех жизней, четырех, пяти, десяти, двадцати, тридцати, сорока, пятидесяти, ста, тысяча, ста тысяч, многих циклов распада мира, многих циклов эволюции мира, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умерив в той жизни, я появился здесь. Так они вспоминают многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях. Подобно тому, как человек мог бы отправиться из своей собственной деревни в другую деревню, а затем обратно в свою собственную деревню, и мог бы подумать, я отправился из своей собственной деревни в ту деревню, и там я стоял так-то, сидел так-то, говорил так-то, молчал так-то, и из той деревни я отправился в ту другую деревню, и там я стоял так-то, сидел так-то, говорил так-то, молчал так-то, и из той деревни я вернулся обратно в свою собственную деревню. Точно так же я провозгласил своим ученикам путь к воспоминанию их многочисленных прошлых жизней. Божественный глаз. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь, посредством которого они видят за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий смерть и перерождение существ, различают низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшее благородных, придерживавшееся неправильных воззрений и действовавшее под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в погибели, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшее благородных, придерживавшееся правильных воззрений и действовавшее под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в приятных местах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, они видят смерть и перерождение существ, различают низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Подобно тому, как если бы было два дома с дверьми, и человек с хорошим зрением, стоя между ними, видел бы, как люди входят в дом и выходят, скитаются туда и сюда, то точно так же, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, монах видит смерть и перерождение существ, и он понимает, как существа скитаются в соответствии с их деяниями. Уничтожение пятен загрязнений ума. Далее, у Дайан, я провозгласил своим ученикам путь, посредством которого за счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, они здесь и сейчас входят и пребывают в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Это, подобно тому, как если бы озеро в горной впаде не было бы чистым, спокойным, прозрачным. И человек с хорошим зрением, стоя на берегу, мог бы видеть ракушки, гравий и гальку, проплывающие и отдыхающие стаи рыб. Он мог бы подумать, вот есть это озеро, чистое, спокойное, прозрачное. И вот здесь есть эти ракушки, гравий, галька, а также эти проплывающие и отдыхающие стаи рыб, два. Точно так же, я провозгласил своим ученикам путь, посредством которого за счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, они здесь и сейчас входят и пребывают в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Таково, удаин, пятое качество, из-за которого мои ученики чтят, уважают, ценят, и почитают меня, и живут в зависимости от меня, уважая и почитая меня. Таковы, удаин, пять качеств, из-за которых мои ученики чтят, уважают, ценят, и почитают меня, и живут в зависимости от меня, уважая и почитая меня. Так сказал благословенный. Странник Удаин был доволен и восхитился словами благословенного. Один, здесь идет длинный фрагмент с подробным описанием чхан посредством метафор, как в МН-39. Примечание переводчика СВ, освобождение, сфера преодоления, тотальности, чханы, как в этой сути, так и в других, они всегда идут в единой связке, что говорит об их тематической близости. Судя по всему, все эти аспекты относятся к продвинутым уровням практики медитации. Два, примечание переводчика СВ, эта метафора приводится в этом же контексте и в ряде других сутты, означая четкое видение четырех благородных истин. Саманамандикапутта сутта, Саманамандикапутта. МН-78. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И в то время странник Уггахамана Саманамандикапутта вместе с большой группой странников, с тремя сотнями странников, пребывал в парке Маликки, на плантации Тиндуки, где был один единственный зал для философских дебатов. Плотник Панчаканка покинулся в Адхе посреди дня, чтобы повидать благословенного. Затем он подумал, сейчас неподходящее время для того, чтобы повидать благословенного. Он все еще в затворничестве. Сейчас также неподходящее время повидать достоинных уважения монахов. Они все еще в затворничестве. Что если я отправлюсь в парк Маликки к страннику Уггахамана Саманамандикапутте? И тогда он отправился в парк Маликки. В то время странник Уггахамана сидел с большой группой странников, которые сидели, создавая гул, громко и шумно ведя различные бессмысленные беседы, такие как разговоры о царях, о ворах, о министрах, об армиях, об опасностях, о сражениях, о еде, о питье, об одежде, о постелях, о гирляндах, о благовониях, о родственниках, о средствах передвижения, о деревнях, о поселениях, о городах, о странах, о женщинах, о героях, об улицах, о колодцах, об усопших, о всяких мелочах, о происхождении мира, о возникновении моря, о том, являются ли вещи такими или иными. И тогда странник Уггахамана Саманамандикапутте увидел плотника Панчикангу издаля. Увидев его, он стал успокаивать свое собрание так, «Тише, почтенные! Почтенные, не шумите! Вон идет плотник Панчиканга, ученик отшельника Гатамы, один из мирских последователей отшельника Гатамы, одетых белые, которые сейчас проживают в Саваттхе. Эти почтенные любят тишину, дисциплинированы в тишине, восхваляют тишину. Быть может, если он посчитает, что наше собрание тихое, то задумает подойти к нам». И тогда те странники замолкли. Плотник Панчиканга подошел к страннику Уггахамане и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Тогда странник Уггахамана сказал ему, «Плотник, когда человек обладает четырьмя качествами, я описываю его как завершенного в благом, совершенного в благом, он непобедимый отшельник, достигший высшего достижения. Какими четырьмя? Вот он не совершает плохих телесных поступков, не произносит плохих слов, не имеет плохих устремлений, не зарабатывает себе на жизнь плохими способами добыть средства к существованию. Когда человек обладает этими четырьмя качествами, я описываю его как завершенного, совершенного в благом, он непобедимый отшельник, достигший высшего достижения. И тогда плотник Панчиканга не одобрил, не отверг слов странника Уггахаманы. Не одобрив, не отвергнув, он поднялся со своего сидения и ушел, думая, «Я узнаю о значении этого утверждения в присутствии благословенного». Затем он отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и рассказал благословенному обо всей своей беседе со странником Уггахаманой. Тогда благословенный сказал, «Если бы это было так, плотник, то тогда лежащий младенец является завершенным в благом, совершенным в благом, он непобедимый отшельник, достигший высшего достижения, по утверждению странника Уггахаманы. Ведь у лежащего младенца нет даже представления о теле, так как же он может совершить плохой телесный поступок, делая что-либо, помимо просто лишьёй Орзаньер. У лежащего младенца нет даже представления о речи, так как же он может произнести плохие слова, произнося что-либо, помимо просто лишьхныканья. У лежащего младенца нет даже представления об устремлении, так как у него могут быть плохие устремления, помимо просто лишь обиды. У лежащего младенца нет даже представления о средствах к жизни, так как он может зарабатывать себе на жизнь плохими способами добычи средств к жизни, помимо сосания груди своей матери. Если бы это было так, плотник, лежащий младенец является завершенным, по утверждению странника Укбахаманы. Плотник, когда человек обладает четырьмя качествами, я описываю его не как завершенного в благом или же совершенного в благом или же как непобедимого отшельника, достигшего высшего достижения, но как того, кто находится на том же самом уровне, что и лежащий младенец. Плотник, когда человек обладает десятью качествами, то я описываю его как завершенного в благом, совершенного в благом, он непобедимый отшельник. Плотник, достигший высшего достижения. Но прежде всего, я говорю, что следует понять так, таковы неблагие привычки, и так, неблагие привычки возникают из этого, и так, неблагие привычки прекращаются без остатка здесь, и так, тот, кто практикует этот путь, тот практикует путь к прекращению неблагих привычек. И, я говорю, следует понять так, таковы неблагие привычки, и так, неблагие привычки возникают из этого, и так, неблагие привычки прекращаются без остатка здесь, и так, тот, кто практикует этот путь, тот практикует путь к прекращению неблагих привычек. И, я говорю, следует понять так, таковы неблагие устремления, и так, неблагие устремления возникают из этого, и так, неблагие устремления прекращаются без остатка здесь, и так, тот, кто практикует этот путь, тот практикует путь к прекращению неблагих устремлений. И, я говорю, следует понять так, таковы неблагие устремления, и так, неблагие устремления возникают из этого, и так, неблагие устремления прекращаются без остатка здесь, и так, тот, кто практикует этот путь, тот практикует путь к прекращению неблагих устремлений. Неблагие привычки. И что такое неблагие привычки? Это неблагие телесные поступки, неблагие словесные поступки, и плохие способы добычи средств к существованию. Это называется неблагими привычками. И откуда возникают эти неблагие привычки? Об их источнике говорится, следует сказать, что они возникают из ума. Какого ума? Хотя ум неоднороден, различен, имеет разные аспекты, есть ум, которые затронут жаждой, злобой, и заблуждением. Неблагие привычки возникают вот из этого. И где эти неблагие привычки прекращаются без остатка? Об их прекращении говорится, вот монах отбрасывает неблагое телесное поведение и развивает благое телесное поведение. Он отбрасывает неблагое словесное поведение и развивает благое словесное поведение. Он отбрасывает неблагое умственное поведение и развивает благое умственное поведение. Он отбрасывает неправильные средства к жизни и добывает на жизнь правильными способами добычи средств к жизни. Один. Вот где неблагие привычки прекращаются без остатка. И практикуя как, он практикует путь к прекращению неблагих привычек? Вот монах пробуждает твение ради невозникновения невозникших плохих, неблагих состояний. Он делает усилий, зарождает усердие, направляет на это ум, старается. Он пробуждает твение ради отбрасывания возникших плохих, неблагих состояний. Он пробуждает твение ради возникновения невозникших благих состояний. Он пробуждает твение ради поддержания возникших благих состояний, их неугасания, увеличения, разрастания, осуществления посредством развития. Он делает усилий, зарождает усердие, направляет на это ум, старается. Вот как, практикуя, он практикует путь к прекращению неблагих привычек, 2. Благие привычки. И что такое благие привычки? Это благие телесные поступки, благие словесные поступки, и очищение средств к существованию. Это называется благими привычками. И откуда возникают эти благие привычки? Об их источнике говорится, следует сказать, что они возникают из ума. Какого ума? Хотя ум неоднороден, различен, имеет разные аспекты, есть ум, который не затронут жаждой, злобой, и заблуждением. Благие привычки возникают вот из этого. И где эти благие привычки прекращаются без остатка? Об их прекращении говорится, вот монах нравственен, но он не отождествляет себя, со своей нравственностью, и он понимает в соответствии с действительностью это освобождение ума и освобождение мудростью, где эти благие привычки прекращаются без остатка, 3. Вот где благие привычки прекращаются без остатка. И практикуя как, он практикует путь к прекращению благих привычек. Вот монах пробуждает твение ради невозникновения невозникших плохих, неблагих состояний. Он пробуждает твение ради поддержания возникших благих состояний, их неугасания, увеличения, разрастания, осуществления посредством развития. Он делает усилия, зарождает усердие, направляет на это ум, старается. Вот как, практикуя, он практикует путь к прекращению благих привычек, 4. Неблагие устремления. И что такое неблагие устремления? Это устремление, основанное на чувственном желании, устремление, основанное на недоброжелательности, устремление, основанное на жестокости. Это называется неблагими устремлениями. И откуда возникают эти неблагие устремления? Об их источнике говорится, следует сказать, что они возникают из восприятия. Какого восприятия? Хотя восприятие неоднородно, различно, имеет разные аспекты, есть восприятие, основанное на чувственном желании, восприятие, основанное на недоброжелательности, восприятие, основанное на жестокости. Неблагие устремления возникают вот из этого. И где неблагие устремления прекращаются без остатка? Об их прекращении говорится, вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за, этой, отстраненности. Вот где неблагие устремления прекращаются без остатка, 5. И практикуя как, он практикует путь к прекращению неблагих устремлений? Вот монах пробуждает твение ради невозникновения невозникших плохих, неблагих состояний. Он пробуждает твение ради поддержания возникших благих состояний, их неугасания, увеличения, разрастания, осуществления посредством развития. Он делает усилий, зарождает усердие, направляет на это ум, старается. Вот как, практикуя, он практикует путь к прекращению неблагих устремлений, 6. Благие устремления. И что такое благие устремления? Это устремление, основанное на, отречении, устремлении, основанное на, не недоброжелательности, устремлении, основанное на, не жестокости. Это называется благими устремлениями. И откуда возникают эти благие устремления? Об их источнике говорится, следует сказать, что они возникают из восприятия. Какого восприятия? Хотя восприятие неоднородно, различно, имеет разные аспекты, есть восприятие, основанное на, отречении, восприятие, основанное на, не недоброжелательности, восприятие, основанное на, не жестокости. Благие устремления возникают вот из этого. И где эти благие устремления прекращаются без остатка? Об их прекращении говорится, вот с угасанием направления и удержания, ума на объекте, монах входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. Вот где благие устремления прекращаются без остатка, 7. И практикуя как, он практикует путь к прекращению благих устремлений? Вот монах пробуждает твение ради невозникновения невозникших плохих. Неблагих состояний. Он пробуждает в вене ради поддержания возникших благих состояний, их неугасания, увеличения, разрастания, осуществления посредством развития. Он делает усилий, зарождает усердие, направляет на это ум, старается. Вот как, практикуя, он практикует путь к прекращению благих устремлений, 8. 10 качеств араханта. И теперь, плотник, в каком случае, когда человек обладает какими десятью качествами, я описываю его как завершенного в благах. Как непобедимого отшельника, достигшего высшего достижения? Вот монах обладает правильными воззрениями того, кто окончил тренировку, правильными устремлениями, речью, действиями, средствами к жизни, усилием, осознанностью, сосредоточением, знанием, правильным освобождением того, кто окончил тренировку. Когда человек обладает этими десятью качествами, я описываю его как завершенного в благах, совершенного в благах, как непобедимого отшельника, достигшего высшего достижения. Так сказал благословенный. Плотник Панчиканга был доволен и восхитился словами благословенного. 1. Комментарий утверждает, что здесь описывается достижение и вступление в поток, а следующие параграфы описывают последующие уровни буддийских плодов. Комментаторская трактовка подтверждается тем, что в конце описывается Арахант. 2. Комментарий. Пока имеет место путь ко вступлению в поток, то сказано, что он практикует ради их прекращения. Когда он достиг плода вступления в поток, то сказано, что они прекратились. 3. Здесь сказано об Араханте, который имеет нравственное поведение, но не отождествляет себя с ним, измышляя его как Яймайон. Поскольку его нравственное поведение более не создает Каммы, то оно не описывается как благое. 4. Комментарий. Пока имеет место путь к Араханству, то сказано, что он практикует ради их прекращения. Когда он достиг плода Араханства, то сказано, что они прекратились. 5. Комментарий. Это относится к первой джхане, имеющей отношение к плоду невозвращения. Путь невозвращения уничтожает чувственное желание и недоброжелательность, и таким образом предотвращает какое-либо дальнейшее возникновение трех неблагих устремлений, чувственного желания, недоброжелательности, и жестокости. 6. Комментарий. Пока имеет место путь к невозвращению, то сказано, что он практикует ради их прекращения. Когда он достиг плода невозвращения, то сказано, что они прекратились. 7. Комментарий. Это относится ко второй джхане, имеющей отношение к плоду Араханства. Примечание переводчика СВ, если комментарий трактуют правильно, то выглядит очень странным то, что Будда упоминает именно вторую джхану. На мой взгляд, альтернативным объяснением может быть то, что здесь речь идет вовсе не об Араханстве, а о том месте, той сфере, том состоянии, в котором целиком и полностью, но, временно, отсутствуют любые устремления, в том числе и благие. И этим самым местом является вторая джхана, потому что здесь полностью прекращены ментальные факторы Витакки и Вичары, направления и удержания ума на объекте, связанные с мышлением и общим умственным направлением ума, его устремлением к чему-либо. Аналогично, неблагие устремления, временно, прекращены в первой джхане вовсе не из-за достижения плода и возвращения, а просто лишь потому, что в первую джхану невозможно войти, если в уме преобладают эти неблагие устремления, чувственные желания, недоброжелательность, жестокость. Эта гипотеза подтверждается также и сутты СН 48-40, где Будда аналогичным образом говорит о прекращении приятных или болезненных чувств той или иной джхане или использует для этого схожие формулировки. 8. Комментарий. Пока имеет место путь к араханству, то сказано, что он практикует ради их прекращения. Когда он достиг плода араханства, то сказано, что они прекратились. Благие устремления араханта не описываются как благие. Чула Соколуда и Сутта – Малая лекция для Соколудаина. МН 79. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда странник Соколудаин пребывал в Павлиним святилище, в парке странников, с большой группой странников. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял свою чашу и верхние одеяния, и отправился в Раджагаху за подаяниями. Затем он подумал, слишком рано ходить за подаяниями по Раджагахе. Что если я пойду к страннику Соколудаину в Павлиния святилище, в парк странников? И тогда Благословенный отправился в Павлиния святилище, в парк странников. В то время странник Соколудаин сидел с большой группой странников, которые, сидели, создавая гул, громко и шумно ведя различные бессмысленные беседы, такие как разговоры о царях, о ворах, о министрах, об армиях, об опасностях, о сражениях, о еде, о питье, об одежде, о постелях, о гирляндах, о благовониях, о родственниках, о средствах передвижения, о деревнях, о поселениях, о городах, о странах, о женщинах, о героях, об улицах, о колодцах, об усопших. О всяких мелочах, о происхождении мира, о возникновении моря, о том, являются ли вещи такими или иными. И тогда странник Соколудаин увидел Благословенного издали. Увидев его, он стал успокаивать свое собрание так, тише, почтенные. Почтенные, не шумите. Вон идет отшельник Готама. Этот почтенный любит тишину, дисциплинирован в тишине, восхваляет тишину. Быть может, если он посчитает, что наше собрание тихое, то задумает подойти к нам. И тогда те странники замолкли. Благословенный подошел к страннику Соколудаину, который сказал ему, пусть Благословенный подойдет. Добро пожаловать, Благословенный. Долгое время у Благословенного не было возможности прийти сюда. Пусть Благословенный присаживается, вот тут есть готовое сидение. Благословенный сел на подготовленное сидение, а странник Соколудаин выбрал более низкое сидение и сел рядом. Когда он сделал так, Благословенный сказал ему, ради какой беседы вы сидите сейчас здесь, Удаин. В чем состояла незавершенная вами беседа? Господин, оставим эту беседу, ради которой мы сидим сейчас здесь вместе. Благословенный сможет послушать ее потом. Господин, когда я не прихожу в это собрание, то оно сидит, ведя различные бессмысленные беседы. Но когда я пришел в это собрание, оно сидит и смотрит на меня, думая, послушаем Дхамму, которую отшельник Удаин разъяснит нам. Однако, когда приходит Благословенный, то я, и это собрание, сидим и смотрим на Благословенного, думая, послушаем Дхамму, которую Благословенный разъяснит нам. В таком случае, Удаин, предложи что-нибудь, о чем я мог бы рассказать. Господин, на днях некто заявлял, что является всеведущим и всевидящим, что имеет полное знание видения, иду ли я, стою, сплю, или бодрствую, знания и видения постоянно и непрерывно наличествуют во мне. Когда я задал ему вопрос о прошлом, он говорил уклончиво, сбивал разговор с темы, проявлял злость, ненависть и горечь. И тогда восторг в отношении Благословенного возник во мне. Ага, именно Благословенный, именно высочайший является умелым в этих вещах. Но, Удаин, кто заявлял о том, что является всеведущим, и когда ты задал ему вопрос, проявлял злость, ненависть и горечь? Это был не Ганг Ханатапутта, господин. Удаин, если кто-либо вспоминал бы свои многочисленные прошлые жизни, одну жизнь, две жизни, три, один, в подробностях и деталях, то тогда либо он мог бы задать мне вопрос о прошлом, либо я мог бы задать ему вопрос о прошлом, и он мог бы удовлетворить мой ум своим ответом на мой вопрос, или же я мог бы удовлетворить его ум своим ответом на его вопрос. Если кто-либо видел бы Божественным глазом, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, то либо он мог бы задать мне вопрос о будущем, либо я мог бы задать ему вопрос о будущем, и он мог бы удовлетворить мой ум своим ответом на мой вопрос, или же я мог бы удовлетворить его ум своим ответом на его вопрос. Но оставим прошлое, удаен, оставим будущее. Я научу тебя Дхаме, когда есть это, то возникает то. С возникновением этого, возникает и то. Когда этого нет, то не возникает и того. С прекращением этого прекращается и то, два. Господин, я не могу вспомнить в подробностях и деталях даже все то, что я пережил в этом нынешнем существовании, так как я могу вспомнить свои многочисленные жизни одну жизнь, две, в подробностях и деталях, как это делает благословенный? И сейчас я не могу увидеть даже болотного духа, так как же я могу божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, видеть смерть и перерождение существ, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, как это делает благословенный? Но, господин, когда благословенный сказал мне, но оставим прошлое, Удаин, оставим будущее. Я научу тебя Дхамме. Когда есть это, то возникает то. С возникновением этого, возникает и то. Когда этого нет, то не возникает и того. С прекращением этого прекращается и то-то это еще более неясно для меня. Быть может, господин, я мог бы удовлетворить ум благословенного ответом на вопрос о собственной доктрине нашего Учителя? Что же, Удаин, чему учат в доктрине твоего Учителя? Господин, вот чему учат в доктрине нашего Учителя, это совершенное сверканье, это совершенное сверканье. Но, Удаин, поскольку так учат в доктрине твоего Учителя, это совершенное сверканье, это совершенное сверканье. То что это за совершенное сверканье? Господин, это сверканье является совершенным сверканьем, которого не может превзойти любое другое сверканье, возвышенное и высочайшее. Но, Удаин, что это за сверканье, которого не может превзойти любое другое сверканье, возвышенное и высочайшее? Удаин, Ты можешь так продолжать очень долго. Ты говоришь, господин, это сверкание является совершенным сверканием, которого не может превзойти любое другое сверкание, возвышенное и высочайшее, но все же ты не обозначаешь, что это за сверкание. Представь, как если бы человек сказал, я влюблен в самую прекрасную девушку в этой стране. Его бы спросили, почтенный, что касается этой самой прекрасной девушки в этой стране, в которую ты влюблен, знаешь ли ты, происходит ли она из варной знати, или же из варной брахманов, или же из варной торговцев, или же из варной рабочих, и он бы ответил, нет. Тогда его бы спросили, почтенный, что касается этой самой прекрасной девушки. Знаешь ли ты ее имя и имя ее клана? Высокая она, низко, или среднего роста? У нее темная, коричневая, или золотистая кожа? В какой деревне или городе она живет? И он бы ответил, нет. И тогда они бы спросили его, почтенный, так не выходит ли, что ты влюблен в девушку, о которой ты ничего не знаешь, и которую ты никогда не видел, и он бы ответил, да. Как ты думаешь, Удаен, если это так, то не были бы слова этого человека полной ерундой? Вне сомнений, господин, это так, слова того человека были бы полной ерундой. Точно так же, Удаен, ты говоришь, господин, это сверкание является совершенным сверканием, которого не может превзойти любое другое сверкание, возвышенное и высочайшее, но все же ты не обозначаешь, что это за сверкание. Господин, оно прекрасно как берилу, прекрасный драгоценный камень чистой воды, с восемью гранями, хорошо обработанный, лежащий на красной парче, сияющий, сверкающий, лучащийся. И именно таким сверканием является я, который, остается, нетронутым после смерти. Как ты думаешь, Удаен? Это берилу, прекрасный драгоценный камень чистой воды, а также светлячок в кромешной тьме ночи, из этих двух кто дает большее сверкание, которое наиболее возвышенное и высочайшее? Светлячок в кромешной тьме ночи, господин. Как ты думаешь, Удаен? Это светлячок в кромешной тьме ночи, а также масляная лампа в кромешной тьме ночи, из этих двух кто дает большее сверкание, которое наиболее возвышенное и высочайшее? Масляная лампа, господин. Как ты думаешь, Удаен? Это масляная лампа в кромешной тьме ночи, а также огромный пожар в кромешной тьме ночи, из этих двух кто дает большее сверканье, которое наиболее возвышенное и высочайшее? Огромный пожар, господин. Как ты думаешь, Удаин? Этот огромный пожар в кромешной тьме ночи, а также утренняя звезда на рассвете в чистом безоблачном небе, из этих двух кто дает большее сверканье, которое наиболее возвышенное и высочайшее? Утренняя звезда на рассвете в чистом безоблачном небе, господин. Как ты думаешь, Удаин? Утренняя звезда на рассвете в чистом безоблачном небе, а также полная луна в полночь в чистом безоблачном небе на пятнадцатый день в аппасадху, из этих двух кто дает большее сверкание, которое наиболее возвышенное и высочайшее? Полная луна в полночь. Господин! Как ты думаешь, Удаин? Полная луна в полночь в чистом безоблачном небе на пятнадцатый день в аппасадху, а также полный солнечный диск в полдень в чистом безоблачном небе осенью в последний месяц сезона дождей, из этих двух кто дает большее сверкание, которое наиболее возвышенное и высочайшее? Полный солнечный диск. Господин! И за гранью этого, Удаен, я знаю множество божеств, с чьим сверканием не может сравниться сияние солнца и луны, но все же я не утверждаю, что нет другого сверкания, которое наиболее возвышенное и высочайшее, нежели это сверкание. Но ты, Удаен, говоришь, что это, твое, сверкание ниже и хуже, чем сверкание у светлячка, это совершенное, но все же ты не обозначаешь, что это за сверкание. Благословенный завершил беседу. Высочайший завершил беседу. Но, Удаен, почему ты говоришь так? Господин, вот чему учат в доктрине нашего учителя, это совершенное сверкание, это совершенное сверкание. Но когда в отношении нашей доктрины Благословенный надливил, спросил, раз спросил, то мы поняли, что были пустыми, полыми, ошибочными. Так как оно, Удаен, есть ли всецелоприятный мир? Есть ли практический способ реализовать всецелоприятный мир? Господин, вот чему учат в доктрине нашего учителя, есть всецелоприятный мир. Есть практический способ реализовать всецелоприятный мир. Но, Удаен, каков этот практический способ реализовать всецелоприятный мир? Господин, вот, отбрасывая убийства живых существ, человек воздерживается от убийства живых существ. Отбрасывая взятие того, что не было дано, он воздерживается. Отбрасывая неблагое поведение в чувственных удовольствиях, он воздерживается. Отбрасывая ложь, он воздерживается от лжи. Или же он предпринимает и практикует некий вид аскезы. Таков практический способ реализовать всецело приятный мир. Как ты думаешь, Удаин? В том случае, когда он отбрасывает убийство живых существ и воздерживается от убийства живых существ, его я испытывает в этом случае только удовольствие, или же и удовольствие и боль? И удовольствие и боль, господин. Как ты думаешь, Удаин? В том случае, когда он отбрасывает взятие того, что не было дано, неблагое поведение и в чувственных удовольствиях, ложь, его я испытывает в этом случае только удовольствие, или же и удовольствие и боль? Как ты думаешь, Удаин? В том случае, когда он предпринимает и практикует некий вид аскеза, его я испытывает в этом случае только удовольствие, или же и удовольствие и боль? Как ты думаешь, Удаин? Наступает ли реализация всецелоприятного мира следованием пути смешанного с болью и удовольствия? Господин, вот чему учат в доктрине нашего учителя, есть всецелоприятный мир. Есть практический способ реализовать всецелоприятный мир. Но когда в отношении нашей доктрины благословенный надливил, спросил, раз спросил, то мы поняли, что были пустыми, полыми, ошибочными. Но как же оно, господин, есть ли всецелоприятный мир? Есть ли практический способ реализовать всецелоприятный мир? Есть всецелоприятный мир, удаин. Есть практический способ реализовать всецелоприятный мир. Господин, и каков этот практический способ реализовать всецелоприятный мир? Вот, удаин, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джихане, второй, третьей, три таков практический способ реализовать всецелоприятный мир. Господин, это не практический способ реализовать всецелоприятный мир. Ведь, на этом этапе всецелоприятный мир уже был реализован. У Дайн, на этом этапе всецелоприятный мир еще не был реализован. Это единственный практический способ реализовать всецелоприятный мир. Когда так было сказано, собрание странника Соколу-Дайна загалдело, шумно и громко обсуждая, «Пропали мы с доктринами наших учителей? Пропали мы с доктринами наших учителей? Мы не знаем ничего превыше этого». Тогда странник Сокол Удайен успокоил тех странников и спросил благословенного, господин, на каком этапе всецело приятный мир реализован? Вот, Удайен, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, монах входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Он пребывает с этими божествами, которые возникли в этом всецело приятном мире, он разговаривает с ними, пускается с ними в беседы. Именно на этом этапе всецело приятный мир был реализован. Господин, вне сомнений, ради реализации этого всецело приятного мира монахи ведут святую жизнь под учительством благословенного. Не ради реализации этого всецело приятного мира монахи ведут святую жизнь под моим учительством. Есть другие состояния, Удайен, более возвышенные и высочайшие, и ради их реализации монахи ведут святую жизнь под моим учительством. И каковы же эти более возвышенные и высочайшие состояния, господин, ради реализации которых монахи ведут святую жизнь под учительством благословенного? Вот, у Дайан, в мире возникает Татхагата, совершенный, полностью просветленный. 4. Отбросив эти пять помех, загрязнение ума, качеств, что ослабляют мудрость, он, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний, ума, входит и пребывает в первой джхане, четвертой джхане. Это, у Дайан, также более возвышенное и высочайшее состояние, ради реализации которого монахи ведут святую жизнь под моим учительством. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым, и непоколебимым, он направляет его к познанию воспоминаний собственных прошлых жизней. 5. Так он вспоминает свои многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях. Это, у Дайан, также более возвышенное и высочайшее состояние, ради реализации которого монахи ведут святую жизнь под моим учительством. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым, и непоколебимым, он направляет его к познанию смерти и перерождения существ. Распознает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их деяниями. Это, у Дайан, также более возвышенное и высочайшее состояние, ради реализации которого монахи ведут святую жизнь под моим учительством. Когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым, и непоколебимым, он направляет его к знанию уничтожения пятен, умственных загрязнений. Он напрямую познает в соответствии с действительностью, это, страдание. Это, источник страдания. Это, прекращение страдания. Это, путь, ведущий к прекращению страдания. Это, загрязнение, ума. Это, источник пятен, загрязнений. Это, прекращение пятен. Это, путь, ведущий к прекращению пятен. Когда он знает и видит так, его ум освобождается от пятна чувственного желания, от пятна существования, от пятна невежества. Когда он освободился, пришло знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Это, удаин, также более возвышенное и высочайшее состояние, ради реализации которого монахи ведут святую жизнь под моим учительством. Таковы эти другие состояния, удаин, более возвышенное и высочайшее, и ради их реализации монахи ведут святую жизнь под моим учительством. Когда так было сказано, странник Сакулудин сказал благословенному, великолепно, господин. Великолепно, господин. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе монахов. Я хотел бы получить младшее монашеское посвящение, я хотел бы получить высшее монашеское посвящение. Когда так было сказано, собрание странника Сакулудина обратилось к нему так, не ведите святую жизнь под учительством, отшельника Гаттамы, мастеру удаин. Будучи учителем, мастеру удаину не стоит вести жизнь в качестве ученика. Ведь для мастера удаина это все равно, как если бы вначале быть кувшином, а потом стать бадьей. Не ведите святую жизнь под учительством, отшельника Гаттамы, мастеру удаин. Будучи учителем, мастеру удаину не стоит вести жизнь в качестве ученика. Вот как собрание странника Сакулудина помешало ему вести святую жизнь под учительством, благословенного, 6. 1. Это и следующее знание раскрываются по стандартной формуле, как, например, в МН-77. 2. Примечание переводчика СВ, эта краткая формулировка обозначает суть зависимого возникновения, по течесомубпада. 3. Формулы Джхан раскрываются как в МН-8. 4. Здесь идет однотипный длинный фрагмент с описанием буддийского пути практики, как в МН-51. 5. Это, как и остальные два знания, раскрываются по стандартной формуле, так же как, например, в МН-4. 6. Комментарий утверждает, что во время жизни Будды Кассапу он убедил монаха вернуться к мирской жизни, и эта кама помешала ему теперь стать монахом во время жизни Будды Готамы. Однако, как далее утверждает комментарий, он переродился во времена царя Ашоки, стал монахом, и достиг араханства как Тхера Ассагутта, известный за совершенство в практике доброжелательности, мета. 6. Викханаса сутта, ка Викханасе. МН-80. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда странник Викханаса, один, отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он встал рядом и в присутствии Благословенного продекламировал это изречение, это совершенное сверкание, это совершенное сверкание. Но, Качана, почему ты говоришь, это совершенное сверкание, это совершенное сверкание? Что это за совершенное сверкание? Мастер Гатама, это сверкание является совершенным сверканием, которого не может превзойти любое другое сверкание, возвышенное и высочайшее. Но, Качана, что это за сверкание, которого не может превзойти любое другое сверкание, возвышенное и высочайшее? Качана, ты можешь так продолжать очень долго. Два, но ты, Качана, говоришь, что это, твое, сверкание ниже и хуже, чем сверкание у светлячка, это совершенное, но все же ты не обозначаешь того, что это за сверкание. Качана, есть пять нитей чувственных удовольствий. Какие пять? Формы, познаваемые глазом. Звуки, познаваемые ухом. Запахи, познаваемые носом. Вкусы, познаваемые языком. Осязаемые вещи, познаваемые телом. Желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связанные с чувственным желанием, вызывающие страсть. Таковы пять нитей чувственных удовольствий. Качана, удовольствие и радость, возникающие на основании этих пяти нитей чувственных удовольствий, называются чувственными удовольствиями. Так, чувственное удовольствие, возникает, через чувственное удовольствие, но за гранью чувственного удовольствия есть удовольствие на вершине чувственного, и оно считается наивысшим из них, три. Когда так было сказано, странник Викханаса сказал, «Удивительно, мастер Гатама, поразительно, как мастер Гатама сказал об этом, так, чувственное удовольствие возникает через чувственное удовольствие, но за гранью чувственного удовольствия есть удовольствие на вершине чувственного, и оно считается наивысшим из них». Качана, для тебя как того, кто придерживается другого воззрения, соглашается с другим учением, одобряя другое учение, осуществляя другую тренировку, следуя за другим учителем, трудно узнать, что такое чувственность, или что такое чувственное удовольствие, или какое удовольствие находится на вершине чувственного. Но те монахи, которые араханты, чьи пятна, умственных загрязнений, уничтожены, которые прожили святую жизнь, сделали то, что следовало сделать, сбросили тяжкий груз, достигли истинной цели, уничтожили оковы существования, и полностью освободились посредством окончательного знания, именно они могли бы знать, что такое чувственность, или что такое чувственное удовольствие, или какое удовольствие находится на вершине чувственного. Когда так было сказано, странник Викханаса стал злым и недовольным, он оскорбил, унизил, осудил благословенного, сказав, отшельник Гатама потерпит поражение. И далее он сказал благословенному, вот так и бывает, что есть некоторые жрецы и отшельники, которые, не зная о прошлом, и не видя будущее, заявляют, «Рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования». То, что они говорят, оказывается ерундой. Выясняется, что это просто лишь пустые, лживые слова. Если какие-либо жрецы и отшельники, не зная о прошлом, и не видя будущее, заявляют, «Рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования, то есть оснований для того, чтобы их опровергнуть. Но, Качана, оставим прошлое, оставим будущее. Возьмем мудрого человека, честного и искреннего человека. Я наставляю его, обучаю его Дхамме так, что практикуя в соответствии с полученными наставлениями он сам узнает и увидит, воистину, действительно наступает освобождение от привязей, то есть, от привязей-невежества. Представь, Качана, лежащего младенца, привязанного прочными привязями, за все четыре конечности, а пятая, была бы привязана, к шее. И позже, из-за его роста и созревания его качеств, эти привязи ослабли бы, и он бы узнал, я свободен, и не было бы больше привязей. Точно так же, возьмем мудрого человека, увидит, воистину, действительно наступает освобождение от привязей, то есть, от привязей-невежества. Когда так было сказано, странник Викханаса сказал благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхаме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Согласно комментарию, то был учитель странника Соколудайна, смотри. МН-79. 2. Здесь идет тот же фрагмент, что и в предыдущей сутте МН-79. 3. Напали эта фраза выстроена в виде загадки. Кхатикара сутта, Гончар Кхатикара. МН-81. Так я слышал. Однажды благословенный странствовал по стране Касалу вместе с Большой Сангхой и монахов. И тогда благословенный свернул с главной дороги в определенном месте и улыбнулся. Мысль пришла к достопочтенному Ананде. В чем условии, в чем причина улыбки благословенного? Татхагаты не улыбаются без причины. Поэтому он закинул верхнее одеяние за плечо, сложил руки в почтительном приветствии благословенного, и спросил его, учитель, в чем условии, в чем причина улыбки благословенного? Татхагаты не улыбаются без причины. Однажды, Ананда, в этом месте был процветающий, людноторговый город под названием Випхалинга, с многочисленными жителями, с множеством людей И в то время благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, жил рядом с торговым городом Випхалингой В действительности, именно на этом самом месте у благословенного Кассапы, совершенного и полностью просветленного, находился его монастырь В действительности, именно на этом самом месте благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, сидел и советовал санхимонахов И тогда достопочтенный Ананда сложил вчетверо свою сшитую из лоскутов накидку, расстелил ее, и сказал благословенному В таком случае, учитель, пусть благословенный присядет Таким образом это место будет использовано, сразу, двумя совершенными, полностью просветленными Благословенный сел на подготовленное сидение и обратился к достопочтенному Ананде Так, однажды, Ананда, в этом месте был процветающий, людный торговый город под названием Випхалинга На этом самом месте благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, сидел и советовал санхимонахов В Випхалинге у благословенного Кассапы был жертвователь, его главный жертвователь, гончар по имени Кхатикара У гончара Кхатикара был друг, его близкий друг, брахманский ученик по имени Джатипала, один Однажды гончар Кхатикара обратился к брахманскому ученику Джатипали, дорогой Джатипала, пойдем навестим благословенного Кассапу, совершенного и полностью просветленного Я говорю тебе, что благостно это, повидать этого благословенного, совершенного и полностью просветленного Брахманский ученик Джатипала ответил, довольно, дорогой Кхатикара Какой толк в том, чтобы повидаться с бриттоголовым отшельником? И во второй и в третий раз Гончар Кхатикара сказал, дорогой Джатипала, пойдем навестим. И в третий раз брахманский ученик Джатипала ответил, довольно, дорогой Кхатикара. Какой толк в том, чтобы повидаться с бриттоголовым отшельником? Тогда, дорогой Джатипала, возьмем люфу и банный порошок, и пойдем к реке искупаться. Отлично ответил Джатипала. Так Гончар Кхатикара и брахманский ученик Джатипала взяли люфу и банный порошок и отправились к реке искупаться. Затем Кхатикара сказал Джатипале, «Дорогой Джатипала, вон там, неподалеку, монастырь благословенного Кассапы, совершенного и полностью просветленного». «Я говорю тебе, что благостно это, повидать этого благословенного, совершенного и полностью просветленного». Джатипала ответил, «Довольно, дорогой Кхатикара». «Какой толк в том, чтобы повидаться с бриттоголовым отшельником?» И во второй раз и в третий раз Кхатикара сказал, дорогой Джатипала, вон там, неподалеку, монастырь. И в третий раз брахманский ученик Джатипала ответил, довольно, дорогой Кхатикара. Какой толк в том, чтобы повидаться с бриттоголовым отшельником? Тогда гончар Кхатикара схватил брахманского ученика Джатипала за пояс и, опять, сказал, дорогой Джатипала, вон там, неподалеку, монастырь благословенного Кассапы, совершенного и полностью просветленного. Я говорю тебе, что благостно это, повидать этого благословенного, совершенного и полностью просветленного. Тогда брахманский ученик Джатипала развязал свой пояс и сказал, довольно, дорогой Кхатикара. Какой толк в том, чтобы повидаться с бриттоголовым отшельником? И потом, когда брахманский ученик Джатипала вымыл свою голову, гончар Кхатикара схватил его за волосы, два, и, опять, сказал, дорогой Джатипала, вон там, неподалеку, монастырь. Тогда брахманский ученик Джатипала подумал, удивительно, поразительно, что этот гончар Кхатикара, который более низкого рождения, отважился схватить меня за волосы, когда мы вымыли наши головы. Воистину, здесь что-то не так. И он сказал гончару Кхатикаре, даже вот как далеко ты готов зайти, дорогой Кхатикара. Даже вот как я далеко готов зайти, дорогой Джатипала, вот насколько, это важно, я говорю тебе, что благостно это, повидать этого благословенного, совершенного и полностью. Просветленного. Ну что ж, дорогой Кхатикара, отпусти меня. Пойдем повидаем его. Так гончар Кхатикара и брахманский ученик Джатипала отправились к благословенному Кассапе, совершенному и полностью просветленному. Кхатикара, поклонившись ему, сел рядом, тогда как Джатипала обменялся с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями также сел рядом. Тогда Кхатикара сказал благословенному Кассапе, совершенному и полностью просветленному, господин, это брахманский ученик Джатипала, мой друг, мой близкий друг. Пусть благословенный научит его Дхамме. И тогда благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, наставлял, призывал, воодушевлял и радовал гончара Кхатикару и брахманского ученика Джатипалу изложением Дхаммы. По завершении изложения, восхитившись и порадовавшись словам благословенного Кассапы, они встали со своих сидений, поклонились благословенному Кассапе, совершенному и полностью просветленному, и, обойдя его с правой стороны, ушли. И тогда Джатипала спросил Кхатикару, и теперь, когда ты услышал эту Дхамму, дорогой Кхатикара, почему ты не оставишь жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной? Дорогой Джатипала, разве ты не знаешь, что я содержу своих слепых состарившихся родителей? Тогда, дорогой Кхатикара, я оставлю жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Так гончар Кхатикара и брахманский ученик Джатипала отправились к благословенному Кассапе, совершенному и полностью просветленному. Поклонившись ему, они сели рядом, и гончар Кхатикара сказал благословенному Кассапе, совершенному и полностью просветленному, господин, этот брахманский ученик Джатипала, мой друг, мой близкий друг. Пусть благословенный даст ему монашеское посвящение. И брахманский ученик Джатипала получил младшее монашеское посвящение от благословенного Кассапы, совершенного и полностью просветленного, и получил высшее монашеское посвящение. И вскоре после того как брахманский ученик Джатипала получил полное посвящение, а именно, через полмесяца после того как он получил полное посвящение, благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, побыв в Випхалинге столько, сколько считал нужным, отправился в странстве в направлении Варанасия. Странствуя переходами, со временем он прибыл в Варанасе, где остановится валением парки Весипатани. И тогда царь Кикиискаси услышал, похоже, благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, дошел до Варанаси и остановился валением парки Весипатани. Поэтому он снарядил несколько царских экипажей, взобрался на царский экипаж, и выехал из Варанаса со всем царским великолепием, чтобы повидать благословенного Кассапу. Он ехал, пока дорога была проходимой для экипажей, затем спешился и пошел пешком к благословенному Кассапе, совершенному и полностью просветленному. Поклонившись ему, он сел рядом, и благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, наставлял, призывал, воодушевлял, и радовал царя Кикиискаси изложением Дхаммы. По завершении изложения царь Кикиискасу сказал, «Господин, пусть благословенный вместе с Сангхой монахов согласится принять приглашение от меня на завтрашний обед. Благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, молча согласился. И тогда, осознав, что благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, согласился, он встал со своего сиденья, поклонился ему и, обойдя его с правой стороны, ушел. И когда минула ночь, царь Кикиискаса приготовил в своем собственном доме различные виды превосходной еды, красный рис с выбранными черными зернами, хранившийся в снопах, вместе с многочисленными соусами и карри, и объявил благословенному Кассапе, совершенному и полностью просветленному, о том, что все готово, время пришло, господин, кушание готово. И тогда, утром, благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился с Сангхой монахов к дому царя Кикиискасе, где сел на подготовленное сиденье. Затем он собственноручно обслужил Сангху монахов во главе с Буддой различными видами превосходной еды. Когда благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, поел и убрал чашу в сторону, царь Кикиискасе выбрал более низкое сиденье, сел рядом, и сказал, господин, пусть благословенный согласится принять от меня приглашение провести сезон дождей в Варанасе. Там будет такое же услужение и Сангхе. Довольно, царь, мне уже обеспечено проживание на сезон дождей. И во второй раз и в третий раз царь Кикиискасе сказал, господин, пусть благословенный согласится принять от меня приглашение провести сезон дождей в Варанасе. Это будет полезно для Сангхе. Царь подумал, благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, не соглашается принять мое приглашение и провести сезон дождей в Варанасии и он стал весьма расстроенным и опечаленным. Тогда он сказал, господин, неужели у вас есть лучший жертвователь, нежели я? Так оно, великий царь. Есть торговый город под названием Випхалинга, и там проживает гончар по имени Кхатикара. Он мой жертвователь, мой главный жертвователь. И теперь, великий царь, ты подумал, благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, не соглашается принять мое приглашение и провести сезон дождей в Варанасии, и ты стал весьма расстроенным и опечаленным. Но гончар Кхатикара не стал бы, и не станет. Гончар Кхатикара принял прибежище в Будде, Дхаме, и Сангхе. Он воздерживается от убийства живых существ, от взятия того, что не было дано, от неблагого поведения в чувственных удовольствиях, от лжи, от вина, спиртного, и одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Он имеет непоколебимое доверие к Будде, Дхаме, и Сангхе, и он обладает нравственными качествами, которые дороги благородным. Он не имеет сомнений в отношении страданий, в отношении источника страданий, в отношении прекращения страданий, и отношении пути к прекращению страданий. Он ест только один раз в день, он соблюдает целомудрий, он нравственный, обладает хорошим характером. Он отложил самоцветы и золото, оставил золото и серебро. Он не копает землю ради добычи глины киркой или же своими руками. Ту глину, что отломил из берегов реки, или же выброшена на поверхность земли, крысами, он собирает и несет домой в коробе. Когда из этой глины он изготовил горшок, он говорит, пусть тот, кто хочет, положит отборный рис, или отборные бобы, или отборную чечевицу, и пусть заберет любой горшок, который пожелает. 3. Он содержит своих слепых состарившихся родителей. Уничтожив пять нижних оков, он является тем, кто переродится спонтанно, в мире чистых обителей, и там достигнет окончательной неббаны, никогда более не возвращаясь, обратно, из того мира, в этот. 4. Однажды, когда я жил в Випхолинге, утром я оделся, взял чашу и верхние одеяния, подошел к родителям гончара Кхатикара и спросил их, не подскажете, куда ушел гончар? 5. Почтенный, твой жертвователь отлучился. Но бери из чана рис и соус из котелка и ешь. Я сделал так и ушел. Затем гончар Кхатикара пришел к родителям и спросил, кто взял рис из чана и соус из котелка, съел и ушел. 6. Дорогой, это был благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный. 7. Тогда гончар Кхатикара подумал, какое благо для меня, какое великое благо для меня, что благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, обладает ко мне таким доверием. 8. И восторг и счастье ни на миг не оставляли его в течение двух недель, а его родители в течение недели. 9. В другой раз, когда я проживал в Випхолинге, утром я оделся, взял чашу и верхние одеяния, подошел к родителям гончара Кхатикара и спросил их, не подскажете, куда ушел гончар? 10. Почтенный, твой жертвователь отлучился. Но бери из сосуды кашу и соус из котелка и ешь. 10. Я сделал так и ушел. 10. Затем гончар Кхатикара пришел к родителям и спросил, кто взял из кашу и сосуды соус из котелка, съел и ушел. 11. В другой раз, когда я проживал в Випхолинге, крыша в моей хижине прохудилась. 12. Тогда я обратился к монахам так, идите, монахи, и узнайте, есть ли какая-нибудь трава в доме гончара Кхатикары. 13. Учитель, в доме гончара Кхатикары нет травы, но над его мастерской соломенная крыша. 14. Идите, монахи, и возьмите траву из мастерской гончара Кхатикары. 15. И так они и поступили. 15. Тогда родители гончара Кхатикары спросили монахов, кто берет траву из мастерской? 16. Сестра, крыша, хижины благословенного Кассапы, совершенного и полностью просветленного, прохудилась. 17. Берите, достопочтенные, берите, дорогие. 17. Затем гончар Кхатикара пришел к родителям и спросил, кто взял траву из мастерской? 18. Дорогой, это были монахи. 18. Крыша, хижины благословенного Кассапы, совершенного и полностью просветленного, прохудилась. 19. Тогда гончар Кхатикара подумал, какое благо для меня, какое великое благо для меня, что благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, обладает ко мне таким доверием. И восторг и счастье ни на миг не оставляли его в течение двух недель, а его родители в течение недели. И тогда мастерская оставалась целых три месяца с открытым небом вместо крыши, но все же дождь не выпадал на ее. Вот каков Гончарк-Хатикара! Какое благо для Гончарак-Хатикары, какое великое благо для него, что благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, так на него полагается. И тогда царь Кики Искаси отправил гончару к хатикаре 500 телек красного риса, собранного в снопах, а также ингредиенты для соусов вместе с этим. И затем люди царя отправились к гончару к хатикаре и сказали ему, почтенный, вот 500 телек красного риса, собранного в снопах, а также ингредиенты для соусов вместе с этим, которые царь Кики Искаси отправил для тебя. Будь добр, прими их. Царь очень занят, у него много дел. Мне достаточно. Пусть это останется у царя. И теперь, Ананда, ты можешь подумать так, вне сомнений, в том случае этим брахманским учеником Джатипауры был кто-то другой. Но тебе не следует так считать. Тем брахманским учеником Джатипауры был я. Так сказал Благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами Благословенного. Один, далее в сутте Будда скажет о том, что он сам был в одной из прошлых жизней этим Джатипалой. Короткая беседа между Буддой и Брахмой, которым переродился Кхатикара в мире чистых обителей, содержится в стихе ВСН 1.50. 2. На Востоке считается очень грубым, когда в обычных обстоятельствах человек более низкого происхождения касается головы того, кто более высокого происхождения. Комментарий поясняет, что Кхатикара пошел на риск, ссоры, чтобы убедить таки Джатипалу повстречаться с Буддой Кассапой. 3. Комментарий поясняет, что он не занимался торговлей, но вел с соседями натуральный обмен, то есть, только товарами, без использования денег. МН 82. Содержание. Радхапала желает стать монахом. Радхапала навещает родной дом. Вопрос церяк Аравия. Ответ достопочтенного Радхапалы. Так я слышал. Однажды Благословенный путешествовал по стране Куру с Большой Сангхой монахов и со временем прибыл в город Куру под названием Тхулакоттхита. Домохозяева Брахмана Тхулакоттхиты услышали, отшельник Гатама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев в бездомную жизнь, путешествует по стране Куру с Большой Сангхой монахов и прибыл в Тхулакоттхиту. И об этом учитель Гатаме распространилась славная молва, благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Реализовав для себя прямым знанием, он раскрывает, другим, этот мир с его богами, марами, брахмами, это поколение с его жрецами и отшельниками, князьями и людьми. Он обучает Тхаме, превосходной в начале, превосходной в середине, и превосходной в конце в правильных фразах значении. Он раскрывает святую жизнь, всецело совершенную и чистую. Хорошо было бы увидеть таких арахантов. И тогда домохозяева Брахмана Тхулакоттхиты отправились к благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сели рядом. Некоторые обменялись с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сели рядом. Некоторые из них сели рядом, поприветствовав его, в почтении, сложенными, у груди, ладонями. Некоторые из них сели рядом, объявив свое имя и имя клана. Некоторые из них сели рядом, просто, молча. И тогда Благословенный наставлял, призывал, воодушевлял, и радовал их беседы о Тхамме. И представитель клана Радхапала из главенствующего клана этой самой Тхулакоттхиты сидел вместе с собравшимися. И мысль пришла к нему, как я понимаю Тхамму, которая обучил Благословенный, проживая дома, трудно практиковать видение святой жизни, которая была бы идеальной и чистой, словно отполированный перламутр. Что если я, сбрив волосы и бороду и надев желтые одежды, оставил бы жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной? И тогда домохозяева Брахмана Тхулакоттхиты, после того, как Благословенный наставил, призвал, воодушевил, и порадовал их беседами о Тхамме, восхитились и возрадовались его словам. А затем они встали со своих сиденья, поклонившись ему, ушли, обойдя его с правой стороны. Вскоре после того, как они ушли, представитель клана Радхапала подошел к Благословенному, поклонившись ему, сел рядом и сказал, «Господин, как я понимаю Тхамму, которая обучил Благословенный, проживая дома, трудно практиковать видение святой жизни, которая была бы идеальной и чистой, словно отполированный перламутр. Господин, я хотел бы обрить волосы и бороду, надеть желтые одежды, оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Я хотел бы получить младшее посвящение от Благословенного, я хотел бы получить высшее посвящение. Радхапала, есть ли у тебя разрешение от родителей оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной? Нет, господин, у меня нет разрешения от моих родителей. Радхапала, татхагаты не дают посвящения тому, у кого нет разрешения от родителей. Господин, я посмотрю, что смогу сделать, чтобы родители разрешили мне оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. И тогда представитель клана Радхапала поднялся со своего сиденья и, поклонившись благословенному, ушел, обойдя его с правой стороны. Он отправился к своим родителям и сказал им, «Мать, отец, как я понимаю, Дхамму, которая обучил благословенный, проживая дома, трудно практиковать ведение святой жизни, которая была бы идеальной и чистой, словно отполированный перламутр. Я хочу обрить свои волосы и бороду, надеть желтые одежды, оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Дайте мне разрешение оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной». Когда так было сказано, его родители ответили, дорога Радхапала, ты наш единственный сын, дорога и любимый. Ты вырос в комфорте, воспитан в комфорте. Ты ничего не знаешь о страдании, дорога Радхапала. Даже в случае твоей смерти мы бы утратили тебя с неохотой, так как же мы можем дать тебе разрешение оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, когда ты еще жив? И во второй раз, и в третий раз молодой человек Радхапала сказал своим родителям, мать, отец, как я понимаю Дхамму, которая обучил благословенный, проживая дома, трудно практиковать ведение святой жизни. Дайте мне разрешение оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. И в третий раз его родители ответили, дорога Радхапала, ты наш единственный сын, как же мы можем дать тебе разрешение оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, когда ты еще жив? И тогда, так и не получив разрешение от родителей оставить жизнь домохозяйскую, представитель клана Радхапала прямо на том самом месте лег на голый пол, сказав, вот прямо здесь я либо умру, либо получу разрешение оставить жизнь домохозяйскую. И тогда родители Радхапалы сказали ему, дорога Радхапала, ты наш единственный сын, дорога и любимый. Ты вырос в комфорте, воспитан в комфорте. Ты ничего не знаешь о страдании, дорога Радхапала. Вставай, дорога Радхапала, ешь, пей, развлекайся. По мере того, как будешь есть, пить, развлекаться, ты можешь быть счастлив, наслаждаясь чувственными удовольствиями и совершая заслуги. Мы не дадим тебе разрешение оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Даже в случае твоей смерти мы бы утратили тебя с неохотой, так как же мы можем дать тебе разрешение оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, когда ты еще жив? Когда так было сказано, представитель клана Радхапала ничего не ответил. И во второй раз, и в третий раз его родители сказали ему, дорога Радхапала, так как же мы можем дать тебе разрешение, когда ты еще жив? И во второй, и в третий раз представитель клана Радхапала ничего не ответил. Тогда родители представителя клана Радхапалы отправились к его друзьям и сказали им, почтенный, представитель клана Радхапала лег на голый пол, сказав так, вот прямо здесь я либо умру, либо получу разрешение оставить жизнь домохозяйскую. Ну же, почтенный, пойдите к представителю клана Радхапала и скажите ему, друг Радхапала, ты единственный сын своих родителей. Вставай, друг Радхапала, ешь, пей, развлекайся, как же могут твои родители дать тебе разрешение оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, когда ты еще жив? И тогда друзья представителя клана Радхапала отправились к нему и сказали, «Друг Радхапала, ты единственный сын своих родителей, дорога и любимый. Ты вырос в комфорте, воспитан в комфорте. Ты ничего не знаешь о страдании, дорога Радхапала. Вставай, дорога Радхапала, ешь, пей, развлекайся. По мере того, как будешь есть, пить, развлекаться, ты можешь быть счастлив, наслаждаясь чувственными удовольствиями и свершая накопление заслуг. Твои родители не разрешают тебе оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Даже в случае твоей смерти они бы утратили тебя с неохотой, так как они могут дать тебе разрешение оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, когда ты еще жив». Когда так было сказано, представитель клана Радхапала ничего не ответил. И во второй раз, и в третий раз его друзья сказали ему, «Друг Радхапала, так как они могут дать тебе разрешение, когда ты еще жив?» И в третий раз представитель клана Радхапала ничего не ответил. Тогда друзья-представители клана Радхапала отправились к его родителям и сказали им, мать, отец, представитель клана Радхапала лежит там на голом полу, сказав, вот прямо здесь я либо умру, либо получу разрешение оставить жизнь домохозяйскую. Если вы не дадите ему своего разрешения оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, то он прямо там и умрет. Но если вы дадите ему свое разрешение, то вы увидите его после, как он получит посвящение. А если ему не понравится житье бездомной жизнью, то что он сможет поделать, кроме как вернуться сюда? Тогда это ему разрешение оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. В таком случае, почтенные, мы даем представителю клана Радхапале разрешение оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Но когда он получит посвящение, он должен навестить своих родителей. И тогда друзья представителя клана Радхапалы отправились к нему и сказали, «Вставай, друг Радхапала! Твои родители разрешили тебе оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Но когда ты получишь посвящение, ты должен навестить своих родителей». Представитель клана Радхапала поднялся, и как только набрался сил, отправился к благословенному, поклонившись ему, сел рядом и сказал, «Господин, я получил разрешение от родителей оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Пусть благословенный даст мне посвящение». И молодой человек Радхапала получил, как младшее посвящение у благословенного, так и высшее посвящение. И вскоре после того, как достопочтенный Радхапала получил высшее посвящение, через две недели после этого, благословенный, Побов Тхулакоттхите столько, сколько считал нужным, отправился в Саваттхе. Совершив несколько переходов, он, со временем, прибыл в Саваттхе, где остановился в роще Джеты в монастыре Анатхапиндике. И вскоре, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенный Радхапала, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение закончено, святая жизнь прожита, задача выполнена. Не будет более перерождения в каком-либо состоянии существования. Достопочтенный Радхапала стал одним из арахантов, один. И тогда достопочтенный Радхапала отправился к благословенному, поклонившись ему, сел рядом и сказал, «Учитель, я хотел бы навестить своих родителей, если благословенный мне позволит». И тогда благословенный проник своим умом в сознание Радхапалы. И когда он увидел, что молодой человек Радхапала не мог, более, оставить тренировку и вернуться к низшей жизни, домохозяина, он сказал ему, «Радхапала, ты можешь отправляться, как считаешь нужным». И достопочтенный Радхапала встал со своего сиденья и, поклонившись благословенному, ушел, обойдя его с правой стороны. Затем он привел в порядок свое жилище, взял чашу и верхнее одеяние и отправился в Тхулакоттхиту. Странствуя переходами, со временем он прибыл в Тхулакоттхиту. Там, в Тхулакоттхите, он остановился в парке Мегачир царя Каравия. Когда наступило утро, он оделся, взял чашу и верхнее одеяние и отправился за подаяниями в Тхулакоттхиту. Странствуя от дома к дому в Тхулакоттхите, он пришел к дому своего отца. В то время отец достопочтенного Радхапала сидел в зале центрального входа, расчесывая волосы. Когда он издали увидел достопочтенного Радхапалу, он сказал, нашего единственного сына, дорогого и любимого, эти бритые аскеты заставили отбросить домохозяйскую жизнь. Так, в доме своего собственного отца достопочтенный Радхапала не получил ни подаяний, ни вежливого отказа. Вместо этого он получил только оскорбление. И тогда рабыня, принадлежавшая одному из его родственников, собиралась выбросить старую кашу. Увидев это, достопочтенный Радхапала сказал ей, «Сестра, если это на выброс, то лучше вылейте это в мою чашу вот сюда». И когда она так делала, она распознала характерные черты его рук, его ног и его голос. И тогда она отправилась к его матери и сказала, «Моя госпожа, знаете же, что Радхапала, сын моего господина, вернулся? Не может быть. Если то, что ты говоришь, правда, то ты больше не рабыня». И тогда мать достопочтенного Радхапала отправилась к его отцу и сказала, «Домохозяин, знай же о том, что они говорят, будто Радхапала вернулся». И в тот момент достопочтенный Радхапала ел старую кашу, сидя, возле стены одного из домов. Его отец подошел к нему и сказал, «Радхапала, мудорогой, в самом деле, это ты, и ты ешь эту старую кашу. Как будто у тебя нет своего родного дома». «Как у нас может быть дом, домохозяин, когда мы оставили жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной? Мы бездомные, домохозяин. Мы пришли в твой дом, но не получили ни подаяний, ни вежливого отказа. Вместо этого мы получили только оскорбления. Ну же, дорогой Радхапала, пойдем в дом». «Довольно, домохозяин. Мой прием пищи на сегодня завершен. Тогда, дорогой Радхапала, согласись принять приглашение на завтрашний обед». Достопочтенный Радхапала молча согласился. И тогда, зная, что Достопочтенный Радхапала согласился, его отец отправился обратно в свой дом, где собрал в большую кучу золотые монеты и золотые слитки, и накрыл ее ковриками. Затем он сказал бывшим женам Радхапалы, «Ну же, невестки, украсьте себя украшениями так, как когда Радхапала считал вас наиболее милыми и привлекательными». И когда ночь подошла к концу, отец Достопочтенного Радхапала приготовил разнообразную превосходную пищу в своем доме и объявил Достопочтенному Радхапале, «Время пришло, Радхапала, кушанье готово». И тогда утром Достопочтенный Радхапала оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в дом своего отца, где сел на подготовленное сидение. И тогда отец раскрыл груду золотых монет и золотых слитков и сказал, «Дорога Радхапала, это твое материальное состояние, и еще есть твое отцовское состояние, и, кроме того, еще, твое состояние по наследству. Дорогой Радхапала, ты можешь наслаждаться богатством и совершать заслуги. Ну же, дорогой, отбрось, монашескую тренировку и возвращайся к низшей жизни, домохозяина, наслаждайся богатством и совершай заслуги. Домохозяин, если бы ты послушался моего совета, то ты бы взял и погрузил эту груду золотых монет и золотых слитков на повозки и сбросил бы, свалил бы посреди реки Ганг. И почему? Потому что, домохозяин, из-за этого в тебе возникли бы печаль, стенание, горе, грусть и отчаяние, два. И тогда бывшие жены Радхапалы шлепнули его по ногам и сказали, «Дорога сын нашего господина, какие же они, эти небесные нимфы, ради которых ты ведешь святую жизнь? Сестры, мы не ведем святую жизнь и ради нимф. Дорогой сын нашего господина назвал нас сестрами», воскликнули они и упали в обморок. И тогда достопочтенный Радхапала сказал своему отцу, «Домохозяин, если есть пища, которую ты хотел бы дать, то давай ее, не изнуряй нас. Кушай же, тогда, дорогой Радхапала, обед готов». И тогда отец достопочтенного Радхапалы своими собственными руками обслужил его превосходной различной пищей. Когда достопочтенный Радхапала поел и убрал руки от чаша, он встал и произнес эти строфы, «Узри эту наряженную куклу болячками составленное тело, предмет болезней, беспокойства, и всюду неустойчивая изнутри. Узри эту наряженную статуэтку, всю в драгоценностях, в серьгах. Скелета, что обтянут кожей, ведь лишь одежда делает красивым. Раскрашенных на его стопы, пудрой присыпано лицо лишь дурака, это уводит в заблуждение, а не искателя на дальнем берегу. Прическа из восьми косичек, мазью намазаны глаза, украшено мерзкое тело. Точно расписанный горшок охотник выставил наживку, но избежал ее олень. Съев всю приманку, мы уходим». В рыданиях охотника выставив. После того, как достопочтенный Радхапала встал и произнес эти строфы, он отправился в парк Мегачиры царя Каравия и сел под дерево, чтобы провести там остаток дня. И в то время царь Каравия обратился к своему леснику, дорога лесник, подчисти парк Мегачиры, так чтобы мы могли отправиться в парк удовольствия и насладиться видом приятной местности. «Да, Ваше Величество», ответил он. И по мере того, как он совершал уборку в парке Мегачиры, он увидел достопочтенного Радхапалу, сидящего под деревом, проводящего под ним остаток дня. Увидев его, он отправился к царю Каравия и сказал ему, «Ваше Величество, парк Мегачиры почищен». Представитель клана Радхапала из главенствующего клана этой самой Тхулакоттхиты, о ком вы всегда высоко отцевались, сидит под деревом, проводя под ним остаток дня. «Хорошо, дорога лесник, хватит на сегодня и парка удовольствий. Теперь мы отправимся выразить почтение этому мастеру Радхапале». И сказав, «Раздарите всю еду, что была приготовлена там». Царь Каравия подготовил несколько экипажей, взойдя на один из них, отправился из Тхулакоттхиты со всем царским великолепием в сопровождении остальных экипажей навестить достопочтенного Радхапалу. Он ехал, покуда дорога была проходимой, а затем спешился и пошел пешком в сопровождении наиболее важных царских лиц к тому месту, где сидел достопочтенный Радхапала. Он обменялся с достопочтенным Радхапалой и вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями встал рядом и сказал, «Вот ковер накидка, со спины, слона. Пусть мастер Радхапала сядет на него. Нет в этом необходимости, великий царь. Садись. Я сижу на своем собственном коврике». Царь Каравий сел на подготовленное сидение сказал, «Мастер Радхапала, есть четыре вида утраты. И некоторые люди из-за переживания этих четырех видов утраты обревают волосы и бороды, оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Какие четыре? Утрата посредством старости, утрата посредством болезни, утрата посредством потери, богатства, утрата посредством потери, родных. И что такое утрата посредством старости? Вот, мастер Радхапала, некий человек стар, отягощен годами, много прожил, дни его подходят к концу. Он рассуждает так, «Я стар, отягощен годами, много прожил, мои дни подходят к концу. Не просто мне отныне обрести необретенное богатство или увеличить то богатство, что уже приобретено. Что если я обрею волосы и бороду, надену желтые одежды, оставлю жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной? Поскольку он пережил утрату посредством старости, он обревает волосы и бороду, надевает желтые одежды, оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Это называется утратой посредством старости. Но мастер Радхапала все еще молод, черноволос, наделен благословением молодости, находится на первом этапе жизни. Мастер Радхапала не пережил какой-либо утраты посредством старости. Что же он познал или увидел или услышал, что он оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной? И что такое утрата посредством болезни? Вот, Мастер Атхапала, некий человек нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Он рассуждает так, я нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Не просто мне ныне обрести необретенное богатство или увеличить то богатство, что уже приобретено. Что если я обрею волосы и бороду, надену желтые одежды, оставлю жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Поскольку он пережил утрату посредством болезни, он обревает волосы и бороду, надевает желтые одежды, оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Это называется утратой посредством болезни. Но Мастер Атхапала лишен болезни и недугов. У него хорошее пищеварение, не слишком холодное, не слишком теплое, но среднее. Мастер Атхапала не пережил какой-либо утраты посредством болезни. Что же он познал или увидел или услышал, что он оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной? И что такое утрата посредством, потеря, богатство? Вот, мастер Атхапала, некий человек богат, имеет много вещей, много имущества. Постепенно его богатства истощатся. Он рассуждает так, прежде я был богат, имел много вещей, много имущества. Постепенно мое богатство истощилось. Не просто мне отныне обрести необретенное богатство или увеличить то богатство, что уже приобретено. Что если я обрею волосы и бороду, надену желтые одежды, оставлю жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Поскольку он пережил утрату посредством, потери, богатства, он обревает волосы и бороду, надевает желтые одежды, оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Это называется утратой посредством, потери, богатства. Но мастер Атхапала, сын главенствующего клана в этой самой Тхулакоттхите, мастер Атхапала не пережил какой-либо утраты посредством, потери, богатства. Что же он познал или увидел или услышал, что он оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной? И что такое утрата посредством, потери, родных? Вот, мастер Радхапала, у некоего человека много друзей и товарищей, родных и родственников. Постепенно эта родня сокращается. Он рассуждает так, прежде у меня было много друзей и товарищей, родных и родственников. Постепенно эта моя родня сократилась. Не просто мне ныне обрести необретенное богатство или увеличить то богатство, что уже приобретено. Что если я обрею волосы и бороду, надену желтые одежды, оставлю жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Поскольку он пережил утрату посредством, потери, родных, он обревает волосы и бороду, надевает желтые одежды, оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Это называется утратой посредством, потери, родных. Но мастер Радхапала имеет множество друзей и товарищей, родных и родственников этой самой Тхулакоттхите. Мастер Радхапала не пережил какой-либо утраты посредством – потери – родных. Что же он познал или увидел или услышал, что он оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной? Мастер Радхапала – таковы эти четыре вида утраты. Поскольку люди переживают эти четыре вида утраты, некоторые из них обривают волосы и бороды, надевают желтые одежды, оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Мастер Радхапала не пережил какую-либо из них. Что же он познал или увидел или услышал, что он оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Великий царь, есть четыре сводки Дхаммы, которым научил благословенный, тот, кто знает и видит, совершенный и полностью просветленный. Зная и видя их, я оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Какие четыре? Этот мир неустойчив, он сметается. Такова первая сводка Дхаммы, которой научил благословенный, тот, кто знает и видит, совершенный и полностью просветленный. Зная и видя это, я оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. У этого мира нет укрытия и нет защитника. Такова вторая сводка Дхаммы, которой научил благословенный, тот, кто знает и видит, совершенный и полностью просветленный. Зная и видя это, я оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. В этом мире нет ничего своего. Нужно все оставить и идти дальше. Такова третья сводка Дхаммы, которой научил благословенный, тот, кто знает и видит, совершенный и полностью просветленный. Зная и видя это, «Я оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Этот мир неполноценный, ненасытный, раб жажды». Такова четвертая сводка Дхаммы, которой научил благословенный, тот, кто знает и видит, совершенный и полностью просветленный. Зная и видя это, я оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Таковы, великий царь, эти четыре сводки Дхаммы, которым научил благословенный, тот, кто знает и видит, совершенный и полностью просветленный. Зная и видя их, я оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Мастер Радхапала сказал, этот мир неустойчив, он сметается. Как следует понимать смысл этого утверждения? Как ты считаешь, великий царь? Когда тебе было двадцать или двадцать пять лет, был ли ты искусен в езде на слонах, езде на лошадях, езде на колесницах, в стрельбе из лука, во владение мечом, силен ли в руках и ногах, был ли выносливым и способным в битве? Когда мне было двадцать или двадцать пять лет, Мастер Радхапала, я был искусен в езде на слонах, езде на лошадях, езде на колесницах, в стрельбе из лука, во владение мечом, силен в руках и ногах, был выносливым и способным в битве. Иногда я удивляюсь, не было ли в те времена у меня сверхъестественной силы. Я не вижу никого, кто, в те времена, мог бы сравниться со мной в силе. Как ты считаешь, великий царь? Сейчас ты точно так же силен в руках и ногах, выносливый и способный в битве? Нет, Мастер Радхапала. Сейчас я стар, отягощен годами, много прожил, мои дни подходят к концу. Мне пошел восьмидесятый год. Иногда я хочу поставить свою ногу сюда, оставлю ее в какое-либо другое место. Великий царь, именно по этой причине благословенный, тот, кто знает и видит, совершенный и полностью просветленный, сказал, этот мир неустойчив, он сметается. Когда я узнал и увидел и услышал это, я оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Удивительно, Мастер Радхапала, как чудесный и как хорошо выразил это благословенный, тот, кто знает и видит, совершенный и полностью просветленный, этот мир неустойчив, он сметается. В самом деле, так оно. Мастер Радхапала, у меня при дворе есть боевые слоны, кавалерия, боевые колесницы и пехота, которые помогут устранить любые угрозы нам. А Мастер Радхапала сказал, у этого мира нет укрытия и нет защитника. Как следует понимать смысл этого утверждения? Как ты считаешь, Великий Царь, есть ли у тебя какие-либо хронические заболевания? У меня хроническое заболевание и нарушение ветров, Мастер Радхапала. Иногда мои друзья и товарищи, родня и родственники встанут вокруг меня и думают, сейчас Царь Каравия умрет, сейчас Царь Каравия скончается. Как ты считаешь, Великий Царь, Мог бы ты приказать своим друзьям и товарищам, родня и родственникам, ну же, мои дорогие друзья и товарищи, родня и родственники, все здесь присутствующий, разделите со мной это болезненное чувство, так чтобы я мог почувствовать меньшую боль? Или же тебе приходится переживать боль самому? Я не могу так приказать своим друзьям и товарищам, родня и родственникам, Мастер Радхапала. Мне приходится переживать боль самому. Великий Царь, именно по этой причине благословенный, тот, кто знает и видит, Совершенный и полностью просветленный, сказал, у этого мира нет укрытия и нет защитника. Когда я узнал и увидел и услышал это, я оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Удивительно, мастер Радхапала, как чудесно и как хорошо выразил это благословенный, тот, кто знает и видит, совершенный и полностью просветленный, у этого мира нет укрытия и нет защитника. В самом деле, так оно. Мастер Радхапала, моя казна полна золотых монет и слитков золота, что хранятся в подвалах и хранилищах. А мастер Радхапала сказал, в этом мире нет ничего своего. Нужно все оставить и идти дальше. Как следует понимать смысл этого утверждения? Как ты считаешь, великий царь? Сейчас ты наслаждаешься собой, будучи снабженным и наделенным пятью нитями чувственных удовольствий, но сможешь ли ты сохранить их для следующей жизни? Пусть я точно так же буду наслаждаться собой, будучи снабженным и наделенным этими же самыми пятью нитями чувственных удовольствий? Или же другие заберут это имущество, тогда как тебе придется проследовать далее, в следующий мир, в соответствии с твоими собственными поступками? Я не смогу сохранить их для следующей жизни, мастер Радхапала. Напротив, другие заберут это имущество, тогда как мне придется проследовать далее, в следующий мир, в соответствии со своими собственными поступками. Великий царь, именно по этой причине благословенный, тот, кто знает и видит, совершенный и полностью просветленный, сказал, «В этом мире нет ничего своего. Нужно все оставить и идти дальше. Когда я узнал и увидел и услышал это, я оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной». Удивительно, мастер Радхапала, как чудесно и как хорошо выразил это благословенный, тот, кто знает и видит, совершенный и полностью просветленный, «В этом мире нет ничего своего. Нужно все оставить и идти дальше». В самом деле, так оно. Мастер Радхапала сказал, «Этот мир неполноценный, ненасытный, раб жажды. Как следует понимать смысл этого утверждения? Как ты считаешь, великий царь? Правишь ли ты сейчас богатой страной Куру? Да, мастер Радхапала, я правлю. Как ты считаешь, великий царь? Представь, если бы надежный и заслуживающий доверие человек пришел бы к тебе с востока и сказал, «Знай же, великий царь, что я пришел с востока, и там я видел большую страну, могущественную и богатую, многолюдную и переполненную людьми. Там много боевых слонов, много кавалерия, боевых колесниц и пехоты. Там много слоновой кости, много золотых монет и золотых слитков, как обработанных, так и нет. Много женщин, которых можно взять в жены. С твоими нынешними войсками ты мог бы покорить ее. Завоюй же ее, великий царь. Что бы ты тогда сделал? Я бы завоевал ее и стал бы править, мастер Радхапала. Как ты считаешь, великий царь? Представь, если бы надежный и заслуживающий доверие человек пришел бы к тебе с запада, с севера, с юга и сказал, «Знай же, великий царь, что я пришел с юга, и там я видел большую страну, могущественную и богатую, многолюдную и переполненную людьми. Там много боевых слонов, много кавалерия, боевых колесниц и пехоты. Там много слоновой кости, много золотых монет и золотых слитков, как обработанных, так и нет. Много женщин, которых можно взять в жены. С твоими нынешними войсками ты мог бы покорить ее. Завоюй же ее, великий царь. Что бы ты тогда сделал? Я бы так же завоевал ее и стал бы править, мастер Радхапала. Великий царь, именно по этой причине благословенный, тот, кто знает и видит, совершенный и полностью просветленный, сказал, «Этот мир неполноценный, ненасытный, раб жажды». Когда я узнал и увидел и услышал это, я оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Удивительно, мастер Радхапала, как чудесный и как хорошо выразил это благословенный, тот, кто знает и видит, совершенный и полностью просветленный, этот мир неполноценный, ненасытный, раб жажды. В самом деле, так оно. Так сказал достопочтенный Радхапала. И сказав это, он далее добавил, «Богатых в этом мире вижу я, кто по невежеству не делится добрым, жадно скрывая все свое богатство, желая чувственной услады вновь. Властитель, силой покоривший землю, правит страной до края океана, и все же, недовольный этим брегом, желает дальний берег также получить. Но и не только царь, другие люди встречают смерть с неутоленной жаждой, и в недовольстве оставляют тело. С желанием к миру неослабшим. Радня рвет волосы и плачет, «Ох, ах, наш милый мертв!» Несут завернутое в саван тело, чтоб сжечь на погребальном же костре. Одетый в саван, оставляет он богатство, толкаемый шестами, он горит. И после смерти нерадня, недруг не смогут дать ему прибежище, защиту. Наследникам достанется богатство, а он отправится по указанию Камы, и умерев, ничто не сможет взять с собой ни жен, и ни детей, ни собственных владений. Долгую жизнь не оплатить монетой, и процветание старению не указ. Жизнь коротка, так говорят все мудрые, не знает вечности она, но только перемену. И нищий и богач почувствуют прикосновение, смерти, и мудрый дурак почувствует его, но если глупого накажет его глупость, то мудрый при смерти не дрогнет. Мудрость превыше всякого богатства, ведь именно она ведет к концу пути. Невежеством они свершают злодеяния, из жизни в жизнь высшую цель теряя. Перерождаясь, он идет в утробу, возобновляя жизни и круговерть, другой глупец, вверяя жизнь такому, идет за ним след в след. И как грабитель, пойманный на взломе, будет страдать за тот проступок свой, то также люди в следующей жизни будут страдать за собственные злодеяния. У слады чувств различны, восхитительны, и многочисленными способами возбуждают ум. Видя опасность в чувственных привязках, ведении бездомной жизни выбрал я, а царь. Как фрукты падают с деревьев, так старый млад теряют это тело. И это также осознав, а царь ушел из дома я, ведь жизнь отшельника надежней. Один, несмотря на то, что в сути сказано вскоре, комментарий поясняет, что он стал арахантом через двенадцать лет монашества. Это подтверждается тем фактом, что когда он вернулся домой, родители узнали его не сразу. Два, примечания переводчика С.В. Вероятно, Радхапала имел здесь в виду, что таким образом его отец смог бы понять, что привязанность ведет к страданиям, то есть смог бы понять, увидеть вторую благородную истину. Макхадева сутта, царь Макхадева. МН 83. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Медхиле в Манговой роще Макхадевы. И тогда в некоем месте благословенный улыбнулся. Мысль пришла к достопочтенному Ананде. В чем условии, в чем причина улыбки благословенного? Татхагаты не улыбаются без причины. Поэтому он закинул верхнее одеяние за плечо, сложил руки в почтительном приветствии благословенного, и спросил его, «Учитель, в чем условии, в чем причина улыбки благословенного?» Татхагаты не улыбаются без причины. Однажды, Ананда, в этой самой Медхиле жил царь по имени Макхадева. Он был праведным царем, который правил Дхаммой, великий царь, утвержденный в Дхамме. Он вел себя в соответствии с Дхаммой наряду с брахманами домохозяевами, горожанами и селянами, и он соблюдал упасадху на четырнадцатый, пятнадцатый и восьмой день половины месяца. По истечении многих лет, многих сотен лет, многих тысяч лет, царь Макхадева обратился к своему цирюльнику так, дорогой цирюльник, когда увидишь седые волосы на моей голове, скажи мне. Да, Ваше Величество ответил он. И через много лет, много сотен лет, много тысяч лет цирюльник увидел седые волосы, растущие на голове царя Макхадевы, один. Когда он увидел их, он сказал царю, небесные посланники появились, Ваше Величество. Седые волосы растут на голове Вашего Величества. Хорошо, дорогой цирюльник, тщательно вырви пинцетом эти седые волосы и положи мне на ладонь. Да, Ваше Величество ответил он, тщательно вырвал пинцетом эти седые волосы и положил их на ладонь царя. Тогда царь Макхадева в качестве вознаграждения подарил своему цирюльнику целую деревню, позвал принца, своего старшего сына, и сказал, дорогой принц, появились небесные посланники, Два. Седые волосы растут на моей голове. Я наслаждался человеческими чувственными удовольствиями, а теперь пришла пора искать божественные чувственные удовольствия. Ну же, дорогой принц, принимай царствование. Я обрею волосы и бороду, надену желтые одежды, и оставлю жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. А когда, дорогой принц, ты также увидишь, что седые волосы растут на твоей голове, то тогда, в качестве вознаграждения подарив своему цирюльнику целую деревню, дав принцу, твоему старшему сыну, тщательное наставление по царствованию, обрей волосы и бороду, надень желтые одежды, и оставь жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Продолжи эту благую практику, установленную мной, не будь последним. Дорогой принц, когда живут два человека, тот, при ком происходит нарушение этой благой практики, и является последним из них. Поэтому, дорогой принц, я говорю тебе, продолжи эту благую практику, установленную мной, не будь последним. И затем, подарив в качестве вознаграждения своему цирюльнику, целую, деревню, тщательно наставив принца, своего старшего сына, в царствовании, в манговой роще Макхадевы он обрил свои волосы и бороду, надел желтые одежды, и оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Он пребывал, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполнял весь мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Он пребывал, наполняя первую сторону света умом, насыщенным состраданием, сорадованием, невозмутимостью, наполнял весь мир умом, насыщенным невозмутимостью, обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. 84 тысячи лет царь Макхадева играл в детские игры. Восемьдесят четыре тысячи лет он был наместником. Восемьдесят четыре тысячи лет он правил царством. Восемьдесят четыре тысячи лет он вел святую жизнь в этой роще Макхадеву после того, как обрил волосы и бороду, надел желтые одежды, и оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Развив четыре божественных обители, с распадом тела, после смерти, он перешел в мир Брахмы. И по истечении многих лет, многих сотен лет, многих тысяч лет сын царя Макхадевы обратился к своему цирюльнику. Четыре, развив четыре божественных обители, с распадом тела, после смерти, он перешел в мир Брахмы. Потомки сына царя Макхадевы в количестве восьмидесяти четырех тысяч царей в линии преемственности, сбрив волосы и бороду, надев желтые одежды, оставляли жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной в этой манговой роще Макхадевы. Они пребывали, наполняя первую сторону света умом, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Восемьдесят четыре тысячи лет они играли в детские игры. Развив четыре божественных обители, с распадом тела, после смерти, они переходили в мир Брахмы. Ними был последним из тех царей. Он был праведным царем, который правил Дхаммой, великий царь, утвержденный в Дхамме. Он вел себя в соответствии с Дхаммой наряду с брахманами-домохозяевами, горожанами и селянами, и он соблюдал упасадху на четырнадцатый, пятнадцатый и восьмой день половины месяца. Однажды, Ананда, когда боги мира тридцати трех собрались вместе и сидели в Судхамме, зале собраний, между ними случилась такая беседа, какое благо, почтенные, для людей из Ведехи, какое великое благо для людей из Ведехи, что их царь Ними, праведный царь, который правят Дхаммой, соблюдает упасадху на четырнадцатый, пятнадцатый и восьмой день половины месяца. И тогда Саака, царь богов, обратился к богам мира тридцати трех, почтенные, хотите ли вы повидать царь Ними? Почтенные, мы хотели бы повидать царь Ними. И в то время на упасадху, на пятнадцатый день, царь Ними вымыл голову и спустился в нижние апартаменты дворца, где и сидел, соблюдая упасадху. И тогда, подобно тому, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, Саака, царь богов, исчез из мира тридцати трех и возник перед царем Ними. Он сказал, какое благо для тебя, великий царь, какое великое благо для тебя, великий царь. Когда боги мира тридцати трех собрались вместе и сидели в судхаме, зале собраний, между ними случилась такая беседа, какое благо, соблюдает упасадху на четырнадцатый, пятнадцатый и восьмой день половины месяца. Великий царь, боги хотят тебя видеть. Я отправлю за тобой, великий царь, колесницу, запряженную тысячи чистокровных скакунов. Без опасений, великий царь, взбирайся на божественную колесницу. Царь Ними молча согласился. И тогда, подобно тому, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, Саака, царь богов, исчез перед тарем Ними и возник среди богов мира тридцати трех. И тогда Саака, царь богов, обратился к своему колесничему мотали, ну же, дорога мотали, приготовь колесницу, запряженную тысячи чистокровных скакунов. Отправляйся к царю Ними и скажи, великий царь, эту колесницу, запряженную тысячи чистокровных скакунов, послал за тобой царь богов Саака. Без опасений, великий царь, взбирайся на божественную колесницу. Да, ваше величество ответил колесничий мотали. И приготовив колесницу, запряженную тысячи чистокровных скакунов, он отправился к царю Ними и сказал, великий царь, эту колесницу, запряженную тысячи чистокровных скакунов, послал за тобой царь богов Саака. Без опасений, великий царь, взбирайся на божественную колесницу. Но, великий царь, каким путем мне вести тебя, тем, посредством которого свершители зла переживают результаты своих злых деяний, или же тем, посредством которого свершители благопереживают результаты благих деяний? Вези меня обоими путями, мотали, пять. Мотали привез царя ними в Судхамму, зал собраний. Сапка, царь богов, увидел царя ними издали и сказал, идем, великий царь. Добро пожаловать, великий царь. Боги мира тридцати трех, великий царь сидят в Судхамме, зале собраний, и говорят так, какое благо, соблюдает Упаса Тхона четырнадцатый, пятнадцатый, и восьмой день половины месяца. Великий царь, боги мира тридцати трех желают тебя видеть. Великий царь, наслаждайся небесным могуществом среди богов. Довольно, почтенный. Пусть колесничий отвезет меня обратно в Мидхилу. Там я буду вести себя в соответствии с Тхаммой среди брахманов, домохозяев, горожан и селян. Там я буду соблюдать Упаса Тхона четырнадцатый, пятнадцатый, и восьмой день половины месяца. И тогда Саака, царь богов, сказал колесничему Матали, ну же, дорога Матали, подготовь колесницу, запряженную тысячи чистокровных скакунов, и вези царя Ними обратно в Мидхилу. Да, ваше величество ответил колесничий Матали. И подготовив колесницу, запряженную тысячи чистокровных скакунов, он отвез царя Ними обратно в Мидхилу. И там, действительно, царь Ними вел себя в соответствии с Дхаммой среди брахманов, домохозяев, горожан и селян. Там он соблюдал у пасадху на 14, 15 и 8 день половины месяца. И тогда, по истечении многих лет, многих сотен лет, многих тысяч лет, царь Ними обратился к своему цирюльнику. Развив четыре божественных обители, с распадом тела, после смерти, он перешёл в мир Брахмы. У царя Ними был сын по имени Калараджанака. Он не оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Он нарушил эту благую практику. Он был последним из них. И теперь, Ананда, ты можешь подумать так, вне сомнений, в том случае этим царём Макхадейвой, который установил эту благую практику, был кто-то другой. Но тебе не следует так считать. Я был этим царём Макхадейвой. Я установил эту благую практику, и последующие поколения продолжали эту благую практику, установленную мной. Но тот вид практики не ведёт к разочарованию, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббани, но, ведёт, только к перерождению в мире Брахмы. Но есть этот вид благой практики, который был установлен мной сейчас, и который ведёт к полному разочарованию, неббани. И что это за вид практики? Это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, сосредоточение. Этот вид благой практики был установлен мной сейчас, и он ведёт к полному разочарованию, неббани. Ананда, я говорю тебе, продолжай эту благую практику, которая была установлена мной. Не будь последним. Ананда, когда живут два человека, тот, при ком происходит нарушение этой благой практики, и является последним из них. Поэтому, Ананда, я говорю тебе, продолжай эту благую практику, установленную мной, не будь последним. Так сказал Благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами Благословенного. 1. Согласно буддийской космологии, срок жизни людей в разные периоды сильно варьируется от 10 лет до многих тысяч лет. Царь жил вперед, когда продолжительность жизни людей была огромной. 2. Это предвестники старения, болезней, смерти. Смотри. МН-130. 3. Примечания переводчика СВ. В Древней Индии числа 500 или 84 тысячи, как правило, означали просто очень много. 4. Здесь повторяется весь идущий выше по тексту сутт и фрагмент. 5. Комментарий поясняет, что он вначале провез его через Ады, а затем развернулся и провез по небесным мирам. Матхура сутта, В. Матхури. МН-84. Так я слышал. Однажды достопочтенный Махакачина проживал в Матхури в роще Чунды. И царь Авантипута из Матхуры услышал, отшельник Качана проживает в Матхуре в роще Чунды. И об этом мастере Качане распространилась славная молва. Он мудрый, умный, здравомыслящий, ученый, четко выражает свои мысли, проницательный. Он старый, он арахант. Было бы хорошо увидеть таких арахантов. И тогда царь Авантипута из Матхуры приказал снарядить несколько царских экипажей, взобрался на царский экипаж, и выехал из Матхуры со всем царским великолепием, чтобы повидать достопочтенного Махакачину. Он ехал, пока дорога была проходимой для экипажей, затем спешился и пошел пешком к достопочтенному Махакачине. Обменявшись с ним вежливыми приветствиями, после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал, Мастер Качана, брахманы говорят так, брахманы – высшая варна, а те, кто из других варн, те ниже. Брахманы – светлейшая варна, а те, кто из других варн, те темные. Только брахманы чисты, они не брахманы. Только брахманы – сыновья брахмы, отпрыски брахмы, рожденные из его рта, рожденные из брахмы, созданные брахмой, наследники брахмы. Что мастер Качано скажет на это? Так просто лишь говорят в мире, великий царь, брахманы, высшая варна, наследники брахмы. И есть способ понять, почему это утверждение брахманов, это просто лишь то, как говорят в мире. Как ты думаешь, великий царь? Если человек, из варны, знать возрастает в богатстве, зерне, серебре, или золоте, будут ли такие из варны, знати, которые будут вставать перед ним и уходить, только, после него, которые будут охотно прислуживать ему, которые будут искать способа угодить ему, говорить с ним мягко, и будут ли другие, кто будет делать так же, из варн, брахманов, торговцев, рабочих, будут, мастер Качано. Как ты думаешь, великий царь? Если брахман возрастает в богатстве, зерне, серебре, или золоте, будут ли такие из брахманов, которые будут вставать, будут ли другие, кто будет делать так же, из варн, знати, торговцев, рабочих, как ты думаешь, великий царь? Если торговец возрастает в богатстве, зерне, серебре, или золоте, будут ли такие из торговцев, которые будут вставать, будут ли другие, кто будет делать так же, из варн, знати, брахманов, рабочих? Как ты думаешь, великий царь? Если рабочий возрастает в богатстве, зерне, серебре, или золоте, будут ли такие из торговцев, которые будут вставать, будут ли другие, кто будет делать так же, из варн, знати, брахманов, торговцев? Как ты думаешь, Великий Царь? Если это так, то эти четыре варны одинаковы, или же нет, или как ты считаешь в этом случае? Вне сомнений это так, мастер Качана, что эти четыре варны одинаковы. Нет, в этом случае, разница между ними вовсе, как я вижу. Таков, Великий Царь, способ понять, почему это утверждение брахманов, это просто лишь то, как говорят в мире. Как ты думаешь, Великий Царь? Представь, как если бы человек из варны, знать и убивал бы живых существ, брал то, что не дано, пускался в неблагое поведение и в чувственных удовольствиях, лгал, говорил злонамеренно, говорил грубо, пустословил, был бы алчным, имел недоброжелательный ум, придерживался неправильных воззрений. С распадом тела, после смерти, он переродился бы в состояние лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду, или же нет, или как ты считаешь в этом случае? Если бы человек из варны, знать и был таков, мастер Качана, он бы переродился в состояние лишений, в аду. Вот как я считаю в этом случае, и так я слышал от Арахантов. Хорошо, хорошо, Великий Царь. То, как ты думаешь, Великий Царь является благим, и то, что ты слышал от Арахантов, является благим? Как ты думаешь, Великий Царь? Представь, как если бы Брахман, торговец, рабочий убивал бы живых существ, придерживался неправильных воззрений. С распадом тела, после смерти, он переродился бы в состояние лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду, или же нет, или как ты считаешь в этом случае? Если бы Брахман, торговец, рабочий был таков, мастер Качана, он бы переродился в состояние лишений, в аду. Вот как я считаю в этом случае, и так я слышал от Арахантов. Хорошо, хорошо, Великий Царь. То, как ты думаешь, Великий Царь является благим, и то, что ты слышал от Арахантов, является благим. Как ты думаешь, Великий Царь? Если это так, то эти четыре варны одинаковы, или же нет, или как ты считаешь в этом случае? И таков тоже, Великий Царь, способ понять, почему это утверждение Брахманов, это просто лишь то, как говорят в мире. Как ты думаешь, Великий Царь? Представь, как если бы человек из варны, знать и воздерживался бы от убийства живых существ, от взятия того, что не было дано, от неблагого поведения в чувственных удовольствиях, от лжи, от злонамеренной речи, от грубой речи, от пустословия, был бы не алчным, имел бы ум без недоброжелательности, придерживался бы правильных воззрений. С распадом тела, после смерти, он бы переродился в счастливом уделе, даже в небесном мире, или же нет, или как ты считаешь в этом случае? Если бы человек, из варны, знать и был таков, мастер Качана, он бы переродился в счастливом уделе, даже в небесном мире. Вот как я считаю в этом случае, и так я слышал от Арахантов. Хорошо, хорошо, великий царь. То, как ты думаешь, великий царь, является благим, и то, что ты слышал от Арахантов, является благим. Как ты думаешь, великий царь? Представь, как если бы брахман, торговец, рабочий воздерживался бы от убийства живых существ, придерживался бы правильных воззрений. С распадом тела, после смерти, он бы переродился в счастливом уделе, даже в небесном мире, или же нет, или как ты считаешь в этом случае? Если бы брахман, торговец, рабочий был таков, мастер Качана, он бы переродился в счастливом уделе, даже в небесном мире. Вот как я считаю в этом случае, и так я слышал от Арахантов. Как ты думаешь, великий царь? Представь, как если бы человек из варны, знать и врывался бы в дома, расхищал имущество, совершал кражу, совершал разбой на дорогах, соблазнял чужую жену, и если бы пришли твои люди, арестовали бы его и выдвинули обвинение, сказав, «Ваше Величество, это обвиняемый. Наложите на него такое наказание, какое пожелаете то, как бы ты с ним поступил? Мы бы казнили его, мастер Качана, или же оштрафовали бы его, или же сослали его, или же сделали с ним так, как он того заслуживает. И почему? Потому что он утратил свой статус знатного, и считается просто грабителем. Как ты думаешь, Великий Царь? Представь, как если бы Брахман, торговец, рабочий врывался бы в дома, то как бы ты с ним поступил? Мы бы казнили его, мастер Качана, или же оштрафовали бы его, или же сослали его, или же сделали с ним так, как он того заслуживает. И почему? Потому что он утратил свой статус Брахмана, торговца, рабочего, и считается просто грабителем. Как ты думаешь, Великий Царь? Если это так, то эти четыре варны одинаковы, или же нет, или как ты считаешь в этом случае? Как ты думаешь, Великий Царь? Представь, как если бы человек из варны, знать и обрил бы волосы и бороду, надел желтые одежды, оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, и воздерживался бы от убийства живых существ, от взятия того, что не дано, от лжи. Воздерживаясь от принятия пищи ночью, он бы ел только один раз в день, соблюдал целомудрие, был бы нравственным, с благим характером. Как бы ты с ним обращался? Мы бы кланились ему, мастер Качана, или же мы бы вставали перед ним, или же приглашали его присесть, или же мы бы предлагали ему принять одеяние, еду, жилище, необходимые для лечения вещи, или же мы бы организовали для него законную охрану, защиту, покровительство. И почему? Потому что он утратил свой статус знатного и считается просто отшельником. Как ты думаешь, Великий Царь? Представь, как если бы Брахман, торговец, рабочий обрил бы волосы и бороду, надел желтые одежды. Как бы ты с ним обращался? Мы бы кланились ему, мастер Качана. И почему? Потому что он утратил свой статус Брахмана, торговца, рабочего и считается просто отшельником. Когда так было сказано, царь Авантипута из Матхур сказал достопочтенному Махакачане, Великолепно, мастер Качана. Великолепно, мастер Качана. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Качана различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Качане, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Качана помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Не принимай прибежище во мне, Великий Царь. Принимай прибежище в том самом Благословенном, в котором принял прибежище я. Но где он сейчас проживает, мастер Качана, этот Благословенный, совершенный и полностью просветленный? Этот Благословенный, совершенный и полностью просветленный, достиг окончательной нигбаны, Великий Царь. Если бы мы услышали, что Благословенный находится на расстоянии 10 лик, мы бы отправились за 10 лик, чтобы повидать Благословенного, совершенного и полностью просветленного. Если бы мы услышали, что Благословенный находится на расстоянии 20, 30, 40, 50, 100 лик, мы бы отправились за 100 лик, чтобы повидать благословенного, совершенного и полностью просветленного. Но поскольку этот благословенный достиг окончательной Ниббаны, мы принимаем прибежище в этом благословенном, прибежище в Дхаме, прибежище в Сангхи Монахов. Пусть мастер Качана помнит меня как мирского последователя, который принял прибежище с этого дня и на всю жизнь.